Часть пятая. Глава сорок восьмая. Скарлетт действительно развлекалась. Она не веселилась так с довоенной весны. Новый Орлеан был город необычный, шикарный, и Скарлетт точно узник, приговоренный к пожизненному заключению и получивший помилование. С головой погрузилась в удовольствие. Саквояжники выкачивали из города все соки. Многие честные люди вынуждены были покидать свои дома, не зная где и когда удастся в очередной раз поесть. В кресле вице-губернатора сидел негр. И все же новый Орлеан, который Ред показал Скарлетт, был самым веселым местом из всех, какие ей доводилось видеть. У людей, с которыми она встречалась, казалось было сколько угодно денег и никаких забот. Ред познакомил ее с десятком женщин. Хорошеньких женщин в ярких платьях. Женщин с нежными руками, не знавшими тяжелого труда. Женщин, которые над всем смеялись и никогда не говорили ни о чем серьезном или тяжелом. А мужчины? С какими интересными мужчинами она была теперь знакома? И как они были не похожи на тех, кого она знала в Атланте? И как стремились потанцевать с ней? Какие пышные комплименты ей отпускали? И точно она все еще была юной красоткой. У этих мужчин были жесткие и дерзкие лица, как у Реда. И взгляд всегда настороженный, как у людей, которые слишком долго жили рядом с опасностью и не могли позволить себе расслабиться. Казалось, у них не было ни прошлого, ни будущего. И они вежливо помалкивали, когда Скарлетт, беседой ради, спрашивала, чем они занимались до того, как приехать в Новый Орлеан или где жили раньше. Это уже само по себе было странно, ибо в Атланте каждый уважающий себя пришелец спешил представить свои верительные грамоты и с гордостью рассказывал о доме и семье, вычерчивая сложную сеть семейных отношений, охватывавшую весь юг. Эти же люди предпочитали молчать, а если говорили, то осторожно, тщательно подбирая слова. Иной раз, когда Ред был с ними, а Скарлетт находилась в соседней комнате, она слышала их смех и обрывки разговоров, которые для нее ничего не значили. Отдельные слова, странные названия, Куба и Нассау в дни блокады, золотая лихорадка и захват участков, торговля оружием и морской разбой, Никарагуа и Уильям Уокер, и как он погиб, расстреляны у стены в Трухильо. Однажды, когда она неожиданно вошла в комнату, они тотчас прервали разговор о том, что произошло с повстанцами Квантрилла. Она успела услышать лишь имена Фрэнка и Джесси Джеймсов. Но у всех ее новых знакомых были хорошие манеры, они были прекрасно одеты и явно восхищались ею. А потому, не все ли ей равно, если они хотят жить только настоящим? Зато ей было далеко не все равно то, что они друзья Ретта, что у них большие дома и красивые коляски, что они брали ее с мужем кататься, приглашали на ужины, устраивали приемы в их честь. И Скарлетт они очень нравились. Когда она сказала свое мнение Рету, это немало его позабавило. «Я так и думал, что они тебе понравятся», — сказал он и рассмеялся. «А почему, собственно, они не должны были мне понравиться?» Всякий раз, как Ретт смеялся, у нее возникали подозрения. Все это люди второсортные, мерзавцы, паршивые овцы. Они все авантюристы или аристократы из саквояжников. Они все нажили состояние, спекулируя продуктами, как твой любящий супруг, или получив сомнительные правительственные контракты, или занимаясь всякими темными делами, в которые лучше не вникать. «Я этому не верю. Ты дразнишь меня? Это же приличнейшие люди». «Самые приличные люди в этом городе голодают», — сказал Ретт, «и благородно прозябают в развалюхах. Причем я сомневаюсь, чтобы меня в этих развалюхах приняли. Видишь ли, прелесть моя. Я во время войны участвовал здесь в некоторых гнусных делишках. А у людей чертовски хорошая память. Скарлетт, ты не перестаешь меня забавлять. У тебя какая-то удивительная способность выбирать не тех людей и не те вещи. Но они же твои друзья. Дело в том, что я люблю мерзавцев. Юность свою я провел на речном пароходике, играл в карты, и я понимаю таких людей, как они. Но я знаю им цену. А вот ты...» И он снова рассмеялся. «Ты совсем не разбираешься в людях. Ты не отличаешь настоящее от дешевки. Иной раз мне кажется, что единственными настоящими леди, с которыми тебе приходилось общаться, были твоя матушка и мисс Мелли. Но, видимо, это не оставило на тебе никакого следа». «Мелли? Да она такая невзрачная, как старая туфля. И платья у нее всегда какие-то нелепые. И мыслей своих нет. Избавьте меня от проявлений своей зависти, мадам. Красота еще не делает и женщины-леди, а платье настоящую леди». «Ах, вот как? Ну, погоди, Ред Батлер, я тебе еще кое-что покажу. Теперь, когда у меня, когда у нас есть деньги, я стану самой благородной леди, каких ты когда-либо видел». «С интересом буду ждать этого превращения», — сказал он. «Еще больше, чем люди. Скарлетт занимали наряды, которые покупал Еретт, выбирая сам цвета, материи и рисунок. Кринолинов уже не носили, и новую моду Скарлетт находила прелестной. Вперед у юбки был гладкий, материя вся стянута назад, где она складками не спадала с турнюра. И на этих складках покоились гирлянды из цветов, и банты, и каскады кружев. Вспоминая скромные кринолины военных лет, Скарлетт немного смущалась, когда она девала эти новые юбки, обрисовывающие живот. А какие прелестные были шляпки! Собственно, даже и не шляпки, а этакие плоские тарелочки, которые носили, надвинув на один глаз, а на них и фрукты, и цветы, и гибкие перья, и развивающиеся ленты. Ах, если бы Еретт не был таким глупым и не сжег накладные букли, которые она купила, чтобы увеличить пучок, торчавший у нее сзади и с под маленькой шляпки. А тонкое, сшитое монахинями белье? Какое оно прелестное! И сколько у нее этого белья! Сорочки, и ночные рубашки, и панталоны, из тончайшего льна, отделанные изящнейшей вышивкой, со множеством складочек. А атласные туфли, которые Ретт ей купил. Каблуки у них были в три дюйма высотой, а спереди большие сверкающие пряжки. А шелковые чулки, целая дюжина, и ни одной пары с бумажным верхом. Какое богатство! Скарлетт без оглядки покупала подарки для родных. Пушистого щенка Синбернара для Уэйда, которому всегда хотелось иметь щенка. Персидского котенка для Бо. Коралловый браслет для маленькой Эллы. Литое колье с подвесками из лунных камней для тети Питти. Полное собрание сочинений Шекспира для Мелани и Эшли. Расшитую леврею, включая кучерский цилиндр с кисточкой для дядюшки Питера. Материум на платье для Дилси и Кухарки. Дорогие подарки для всех в таре. «А что ты купила мамушке?» Спросил ее Ред, глядя на груду подарков, лежавших на постели в их гостиничном номере, и извлекая оттуда щенка и котенка, чтобы отнести в гардеробную. «Ничего». Она вела себя отвратительно. «С чего это я стану привозить ей подарки, когда она обзывает нас мулами?» «Почему ты так не любишь, когда тебе говорят правду, моя кошечка? Мамушке нужно привезти подарок. Ты разобьешь ей сердце, если этого не сделаешь. А такое сердце, как у нее, слишком ценно, чтобы взять его и разбить. «Ничего я ей не повезу. Она этого не заслуживает. Тогда я сам куплю ей подарок». Я помню, моя нянюшка всегда говорила, «Хорошо бы, если бы на ней, когда она отправится на небо, была нижняя юбка из тофты, такой жесткой, чтобы она торчком стояла и шуршала при малейшем движении. А Господь Бог подумал бы, что она сшита из крыльев ангелов. Я куплю мамушке красной тофты и велю сшить ей элегантную нижнюю юбку. В жизни мамушка от тебя ее не примет. Да она скорее умрет, чем наденет такую. Не сомневаюсь. И все-таки я это сделаю». Магазины в Новом Орлеане были такие богатые. И ходить по ним с Реттом было так увлекательно. Обедать с ним было тоже увлекательным занятием, даже еще более волнующим, чем посещение магазинов. Ибо Ретт знал, что заказать и как это должно быть приготовлено. И вина, и ликера, и шампанское в Новом Орлеане все было для Скарлетт в новинку. Все возбуждало. Ведь она знала лишь домашнюю наливку из ежевики, да мускатное вино, да обморочный коньяк тети Питти. А какую Ретт заказывал еду? Лучше всего в Новом Орлеане была еда. Когда Скарлетт вспоминала о страшных голодных днях в Таре, и о совсем еще недавней поре воздержания, ей казалось, что она никогда вдоволь не наестся этих вкусных блюд. Суп из стручков бамии, коктейли с креветок, голуби в вине и устрицы, запеченные в хрустящем тесте со сметанным соусом, грибы, сладкое мясо и индюшачья печенка, рыба, хитро испеченная в промасленной бумаге, и к ней лаймы. У Скарлетт никогда не было недостатка в аппетите, ибо стоило ей вспомнить о неизменных земляных орехах, сушеном горохе и сладком картофеле в Таре, как она готова была проглотить буквально все блюда креольской кухни. — Всякий раз ты ешь так, словно больше тебе не дадут, — говорил Рэд. — Не вылизывай тарелку, Скарлетт. Я уверен, что на кухне еще сколько угодно еды. Стоит только попросить официанта. Если ты не перестанешь предаваться обжорству, будешь толстой, как кубинские матроны, и тогда я с тобой разведусь. Но она лишь показывала ему язык и просила принести еще кусок торта с шоколадом и взбитыми сливками. До чего же было приятно тратить деньги? Сколько хочешь, а не считать каждое пенни и не думать о том, что надо экономить, чтобы заплатить налоги или купить мулов. До чего же было приятно находиться в обществе людей веселых и богатых, а не благородных, но бедных, как в Атланте. До чего же было приятно носить шуршащие парчевые платья, которые подчеркивали твою талию, оставляя открытыми для всеобщего обозрения твою шею и руки, и в значительной мере грудь, и знать, что мужчины любуются тобой. И как приятно было есть все, что захочется, и не слышать при этом менторских наставлений о том, что, мол, леди так не едят. И как приятно было пить шампанское в волю. В первый раз, когда она выпила лишку, она проснулась на другое утро с раскалывающейся головой. И не без смущения вспомнила, что уехала назад в гостиницу по улицам Нового Орлеана в открытой коляске. И во весь голос распевала «Славный голубой наш флаг». Она ни разу не видела ни одной хотя бы чуть подвыпившей леди. Если же говорить о простых смертных, то она видела пьяную женщину только раз. В день падения Атланты. Это была та тварь, Отлинг. Скарлетт не знала, как показаться на глаза Рету после такого позора. Но вся эта история, казалось, лишь позабавила его. Все, что бы Скарлетт ни делала, забавляла его, словно она была игривым котенком. Ей доставляло удовольствие появляться с ним на людях. До того он был хорош. Она почему-то никогда раньше не обращала внимания на его внешность. А в Атланте все были слишком заняты обсуждением его недостатков. И никто не обращал внимания на то, как он выглядит. Но здесь, в Новом Орлеане, она видела, как женщины провожают его взглядом, и как они трепещут, когда он склоняется, целуя им руку. Сознание, что другие женщины находят ее мужа привлекательным, и, возможно, даже завидуют ей, неожиданно преисполнила Скарлетт гордости за то, что у нее такой спутник в жизни. А мы, оказывается, красивая пара, не без удовольствия подумала она. Да, как и предсказывал Ред, от брака действительно можно получать уйму удовольствия. И не только получать удовольствие, но и научиться кое-чему. Это само по себе было странным, ибо Скарлетт считала, что жизнь уже ничему не может ее научить. А сейчас она чувствовала себя ребенком, которому каждый день сулит новое открытие. Прежде всего, она поняла, что брак с Редом совсем не был похож на брак с Чарльзом или Фрэнком. Они уважали ее и боялись ее нрава. Они выклянчивали ее расположение, и если это ее устраивало, она снисходила до них. Ред же не боялся ее. И она часто думала о том, что он не слишком ее и уважает. Он делал то, что хотел, и лишь посмеивался, если ей это не нравилось. Она его не любила, но с ним, конечно, было очень интересно. И самое интересное было то, что даже во время вспышек страсти, которая порой была окрашена жестокостью, а порой раздражающей издевкой, он, казалось, всегда держал себя в узде, всегда был хозяином своих чувств. Это, наверное, потому, что на самом-то деле он вовсе не влюблен в меня, думала она, и такое положение дел ее вполне устраивало. Мне бы не хотелось, чтобы он когда-либо в чем-то дал себе полную волю. И однако же мысль о такой возможности щекотала ее, вызывая любопытство. Живя с Рэтом, Скарлетт обнаружила в нем много нового, а ведь ей казалось, что она хорошо его знает. Голос его, оказывается, мог быть мягким и ласковым, как кошачья шерсть, а через секунду жестким, хрипло выкрикивающим проклятие. Он мог вроде бы откровенно и с одобрением рассказывать о мужественных, благородных, добродетельных, подсказанных любовью поступках, коим он был свидетелем в тех странных местах, куда его заносило. И тут же с холодным цинизмом добавлять скабрезнейшие истории. Она понимала, что муж не должен рассказывать жене таких историй. Но они развлекали ее, воздействуя на какие-то грубые земные струны ее натуры. Он мог быть страстным, почти нежным любовником, но это длилось недолго. А через мгновение перед ней был хохочущий дьявол, который срывал крышку с пороховой бочки ее чувств, поджигал запал и наслаждался взрывом. Она узнала, что его комплименты всегда двояки, а самым нежным выражением его чувств не всегда можно верить. Словом, за эти две недели в Новом Орлеане она узнала о нем все, кроме того, каков он был на самом деле. Случалось, он утром отпускал горничную, сам приносил Скарлетт завтрак на подносе и кормил ее. Точно она дитя, брал щетку и расчесывал ее длинные черные волосы, так что они начинали потрескивать и искрить. В другое же утро он грубо пробуждал ее от глубокого сна, сбрасывал с нее одеяло и щекотал ее голые ноги. Бывало он с почтительным интересом и достоинством слушал ее рассказы о том, как она вела дела, выражая одобрение ее мудрости, а в другой раз называл ее весьма сомнительные сделки продувным мошенничеством, грабежом на большой дороге и вымогательством. Он водил Скарлетт на спектакли и, желая ей досадить, нашептывал на ухо, что Бог наверняка не одобрил бы такого рода развлечений. А когда водил в церковь, тихонько рассказывал всякие смешные непристойности и потом корил за то, что она смеялась. Он учил ее быть откровенной, дерзкой и смелой. Следуя его примеру, она стала употреблять больно ранящие слова, иронические фразы и научилась пользоваться ими, ибо они давали ей власть над другими людьми. Но она не обладала чувством юмора Ретта, которое смягчало его ехидство и не умела так улыбаться, чтобы казалось, будто, издеваясь над другими, она издевается сама над собой. Он научил ее играть, а она почти забыла, как это делается. Жизнь для нее была такой серьезной, такой горькой, а он умел играть и втягивал ее в игру. Но он никогда не играл, как мальчишка. Это был мужчина, и что бы он ни делал, Скарлетт всегда об этом помнила. Она не могла смотреть на него сверху вниз, с высоты своего женского превосходства, и улыбаться, как улыбаются женщины, глядя на взрослых мужчин, оставшихся мальчишками в душе. Это вызывало у нее досаду. Было бы так приятно чувствовать свое превосходство над Реттом. На всех других мужчин она могла махнуть рукой, не без презрения подумав, что за дитя. На своего отца, на близнецов Тарлтонов, с их любовью к подразниванию и ко всяким хитрым проделкам. На необузданных младших Фонтейнов, с их чисто детскими приступами ярости. На Чарльза, на Фрэнка, на всех мужчин, которые увивались за ней во время войны. На всех, за исключением Эшли. Только Эшли и Ретт не поддавались ее пониманию и не позволяли помыкать с собой, потому что оба были люди взрослые, ни в том, ни в другом не было мальчишества. Она не понимала Ретта и не давала себе труда понять, в нем было порой нечто такое, что озадачивало ее, к примеру, то, как он на нее смотрел, когда думал, что она этого не видит. Внезапно обернувшись, она вдруг замечала, что он наблюдает за ней, и в глазах его напряженное, взволнованное ожидание. «Почему ты на меня так смотришь?» Однажды раздраженно спросила она его. «Точно кошка, подстерегающая мышь?» Но выражение его лица мгновенно изменилось, и он лишь рассмеялся. Вскоре она об этом забыла и перестала ломать над этим голову, как и вообще над всем, что касалось Ретта. Слишком уж он вел себя непредсказуемо. А жизнь была так приятна, за исключением тех минут, когда она вспоминала об Эшли. Правда, Ретт занимал все ее время, и она не могла часто думать об Эшли. Днем Эшли почти не появлялся в ее мыслях, зато по ночам, когда она чувствовала себя совсем разбитой от танцев, а голова кружилась от выпитого шампанского, она думала об Эшли. Часто, засыпая в объятиях Ретта при свете луны, струившемся на постель, она думала о том, как прекрасна была бы жизнь, если бы это руки Эшли обнимали ее, если бы это Эшли прятал лицо в ее черные волосы, обматывал ими себе шею. Однажды, когда эта мысль в очередной раз пришла ей в голову, она вздохнула и отвернулась к окну, и почти тотчас почувствовала, как могучая рука Ретта у нее под головой напряглась и словно окаменела, и голос Ретта произнес в тишине. Хоть бы Бог отправил твою мелкую лживую душонку на веки вечные в ад. Он встал, оделся и вышел из комнаты, несмотря на ее испуганные вопросы и протесты. Вернулся он лишь на следующее утро, когда она завтракала у себя в номере. Вернулся пьяной, мятой, в самом саркастическом настроении. Он не извинился перед ней и никак не объяснил своего отсутствия. Скарлетт ни о чем его не спрашивала и держалась с ним холодно, как и подобает оскорбленной жене, а покончив завтраком, оделась под взглядом его налитых кровью глаз и отправилась по магазинам. Когда она вернулась, его уже не было, и появился он снова лишь к ужину. За столом царило молчание. Скарлетт старалась не дать воле гневу, ведь это был их последний ужин в Новом Орлеане, а ей хотелось поесть крабов. Но она не получала удовольствия от еды под взглядом Ретты. Тем не менее, она съела большущего краба и выпила немало шампанского. Быть может, это сочетание возродило старый кошмар, ибо проснулась она в холодном поту, отчаянно рыдая. Она была снова в таре, разграбленной, опустошенной. Мама умерла, и вместе с ней ушла вся сила и вся мудрость мира. В целом свете не было больше никого, кому Скарлетт могла бы воззвать, на кого могла бы положиться. А что-то страшное преследовало ее. И она бежала, бежала, так что сердце, казалось, вот-вот разорвется. Бежала в густом, клубящемся тумане, и кричала, бежала, слепо ища неведомое безымянное пристанище, которое находилось где-то в этом тумане, окружавшем ее. Проснувшись, она увидела склонившегося над ней Ретта. Он молча взял ее, как маленькую девочку, на руки и прижал к себе. В его крепких мускулах чувствовалась надежная сила, его шепот успокаивал, и она перестала рыдать. «Ох, Ретт, мне было так холодно, я была такая голодная, такая усталая, я никак не могла это найти, я все бежала и бежала сквозь туман, и не могла найти. Что найти, дружок? Не знаю, хотелось бы знать, но не знаю. Это все тот старый сон? Да, да». Он осторожно опустил ее на постель, пошарил в темноте и зажег свечу. Она озарила его лицо, резко очерченное, с налитыми кровью глазами. Непроницаемое, точно каменное. Распахнутая до пояса рубашка обнажала смуглую, покрытую густыми черными волосами, грудь. Скарлетт все еще, дрожа от страха, подумала, «Какой он сильный, какой крепкий!» И прошептала, «Обними меня, Ред». «Хорошая моя!» Парабраматалон подхватил ее на руки, прижал к себе и опустился со своей ношей в глубокое кресло. «Ах, Ред, это так страшно, когда ты голодная!» «Конечно! Страшно умирать во сне от голода, после того, как съеден ужин из семи блюд, включая того огромного краба!» Он улыбнулся, и глаза у него были добрые. «Ах, Ред, я все бежала и бежала и что-то искала и не могла найти то, что искала. Оно все время пряталось от меня в тумане, а я знала, что, если это найду, то навсегда буду спасена и никогда, никогда не буду больше страдать от холода или голода. Что же ты искала? Человека или вещь? Сама не знаю. Я об этом не думала. А как ты думаешь, Ред, мне когда-нибудь приснится, что я добралась до такого места, где я буду в полной безопасности?» «Нет», — сказал он, приглаживая ее растрепанные волосы. «Думаю, что нет. Сны нам не подвластны, но я думаю, что если ты привыкнешь жить в безопасности и в тепле и каждый день хорошо питаться, то перестанешь видеть этот сон. А уж я, Скарлетт, позабочусь, чтобы ничто тебе не угрожало. Ред, ты такой милый. Благодарю вас за крошки с вашего стола, госпожа богатчик. Скарлетт, я хочу, чтобы каждое утро, просыпаясь, ты говорила себе, «Я никогда больше не буду голодать, и ничего со мной не случится, пока Ред рядом и правительство Соединенных Штатов у власти». «Правительство Соединенных Штатов?» переспросила она и в испуге выпрямилась, не успев смахнуть слезы со щек. «Бывшая казна конфедератов стала честной женщиной. Я вложил большую часть этих денег в правительственные займы». «Мать Пресвятая Богородица!» воскликнула Скарлетт, отстраняясь от него, забыв о недавно владевшем ею ужасе. «Неужели ты хочешь сказать, что судил свои деньги?» этим Янке под весьма приличный процент. «Да мне плевать, если даже под сто процентов немедленно продаете облигации. Подумать только, чтобы Янке пользовались твоими деньгами». «А что мне с ними делать?» с улыбкой спросил он, подмечая, что в глазах ее уже нет страха. «Ну, например, купить землю у Пятиуглов. Уверена, что при твоих деньгах ты мог бы все участки там скупить». «Премного благодарен, но не нужны мне эти пять углов. Теперь, когда правительство саквояжников по-настоящему прибрало Джорджию к рукам, никто не знает, что может случиться. Я не поручусь за этих стервятников, что налетели в Джорджию с севера, востока, юга и запада. Я, как ты понимаешь, будучи добросовестным подлипалой, действую с ними заодно, но я им не верю и деньги свои в недвижимость вкладывать не стану. Я предпочитаю государственные займы, их можно спрятать, а недвижимость спрятать не так-то легко». «Ты что же считаешь?» Начала была она, похолодев при мысли о лесопилках и лавке. «Я ничего не знаю, но не надо так пугаться, Скарлетт. Наш обаятельный новый губернатор, добрый мой друг. Просто времена сейчас очень уж неверные, и я не хочу замораживать большие деньги в недвижимости». Он пересадил ее на одно колено, потянулся за сигарой и закурил. Она сидела, болтая босыми ногами, глядя на игру мускулов на его смуглой груди, забыв все страхи. «И раз уж мы заговорили о недвижимости, Скарлетт», сказал он. «Я намерен построить дом. Ты могла заставить Фрэнка жить в доме мисс Питти, но не меня. Не думаю, что я сумею вынести ее причитание по три раза в день. А кроме того, мне кажется, дядюшка Питер скорее прикончит меня, чем допустит, чтоб я поселился под священной крышей Гамильтонов. А мисс Питти может предложить мисс Инди Уилкс пожить с нею, чтобы отпугивать привидения. Мы же, вернувшись в Атланту, поселимся в свадебном номере гостиницы Нэшнл, пока наш дом не будет построен. Еще до отъезда мне удалось торговаться насчет того большого участка на Персиковой улице, что близ дома Лейденов. Ты знаешь, о каком я говорю? Ох, Рэд, какая прелесть! Мне так хочется иметь свой дом, большой-большой. Ну, вот, наконец-то, мы хоть в чем-то согласны. Что, если построить белый штукатуренный дом и украсить его чугунным литьем, как эти креольские дома здесь? О, нет, Рэд, только не такой старомодный, как эти новоорлянские дома. Я знаю, чего бы мне хотелось. Я хочу совсем новый дом. Я видела картинку. Стой, стой, в Харпис Уикли. Что-то вроде швейцарского шале. Швейцарского чего? Шале? Скажи по буквам. Она выполнила его просьбу. Вот как, произнес он и пригладил усы. Дом прелестный. У него высокая остроугольная крыша, под ней мансарда, поверху идет как бы чистокол, а по углам башенки, крытые цветной черепицей. И в этих башенках окна с синими и красными стеклами. Все по моде. И перила крыльца должно быть с переплетом. Да. А с крыши над крыльцом свешиваются эдакие деревянные кружева? Да. Ты должно быть видел такой. Видел, но не в Швейцарии. Швейцарцы очень умный народ и остро чувствуют красоту в архитектуре. Ты в самом деле хочешь такой дом? Ах, конечно. А я-то надеялся, что общение со мной улучшит твой вкус. Ну, почему ты не хочешь дом в креольском или колониальном стиле? Шестью белыми колоннами. Я же сказала, что не хочу ничего старомодного. А внутри, чтобы были красные обои и красные бархатные портьеры. И чтоб все двери раздвигались. И, конечно, много дорогой ореховой мебели. И роскошные толстые ковры. И Ах, Рэд, все позеленеют от зависти, когда увидят наш дом. А так ли уж необходимо, чтобы все нам завидовали? Впрочем, если тебе так хочется, пусть зеленеют. Только тебе не приходило в голову, Скарлетт, что не очень это хороший вкус обставлять свой дом с такой роскошью, когда вокруг все так бедны. А я хочу, упрямо заявила она. Я хочу, чтобы всем, кто плохо ко мне относится, стало не по себе. И мы будем устраивать большие приемы, чтобы все в городе жалели, что говорили обо мне разные гадости. Но кто же в таком случае будет приходить на наши приемы? Как кто? Все, конечно. Сомневаюсь. Старая гвардия умирает, но не сдается. Ах, Рэд, какую ты несешь чушь. У кого есть деньги, того люди всегда будут любить. Только не южане. Спекулянту с деньгами куда труднее проникнуть в лучшие гостинные горды, чем верблюду пройти сквозь игольное ушко. А уж проподлипал, а это мы с тобой, моя кошечка, и говорить нечего. Нам повезет, если нас не оплюют. Но если ты, моя дорогая, хочешь все же попытаться, что ж, я тебя поддержу. И уверен, получу немало удовольствия от твоей компании. А теперь, раз уж мы заговорили о деньгах, мне хотелось бы поставить точки нады. Я дам тебе на дом столько денег, сколько ты захочешь, и сколько ты захочешь на всякую мишуру. И если ты любишь драгоценности, пожалуйста, но только я сам буду их выбирать. У тебя, моя кошечка, приотвратительный вкус. Ну и, конечно, ты получишь все, что требуется для Уэйда и Лиэллы. И если Уиллу Бентину не удастся сбыть весь хлопок, я готов оказать ему помощь и покрыть расходы на содержание этого белого слона в графстве Клейтон, который вам так дорог. Это будет справедливо, как ты считаешь? Конечно, ты очень щедр. Но теперь слушай меня внимательно. Я не дам ни цента на твою лавку и ни цента на эту твою дохлую лесопилку. Ох, вырвалась у Скарлетт и лицо ее вытянулось. Весь медовый месяц она думала о том, как бы попросить у него тысячу долларов, которые нужны ей были, чтобы прикупить еще пятьдесят футов земли и расширить свой лесной склад. По-моему, ты всегда похвалялся широтой взглядов. Тебе, мол, все равно. Пусть болтают про то, что у меня свое дело, а ты, оказывается, как все мужчины. До смерти боишься, как бы люди не сказали, что это я ношу брюки в нашей семье. Вот уж ни у кого никогда не возникнет сомнения насчет того, кто в семье батлеров носит брюки, протянул Редт. И мне безразлично, что болтают дураки. Видишь ли, я настолько плохо воспитан, что горжусь своей красавице женой. Я не возражаю. Продолжай держать лавку или Уэйт подрастет. Ему, возможно, не захочется жить на содержании отчима, и он сам возьмет на себя управление делами. Но ни единого цента, ни на одно из этих предприятий я не дам. Почему? Потому что не желаю содержать Эшли Уилкса. Ты что, начинаешь все сначала? Нет. Но ты спросила почему? И я объяснил. И еще одно. Не думай, что тебе удастся провести меня. И не лги, и не придумывай, сколько стоят твои туалеты, и как дорого вести дом, чтобы на сэкономленные деньги иметь потом возможность накупить мулов, или еще одну лесопилку для Эшли. Я намерен тщательно проверять твои расходы. А что сколько стоит, я знаю. Ах, пожалуйста, не напускай на себя оскорбленный вид. Ты бы на все это пошла. Я считаю, что ты вполне на это способна. Я вообще считаю, что ты на что угодно пойдешь, если дело касается Тары или Эшли. Против Тары я не возражаю, но что касается Эшли, тут я против. Я не натягиваю поводья, моя кошечка, но не забудь, что у меня есть уздечка и шпоры. Глава 49. Миссис Элсинг прислушалась к звукам, доносившимся из холла, и, убедившись, что Мэла не прошла на кухню, откуда донесся стук посуды и звон серебра, обещавший скорое подкрепление, повернулась и тихо заговорила, обращаясь к дамам, которые сидели полукругом в гостиной, держа на коленях корзиночки с шитьем. Лично я не намерена посещать Скарлетт ни сейчас, ни когда-либо впредь, заявила она, и ее тонкое холодное лицо стало еще холоднее. Остальные члены кружка шитья для вдов и сирот конфедерации быстро воткнули иголки в материю и сдвинули свои качалки. Всех дам буквально распирала от желания поговорить о Скарлетт и Ретти, но мешало присутствие Мелани. Как раз накануне эта парочка вернулась из Нового Орлеана и поселилась в свадебном номере в гостинице Нэшнл. Хью говорит, что вежливость требует, чтобы я нанесла им визит, ведь капитан Батлер спас ему жизнь, продолжала мисси Селсинг, и бедняжка Фенни приняла его сторону и сказала, что тоже пойдет к ним. А я сказала ей, Фенни сказала я, если бы не Скарлетт, Томми был бы сейчас жив. Это оскорбительно для его памяти идти туда. А у Фенни хватило ума заявить мне, мама, я же пойду не к Скарлетт, я пойду к капитану Батлеру, а он все сделал, чтобы свасти Томми, и не его вина, что ему это не удалось. Да чего же они глупые, эти молодые люди, сказала миссис Мэриуэзер, визиты наносить. Как же? Грудь у нее поднялась горой от возмущения при воспоминании о том, как грубо отклонила Скарлетт ее совет не выходить замуж за Ретта. И моя Мэйбл такая же глупая, как ваша Фенни. Заявила, что они с Рене отправятся с визитом, ведь капитан Батлер спас Дерене от виселицы, а я сказала, что если бы Скарлетт не раскатывала всем на показ, Рене никогда бы не оказался в опасности. И папаша Мэриуэзер тоже намерен идти с визитом, послушать его, так он от старости, видно, совсем ума лишился. Говорит, что если я не чувствую благодарности, то он, безусловно, благодарен этому мерзавцу. Клянусь, с тех пор, как папаша Мэриуэзер побывал в доме Этву Отлинг, он ведет себя самым постыдным образом, визиты наносить как же. Я-то уж, конечно, не пойду. Скарлетт изгнала себя из нашего общества, выйдя замуж за такого человека. Он был уже достаточно мерзок, когда спекулировал во время войны и наживался на нашем горе. А сейчас, когда его с саквояжниками и подлипалами водой не разольешь, да еще он в друзьях-приятелях. Да-да, в ближайших друзьях, с этим отъявленным мерзавцем губернатором Балоком, визиты им наносить, как же. Миссис Боннелл вздохнула. Это была тучная смуглая клуша с веселым лицом. Они ведь пойдут к ним только раз, с визитом вежливости, Долли. Не знаю, можно ли людей за это винить. Я слышала все мужчины, которые в ту ночь не были дома, хотят идти к ним с визитом. И я думаю, они должны пойти. Правда, мне как-то трудно представить себе, что Скарлетт, дочь своей матери, я ходила в школу с Сален Робияр в саванне. И это была прелестнейшая девушка. Я ее очень любила. И почему только ее отец не захотел, чтобы она вышла замуж за своего кузена Филиппа Робияра? Ничего по-настоящему плохого в этом молодом человеке не было. Ведь всем молодым людям надо перебеситься. А Эллин зачем-то поспешила и выскочила замуж за этого О'Хара, который был намного старше ее. Вот у нее и получилась такая дочь, как Скарлетт. И все же я считаю, что один раз должна нанести им визит в память об Эллин. Сентиментальная чепуха, решительно фыркнула миссис Мэриуэзер. Китти Боннелл, неужели вы пойдете с визитом к женщине, которая вышла замуж меньше, чем через год после смерти мужа. К женщине, из-за которой к тому же погиб мистер Кеннеди, вмешалась Индия. Она произнесла это спокойным, но таким язвительным тоном. Стоило зайти речь о Скарлетт, как она забывала о вежливости и помнила одно. Вечно помнила о Стюарте Тарлтоне. Да к тому же я всегда считала, что между ней и этим батлером было что-то до того, как погиб мистер Кеннеди, о чем мало кто подозревает. Не успели дамы прийти в себя от изумления вызванного ее словами, к тому же говорила-то эта девица, как в дверях появилась Мелани. Они были настолько поглощены пересудами, что не слышали ее легких шагов. И сейчас застегнутые врасплох хозяйкой дома походили на перешептывающихся школьниц, пойманных с поличным учительницей. Они не только оцепенели, но и перепугались при виде того, как изменилось лицо Мелани. Она стояла вся красная от праведного гнева. Ласковые глаза ее метали молнии, ноздри трепетали. Никто из присутствующих ни разу не видел Мелани разгневанной. Ни одна из дам даже и предположить не могла, что Мелани способна на такую ярость. Они все любили ее, но считали необычайно мягкой, уступчивой молодой женщиной, с уважением относящейся к старшим и не имеющей собственного мнения. «Да как ты смеешь, Индия?» произнесла она тихо, дрожащим от гнева голосом. «Куда способна завести тебя ревность? Постыдилась бы!» Индия побелела, но не опустила головы. «Я ни одного своего слова не возьму назад», заявила она. Но ум ее тем временем усиленно работал. «Неужели я действительно ревную?» думала она. «Разве воспоминания о Стюарте Тарлтоне, о Милочке и Чарльзе не давали ей достаточно оснований завидовать Скарлетт? Разве не было у нее достаточно оснований ненавидеть Скарлетт? Особенно сейчас, когда у нее зародилось подозрение, что Скарлетт каким-то образом опутала своей паутиной и Эшли. Она подумала, «Я бы многое могла рассказать тебе, Мелани, об Эшли и вашей драгоценной Скарлетт. Индию раздирали противоречивые желания обречь Эшли своим молчанием или показать, каков он на самом деле, поделившись своими подозрениями с Мелани и всем миром. Это заставило бы Скарлетт выпустить Эшли из своих цепких рук. Но время для такого разговора еще не настало. У нее ведь не было никаких доказательств, ничего, кроме подозрений. «Я ни одного слова не возьму назад», повторила она. «В таком случае, твое счастье, что ты не живешь больше под моей крышей», сказала Мелани холодным как лед тоном. Индия вскочила, в полы щеки ее залила яркая краска. «Мелани, ты же моя невестка, не станешь же ты ссориться со мной из-за этой беспутной...» «Скарлетт тоже моя невестка», сказала Мелани, глядя в упор на Индию, точно они были чужими друг к другу, и она мне дороже родной сестры. Если ты забыла о том, скольким я ей обязана, то я не забыла. Она пробыла со мной всю осаду, хотя могла уехать домой. Даже тетя Питти и та сбежала в Мейкон. Она помогла мне родить, когда Янки были у самой Атланты, и взвалила на себя такую обузу, повезла на Сбофтару, хотя могла оставить меня в больнице на милость Янки. Она ухаживала за мной и кормила меня, а сама в Таре мне дали лучший матрас, потому что я была больная и слабая. А когда я смогла ходить, мне дали единственную целую пару туфель. Таиндия, возможно, забыла все, что она сделала для меня, но я не могу этого забыть. А когда Эшли вернулся больной, несчастный, без крова над головой, без денег в кармане, она приняла его в свой дом, как сестра. А когда мы думали, что придется уехать на север, и у нас сердце разрывалось при мысли, что мы расстанемся с Джорджией, Скарлетт вмешалась и поставила Эшли управлять лесопилкой. А капитан Батлер спас Эшли жизнь исключительно по доброте. И конечно же у Эшли нет никаких к нему претензий. Я благодарна. Благодарна и Скарлетт, и капитану Батлеру. Что же до тебя Индия? Как ты можешь забыть то, что Скарлетт сделала для меня и для Эшли? Как ты можешь так мало ценить жизнь брата, чтобы порочить человека, который его спас? Да встань ты на колени перед капитаном Батлером и Скарлетт. Даже этого было бы недостаточно. Ну вот что Мелли решительно вмешалась миссис Мэриуэзер, которая вернулась в самообладание. Не надо так говорить с Индией. Я ведь слышала и то, что вы говорили про Скарлетт, воскликнула Мелани, поворачиваясь к дародной пожилой даме, словно дуэлянт, который, вытащив клинок из распростертого тела противника, яростно набрасывается на другого. И вы тоже, миссис Элсинг. Как вы относитесь к Скарлетт? В глубине это меня не касается. Но то, что вы говорите о ней в моем доме или в моем присутствии, это уже меня касается. Вот только как вы можете хотя бы думать такие гадости, а тем более их говорить. Неужели вы так мало цените своих мужчин, что хотели бы видеть их мертвыми, а не живыми? Неужели у вас нет ни капли благодарности к человеку, который спас их, причем спас, рискуя собственной жизнью? Ведь Янки легко могли заподозрить, что он член куклу склана, если бы вся правда вышла наружу. Они могли бы повесить его. И тем не менее, он пошел на риск ради ваших мужчин, ради вашего свекры, миссис Мэриуэзер, и вашего зятя, и ваших двух племянников в придачу, и ради вашего брата, миссис Боннелл, и ради вашего сына и вашего зятя, миссис Элсинг, неблагодарные. Вот вы кто. И я требую, чтобы вы все извинились. Миссис Элсинг вскочила на ноги и, крепко сжав губы, принялась засовывать шитье в корзиночку. Если бы кто-нибудь сказал мне, что ты можешь быть такой невоспитанной, Мэли. Нет, я не стану перед тобой извиняться. Индия права. Скарлетт легкомысленная беспутная женщина. Я не могу забыть, как она вела себя во время войны. И я не могу забыть, как она повела себя точно последняя голодранка, когда у нее завелось немного денег. Вы не можете забыть, перебила ее Мэлани, крепко прижав кулачки к бокам, что она выставила Хью, потому что у него не хватало ума управлять лесопилкой. Мэлли, хором взмолились дамы. Мисси Селсинг вскинула голову и направилась к выходу. Уже взявшись за ручку парадной двери, она остановилась и обернулась. Мэлли, сказала она, и голос ее потеплел. Деточка, ты разбиваешь мне сердце. Я ведь была лучшей подругой твоей мамы и помогала доктору Миду принимать тебя. И я любила тебя точно собственное дитя. Если бы речь шла о чем-то важном, было бы не так тяжело выслушивать все это от тебя. Но когда речь идет о такой женщине, как Скарлетт О'Хара, которая способна сделать и тебе гадость, как и любой из нас... Слезы вновь выступили на глазах Мелани при первых же словах мисси Селсинг, но к концу ее тирады лицо Мелани стало жестким. «Я хочу, чтобы вы все знали», сказала она. «Та из вас, кто не пойдет с визитом к Скарлетт, может никогда, никогда больше не приходить ко мне». Раздался гул голосов, и дамы в смятении поднялись. Мисси Селсинг швырнула на пол корзиночку с шитьем и вернулась в гостиную. Ее фальшивая челка съехала на бок. «Я не могу с этим примириться», воскликнула она. «Не могу». «Ты не в своем уме, Мелли. По-моему, ты сама не знаешь, что говоришь. Ты по-прежнему останешься моим другом, а я по-прежнему останусь твоим. Я не допущу, чтобы мы из-за этого поссорились». Она расплакалась, и Мелани неожиданно очутилась в ее объятиях. Она тоже плакала, но и всхлипывая продолжала твердить, что не откажется ни от одного своего слова. Еще две-три дамы разрыдались, а миссис Мэриуэзер, громко сморкаясь в платок, принялась целовать миссис Элсинг и Мелани. Тетя Питти, в ужасе наблюдавшая за всем этим, вдруг опустилась на пол, и на сей раз, что случалось с ней нечасто, действительно лишилась чувств. Среди этих слез, суматохи, поцелуев, поисков нюхательных солей и коньяка лишь у одной женщины лицо оставалось бесстрастным, лишь у одной были сухие глаза. Индия Уилкс вышла из дома, незамеченная никем. Дедушка Мэриуэзер, встретившись несколькими часами позже с дядей Генри Гамильтоном в салуне «Наша славная девчонка», рассказал со слов миссис Мэриуэзер о том, что произошло утром. Поведал он об этом с превеликим удовольствием, ибо был в восторге от того, что у кого-то хватило мужества осадить его грозную сноху. Ему самому мужества на это никогда, конечно, не хватало. «Ну и что же, эта свора идиоток наконец решила», раздраженно осведомился дядя Генри. «Я право не знаю», сказал дядушка, «но похоже, что Мэлли в этом забеге шутя держала победу». «Могу поклясться, все они нанесут визит Скарлетт, хотя бы раз. Люди очень высоко ставят эту вашу племянницу Генри». «Мэлли дурочка, Адамы правы, Скарлетт ловкая штучка, и я просто не понимаю, зачем Чарли понадобилось в свое время жениться на ней», мрачно заметил дядя Генри. «Но и Мэлли по-своему права. Приличие требует, чтобы все, кого спас капитан Батлер, нанесли ему визит. Если на то пошло, я лично ничего против Батлера не имею. Он достойно вел себя в ту ночь, спасая наши шкуры. А вот Скарлетт сидит у меня, как заноза под хвостом. Слишком она шустра. Ей же от этого только хуже. Но с визитом не пойти к ней придется. Стала Скарлетт подлипалой или не стала, она как-никак моя родственница. И пойду я к ним сегодня же. И я пойду с вами, Генри. Доли пронюх и она об этом пришлось бы, наверное, связать. Подождите, вот только пропущу еще стаканчик. Нет, пить мы будем у капитана Батлера. Что ни говорите, у него хорошего вина всегда вдоволь. Ред сказал, что старая гвардия никогда не сдастся и был прав. Он понимал, что никакого значения этим нескольким визитам придавать нельзя, как понимал и то, почему они были нанесены. Хотя родственники мужчин, участвовавших в том злополучном налете куклу склана и пришли к ним первые с визитом, но больше почти не появлялись. И к себе Реда Батлера не приглашали. Ред заметил, что они и вовсе бы не пришли, если бы не боялись Мелани. Скарлет понятия не имела, откуда у него возникла такая мысль, но она тотчас с презрением ее отвергла. Но какое влияние могла иметь Мелани на таких людей, как миссис Элсинг и миссис Мэриуэзер? То, что они больше не заходили, мало волновало ее. Собственно, их отсутствие она почти и не замечала, поскольку в номере у нее полно было гостей другого рода. Пришлые называли в Атланте таких людей, а то употребляли и менее вежливое слово. А в гостинице Нэшенл нашло себе пристанище немало пришлых, которые, как и Ред со Скарлетт, жили там в ожидании, пока будут выстроены их дома. Это были веселые богатые люди, очень похожие на элегантно одетые, легко сорящие деньгами, не слишком распространяющиеся о своем прошлом. Все мужчины были республиканцами и находились в Атланте по делам, которые вели с правительством штата. Что это были за дела, Скарлетт не знала и не трудилась узнавать. Правда, Ред мог бы со всей достоверностью рассказать ей, что эти люди занимались тем же, что и конюки, обгладывающие падаль. Они издали чуют смерть и то место, где можно нажраться до отвала. А в правительстве Джорджии, по сути дела, уже не осталось коренных жителей. Штат был совершенно беспомощен и авантюристы стаями слетались сюда. Жены приятелей Реда исподлипал из саквояжников, гуртом валили к Скарлетт, как и пришлые, с которыми она познакомилась, когда продавала лес для их новых домов. Ред сказал, что если она может вести с этими людьми дела, то должна принимать их. А однажды приняв их, она поняла, что с ними весело, они были хорошо одеты и никогда не говорили о войне или о тяжелых временах, а беседовали лишь о модах, скандалах и висте. Скарлетт никогда раньше не играла в карты, и, научившись за короткое время хорошо играть, с увлечением предалась висту. В номере у нее всегда собиралась компания игроков, но она редко бывала у себя в эти дни, ибо была слишком занята строительством дома и не могла уделять время гостям. Сейчас ее не слишком занимало, есть у нее визитеры или нет. Ей хотелось отложить все светские развлечения до той поры, когда будет закончен дом, и она сможет предстать перед обществом в роли хозяйки самого большого особняка в Атланте, где будут устраиваться изысканнейшие приемы. Долгими жаркими днями следила она за тем, как растет ее красно-кирпичный дом под крышей серой дранки, дом, возвышавшийся надо всеми домами на Персиковой улице. Забыв о лавке и о лесопилках, она проводила все время на участке, припиралась с плотниками, спорила со штукатурами, изводила подрядчика. Глядя на то, как быстро поднимаются стены, она с удовлетворением думала о том, что, когда дом будет закончен, он станет самым большим и самым красивым в городе, даже более внушительным, чем соседний особняк Джеймса, который только что купили для официальной резиденции губернатора Баллока. Особняк губернатора мог гордиться своими кружевными перилами и карнизами, но все это в подметке не годилось затейливому орнаменту на доме Скарлетт. У губернатора была бальная зала, но она казалась не больше бильярдного стола по сравнению с огромным помещением, отведенным для этой цели у Скарлетт и занимавшим весь четвертый этаж. Вообще в ее доме было все и даже в больших количествах, чем в любом особняке или любом другом городском доме. Больше куполов и башен и башенок и балконов и громоотводов и окон с цветными стеклами. Вокруг дома шла веранда и с каждой стороны к ней вели четыре ступени. Двор был большой, зеленый, со старинными чугунными скамьями, расставленными тут и там, чугунной беседкой, названной модным словечком Бельведер и, как заверили Скарлетт, построенной по готическому образцу, а также двумя большими чугунными статуями. Одна изображала оленя, другая бульдога величиной шотландского пони. Для Уэйда и Эллы, несколько испуганных размерами, роскошью и модным в ту пору полумраком их нового дома, эти два чугунных зверя были единственной утехой. Внутри дом был обставлен сообразно желанием Скарлетт. Толстые красные ковры покрывали пол от стены до стены, на дверях висели портьеры темно-красного и повсюду стояла самая новомодная мебель из черного полированного ореха с затейливой резьбой, не оставлявшей дюйма гладкой поверхности, обитая такой скользкой тканью из конского волоса, что дамам приходилось садиться крайне осторожно, дабы не соскользнуть на пол. Повсюду висели зеркала в золоченых рамах и стояли трюмо. Такое множество только в заведении красотки Отлинг и можно увидеть, небрежно заметил как Торетт. Промежутки между ними заполняли афорты в тяжелых рамах, иные футов восемь длиной, которые Скарлетт специально выписала из Нью-Йорка. Стены были оклеены дорогими темными обоями, и при высоких потолках и вишневых плюшевых портьерах на окнах, загораживавших солнечный свет, в комнатах всегда царил полумрак. Так или иначе, дом производил ошеломляющее впечатление, и Скарлетт, ступая по мягким коврам, погружаясь в объятия пуховиков на кровати, вспоминала холодный пол и соломенные матрацы в таре, и чувствовала несказанное удовлетворение. Дом казался ей самым красивым и самым элегантно обставленным из всех, что она видела на своем веку. Рэд же сказал, что это какой-то кошмар, однако, если она счастлива, пусть радуется. Теперь всякий, кто она слова худого не слышал, войдя в этот дом, сразу поймет, что он построен на сомнительные доходы, сказал Рэд. Знаешь, Скарлетт, говорят, что деньги, добытые сомнительным путем, никогда ничего хорошего не приносят. Так вот, наш дом подтверждение этой истины. Типичный дом спекулянта. Но Скарлетт, переполненная гордостью и счастьем, заранее мечтая о том, какие они будут устраивать приемы, когда тут поселятся, лишь игриво ущипнула его за ухо и сказала, чепуха, ишь, куда тебя понесло. К этому времени она уже успела понять, что Рэд очень любит сбивать с нее спесь, и только рад будет испортить ей удовольствие, а потому не надо обращать внимание на его колкости. Если принимать его всерьез, надо ссориться, а она вовсе не стремилась скрещивать с ним шпаги в словесных поединках, ибо никогда в таком споре не одерживала верх. Поэтому она пропускала его слова мимо ушей или старалась обратить все в шутку. Во всяком случае, какое-то время старалась. Пока длился их медовый месяц, да и потом, почти все время, пока они жили в гостинице Нэшнл, отношения у них были вполне дружеские. Но не успели они переехать в свой дом, как Скарлетт окружила себя новыми друзьями, и между ней и Рэтом начались страшные ссоры. Ссоры эти были краткими, да они не могли долго длиться, ибо Рэт с холодным безразличием выслушивал ее запальчивые слова и, дождавшись удобного момента, наносил ей удар по самому слабому месту. Ссоры затевала Скарлетт, Рэт никогда. Он только излагал ей без обиняков свое мнение о ней самой, о ее действиях, о ее доме и ее новых друзьях. И некоторые его оценки были таковы, что она не могла ими пренебречь или обратить их в шутку. Так, например, решив изменить вывеску «Универсальная лавка Кеннеди» на что-то более громкое, она попросила Рэтта придумать другое название, в котором было бы слово «Эмпориум». И Рэтт предложил «Кавэт Эмпориум». Покупатель рискует, утверждая, что такое название соответствовало бы товарам, продаваемым в лавке. Скарлетт решила, что это звучит внушительно и даже заказала вывеску, которую и повесила бы, не переведи Ешли Уилкс, не без некоторого смущения, что это значит. Она пришла в ярость, а Рэтт хохотал как безумный. А потом была проблема мамушки. Мамушка не желала отрекаться от своего мнения, что Рэтт это мул в лошадиной сбруи. Она была с Рэттом учтива, но холодна. Называла его всегда капитан Батлер и никогда мистер Рэтт. Она даже не присела в реверансе, когда Рэтт подарил ей красную нижнюю юбку и ни разу ее не надела. Она старалась насколько могла держать Эллу и Уэйда подальше от Рэтта. Хотя Уэйд обожал дядю Рэтта и Рэтт явно любил мальчика. Но вместо того, чтобы убрать Рэтт относился к ней с предельным уважением и был куда вежливее, чем с любой из недавних знакомых Скарлетт. Даже вежливее, чем с самой Скарлетт. Он всегда спрашивал у мамушки разрешения взять Уэйда на прогулку, чтобы покатать на лошади и советовался с ней прежде, чем купить Элли куклу. А мамушка была лишь сухо вежлива с ним. Скарлетт считала, что Рэтт, как хозяин дома, должен быть требовательнее к мамушке. Но Рэтт лишь смеялся и говорил, что настоящий хозяин в доме мамушка. Однажды он довел Скарлетт до белого коления, холодно заметив, что ему будет очень жаль ее, когда республиканцы через несколько лет перестанут править в Джорджии и к власти снова вернутся демократы. Стоит демократам посадить своего губернатора и выбрать свое законодательное собрание, и все твои новые вульгарные республиканские дружки кубарем полетят отсюда. Придется им снова прислуживать в барах и чистить выгребные ямы, как им на роду написано. А ты останешься ни при чем. Не будет у тебя ни друзей демократов, ни твоих дружков республиканцев. Вот и не думай о будущем. Скарлетт рассмеялась, и не без основания, ибо в это время Баллок надежно сидел в губернаторском кресле. 27 негров заседали в законодательном собрании, а тысячи избирателей демократов Джорджии были лишены права голоса. Демократы никогда не вернутся к власти. Они только злят, янки, и тем самым все больше отдаляют тот день, когда могли бы вернуться. Они только попусту мелют языком, да разъезжают по ночам в балахонах куклу с клана. Вернутся. Я знаю южан, и я знаю уроженцев Джорджии, они люди упорные и упрямые, и если для того, чтобы они могли вернуться к власти, потребуется война, они станут воевать, и если им придется покупать голоса черных, как это делали янки, они будут их покупать, и если им придется поднять из могилы десять тысяч покойников, чтобы они проголосовали, как это сделали янки, то все покойники со всех кладбищ Джорджии явятся к избирательным урнам. Дела пойдут так скверно при милости в управлении нашего доброго друга Руфуса Баллока, что Джорджия быстро выхаркнет его вместе с Блевотиной. Рэд, не смей так вульгарно выражаться, воскликнула Скарлетт, ты так говоришь точно, я буду не рада, если демократы вернутся к власти. Ты же знаешь, что это неправда. Я буду очень рада, если они вернутся. Неужели ты думаешь, мне нравится смотреть на этих солдат, которыми кишмя все кишит, и которые напоминают мне... Неужели ты думаешь, мне это нравится? Как-никак, я уроженка Джорджии. Я очень хочу, чтобы демократы вернулись к власти. Да только они не вернутся. Никогда. Ну, а если даже и вернутся, то как это может отразиться на моих друзьях? Деньги-то все равно при них останутся, верно? Останутся, если они сумеют их удержать. Но я очень сомневаюсь, чтобы кому-либо из них удалось больше пяти лет удержать деньги, если они будут так их тратить. Легко досталось, легко испускается. Их деньги никогда не принесут им счастье. Как и мои деньги тебе. Они же не сделали из тебя скаковой лошади мой прелестнейший мул, не так ли? Ссора, последовавшая за этими словами, длилась не один день. Скарлетт четыре дня одулась и своим молчанием явно намекала на то, что Ред должен перед ней извиниться. А он взял и отбыл в Новый Орлеан, прихватив с собой Уэйда, несмотря на все возражения мамушки, и пробыл там, пока приступ раздражения у Скарлетт не прошел. Она надолго запомнила то, что не сумела заставить его приползти к ней. Однако, когда он вернулся из Нового Орлеана, как ни в чем не бывало, спокойный и уравновешенный, она постаралась подавить в себе злость и отодвинуть подальше все мысли об отмщении, решив, что подумает об этом потом. Ей не хотелось сейчас забивать себе голову чем-то неприятным. Хотелось радоваться в предвкушении первого приема в новом доме. Она собиралась дать большой бал от зари до зари, уставить зимний сад пальмами, пригласить оркестр, веранды превратить в шатры и угостить таким ужином, при одной мысли, о котором у нее текли слюнки. Она намеревалась пригласить на этот прием всех, кого знала в Атланте, и всех своих старых друзей, и всех новых, честных людей, с которыми познакомилась уже после возвращения из свадебного путешествия. Волнение, связанное с предстоящим приемом, изгнало из ее памяти колкости Ретты, и она была счастлива. Счастлива, как никогда на протяжении многих лет. Ах, какое это удовольствие быть богатой, устраивать приемы и не считать деньги, покупать самую дорогую мебель и одежду и еду и не думать о счетах. До чего приятно отправлять чеки тете Полин и тете Явлали и в Чарльстон и Уилу в Тару. Ах, до чего же завистливые и глупые эти люди, которые твердят, что деньги это еще не все. И как не прав Ретт, утверждая, что деньги нисколько ее не изменили. Скарлетт разослала приглашение всем своим друзьям и знакомым, старым и новым, даже тем, кого она не любила. Не исключила она и миссис Мэриуэзер, хотя та держалась весьма неучтиво, когда явилась к ней с визитом в гостиницу Нэшнл. Не исключила и миссис Элсинг, хотя та была с ней предельно хладна. Пригласила Скарлетт и миссис Митт с миссис Уайтинг, зная, что они не любят ее, и она поставит их в сложное положение, ведь надеть-то им на столь изысканный вечер будет нечего. Дело в том, что новоселье у Скарлетт или толкучка, как это было модно тогда называть, полуприем, полубал, намного превосходило все светские развлечения, когда-либо виденные в Атланте. В тот вечер и в доме, над которыми натянули полотно, полно было гостей. Они пили ее пунши с шампанского и поглощали ее пирожки и устрицы под майонезом и танцевали под музыку оркестра, тщательно замаскированного пальмами и каучуковыми деревьями. Но не было здесь тех, кого Ретт называл Старой Гвардией. Никого, кроме Мелани и Эшли, тети Питти и дяди Генри, доктора Мидо с супругой и дедушки Мэри Уэзера. Многие Старой Гвардии решили было пойти на толкучку, хоть им и не очень хотелось. Одни приняли приглашение из уважения к Мелани, другие, потому что считали себя обязанными Ретту жизнью, своей собственной или жизнью своих близких. Но за два дня до приема по Атланте прошел слух, что к Скарлетт приглашен губернатор Баллок. И Старая Гвардия тотчас поспешила высказать свое порицание. На Скарлетт посыпались карточки с выражением сожаления и вежливым отказом присутствовать на празднестве. А небольшая группа старых друзей, которые все же пришли, тотчас отбыли, весьма решительная, хоть и смущенная, как только губернатор вступил в дом. Скарлетт была столь поражена и взбешена этими оскорблениями, что праздник уже нисколько не радовал ее. Эту изысканную толкучку она с такой любовью продумала. А старых друзей, которые могли бы оценить прием, пришло совсем мало. И не было ни одного старого врага. Когда последний гость отбыл на заре домой, она бы, наверное, закричала и заплакала. Если бы не боялась, что Ред разразится хохотом, если бы не боялась прочесть в его смеющихся черных глазах, а ведь я тебе говорил, пусть даже он бы не произнес ни слова. Поэтому она кое-как подавила гнев и изобразила безразличие. Она позволила себе взорваться лишь на другое утро при Мелани. Ты оскорбила меня, Мелли Уилкс, и сделала так, что Эшли и все другие оскорбили меня. Ты же знаешь, они никогда не ушли бы так рано домой, если бы не ты. А я все видела. Я как раз вела к тебе губернатора Балака, когда ты точно заяц кинулась вон из дома. Я не верила. Я просто не могла поверить, что он будет у тебя, с удрученным видом проговорила Мелани, хотя все вокруг говорили. Все? Так значит, все мололи языком и судачили обо мне? С яростью воскликнула Скарлетт. Ты что же, хочешь сказать, что если б знала, что губернатор будет у меня, ты бы тоже не пришла. Да, тихо произнесла Мелани, глядя в пол. Дорогая моя, я просто не могла бы прийти. Чтоб им сгореть, значит, ты тоже оскорбила бы меня, как все прочие. О, не порицай меня, воскликнула Мелани с искренним огорчением. Я вовсе не хотела тебя оскорбить. Ты мне все равно как сестра. Дорогая моя, ты же вдова моего Чарли, и я... Она робко положила руку на плечо Скарлетт, но Скарлетт сбросила ее, от души жалея, что не может наорать на Мелли, как в свое время орал во гневе Джарлд. А Мелани спокойно выдержала ее гнев. Распрямив худенькие И по мере того, как бежали секунды, она все больше преисполнялась чувство собственного достоинства, столь не вязавшегося с ее по-детски наивным личиком и детской фигуркой. Мне очень жаль, если я обидела тебя, моя дорогая, но я не считаю возможным встречаться ни с губернатором Балаком, ни с кем-либо из республиканцев или этих подлипал. Я не стану встречаться с ними ни в твоем доме, ни в чьем-либо другом. Нет, даже если бы мне пришлось... Пришлось... Мелани отчаянно подыскивала самое сильное слово. Даже если бы мне пришлось проявить грубость... Ты что, осуждаешь моих друзей? Нет, дорогая, но это твои друзья, не мои. Значит, ты осуждаешь меня за то, что я пригласила к себе в дом губернатора? Хоть и загнанная в угол, Мелани твердо встретила взгляд Скарлетт. Дорогая моя, все, что ты делаешь, ты делаешь всегда с достаточно вескими основаниями, и я люблю тебя, и верю тебе, и не мне тебя осуждать, да и никому другому я не позволю осуждать тебя во тихом голосе неукротимая ненависть. Неужели ты можешь забыть, сколько горя эти люди причинили нам? Неужели можешь забыть, что дорогой наш Чарли мертв, а у Эшли подорвано здоровье и двенадцать дубов сожжены? Ах, Скарлетт, ты же не можешь забыть того ужасного человека со шкатулкой твоей матушки в руках, которого ты тогда застрелила. Ты не можешь забыть солдат Шермана в Таре, и как они грабили, украли даже твое белье, и хотели все сжечь, и даже забрать саблю моего отца. Ах, Скарлетт, ведь это же люди, которые грабили нас, и мучили, и морили голодом, а ты пригласила их на свой прием, тех самых, что грабят нас, не дают нашим мужчинам голосовать, и теперь поставили чернокожих командовать нами. Я не могу этого забыть, и не забуду, и не позволю, чтобы мой бо забыл. Я и внукам моим внушу ненависть к этим людям, и детям моих внуков, если Господь позволит, чтобы я столько прожила. Да как же ты можешь, Скарлетт, такое забыть? Мелани умолкла, переводя дух, а Скарлетт смотрела на нее во все глаза, и гнев ее постепенно утихал. До того она была потрясена, дрожавшим от возмущения голосом Мелани. Ты что, считаешь, что я совсем уж идиотка? Бросила она. Конечно, я все помню, но это уже в прошлом, Мелли. От нас зависит попытаться извлечь из жизни как можно больше. Вот это я и стараюсь сделать. Губернатор Балок и некоторые милые люди из числа республиканцев могут оказать нам немалую помощь, если найти к ним верный подход. Среди республиканцев нет милых людей, отрезала Мелани, и мне не нужна их помощь, и я не собираюсь извлекать из жизни как можно больше, если дело упирается в янки. Сила небесной Мелли, зачем так злиться? «Ох!» воскликнула Мелли засовестившись. «До чего же я разошлась? Скарлетт, я вовсе не хотела оскорбить твои чувства или осудить тебя. Каждый человек думает по-своему, и каждый имеет право на свое мнение. Я же люблю тебя, дорогая моя, и ты знаешь, что я тебя люблю, и ничто никогда не заставит меня изменить своим чувствам. И ты тоже по-прежнему меня любишь, верно? Я не вызвал у тебя ненависти, нет? Скарлетт, я просто не вынесу, если что-то встанет между нами. В конце до концов мы столько вместе вынесли. Скажи же, что все в порядке. Чепуха все это, Мелли, и ни к чему устраивать такую бурю в стакане воды, пробурчала Скарлетт, но не сбросила стали, обнявшей ее руки. Ну вот, теперь все снова хорошо, с довольным видом заметила Мелани и добавила мягко. Я хочу, чтобы мы снова бывали друг у друга, как всегда, дорогая. Ты только говори, в какие дни республиканцы и подлипал и приходят к тебе, и я в эти дни буду сидеть дома. Мне глубоко безразлично, придешь ты ко мне или нет, заявила Скарлетт, и вдруг, собравшись домой, поспешно надела шляпку. И тут, словно бальзам пролился на ее уязвленное тщеславие. Увидела, как огорчилась Мелани. Недели, последовавшие за первым приемом, оказались нелегкими. И Скарлетт не так-то просто было делать вид, будто ей глубоко безразлично общественное мнение. Когда никто из старых друзей, кроме Мелани, тети Питти, дяди Генри и Эшли, не появился больше у нее, и она не получила приглашения ни на один из скромных приемов, которые они устраивали, это вызвало у нее искреннее удивление и огорчение. Разве она не сделала все, чтобы забыть прошлые обиды и показать этим людям, что не питает к ним зла за их сплетни и подкусывания? Не могут же они не знать, что она, как и они, вовсе не любит губернатора Баллока, но обстоятельства требуют любезно относиться к нему. Идиоты. Если бы все постарались любезно вести себя с республиканцами, Джорджия очень быстро вышла бы из своего тяжелого положения. Скарлетт не поняла тогда, что одним ударом навсегда разорвала ту тонкую нить, которая еще связывала ее с былыми днями, с былыми друзьями. Даже влияния Мелани было недостаточно, чтобы вновь связать эту нить. К тому же Мелани растерянная, глубоко огорченная, хоть и по-прежнему преданная Скарлетт и не пыталась ее связать. Даже если бы Скарлетт захотела вернуться к былым традициям, былым друзьям, теперь путь назад для нее уже был заказан. Город обратил к ней высеченное из гранита лицо. Ненависть, окружавшая правление Баллока, окружила и ее. ненависть, в которой было мало кипения страстей, но зато много холодной непримиримости. Скарлетт перешла на сторону врага, и теперь, несмотря на свое происхождение и семейные связи, попала в категорию перевертышей, поборников прав негров, предателей, республиканцев и подлипал. Помучившись немного, Скарлетт почувствовала, что напускное безразличие сменяется у нее безразличием подлинным. Она никогда подолгу не задумывалась над причудами человеческого поведения и никогда не позволяла себе подолгу унывать, если что-то не получалось. Вскоре она перестала тревожиться по поводу того, что думают о ней Мэри Уэзеры, Элсинги, Уайтинги, Боннеллы, Миды и прочие. Главное, что Мэла не заходила к ней и приводила с собой Эшли, а Эшли интересовал Скарлетт превыше всего. Найдутся и другие люди в Атланте, которые станут посещать ее вечера. Другие люди гораздо более близкие ей по своим вкусам, чем эти ограниченные старые курицы. Да стоит ей захотеть и дом ее наполнится гостями. Эти гости будут куда интереснее, куда лучше одеты, чем чопорные нетерпимые старые дуры, которые с таким неодобрением относятся к ней. Все это были новички в Атланте. Одни знали Ретта, другие участвовали вместе с ним в каких-то таинственных аферах, о которых он говорил «Дела, моя кошечка». Были тут и супружеские пары, с которыми Скарлетт познакомилась, когда жила в гостинице Нэшнл, а также чиновники губернатора Баллока. Общество, в котором вращалась теперь Скарлетт, было весьма пестрым. Некие геллерты, побывавшие уже в десятки разных штатов и, судя по всему, поспешно покидавшие каждый, когда выяснялось, в каких мошенничествах они были замешаны. Некие коннингтоны, неплохо нажившиеся в бюро вольных людей одного отдаленного штата, за счет невежественных черных, чьи интересы они, судя по всему, должны были защищать. Диллы, продававшие сапоги на картонной подошве правительству конфедератов и вынужденные потом провести последний год войны в Европе. Хандены, на которых были заведены досье полиции многих городов и которые, тем не менее, с успехом не раз получали контракты от штата. Караханы, заложившие основу своего состояния в игорном доме, а теперь рассчитывавшие на более крупный куш, затеяв на бумаге строительство несуществующей железной дороги на деньги штата. Флагерти, закупившие в 1861 году соль по центу за фунт и нажившие состояние, продавая ее в 1863 году по 50 центов за фунт. И барты, владевшие самым крупным домом терпимости в северной столице во время войны, а сейчас вращавшиеся в высших кругах саквояжников. Такими друзьями окружила себя теперь Скарлетт. Но среди тех, кто посещал ее большие приемы, были люди интеллигентные, утонченные, многие из превосходных семей. Помимо сливок саквояжников, в Атланту переселялись северы и люди более солидные, привлеченные городом, в котором не прекращалась бурная деловая жизнь в этот период восстановления и переустройства. Богатые семьи Янки посылали своих сыновей на юг для освоения новых мест, а офицеры Янки после выхода в отставку навсегда поселялись в городе, которым они с таким трудом сумели овладеть. Чужие в чужом городе, они поначалу охотно принимали приглашение на роскошные балы богатой и гостеприимной миссис Батлер, но очень скоро покинули круг ее друзей. Это были в общем-то люди порядочные и им достаточно было короткого знакомства с акваяжниками и их нравами, чтобы относиться к ним так же, как уроженцы Джорджии. Многие из этих пришельцев стали демократами и в большей мере южанами, чем сами южане. Другие переселенцы остались среди друзей Скарлетт только потому, что их нигде больше не принимали. Они бы охотно предпочли тихие гостиные старой гвардии, но старая гвардия не желала с ними знаться. К числу таких людей относились наставницы Янки, отправившиеся на юг, горя желанием просветить негров, а также подлипалы, родившиеся добрыми демократами, но перешедшие на сторону республиканцев после поражения. Трудно сказать, кого больше ненавидели коренные горожане, непрактичных наставниц Янки или подлипалу, но, пожалуй, последние перетягивали чашу весов. Наставниц можно было сбросить со счета. Ну, чего можно ждать от этих Янки, которые обожают негров? Они, конечно, считают, что негры ничуть не хуже их самих. А вот тем уроженцам Джорджии, которые стали республиканцами выгоды ради, уже не было оправдания. Мы ведь смирились с голодом. Вы тоже могли бы смириться, так считала старая гвардия. Многие же бывшие солдаты конфедерации, видевшие, как страдают люди, сознавая, что их семьи нуждаются, куда терпимее относились к бывшим товарищам по оружию, сменившим политические симпатии, чтобы прокормить семью. Но ни одна дама из старой гвардии не могла этого простить. То была неумолимая и непреклонная сила, являвшаяся опорой определенного порядка вещей. Идеи правого дела были для них сейчас важнее и дороже, чем в пору его торжества. Эти идеи превратились в фетиш. Все связанное с ними было священно. Могилы тех, кто отдал делу жизнь, поля сражений, разодранные знамена, висящие в холлах крестна крестсабли, выцветшие письма с фронта, ветераны. Старая гвардия не оказывала помощи бывшим врагам, не проявляла к ним сочувствия и не давала им приюта, а теперь к этим врагам причислили и Скарлетт. В разношерстном обществе, образовавшемся под влиянием политической обстановки, всех объединяло лишь одно – деньги. У многих до войны ни разу не было и 25 долларов в кармане, и теперь они пустились в такое расточительство, какого Атланта еще не знала. С приходом к власти республиканцев город вступил в эру неслыханного мотовства и бахвальства своим богатством, когда внешняя благопристойность поведения лишь слабо прикрывала пороки и пошлость. Никогда еще граница между очень богатыми и очень бедными не пролегала так четко. Те, кто был наверху, немало не заботились о тех, кому меньше повезло в жизни. Исключение составляли лишь негры. Вот им старались дать что получше – хорошие школы, жилища и одежду и развлечения, ибо негры представляли собой политическую силу, и каждый негритянский голос был на учете. Что же до недавно обедневших жителей Атланты они могли падать на улице от голода? Недавно разбогатевшим республиканцам было все равно. На волне этой пошлости победоносно плыла и Скарлетт, молодая жена Ретта, прочно обеспеченная его деньгами, ослепительно хорошенькая в своих красивых нарядах. Настали времена, отвечавшие духу Скарлетт, времена разнузданные, кричащие безвкусицы, пышно разодетых женщин, пышно обставленных домов, изобилие драгоценностей, лошадей, еды, виски. Когда Скарлетт, что случалось нечасто, задумывалась над этим, она понимала, что ни одна из ее новых знакомых не могла бы называться леди, по строгим критериям Эллен. Но она уже не раз нарушала принципы Эллен после того далекого дня, когда, стоя в гостиной Тары, решила стать любовницей Реты. И нельзя сказать, чтобы теперь ее часто мучила из-за этого совесть. Возможно, эти ее новые друзья и не были, строго говоря, леди-джентльменами. Но, как и с новоорлеанскими друзьями Реты, с ними было так весело, намного веселее, чем со смиренными, богобоязненными поклонниками Шекспира, ее прежними друзьями в Атланте. А если не считать краткого медового месяца, она ведь так давно не веселилась и так давно не чувствовала себя в безопасности. Теперь же, когда она познала это чувство, ей хотелось станцевать, играть, вдоволь есть и пить, одеваться в шелка и атлас, спать на пуховой постели, сидеть на мягких диванах. И всему этому она отдавала дань, поощряемая снисходительность у Рэта, а он только забавлялся, глядя на нее. Освободившись от запретов, сковывавших ее в юности, освободившись даже от недавно владевшего ею страха перед бедностью, она позволяла себе роскошь, о которой давно мечтала. Роскошь поступать так, как хочется, и посылать к черту всех, кому это не по душе. Она познала приятное опьянение, какое бывает у того, кто своим образом жизни бросает откровенный вызов благопристойному обществу. У игрока, мошенника, политического авантюриста, словом, у всех, кто процветает за счет хитрости и изворотливости ума. Она говорила и делала, что хотела, и скоро в своей наглости переступила все границы. Она, не задумываясь, дерзила своим новым друзьям, республиканцам и подлипалам, но ни с кем не держалась так грубо или так вызывающе, как с гарнизонными офицерами Янки и их семьями. Из всей разнородной массы, прихлынувшей в Атланту, она не желала терпеть и принимать у себя лишь военных. Она даже всячески изощрялась, чтобы попренебрежительнее обойтись с ними. Ни одна Мелани не могла забыть, что значил синий мундир. Этот мундир с золотыми пуговицами всегда воскрешал в памяти Скарлетт страхи, пережитые во время осады, ужасы бегства, грабежи и пожары, страшную бедность и невероятно тяжелый труд в Таре. Теперь, став богатой, сознавая, что ей многое позволено благодаря дружбе с губернатором и разными влиятельными республиканцами, она могла вести себя резко и грубо с любым синим мундиром, который встречался на ее пути. И она была резка и груба. Однажды Ред, как бы, между прочим, заметил, что большинство мужчин, которые приходят к ней в гости, еще совсем недавно носили те же синие мундиры. Но она возразила, что янки для нее лишь тогда янки, когда на них синий мундир. Ред сказал, последовательность редкая драгоценность и пожал плечами. Ненавидя синие мундиры, Скарлет любила задирать тех, кто их носил и получала тем больше удовольствия, чем больше озадачивала своим поведением янки. Офицеры гарнизона и их семьи имели право удивляться, ибо это были, как правило, спокойные, воспитанные люди, которые жили одиноко во враждебном краю, жаждали вернуться к себе на север и немного стыдились того, что вынуждены поддерживать правление всяких подонков. Словом, это были люди куда более достойные, чем те, с кем общалась Скарлетт. Жен офицеров, естественно, озадачивала то, что ослепительная миссис Батлер пригрела у себя эту вульгарную рыжую Бриджит Флагерти, а их всячески оскорбляла. Впрочем, даже и тем, кого привечала Скарлетт, приходилось немало от нее терпеть. Однако, они охотно терпели. Для них она была олицетворением не только богатства элегантности, но и старого мира, с его старинными именами, старинными семьями, старинными традициями, мира, к которому они так жаждали приобщиться. Старинные семьи, с которыми они мечтали познакомиться, возможно, и знаться со Скарлетт не желали. Но дамы из новой аристократии понятия об этом не имели. Они знали лишь, что отец Скарлетт владел большим количеством рабов. Ее мать была из саванских рабияров, а ее муж Ред Батлер из Чарльстона. И этого было для них достаточно. Скарлетт открывала им путь в старое общество, куда они стремились проникнуть. Общество тех, кто их сухо раскланивался в церкви. В сущности Скарлетт не только открывала им путь в общество. Для них, делавших лишь первые шаги из безвестности, она уже была обществом. Дутые аристократки они не видели, как, кстати, и сама Скарлетт, что она такая же дутая аристократка. Они мерили ее той меркой, какой она сама мерила себя, и немало от нее терпели, смиряясь с ее высокомерием, ее манерами, ее вспышками раздражения, с ее наглостью и с откровенной, неприкрытой грубостью ее замечаний, если они совершали оплошность. Они так недавно стали кем-то из ничего и были еще так неуверены в себе, что отчаянно боялись показаться недостаточно рафинированными, дать волю своему нраву или резко ответить. А вдруг подумают, что они вовсе не леди. Им же во что бы то ни стало хотелось быть леди. Вот они и строили из себя эдаких деликатных, скромных, наивных дам. Послушать их можно было подумать, что они бесплотны, не отправляют естественных нужд и понятия не имеют об этом порочном мире. Никому бы в голову не пришло, что рыжая Бриджит Флегерти, чья белая кожа оставалась белой, невзирая на яркое солнце. А ирландский акцент был густым, как патока, украла сбережения своего отца, чтобы приехать в Америку, где стала горничной в Нью-Йоркской гостинице. А глядя на хрупкую, восторженную Сильвию Коннингтон, бывшую красотку Сэйди, и на Мэйн и Барт, никто бы не заподозрил, что первое выросло на Бауэре над салоном своего отца и во время наплыва клиентов помогала в баре. А вторая, судя по слухам, подвязалась прежде в одном из публичных томов своего мужа. О нет, теперь это были нежные, хрупкие создания. Мужчины же, хоть и нажили деньги, однако не так быстро обучились новым манерам, а возможно просто поплевывали на требования новой знать. Они много пили на вечерах у Скарлетт, даже слишком много, и в результате после приема гость другой неизменно оставался на ночь. Пели они совсем иначе, чем те мужчины, которых знала Скарлетт в юности. Они становились отталкивающими, глупыми, отвратительными сквернословами. А кроме того, сколько бы она не ставила плевательницу всех на виду, наутро, после приема, ковры неизменно изобиловали следами от табачной жвачки. Скарлетт презирала этих людей и в то же время получала удовольствие от общения с ними. И поскольку она получала удовольствие, то и наполняла ими дом. А поскольку она их презирала, то без стеснения посылала к черту, как только они начинали ее раздражать. Но они совсем мерились. Они мерились даже с ее супругом, что было куда труднее. И Боретт видел их насквозь, и они это знали. Он, не задумываясь, мог, что называется, раздеть их догола даже в своем доме. Да так, что им отвечать было нечего. Не стесняясь того, какими путями он сам пришел к богатству, он делал вид, будто думает, что и они не стесняются своих корней. И потому при любой возможности касался таких предметов, которые, по общему мнению, лучше было вежливо обходить молчанием. Никто не мог предвидеть, когда ему вздумается весело бросить за кружкой пунша Ральф. Будь я поумнее, я нажил бы состояние, как ты, продавая акции золотых приисков вдовам и сиротам, вместо того, чтобы прорывать блокаду, оно куда безопаснее. Или, эй, Билл, я смотрю, у тебя новые лошади появились, продал еще несколько тысяченок акций, несуществующих железных дорог. Хорошо работаешь, мальчик. Или, поздравляю Эйма с получением контракта от штата. Жаль только, что тебе пришлось столько народу подмазать, чтобы добиться его. Да, мы считали Ретта отвратительно, невыносимо вульгарным. Мужчины за его спиной говорили, что он свинья и мерзавец. Словом, новая Атланта любила Ретта не больше, чем старая. А он, как и прежде, даже не пытался наладить с ней отношения. Он следовал своим путем, забавляясь, всех презирая, глухой к претензиям окружающих, настолько подчеркнуто любезный, что сама любезность его выглядела как вызов. Для Скарлетт он по-прежнему являлся загадкой, но загадкой, над которой она больше не ломала голову. Она была убеждена, что ему ничем и никогда не потрафить. Он либо очень чего-то хотел, но не мог получить, либо вообще ничего не хотел и плевал на все. Он смеялся над любыми ее начинаниями, поощрял ее расточительность и высокомерие, глумился над ее претензиями и платил по счетам. Глава пятидесятая. Ретт всегда держался со Скарлетт спокойно, бесстрастно, даже в самые интимные минуты. Но Скарлетт никогда не покидала давно укоренившееся чувство, что он из-под тишка наблюдает за ней. Она знала, что стоит ей внезапно повернуть голову, и она обнаружит в его глазах это задумчивое, настороженно-выжидательное выражение, которое она не могла объяснить. Выражение, исполненное поистине безграничного терпения. Порой ей было очень уютно с ним, несмотря на одно злополучное свойство его характера. Он не терпел в своем присутствии никакой лжи, никакой претенциозности или бахвальства. Он слушал ее рассказы о лавке, о лесопилках, о салуне, о каторжниках и о том, сколько стоит их прокормить, и давал ей дельные практические советы. Он с неутомимой энергией участвовал в танцах и вечеринках, которые она так любила, и располагал бесконечным запасом не слишком пристойных историй, которыми угощал ее, когда они изредка проводили вечера вдвоем, после того, как со стола была убрана еда, и перед ними появлялся кофе с коньяком. Она обнаружила, что, если быть с ним прямой и откровенной, он даст ей все, чего бы она не пожелала, ответит на любой ее вопрос, но окольным путем и женскими хитростями она ничего от него не добьется. Он обезоруживал ее тем, что видел насквозь, и, разгадав ее уловки, открыто смеялся. Наблюдая это мягкое безразличие, с каким он обычно относился к ней, Скарлетт нередко удивлялась, впрочем, без особого любопытства, почему он женился на ней. Мужчины женятся по любви или ради того, чтобы завести дома детей, или ради денег, но она знала, что Ред женился на ней не поэтому. Он, конечно, ее не любил. Ее прелестный дом он называл архитектурным кошмаром и говорил, что предпочел бы жить в хорошо обставленной гостинице, и ни разу не намекнул, что хотел бы иметь от нее ребенка, как делали в свое время Чарльз и Фрэнк. Однажды она спросила кокетство Редди, почему он женился на ней, и пришла в ярость. Услышав ответ, да еще увидев в его глазах веселые искорки. Я женился на вас, чтобы держать вместо кошки, моя дорогая. Да, он женился на ней вовсе не по тем причинам, которые обычно побуждают мужчину жениться. Он женился только потому, что хотел обладать ею, а другим путем не мог этого добиться. Ведь так он и сказал в тот вечер, когда сделал ей предложение. Он хотел обладать ею, как в свое время хотел обладать красоткой Уотлинг. Эта мысль была ей не очень приятна. Собственно, она была просто оскорбительна. Но Скарлетт быстро выкинула ее из головы, как научилась выкидывать из головы все неприятное. Они заключили сделку, и она со своей стороны была вполне довольна этой сделкой. Она надеялась, что доволен и он, но в общем-то ей это было безразлично. Но вот однажды, советуя с доктором Мидом по поводу расстройства желудка, она услышала неприятное известие, от которого было уже не отмахнуться. Вернувшись в сумерки домой, она ворвалась к себе в спальню и, глядя на Ретта ненавидящими глазами, сообщила, что у нее будет ребенок. Он сидел в шелковом халате, окруженный облаком табачного дыма, и тотчас вскинул на нее глаза. Однако не произнес ни слова. Он молча смотрел на нее, ожидая, что она скажет дальше. Только поза его стала напряженной, но она этого не заметила. Ею владело такое возмущение и отчаяние, что она ни о чем другом и думать не могла. Ты же знаешь, что я не хочу больше иметь детей. Я вообще их не хотела. Стоит моей жизни наладиться, как у меня появляется ребенок. Ах, да не сиди ты так, и не смейся надо мной. Ты ведь тоже не хочешь иметь ребенка. Ах, мать пресвятая Богородица. Если он ждал от нее каких-то слов, то во всяком случае не этих. В лице его появилась жесткость, глаза стали пустыми. Но в таком случае почему бы не отдать его мисс Мелли? Разве ты не говорила мне? Она такая непрактичная. Хочет еще одного ребенка? Ох, так бы убила тебя. Я не хочу его, говорю тебе, не хочу. Нет? Прошу, продолжай дальше. Ах, но есть же способы избавиться. Я ведь уже не та глупая деревенская девчонка, какой была когда-то. Теперь я знаю, что женщине вовсе не обязательно иметь детей, если она не хочет есть способы. Он вскочил и схватил ее за руку. В лице его был неприкрытый всепоглощающий страх. Скарлетт, дурочка ты, скажи мне правду, ты ничего с собой не сделала? Нет, не сделала, но сделаю. Ты что, думаешь, я допущу, чтобы у меня снова испортилась фигура? Как раз, когда я добилась, что талия у меня стала тонкая, и я так весело провожу время, и... Откуда ты узнала, что это возможно? Кто тебе сказал? Мэми Барт. Она? Еще бы владелица борделя не знать про всякие такие штуки. Ноги этой женщины больше не будет в нашем доме, ясно? В конце концов, это мой дом, и я в нем хозяин. Я не желаю даже, чтобы ты когда-либо упоминала о ней. Я буду делать то, что хочу. Отпусти меня! Да и вообще, тебе-то не все ли равно? Мне все равно. Будет у тебя один ребенок или двадцать, но мне не все равно, если ты умрешь. Умру? Я? Да, умрешь. Мэми Барт, видимо, не рассказала тебе, чем рискуют женщины, идя на такое. Нет, нехотя призналась Скарлетт. Она просто сказала, что все отлично устроится. Клянусь Богом, я убью ее! Воскликнул Рэд, и лицо его потемнело от гнева. Он посмотрел сверху на заплаканную Скарлетт, и гнев его поутих, но лицо по-прежнему оставалось жестким и замкнутым. Внезапно он подхватил Скарлетт на руки и, опустившись со своей ношей в кресло, крепко прижал к себе, словно боялся, что она убежит. Послушай, детка, я не позволю тебе распоряжаться твоей жизнью, слышишь? Боже правый, я тоже, как и ты, не хочу иметь детей, но я могу их вырастить, так что хватит болтать о всяких глупостях, я не хочу об этом слышать, если ты только попытаешься. Скарлетт, я видел, как одна женщина умерла от этого, она была всего лишь, ну, в общем, совсем неплохая была женщина, и смерть эта нелегкая, я... Боже мой, Ред, воскликнула она, забыв о своем горе под влиянием волнения, звучавшего в его голосе, она никогда еще не видела его столь взволнованным. Где же? Кто? это было в Новом Орлеане, о, много лет назад. Я был молод и впечатлителен. Он вдруг пригнул голову и зарылся губами в ее волосы. Ты родишь этого ребенка, Скарлетт, даже если бы мне пришлось надеть на тебя наручники и приковать к себе на ближайшие девять месяцев. Не слезая с его колен, она выпрямилась и с откровенным любопытством уставилась на него. Под ее взглядом лицо его словно по мановению волшебной палочки разгладилось и стало непроницаемым. Брови приподнялись, уголки губ поползли вниз. Неужели я так много для тебя значу? Спросила она, опуская ресницы. Он внимательно посмотрел на нее, словно хотел разгадать, что таится под этим вопросом, кокетство или что-то большее, и, отыскав ключ к ее поведению, небрежно ответил. В общем, да, ведь я вложил в тебя столько денег, мне не хотелось бы их потерять. Мелани вышла из комнаты Скарлетт усталая и в то же время счастливая до слез. У Скарлетт родилась дочь. Ред ни жив, ни мертв стоял в холле, у ног его валялись окурки сигар, прожегшие дырочки в дорогом ковре. Теперь вы можете войти, капитан Батлер, застенчиво сказала Мелани. Ред быстро прошел мимо нее в комнату и Мелани, прежде чем доктор Мит закрыл дверь, успела увидеть, как он склонился над голенькой малюткой, которая лежала на коленях у мамушки. Невольно став свидетельницей столь интимной сцены, Мелани покраснела от смущения. О, какой же он славный, капитан Батлер, подумала она, опускаясь в кресло. Как он беспокоился, бедняга, и за все время капли не выпил. До чего же это мило с его стороны? Ведь многие джентльмены к тому времени, когда рождается ребенок, уже еле на ногах держатся. А ему, думается, очень не мешало бы выпить. Может быть, предложить? Нет, это было бы слишком невоспитано с моей стороны. Она с наслаждением откинулась в кресле. В последние дни у нее все время болела спина, так что казалось, будто она вот-вот переломится в пояснице. Какая счастливица, Скарлетт! Ведь капитан Батлер все время стоял под дверью спальни, пока она рожала. Если бы в тот страшный день, когда она производила на свет бо, рядом бы Лэшли, она наверняка бы меньше страдала. Как было бы хорошо, если бы крошечная девочка, лежавшая за этими закрытыми ее дочерью, а не дочерью Скарлетт. Ах, какая же я скверная! Виновата, подумала Мелани. Я завидую Скарлетт, а ведь она всегда была так добра ко мне. Прости меня, Господи, я, право же, вовсе не хочу отбирать у Скарлетт дочку, но... Но мне бы так хотелось иметь собственную. Она подложила подушечку поднывшую спину и принялась думать о том, как было бы хорошо иметь дочку. Но доктор Мид на этот счет продолжал держаться прежнего мнения, и хотя она сама готова была рисковать жизнью, лишь бы родить еще ребенка, Эшли и слышать об этом не хотел. Дочка, как порадовался бы Эшли дочке! Дочка, смилуйся, Господи! Мелани в волнении выпрямилась. Я ведь не сказала капитану Баттлеру, что это девочка, а он, конечно, ждет мальчика. Ах, какая незадача! Мелани знала, что мать радуется появлению любого ребенка, но для мужчины, особенно для такого самолюбивого человека, как капитан Баттлер, девочка это удар, ставящий под сомнение его мужественности. О, как она благодарна была Господу за то, что ее единственное дитя мальчик. Она знала, что будь она женой грозного капитана Баттлера, она предпочла бы умереть в родах, лишь бы не дарить ему первой дочь. Но мамушка вышла в раскорячку из спальни, улыбаясь во весь род, и Мелани успокоилась. Однако в то же время и подивилась, что за странный человек этот капитан Баттлер. Я сейчас, как стала купать детета, принялась рассказывать мамушка. Ну, и сказала мистеру Рету, жаль, мол, что не мальчик у вас. И, господи, знаете, мисс Мелли, что он сказал? Говорит, перестань болтать, мамушка. Кому нужен мальчик? С мальчиками никакого интереса, одни только хлопоты. А с девочками оно интересно. Да я эту девочку на десяток мальчишек не променяю. И тут хотел было выхватить у меня крошку-то, а девочка-то голенькая. Ну, я и ударила его по руке и говорю, ведите себя прилично, мистер Ред. А уж я доживу до того времени, как у вас сынок-то родится. И тогда вдоволь посмеюсь над вами, ведь заголосите от радости-то. А он эдак усмехнулся, покачал головой и говорит, мамушка, ты совсем глупая, никому мальчишки не нужны, разве я тому не доказательство. Так что вот, мисс Мелли, вел он себя, как настоящий жантмун, снизошла до похвалы мамушка. И Мелани, естественно, не могла не заметить, что такое поведение Реда существенно обелило его в глазах мамушки. Может, я была чуток и не права насчет мистера Реда-то. Очень это для меня, мисс Мелли, сегодня счастливый день. Я ведь три поколения рабияровских девочек выненчила. Так что очень это для меня счастливый день. Конечно, это счастливый день, мамушка, когда родятся дети, это самые счастливые дни. Но было в доме существо, которому этот день вовсе не представлялся счастливым. Уэйт Хэмптон, которого все ругали, а по большей части не замечали, с несчастным видом бродил по столовой. Утром мамушка разбудила его очень рано, быстро одела и отослала вместе с Эллой к тете Питти завтракать. Ему сказали только, что мама заболела, а когда он играет и шумит, это ее нервирует. Однако в доме у тети Питти все было вверх дном, ибо известие о болезни Скарлетт тотчас уложила старушку в постель. Кухарка танцевала возле нее и завтраком детей кормил Питер, так что поели они плохо. Время стало приближаться к полудню, и в душу Уэйда начал закрадываться страх. А что если мама умрет? Ведь у других мальчиков умирали мама. Он видел, как от домов отъезжали катафалки, слышал, как рыдали его маленькие приятели. Что если его мама умрет? Уэйд очень любил свою маму, почти так же сильно, как и боялся. И при мысли о том, что ее повезут на черном катафалке, запряженном черными лошадьми с перьями на голове, его маленькая грудка разрывалась от боли, так что ему даже трудно было дышать. И когда настал полдень, а Питер был занят на кухне, Уэйд выскользнул из фарадной двери и побежал домой со всей быстротой, на какую были способны его короткие ножки. Страх подстегивал его. Дядя Ред или тетя Мелли или мамушка уж, конечно, скажут ему правду, но дядя Ред и тетя Мелли нигде не было видно. А мамушка и Дилси бегали вверх и вниз по лестнице с полотенцами и тазами с горячей водой и не заметили его в холле. Сверху, когда открывалась дверь в комнату мамы, до мальчика долетали отрывистые слова доктора Мида. В какой-то момент он услышал, как застонала мама и разрыдался так, что у него начался кот. Теперь он твердо знал, что она умрет. Чтобы немножко утешиться, медово-желтого кота, который лежал на залитом солнцем подоконнике в холле. Но Том, отягощенный годами и не любивший, чтобы его беспокоили, махнул хвостом и фыркнул на мальчика. Наконец появилась мамушка. Спускаясь по парадной лестнице в мятом перепачканном переднике и съехавшем на бок платке, она увидела Уэйда и насупилась. Мамушка всегда была главной опорой Уэйда, и он задрожал, увидев ее хмурое лицо. Вот уж отродясь не видала таких плохих мальчиков, как вы, сказала мамушка. Я же отослала вас к мисс Питте. Сейчас же отправляйтесь назад. А мама, мама умрет? Вот уж отродясь не видала таких настырных детей. Умрет. Господи, господи, нет, конечно. Ну и доку-ка эти мальчишки. И зачем только Господь Бог посылает людям мальчишек? А ну уходите отсюда! Ну, Эд не ушел. Он спрятался за портьерами в холле, потому что заверение мамушки лишь наполовину успокоило его. А ее слова про плохих мальчишек показались обидными, ибо он всегда старался быть хорошим мальчиком. Через полчаса тетя Мелли сбежала по лестнице, бледная и усталая, но улыбающаяся. Она чуть не упала в обморок, увидев в складках портьеры скорбное личико Уэйда. Обычно у тети Мелли всегда находилось для него время. Она никогда не говорила как мама «Не докучай мне сейчас, я спешу» или «Беги-беги, Уэйд, я занята». Но на этот раз тетя Мелли сказала «Какой ты непослушный, Уэйд, почему ты не остался у тети Питти? А мама умрет». «Великий Боже, нет, Уэйд, не будь глупым мальчиком», и смягчившись добавила «Доктор Мит только что принес ей хорошенького маленького ребеночка, прелестную сестричку, с которой тебе разрешат играть. Если ты будешь хорошо себя вести, то тебе покажут ее сегодня вечером. А сейчас беги, играй и не шуми». Уэйд проскользнул в тихую столовую. Его маленький ненадежный мирок зашатался и вот-вот готов был рухнуть. Неужели в этот солнечный день, когда взрослые ведут себя так странно, семилетнему мальчику негде укрыться, чтобы пережить свои тревоги? Он сел на подоконник в нише и принял соживать бегонию, которая росла в ящике на солнце. Бегония оказалась такой горькой, что у него на глазах выступили слезы. И он заплакал. Мама, наверное, умирает. Никто не обращает на него внимания, а все только бегают туда-сюда, потому что появился новый ребенок. Какая-то девчонка. А уэйда не интересовали младенцы, тем более девчонки. Единственной девочкой, которую он знал, была Элла, а она пока ничем не заслужила ни его уважения, ни любви. Он долго сидел так один. Потом доктор Митт и дядя Ред спустились по лестнице, остановились в холле и тихо о чем-то заговорили. Когда дверь за доктором закрылась, дядя Ред быстро вошел в столовую, налил себе большую рюмку из графина. И только тут увидел Уэйда. Уэйд юркнул было за портьеру, ожидая, что ему сейчас снова скажут, что он плохо себя ведет, но дядя Ред ничего такого не сказал, а наоборот улыбнулся. Уэйд никогда еще не видел, чтобы дядя Ред так улыбался или выглядел таким счастливым, а потому расхрабрившись, соскочил с подоконника и кинулся к нему. «У тебя теперь будет сестренка», сказал Ред, подхватывая его на руки. «Ей Богу, необыкновенная красотка! Ну, а почему же ты плачешь? Мама, твоя мама сейчас ужинает, уплетает за обе щеки и курицу с рисом и с подливкой и кофе, а немного погодя, мы ей сделаем мороженое и тебе дадим двойную порцию, если захочешь, и я покажу тебе сестричку». Уэйду сразу стало легко-легко, и он решил быть вежливым и хотя бы спросить про сестричку, но слова не шли с языка. Все интересуются только этой девчонкой, а о нем никто и не думает, ни тетя Мелли, ни дядя Ред. «Дядя Ред», спросил он тогда, «а что, девочек больше любят, чем мальчиков?» Ред поставил рюмку, внимательно вгляделся в маленькое личико и сразу все понял. «Нет, я бы этого не сказал». Самым серьезным видом ответил он, словно тщательно взвесил вопрос Уэйда. «Просто с девочками больше хлопот, чем с мальчиками, а люди склонны больше волноваться о тех, кто доставляет им заботы, чем об остальных». «А вот мамушка сказала, что мальчики доставляют много хлопот». «Ну, мамушка была просто не в себе. На самом деле она вовсе так не думает». «Дядя Ред, а вы бы не хотели иметь мальчика вместо девочки?» с надеждой спросил Уэйд. «Нет», поспешил ответить Ред и, видя, как сразу с ник Уэйд добавил, «Ну, зачем же мне нужен мальчик, если у меня уже есть один?» «Есть?» воскликнул Уэйд и от изумления раскрыл рот. «А где же он?» «Да вот тут», ответил Ред и, подхватив ребенка, посадил к себе на колено. «Ты же ведь мой мальчик, сынок». На мгновение сознания, что его оберегают, что он кому-то нужен, овладел Уэйдом с такой силой, что он чуть снова не заплакал. Он судорожно глотнул и уткнулся головой Реду в жилет. «Ты же мой мальчик, верно?» «А разве можно быть сыном двух людей сразу?» спросил Уэйд. Преданность отцу, которого он никогда не знал, боролась в нем с любовью к человеку, с таким пониманием относившимся к нему. «Да», твердо сказал Ред, «так же, как ты можешь быть сыном своей мамы и тети Мелли». Уэйд обдумал эти слова. Они были ему понятны, и, улыбнувшись, он робко потерся спиной, облежавшую на ней руку Ред. «Вы понимаете маленьких мальчиков, верно, дядя Ред?» Смуглое лицо Реда снова прорезали резкие морщины, губы изогнулись в усмешке. «Да», с горечью молвил он, «я понимаю маленьких мальчиков». На секунду к Уэйду вернулся страх. Страх и непонятное чувство ревности. Дядя Ред думал сейчас не о нем, а о ком-то другом. «Но у вас ведь нет других мальчиков, верно?» Ред спустил его на пол. «Я сейчас выпью, и ты тоже, Уэйд, поднимешь свой первый тост за сестричку». «У вас у вас ведь нет других?» Не отступался Уэйд, но увидев, что Ред протянул руку графину с кларетом, не докончил фразы, возбужденной перспективой при общении к миру взрослых. «Ох, нет, не могу я, дядя Ред. Я обещал тете Мелли, что не буду пить, пока не кончу университета. И если я сдержу слово, она подарит мне часы. А я подарю тебе для них цепочку. Вот эту, которая мне сейчас, если она тебе нравится», сказал Ред и снова улыбнулся. Тетя Мелли совершенно права, но она говорила о водке, не о вине. Ты же должен научиться пить вино, как подобает джентльмену сынок. И сейчас самое время начать обучение. Он разбавил кларет водой из графина, пока жидкость не стала светло-розовая, и протянул рюм к Уэйду. В этот момент в столовую вошла мамушка. На ней было ее лучшее воскресное черное платье и передник, на голове свеже накрахмаленная косынка. Мамушка шла, покачивая бедрами, сопровождаемая шепотом и шорохом шелковых юбок. С лица ее исчезло встревоженное выражение, почти без зуба рот широко улыбался. «Сноворожденный вас, мистер Ретт», сказала она. Уэйд замер, не донеся рюмки до рта. Он знал, что мамушка не любит его отчима. Она никогда не называла его иначе, как капитан Батлер, и держалась с ним вежливо, но холодно. А тут она улыбалась ему во весь рот, пританцовывала, да к тому же назвала мистер Ретт. Ну и день. Все вверх дном. Я думаю, вам лучше налить рому, чем кларету. сказал Ретт и, приоткрыв погребец, вытащил оттуда квадратную бутылку. Хорошенькая она у нас, верно, мамушка? Да уж куда лучше, ответила мамушка и, причмокнув, взяла рюмку. Вы когда-нибудь видели ребенка красивее? Ну, мисс Карлетт, когда появилась на свет, уж, конечно, была прихорошенькая, а все не такая. Выпейте еще рюмочку, мамушка. Кстати, мамушка, это было произнесено самым серьезным тоном, но в глазах Ретта плясали бесеняты. Что это так шуршит? О, господи, мистер Ретт, да что же еще, как не моя красная шелковая юбка? Мамушка хихикнула и качнула бедрами, так что заколыхался весь ее могучий торс. «Значит, это ваша нижняя юбка? Вот уж никогда бы не поверил. Так шуршит, будто ворох сухих листьев переворачивают. Ну-ка, дайте взглянуть, приподнимите подол». «Нехорошо это, мистер Ретт, о, господи!» слегка взвизгнула мамушка и, отступив на ярд, скромно приподняла на несколько дюймов подол и показала оборку нижней юбки из красной тофты. «Долго же вы раздумывали, прежде чем ее надеть?» буркнул Ретт. Но черные глаза его смеялись и в них поблескивали огоньки. «Да уж, сэр, слишком даже долго». Тут Ретт сказал нечто такое, чего Уэйд не понял. «Значит, с мулом в лошадиной сбруи покончено?» «Мистер Ретт, негоже это, что мисс Карлетт сказала вам». «Но вы не станете сердиться на бедную старую негритянку?» «Нет, не стану. Я просто хотел знать. Выпейте еще, мамушка, берите хоть всю бутылку, и ты тоже пей, Уэйд. Ну-ка, произнеси тост». «За сестренку!» воскликнул Уэйд, и одним духом осушил свою рюмку. И задохнулся, закашлялся, начал икать. А Ретт мамушка смеялись и шлепали его по спине. С той минуты, как у Ретта родилась дочь, он повел себя настолько неожиданно для всех, кто имел возможность его наблюдать, что перевернул все установившиеся о нем представления. Представления, от которых ни городу, ни Скарлетт не хотелось отказываться. Но кто бы мог подумать, что из всех людей именно он будет столь открыто, столь бесстыдно гордиться своим отцовством, особенно если учесть, то весьма щекотливое обстоятельство, что его первенцем была девочка, а не мальчик. И новизна отцовства не стиралась. Это вызывало тайную зависть у женщин, чьи мужья считали появление потомства вещью естественной и забывали об этом событии, прежде чем ребенка окрестят. Ретт же останавливал людей на улице и рассказывал во всех подробностях, как на диво быстро развивается малышка, даже не предваряя это, хотя бы из вежливости, ханжеской фразой. Я знаю, все считают своего ребенка самым умным, но... Он считал свою дочку чудом, разве можно ее сравнить с другими детьми? И плевать он хотел на тех, кто думал иначе. Когда новая няня дала малышке пососать кусочек сала и тем вызвала первые желудочные колики, Ред повел себя так, что видавшие виды отца и матери хохотали до упаду. Он спешно вызвал доктора Мида и двух других врачей. Рвался побить хлыстом злополучную няньку, так что его еле удержали. Однако ее выгнали, после чего в доме Реда перебывало много нянь. Каждая держалась не больше недели, ибо ни одна в состоянии была удовлетворить требованиям Реда. Мамушка тоже без удовольствия смотрела на появлявшихся исчезавших нянек, ибо не хотела, чтобы в доме была еще одна негритянка. Она вполне может заботиться и о малышке, и об Уэде с Эллой. Но годы уже начали серьезно сказываться на мамушке, а ревматизм сделал ее медлительной и неповоротливой. У Реда не хватало духу сказать ей об этом и объяснить, почему нужна вторая няня. Вместо этого он говорил ей, что человеку с его положением не пристало иметь всего одну няню. Это плохо выглядит. Он намерен нанять еще двоих, чтобы они занимались тяжелой работой, а она, мамушка, командовала ими. Вот такие рассуждения мамушки были понятны. Чем больше слуг, тем выше ее положение, как и положение Реда. Тем не менее, она решительно заявила ему, что не потерпит в детской никаких вольных негров. Тогда Ред послал Фтару за Присси. Он знал ее недостатки, но в конце концов она все-таки выросла в доме Скарлетт, а дядюшка Питер предложил свою внучатую племянницу по имени Лу, которая жила у Бэров, кузенов мисс Питти. Еще не успев окончательно оправиться, Скарлетт заметила, насколько Ред поглощен малышкой, и даже чувствовала себя неловко и злилась, когда он хвастался ею перед гостями. Да, конечно, хорошо, если мужчина любит ребенка, но проявлять свою любовь на людях, это казалось ей немужественным. Лучше бы он держался небрежнее, безразличнее, как другие мужчины. Ты выставляешь себя на посмешище, раздраженно сказала она как-то ему. Я просто не понимаю, зачем тебе это? В самом деле? Ну и не поймешь. А объясняется это тем, что малышка первый человечек на свете, который всецело и полностью принадлежит мне. Но она и мне принадлежит. Нет. У тебя есть еще двое. Она моя. Чтоб ты сгорел, воскликнула Скарлетт. Ведь это же я родила ее. Да или нет? К тому же, дружок, я тоже твоя. Рэд посмотрел на нее поверх черной головки малышки и как-то странно улыбнулся. В самом деле, моя прелесть. Только появление Мелани помешало возникновению одной из тех жарких ссор, которые в последние дни так легко вспыхивали между супругами. Скарлетт подавила в себе гнев и отвернулась, глядя на то, как Мелани берет малышку. Решено было назвать ее Юджини Виктория, но в тот день Мелани невольно нарекла ее так, как потом все стали звать девочку. Это имя прочно прилепилось к ней, заставив забыть о другом, как в свое время Питтипет начисто перечеркнула Сару Джейн. Рэд, склонившись над малюткой, сказал в ту минуту, «Глаза у нее будут зеленые, как горох». «Ничего подобного», возмущенно воскликнула «Скарлетт» были почти такого оттенка. У нее глаза будут голубые, как у мистера Ухара, голубые, как наш бывший голубой флаг, Бонни Блу». «Бонни Блу Батлер», рассмеялся Рэд, взял у Мелани девочку и внимательно вгляделся в ее глазки. Так она и стала Бонни. И потом даже родители не могли вспомнить, что в свое время окрестили дочку двойным именем, состоявшим из имен двух королев. Глава пятьдесят первая. Когда наконец Скарлетт почувствовала, что она снова в состоянии выходить, она велела Лу зашнуровать корсет как можно туже, только бы выдержали тесемки. Затем обмерила себе талию. Двадцать дюймов. Она громко охнула. Вот что получается, когда рожаешь детей. Да у нее теперь талия, как у тети Питти, даже шире, чем у мамушки. Ну-ка, затяни потуже, Лу. Постарайся, чтобы было хоть восемнадцать с половиной дюймов, иначе я не влезу ни в одно платье. Тесемки лопнут, сказала Лу. Просто в талии вы располнели, мисс Скарлетт, и ничего тут не поделаешь. Что-нибудь да сделаем, подумала Скарлетт, отчаянно дернув платье, которое требовалось распороть по швам и выпустить на несколько дюймов. Просто никогда не буду больше рожать. Да, конечно, Бонни была прелестна, и только украшала свою мать, да и Ред обожал ребенка, но больше Скарлетт не желала иметь детей. Что тут придумать, она не знала, ибо с Редом вести себя, как с Фрэнком она не могла. Ред нисколько не боялся ее, да и удержать его будет трудно, когда он так по-идиотски ведет себя с Бонни. Наверняка захочет иметь сына в будущем году, хоть и говорит, что утопил бы мальчишку, если бы она его родила. Ну, так вот, не будет у него больше от нее ни мальчишки, ни девчонок. Для любой женщины хватит троих детей. Когда Лу заново сшила распоротые швы, разгладила их и застегнула на Скарлетт платье, Скарлетт велела заложить карету и отправилась на лесной склад. По пути настроение у нее поднялось, и она забыла о своей талии, ведь на складе она увидит Эшли и сядет с ним просматривать бухгалтерию, и если ей повезет, то они какое-то время будут вдвоем. А видела она его в последний раз задолго до рождения Бонни. Ей не хотелось встречаться с ним, когда ее беременность стала бросаться в глаза. Она привыкла видеть его ежедневно, пусть даже рядом всегда кто-то был. Привыкла к кипучей деятельности, связанной с торговлей лесом. Ей так всего этого не хватало, пока она сидела в заперти. Конечно, теперь ей вовсе не нужно было работать. Она вполне могла продать лесопилки и положить деньги на имя Уэйда и Эллы. Но это означало бы, что она почти не будет видеть Эшли, разве что в обществе, когда вокруг тьма народу. А работать рядом с Эшли доставляло ей огромное удовольствие. Подъехав к складу, она с удовлетворением увидела, какие высокие стоят штабеля досок, и сколько покупателей толпится возле Юэлсинга. Увидела она и шесть фургонов, запряженных мулами, и негров-возчиков, грузивших лес. Шесть фургонов, подумала она с гордостью, и всего этого я достигла сама. Эшли вышел на порог маленькой конторы, чтобы приветствовать ее. Глаза его светились радостью. Подав Скарлетт руку, он помог ей выйти из кареты и провел в контору. Так, словно она была королевой. Но когда она просмотрела его бухгалтерию и сравнила с книгами Джонни Галлигера, радость ее померкла. Лесопилка Эшли еле покрывала расходы, тогда как Джонни заработал для нее немалую сумму. Она решила промолчать, но Эшли, видя, как она смотрит на лежавшие перед ней два листа бумаги, угадал ее мысли. Скарлетт, мне очень жаль. Могу лишь сказать свое оправдание, что лучше бы вы разрешили мне нанять вольных негров вместо каторжников. Мне кажется, я бы добился больших успехов. Негров? Да мы бы прогорели из-за одного жалования, которое пришлось бы им платить. А каторжники это же дешевле дешевого. если Джонни может с их помощью получать такой доход? Эшли смотрел поверх ее плеча на что-то, чего она не могла видеть, и радостный свет в его глазах потух. Я не могу заставлять каторжников работать так, как Джонни Геллигер. Я не могу вгонять людей в гроб. Бог ты мой, Джонни просто удивительно с ними справляется, а у вас Эшли слишком мягкое сердце. Надо заставлять их больше работать. Джонни говорил мне, если какому нерадивому каторжнику вздумается отлынивать от работы, он заявляет, что заболел, и вы отпускаете его на целый день. Боже правый Эшли, так не делают деньги. Стегоните его разок другой, и любая хворь мигом пройдет, кроме, может, сломанной ноги. Скарлетт, Скарлетт, перестаньте, я не могу слышать от вас такое, воскликнул Эшли, и так сурово посмотрел на нее, что она умолкла. Да неужели вы не понимаете, что это же люди, и среди них есть больные, голодные, несчастные, и... О, Господи, просто видеть не могу, какой жестокой вы из-за него стали. Это вы-то всегда такая мягкая. Я стала какой из-за кого? Я должен был вам это сказать, хоть и не имею на это права, и все же должен. Этот ваш Ред Батлер, он отравляет все, к чему бы не прикоснулся. Вот он женился на вас, такой мягкой, такой щедрой, такой нежной, хоть и вспыльчивой порою, и вы стали жесткая, грубая, от одного общения с ним. «О, выдохнула Скарлетт. Чувство вины боролось в ней с чувством радости от того, что Эшли неравнодушен к ней, что она ему по-прежнему мила. Слава Богу, он думает, что Ред виноват в том, что она считает каждое пение. А на самом-то деле Ред не имел к этому никакого отношения, и вся вина только ее. Но, в конце концов, на совести Реда достаточно много черных пятен. Не страшно, если прибавится еще одно. Будь вашим мужем любой другой человек, я, может быть, так бы не огорчался, но... Ред Батлер... Я вижу, что он с вами сделал. Вы сами не заметили, как вслед за ним стали мыслить сухо и жестко. О, да, я знаю, что не должен этого говорить. Он спас мне жизнь, и я благодарен ему. Но, как бы я хотел, чтобы это был кто угодно, только не он. И я не имею права говорить с вами так точно. Ах, не тэшли, имеете, как никто другой. Говорю вам, это просто невыносимо. Видеть, как вы, такая тонкая, огрубели под его влиянием. Знать, что ваша красота, ваше обаяние принадлежат человеку, который... Когда я думаю, что он дотрагивается до вас, я... Сейчас он поцелует меня, в экстазе подумала Скарлетт, и не я буду в этом виновата. Она качнулась к нему, но он отступил на шаг, словно вдруг, осознав, что сказал слишком много, сказал то, чего не собирался говорить. «Простите, великодушно Скарлетт, я... Я намекал, что ваш муж не джентльмен, а сам сейчас наговорил такое, что меня тоже джентльменом не назовешь. Никто не имеет права принижать мужа перед женой. Мне нет оправдания, кроме... Кроме... Он запнулся, лицо его исказилось, она ждала, затаив дыхание. У меня вообще нет оправданий. Бешеная работа шла в мозгу Скарлетт, пока она ехала в карете домой. Вообще нет оправданий, кроме... Кроме того, что он любит ее. И мысль, что она спит в объятиях Ретта, вызывает в нем такую ярость, на какую она не считала его способным. Что ж, она может это понять, если бы не сознание, что его отношения с Мелани волею судеб сводятся к отношениям брата и сестры, она сама жила бы как в аду. Значит, объятия Ретты огрубили ее, сделали более жесткой. Что ж, раз Сэшли так считает, она вполне может обойтись без этих объятий. И она подумала, как это будет сладостно и романтично, если оба они, Сэшли, решат блюсти физическую верность друг другу, хотя каждый связан супружескими узами с другим человеком. Эта идея завладела ее воображением и пришлась ей по душе. Да к тому же была тут и практическая сторона, ведь это значит, что ей не придется больше рожать. Когда Скарлетт приехала домой и отпустила карету, восторженное состояние, владевшее ею после слов Эшли, начало испаряться, стоило ей представить себе, как она скажет Рету, что хочет иметь отдельную спальню, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это будет нелегко. Да и как она скажет Эшли, что не допускает больше до себя Реты, потому что он, Эшли, так пожелал. Кому нужна такая жертва, если никто не знает о ней? Да чего же это тяжкое бремя, скромность и деликатность? Если бы только она могла говорить с Эшли так же откровенно, как с Реттом, а да ладно, найдет она способ намекнуть Эшли на истинное положение вещей. Она поднялась по лестнице и, открыв дверь в детскую, обнаружила Рета. Он сидел у колыбельки Бонни, держа Эллу на коленях, а Уэйт стоял рядом и показывал ему свои сокровища, спрятанные в карманах. Какое счастье, что Ретт любит детей и так ими занимается. Есть ведь отчимы, которые терпеть не могут детей от предыдущих браков. Я хочу поговорить с тобой, сказала Скарлетт и прошла в их спальню. Лучше покончить с этим сразу, пока она полна решимости не иметь больше детей, и любовь Эшли придает ей силы для разговора. Ретт без всяких предисловий начала она, как только он закрыл за собой дверь спальни. Я не хочу больше иметь детей. Это решено. Если его и поразило ее неожиданное заявление, то он и виду не подал. Он неспеша подошел к креслу и, опустившись в него, откинулся на спинку. Я ведь уже говорил тебе, моя кошечка, еще прежде, чем родилась Бонни, что мне безразлично, будет у нас один ребенок или двадцать. Ловко он уходит от главного, как будто появление детей не имеет никакого отношения к тому, что этому предшествует. По-моему, троих вполне достаточно. Я вовсе не намерена каждый год носить по ребенку. Три мне кажется вполне подходящим числом. Ты прекрасно понимаешь? Начала была она и покраснела от смущения. Ты понимаешь, что я хочу сказать? Понимаю. А ты сознаешь, что я могу подать на развод, если ты откажешься выполнять свои супружеские обязанности? У тебя хватит низости придумать такое? Воскликнула она, раздосадованная тем, что все идет не так, как она наметила. Да если бы в тебе было хоть немного благородства, ты бы вел себя как... Ну, словом, посмотри на Эшли Уилкса. Мелани ведь не может иметь детей, и он... Образцовый джентльменчик, это Эшли. Докончил за нее Ред, и в глазах его появился странный блеск. Прошу, продолжай свою речь. Скарлетт поперхнулась, ибо речь ее была окончена, и ей нечего было больше сказать. Теперь она поняла, сколько глупо было надеяться, что она сумеет по-доброму договориться о столь сложном деле, особенно с таким эгоистичным мерзавцем, как Ред. Ты сегодня ездила на свой лесной склад? Да? А какое это имеет отношение к нашему разговору? Ты ведь любила собак, Скарлетт? Что ты предпочитаешь? Чтобы собака лежала на сене или находилась при тебе? Намек не дошел до ее сознания, захлестнутого яростью и разочарованием. Ред легко вскочил на ноги, подошел к ней и, взяв за подбородок, рывком поднял ее голову. Какое же ты дитя! У тебя было трое мужей, но ты до сих пор не знаешь мужской природы. Ты, видимо, считаешь мужчину кем-то вроде старухи, перешагнувшей возрастной рубеж. Он игриво ущипнул ее за подбородок и убрал руку. Подняв черную бровь, он долго холодно смотрел на жену. Пойми вот что, Скарлетт, если бы ты и твоя постель все еще представляли для меня интерес, никакие замки и никакие уговоры не удержали бы меня. И мне не было бы стыдно, так как мы с тобой заключили сделку, сделку, которой я верен и которую ты сейчас нарушаешь. Что ж, спи одна в своей девственной постельке, прелесть моя. Ты что же хочешь сказать, возмутилась Скарлетт, что тебе безразлично? Я ведь надоел тебе, да? Ну, так мужчинам женщины надоедают куда быстрее. Будь святошей, Скарлетт, огорчаться по этому поводу я не стану, мне все равно. Он с усмешкой пожал плечами. По счастью, в мире полно постелей, а в постелях хватает женщин. Ты хочешь сказать, что готов дойти, да? Дорогая моя невинность, конечно. Удивительно уже то, что я воздерживался от этого так долго. Я никогда не считал супружескую верность добродетелью. Я на ночь буду запирать свою дверь. Почему утруждать себя? Если я захочу тебя, никакой замок меня не удержит. Он повернулся с таким видом, точно считал разговор оконченным и вышел из комнаты. Скарлетт слышала, как он вошел в детскую, где дети бурно приветствовали его. Она села. Вот она и добилась своего. Этого хотела она, и этого хотел Эшли. Но она не чувствовала себя счастливой. Гордость ее была задета. Ею оскорбляла самая мысль, что Ред отнесся так легко к ее словам, что он вовсе не жаждет обладать ею, что он ее равняет с другими женщинами в других постелях. Ей очень хотелось придумать придумать какой-то способ деликатно намекну тешли, что она и Ред физически больше не муж и жена. Но Скарлетт понимала, что это невозможно. Она заварила какую-то чудовищную кашу и уже отчасти жалела о своих словах. Ей будет недоставать долгих забавных разговоров с Редом в постели, когда кончик его сигары светился в темноте. Ей будет недоставать его объятий, когда она пробуждалась в ужасе от кошмарных снов, а ей ведь не раз снилось, что она бежит сквозь холодный густой туман. Внезапно, почувствовав себя глубоко несчастной, она уткнулась головой в подлокотник кресла и расплакалась. Глава пятьдесят вторая Как-то раз дождливым днем, когда Бонни только что исполнился годик, Уэйт уныло бродил по гостиной, время от времени подходя к окошку и прижимая с носом к стеклу и сполосованному дождем. Мальчик был худенький, хрупкий, маленький для своих восьми лет, застенчивый и тихий, рта не раскроет, пока его не спросят. Ему было скучно, и он явно не знал, чем заняться, ибо Элла возилась в углу с куклами, Скарлетт сидела у секретера и, что-то, бормоча себе под нос, подсчитывала длинную колонку цифр, а Рэд, лежа на полу возле Бонни, развлекал ее, раскачивая часы на цепочке, но так, чтобы она не могла до них дотянуться. Уэйт взял было несколько книг, потом с грохотом уронил их и глубоко вздохнул. «О, господи, Уэйт!» раздраженно воскликнула, поворачиваясь к нему Скарлетт. «Пошел бы куда-нибудь, поиграл!» «Не могу, на дворе дождик». «В самом деле?» «Я не заметила». «Ну, займись чем-нибудь, ты действуешь мне на нервы, когда вертишься бестолку. Пойди, скажи порку, чтобы он запряг карету и отвез тебя к Боба играть». «Он же не дома», вздохнул Уэйт. «Он на дне рождения у Рауля Пикар». «Рауль?» «Сынишка Мэйбл и Рене Пикаре был, по мнению Скарлетт, приотвратительным существом, больше похожим на обезьяну, чем на ребенка». «Ну, можешь поехать кому хочешь, пойди, скажи порку». «Никого нет дома», возразил Уэйт, «все на дне рождения». Хотя, к слову, «все» и не было прибавлено кроме меня, однако эти слова повисли в воздухе, но Скарлетт, вся ушедшая в свои подсчеты, не обратила на это внимания. Реджи приподнялся и спросил, «А ты почему не на дне рождения, сынок?» Уэйт подошел к нему совсем близко и остановился, шаркая ногой по ковру. Вид у него был глубоко несчастный. «Меня не пригласили, сэр». Ред отдал Бонни часы на растерзание и легко вскочил на ноги. «Да бросьте вы эти проклятые цифры, Скарлетт. Почему Уэйда не пригласили на день рождения?» «Ах, ради всего святого, Ред, оставьте меня сейчас в покое. Вы же ли тут такая неразбериха в цифрах?» «А, вы про день рождения?» «Что ж, тут нет ничего необычного в том, что Уэйда не пригласили?» «Да к тому же я все равно не пустила бы его. Не забудьте, что Рауль внук миссис Мэриуэзер, а миссис Мэриуэзер скорее впустит вольного негра в свою драгоценную гостиную, чем кого-либо из нас». Ред, задумчиво наблюдавший за лицом Уэйда, увидел, как тот сморщился. «Пойди-ка сюда, сынок», сказал он, привлекая к себе мальчика. «А тебе хочется быть на этом дне рождения?» «Нет, сэр», храбро ответил Уэйд, но глаза опустил. «Скажи ко мне, Уэйд, а ты бываешь на дне рождения у Джоу Уайтинга или Фрэнка Боннелла или у кого-нибудь из твоих приятелей?» «Нет, сэр, меня очень редко приглашают». «Ты лжешь, Уэйд», воскликнула оборачивая Скарлетт, «ты же на прошлой неделе был на трех детских праздниках у Бартов, у Геллертов и у Ханденов». Более отборную коллекцию мулов в лошадиной сбруе трудно себе представить, заметил Ред, с легкой издевкой растягивая слова. «И ты хорошо провел время на этих праздниках? Ну, говори же». «Нет, сэр». «А почему нет?» «Я... Я не знаю, сэр, мамушка. Она говорит, что все это белая рвань». «Я с мамушки шкуру спущу сию же минуту!» воскликнула вскакивая, Скарлетт. «А ты, Уэйт, если будешь так говорить о друзьях своей мамы...» «Мальчик верно говорит, как и мамушка», сказал Ред. «Но где же вам знать правду, если вы отворачиваетесь от нее?» «А ты, сынок, не волнуйся. Можешь больше не ходить на праздники, если тебе не хочется». «Вот», добавил он, вытаскивая из кармана банкнот, «скажи порку, чтоб запряг карету и повозил тебя по городу. Купи себе чего-нибудь сладкого, да побольше, чтоб развалелся живот». Лицо у Эйдера свело в улыбке. Он ссынул в карман бумажку и с тревогой посмотрел на мать, одобрит ли она такую затею. Но Скарлетт, сдвинув брови, смотрела на Ред. Он поднял с пола Бонни и прижал к себе. Крошечное личико уткнулось ему в щеку. Скарлетт не могла понять, о чем он думает, но в глазах увидела что-то похожее на страх. Страх и чувство вины. При ободренной щедрости отчима Уэйд застенчиво подошел к нему. «Дядя Ред, а можно мне вас что-то спросить?» «Конечно». Лицо у Реда было напряженное, отсутствующее. Он крепче прижал к себе головку Бонни. «О чем же ты хочешь спросить меня, Уэйд?» «Дядя Ред, вы... А вы воевали?» Взгляд Реда мгновенно обратился на мальчика. Глаза смотрели пронзительно, но голос, задавший вопрос, звучал небрежно. «А почему ты спрашиваешь, сынок?» «Да вот Джо Уайтин говорит, вы не воевали, и Фрэнк Боннел тоже». «А-а-а», проронил Ред, «а ты им что сказал?» «Уэйд стоял с несчастным видом. Я... Я сказал... Я говорю, что не знаю». И на одном дыхании выпалил. «Но мне все равно, воевали вы или нет, я поколотил их. А вы были на войне, дядя Ред?» «Да», с неожиданной резкостью сказал Ред, «Я был на войне. Я был в армии восемь месяцев. Я прошел с боями Джоэда Франклина, штат Теннесси. И я был с Джонстоном, когда он сдался». Уэйд запрыгал от восторга, а Скарлетт рассмеялась. «А я-то полагала, что вы стыдитесь своего участия в войне», сказала она. «Разве вы не просили меня помалкивать об этом?» «Прекратите», оборвал он ее. «Ну как, ты доволен, Уэйд?» «О, да, сэр. Я знал, что вы воевали. Я знал, что вы не трус, как они говорят. Вот только почему вы не воевали вместе с отцами других мальчиков?» «Да потому, что отцы других мальчиков были люди глупые, и их направили в пехоту. Я же окончил Вестпойнт и был в артиллерии, в полевой артиллерии, Уэйд, а не в войсках внутреннего охранения. А чтобы служить в артиллерии, Уэйд, нужно иметь голову». «Еще бы», сказал Уэйд весь сияя, «А вы были ранены, дядя Ред?» Ред ответил не сразу. «Вы расскажите ему про свою дизентерию», с издевкой заметила Скарлетт. Ред осторожно опустил малышку на пол и вытянул сорочку и нижнюю рубашку из брюк. «Подойди сюда, Уэйд, я покажу тебе, куда я был ранен». Уэйд, возбужденный происходящим, подошел и уставился на то место, на которое указывал пальцем Ред. Смуглую грудь пересекал длинный рубец, спускавшийся вниз на мускулистый живот. То была память о ножевой драке на калифорнийских золотых приисках, но Уэйд не мог этого знать. Он глубоко вздохнул от счастья. «А вы, видно, такой же храбрый, как мой папа, дядя Ред?» «Почти, но не совсем», сказал Ред, засовывая сорочку в брюки. «А теперь иди, накупи себе сластей на доллар и бей всех мальчишек, которые посмеют сказать, что я не был в армии». Уэйд, приплясывая и громко завя порка, выбежал из комнаты, а Ред снова подхватил на руки малышку. «Ну, к чему вся эта ложь, мой доблестный вояка?» спросила Скарлетт. «Мальчик должен гордиться отцом или отчимом. Я не хочу, чтобы ему было стыдно перед другими маленькими зверюгами. Дети ведь жестокие существа. Какая чепуха!» «Я никогда не задумывался над тем, что это может значить для Уэйда», медленно произнес Ред. «Я никогда не думал, что он страдает. С Бонни так не будет. Как так?» «Вы думаете, я допущу, чтобы моя Бонни стыдилась своего отца? Допущу, чтобы ее не приглашали на дни рождения, когда ей будет девять или десять лет? Думаете, допущу, чтобы ее унижали, как Уэйда, за то, в чем виновата не она, а мы с вами? Подумаешь, детские дни рождения?» Детские дни рождения превращаются потом в балы для барышень и молодых людей. Вы думаете, я позволю, чтобы моя дочь росла вне благовоспитанного общества Атланты. Я не намерен посылать ее на север в школу, чтобы она приезжала сюда лишь на каникулы, потому что с ней не желают знаться здесь, или в Чарльстоне, или в Саванне, или в Новом Орлеане. Я не хочу, чтобы она вынуждена была выйти замуж за Янки или за иностранца, потому что никакая приличная семья Южан не захочет принять ее в свою лону, так как мать ее была дура, а отец мерзавец. Уэйд, вернувшийся зачем-то, стоял на пороге озадаченно, но с интересом слушал. Бонни может выйти замуж за Бо, дядя Ретт. На лице Ретта не было и следа ярости, когда он повернулся к мальчику. Казалось, он со всей серьезностью обдумывал его слова. Он всегда был серьезен, разговаривая с детьми. А ведь и правда, Уэйд, Бонни может выйти замуж за Боу Илкса, а вот на ком ты женишься. О, я ни на ком, доверительно сообщил Уэйд, наслаждаясь этой беседой на равных, какую он мог вести только с Реттом, да еще разве с тетей Мелли, никогда не корившими его, и всегда поощрявшими. Я поеду учиться в Гарвард и стану юристом, как мой отец, а потом буду храбрым солдатом, тоже, как он. Но почему Мелли не может держать рот на замке, воскликнула Скарлетт. Ни в какой Гарвард ты, Уэйд, не поедешь. Это заведение для Янки, а я не допущу, чтобы ты учился в школе Янки. Ты пойдешь в университет Джорджии, а когда окончишь его, будешь управлять лавкой вместо меня. Ну, а что касается того, что твой отец был храбрым солдатом, прекратите, коротко приказал Ред. От него не укрылось, как заблестели глаза Уэйда, когда речь зашла об его отце, которого он никогда не знал. Ты вырастешь и будешь таким же храбрым, как твой отец, Уэйд. Постарайся быть таким, как он, потому что он был героем, и никому не позволяй говорить о нем иначе. Он ведь женился на твоей матери, верно? Ну, так вот, это уже достаточное доказательство его героизма. А уж я прослежу за тем, чтобы ты пошел в Гарвард и стал юристом. А теперь беги и скажи порку, чтобы он повозил тебя по городу. Я была бы вам очень признательна, если бы вы позволили мне самой заниматься воспитанием моих детей, воскликнула Скарлетт, когда Уэйд послушно выбежал из комнаты. Очень плохо вы ими занимаетесь. Вы сделали все возможное, чтобы испортить будущее Эллы и Уэйда, но я не допущу, чтобы тоже повторилась из Бонни. Она будет расти как принцесса, и на всем свете не найдется человека, которому не захотелось бы общаться с ней. Ни один дом не будет для нее закрыт. Великий Боже, да неужели вы думаете, я позволю, чтобы она, когда вырастет, общалась с тем сбродом, который заполняет этот дом? Однако этот сброд вполне устраивает вас, и более чем устраивает вас, моя кошечка, но это не для Бонни. Да неужели вы думаете, я позволю, чтобы она вышла замуж за кого-либо из этих беглых каторжников, с которыми вы проводите время? Выскочки ирландцы, янки, белая рвань, порвеню, саквояжники, чтобы моя Бонни, в жилах которой течет кровь батлеров и рабияров, кровь Охара. Возможно, в свое время Охара были королями Ирландии, но ваш отец был всего лишь ловким ирландским выскочкой, да и вы не лучше, но я тоже, конечно, хорош. Я мчался по жизни, точно летучая мышь, выпущенная из ада, не задумываясь над тем, что я делаю, так как все и вся было мне безразлично, а вот Бонни не безразлично. Боже, каким я был дураком! Теперь Бонни ни за что не примут в Чарльстоне, сколько бы ни старались моя мать или вашей тетей Явлали или тетя Полин, ясно, что не примут ее и здесь, если мы чего-то не придумаем и быстро. Ах, Ред, вы относитесь к этому так трагически, что даже смешно. При наших-то деньгах, к черту наши деньги, никакие наши деньги не могут купить то, чего я хочу для Бонни. Я бы предпочел, чтоб ее приглашали на черствый хлеб в жалкий дом пекаров или в этот прохудившийся сарай, в котором живет миссис Элсинг, чем на республиканские балы, где она была бы первой красавицей. Скарлетт, вы вели себя как последняя дура. Вам следовало обеспечить своим детям место в обществе много лет назад, а вы этого не сделали. Вы даже не позаботились о том, чтобы удержать то, которое сами там занимали. И сейчас едва ли можно надеяться, что вы вдруг изменитесь. Слишком вы стремитесь к наживе и слишком любите принижать людей. Я считаю, это буря в стакане воды. Холодно заметила Скарлетт, перебирая бумаги и тем самым показывая, что она, во всяком случае, разговор окончила. У нас теперь осталась одна миссис Уилкс, которая способна нам помочь. А вы все делаете, чтобы оттолкнуть ее и оскорбить. Ой, избавьте меня, пожалуйста, от ваших умозаключений по поводу ее бедности и убогой одежды. Она душа всего, что есть в Атланте неподкупного. Слава Богу, что она существует. И она поможет мне что-то предпринять. И что же вы намерены предпринять? Что я намерен предпринять? Буду обхаживать всех драконов старой гвардии в женском обличье, какие есть в этом городе, и миссис Мэри Уэзер, и миссис Элсинг, и миссис Уайтинг, и миссис Мит. И если мне придется ползти на животе каждой толстой старой кошки, которая ненавидит меня, я поползу. Я буду кроток, как бы холодно они меня не встретили, и буду каяться в своих прегрешениях. Я дам денег на их дурацкие благотворительные затеи, и буду ходить в их чертовы церкви. Я признаюсь, и даже стану хвастать, что оказывал услуги конфедерации. В худшем случае войду даже в этот их чертов куклу склан, хотя надеюсь всемилостивый бог и я не колеблес напомню этим идиотам, чьи головы я спас, что они кое-чем не обязаны. А вы, мадам, будьте любезны, не портите мне дело, продавая им гнилой лес, или накладывая лапу на имущество должников из числа тех, кого я буду обхаживать, или как-либо иначе оскорбляя их. И еще одно. Отныне ноги губернатора баллока не будет в этом доме. Вы меня слышите? Как и никого из этих элегантных грабителей, с которыми вы свели компанию. Если, несмотря на мою просьбу, вы их все же пригласите, то окажетесь в щекотливом положении, так как хозяина в доме не будет. Стоит им появиться у нас, как я тотчас отправлюсь к красотке Уотлинг, засяду у нее в баре и буду говорить всем и каждому, что не желаю находиться под одной с ними крышей. Скарлетт, кипя от гнева, выслушала эту тираду и расхохотался. Значит, шулер с речных пароходов и спекулянт хочет стать уважаемым господином. В таком случае, чтобы добиться уважения, вам следовало бы для начала продать дом красотке Уотлинг. Это был удар наугад. Скарлетт никогда не была вполне уверена, что дом принадлежит Рэту. Он вдруг рассмеялся, точно прочел ее мысли «Спасибо за совет». Рэт едва ли мог выбрать более неподходящее время для возвращения в ряды уважаемых людей. Никогда еще слова «республиканец» и «подлипало» не вызывали такой ненависти, ибо коррупция среди пришедших к власти саквояжников достигла апогея. А со времени поражения юга имя Рэту было неразрывно связано с Янки, республиканцами и подлипалами. В 1866 году обитатели Атланты, пылая бессильным гневом, считали, что хуже навязанного им жесткого военного режима уже ничего быть не может. Но только сейчас при балоке они поняли, почем фунт лихо. Благодаря голосам негров республиканцы и их союзники твердо закрепились на юге и железной рукой правили бессильным что-либо изменить, но по-прежнему бунтующим коренным белым населением. Неграм внушали, что в Библии говорится только о двух политических партиях мытарях и грешниках. А поскольку ни один негр не желал вступить в партию, состоящую из грешников, все они спешили пополнить ряды республиканцев. Новые хозяева заставляли их снова и снова голосовать и выбирать белых подонков и подлипал, а порой даже и кое-кого из негров в органы управления. Негры, которым посчастливилось быть избранными, заседали в законодательном собрании, где большую часть времени грызли земляные орехи и пытались освоиться с непривычной для них обувью, то и дело вытаскивая с башмаков ноги. Лишь немногие из них умели читать или писать. Еще совсем недавно они работали на хлопковых полях или сахарных плантациях, а теперь голосовали за налоги и выпуск займов, а также утверждали огромные сметы расходов на собственные нужды и нужды своих республиканских покровителей. Штат совсем придавило налогами, которые население выплачивало, скрипя зубами от ярости. Так как налогоплательщики знали, что большая часть денег, якобы предназначенных для общественных нужд, оседала в карманах частных лиц. Капитолий штата прочно окружила орда прожектеров, спекулянтов, подрядчиков и всех прочих, кто надеялся поживиться на этой оргии расточительства. Многим это удавалось, и они беспардонно сколачивали себе состояние. Они без труда получали от штата деньги на строительство железных дорог, которые так никогда и не были построены, на приобретение вагонов и локомотивов, которые так никогда и не были куплены, на сооружение общественных зданий, которые существовали лишь в уме прожектеров. Займы выпускались миллионами. По большей части они выпускались незаконно и были явным мошенничеством. И все равно выпускались. Казначей штата, хоть республиканец, но человек честный, возражал против незаконного выпуска займов и отказывался подписывать соответствующие бумаги. Но ни он, ни те, кто пытался поставить преграду злоупотреблением, не могли противостоять этой все сметающей жажде обогащения. Железная дорога, принадлежащая штату, когда-то приносила изрядный доход. Сейчас же она висела на бюджете штата мертвым грузом. И задолженность ее превышала миллион. Да собственно железной дорогой это уже и назвать-то было нельзя. Рельсы пролегали по огромной глубокой котловине, где валялись в грязи свиньи. Многие чиновники были назначены по политическим соображениям, а не потому, что они знали, как управлять железной дорогой. Да и вообще работало там в три раза больше народу, чем требовалось, республиканцы ездили бесплатно по пропускам, негров целыми вагонами бесплатно развозили по всему штату, чтобы они могли по нескольку раз голосовать во время одних и тех же выборов. Плохое управление дорогой приводило в ярость налогоплательщиков еще и потому, что на доходы с нее предполагалось открыть бесплатные школы. Но доходов не было, были только долги, и потому бесплатных школ тоже не было. Лишь немногие имели возможность посылать своих детей в платные школы, так что росло целое поколение невежественных, неграмотных людей. Жители, конечно, возмущались растратами, неумелым хозяйствованием и казнократством, но больше всего их возмущало то, что губернатор в плохом свете выставляет их перед севером. Когда в Джорджии стали громко возмущаться коррупции, губернатор поспешно отправился на север, предстал перед конгрессом и заявил, что белые безобразно ведут себя по отношению к неграм, что в Джорджии готовится новое восстание, а потому необходимо ввести в штате военное положение. На самом же деле, в Джорджии все старательно избегали осложнений с неграми. Никто не хотел новой войны, никто не хотел, чтобы в штате правила сила штыка, этого не требовалось. В Джорджии хотели лишь одного, чтобы их оставили в покое и дали возможность штату залечить раны. Но акция, предпринятая губернатором и ставшая впоследствии известной как сотворение клеветы, представила Джорджию Северу лишь как бунтующий штат, на который требовалось надеть узду, и эта узда была надета. Это вызвало великое ликование в банде, державшей Джорджию за горло. Началась настоящая оргия хищений и холодно циничного беззастенчивого воровства на высоких постах, которое больно было наблюдать. Все протесты и попытки сопротивляться кончались крахом, так как правительство штата подпирали штыки армии Соединенных Штатов. Атланта проклинала Баллока, его подлипал и всех республиканцев вообще, равно как и тех, кто был с ними связан. А Ред был с ними связан. Он действовал с ними заодно, так говорили все вокруг, и участвовал во всех их начинаниях. Теперь же он решительно повернулся, и вместо того, чтобы плыть по течению в потоке, который еще недавно нес его вперед, изо всех сил поплыл в противоположном направлении. Он повел свою компанию медленно и из-под воль, чтобы не вызвать подозрений в Атланте своим превращением за одну ночь из леопарда в лань. Он стал теперь избегать своих подозрительных дружков, никто больше не видел его в обществе офицеров Янки, Подлипал и республиканцев. Он стал посещать демократов и демонстративно голосовал за них. Он перестал играть в карты на большие ставки и относительно мало пил. Если он и заходил к красотке Отлинг, то вечером и из-под тишка, как большинство уважаемых горожан, а не днем, оставив для всеобщего обозрения свою лошадь у Коновизи возле ее дома. И прихожане епископальной церкви чуть не упали со своих скамей, когда он, осторожно вступая и ведя за руку Уэйда вошел в храм. Немало удивило прихожан и появление Уэйда, ибо они считали мальчика католиком. Во всяком случае, Скарлетт-то ведь была католичкой или считалась таковой. Правда, она уже многие годы не бывала в церкви. Религиозность слетела с нее, как и многое другое, чему учила ее Эллен. По мнению всех, Скарлетт пренебрегала религиозное воспитание мальчика, и тем выше в глазах старой гвардии поднялся Ред, когда он решил исправить дело и привел мальчика в церковь, пусть в епископальную вместо католической. Ред умел держаться серьезно и бывал обаятелен, если задавался целью не распускать язык и гасить лукавый блеск в черных глазах. Многие годы он не считал нужным это делать, но сейчас надел на себе маску серьезности и обаяния, как стал надевать жилеты более темных тонов. И добиться благорасположения тех, кто был обязан ему жизнью, не составило особого труда. Они бы уже давно проявили к нему дружелюбие, не поведи себя Ред так, будто оно мало значит для него. А теперь Хью Элсинг, Рене Пикар, Симонсы, Энди Боннел и другие вдруг обнаружили, что Ред, человек приятный, не любящий выдвигать себя на передний план и смущающийся, когда при нем говорят, сколь многим ему обязаны. «Пустяки?» возражал он. «Вы бы все на моем месте поступили точно так же». Он пожертвовал кругленькую сумму фонд обновления Епископальной Церкви и сделал весомый, но в меру весомый, дар ассоциации по благоустройству могил наших доблестных воинов. Он специально отыскал миссис Элсинг, который вручил свой дар, смущенно попросив, чтобы она одержала его пожертвование в тайне и прекрасно зная, что тем лишь подстегивает ее желание всем об этом рассказать. Миссис Элсинг очень не хотелось брать у него деньги, деньги-спекулянты, но ассоциация так нуждалась в средствах. «Не понимаю, с чего это вы вдруг решили сделать нам пожертвование?» колко заметила она. И когда Ред сообщил ей с приличествующей случаю скорбной миной, что его побудила к этому память о бывших товарищах по оружию, больших храбрецах, чем он, но менее удачливых и потому лежащих сейчас в безымянных могилах, аристократическая челюсть миссис Элсинг отвисла. Долли Мэриуэзер говорила ей со слов Скарлетт, что капитан Батлер якобы служил в армии, но она, конечно, этому не поверила. Никто не верил. «Вы служили в армии? А в какой роте? В каком полку?» Ред назвал. «Ах, в артиллерии. Все мои знакомые были либо в кавалерии, либо в пехоте. А, ну тогда понятно». Она в замешательстве умолкла, ожидая увидеть ехидную смешку в его глазах. Но он смотрел вниз и играл цепочкой часов. «Я бы с превеликой радостью пошел в пехоту», сказал он, делая вид, будто не понял ее намека. Но когда узнали, что я учился в Вестпойнте, хотя, миссис Элсинг, из-за одной мальчишеской выходки, я и не окончил академии, меня поставили в артиллерию. В настоящую артиллерию, а не к ополченцам. Во время последней кампании нужны были люди, знающие дело. Вам ведь известно, какие огромные мы понесли потери. Сколько артиллеристов было убито. Я в артиллерии чувствовал себя одиноко, ни одного знакомого человека. По-моему, за всю службу я не встретил никого из Атланты. «М-да», смущенно протянула миссис Элсинг. «Если он служил в армии, значит, она вела себя недостойно». Она ведь не раз резко высказывалась о его трусости, и теперь, вспомнив об этих своих высказываниях, почувствовала себя виноватой. «М-да». «А почему же вы никогда никому не рассказывали о своей службе в армии? Можно подумать, что вы стесняетесь этого». Ред посмотрел ей прямо в глаза. Лицо его оставалось бесстрастным. «Миссис Элсинг», внушительно заявил он, «прошу вас поверить мне. Я горжусь своей службой конфедерации, как ничем, что когда-либо совершал или еще совершу. У меня такое чувство, такое чувство, тогда почему же вы все это скрывали?» «Как-то стыдно мне было говорить об этом в свете, в свете некоторых моих тогдашних поступков». «Миссис Элсинг» сообщила «Миссис Мэриуэзер о полученном даре и о разговоре во всех его подробностях». «И даю слово Долли». Он сказал, что ему стыдно. «Со слезами на глазах?» «Да-да, со слезами!» Я сама чуть не расплакалась. «Сущий вздор!» Не поверив ни единому ее слову, воскликнула миссис Мэриуэзер. «Не верю я, чтоб слезы появились у него на глазах, как не верю и тому, что он был в армии. И все это я очень быстро выясню. Если он был в том артиллерийском полку, я доберусь до правды, потому что полковник Карлтон, который им командовал, женат на дочери одной из сестер моего деда, и я ему напишу». Она написала полковнику Карлтону и была совершенно сражена, получив ответ, где весьма недвусмысленно и высоко оценивалась служба Ретта. Прирожденный артиллерист, храбрый воин, настоящий джентльмен, который все выносит без жалоб, и к тому же человек скромный, даже отказавшийся от офицерского звания, когда ему его предложили. «Ну и ну», произнесла миссис Мэриуэзер, оказывая письмо миссис Элсинг. «В себя не могу прийти от удивления. Возможно, мы и в самом деле не правы были, считая, что он не служил в армии. Возможно, нам следовало поверить Скарлетт и Мелани, которые говорили ведь, что он записался в армию в день падения Атланты. Но все равно он подлипалый мерзавец, и я его не люблю». «А мне вот думается», сказала неуверенно миссис Элсинг, «мне думается, что не такой уж он и плохой. Не может человек, сражавшийся за конфедерацию, быть совсем плохим. Это Скарлетт плохая. Знаете, Долли, мне в самом деле кажется, что он... Но словом, что он стыдится, Скарлетт, но, будучи джентльменом, не показывает этого». «Стыдится? Ерунда! Оба они из одного куска материи выкроено!» «Откуда вы взяли такие глупости?» «Это не глупости», возразила возмущенная миссис Элсинг. «Вчера, под проливным дождем, он ездил в карете со всеми тремя детьми. Заметьте, там была и малютка. Вверх и вниз по Персиковой улице. И даже меня до дому подвез. И когда я сказала, «Капитан Батлер, вы что, с ума сошли? Зачем вы держите детей в сырости? Почему не везете их домой?» Он ни слова не ответил, но вид у него был смущенный. Тогда мамушка вдруг говорит, «В доме-то у нас полным-полно всяких белых подонков, так что деткам лучше быть под дождем, чем дома?» А он что сказал? А что он мог сказать? Только посмотрел, сдвинув брови на мамушку, и промолчал. «Вы же знаете, вчера днем Скарлетт устраивала большую партию вист, и все эти вульгарные простолюдинки были там, и ему, я полагаю, не хотелось, чтобы они целовали его малышку». «Ну и ну», произнесла миссис Мэриуэзер, заколебавшись, но все еще держась прежних позиций. Однако на следующей неделе капитулировала и она. Теперь у Рэта появился в банке свой стол. Что он делал за этим столом, никто из растерявшихся чиновников не знал, но ему принадлежал слишком большой пакет акций, чтобы они могли возражать против его присутствия. Через некоторое время они забыли о своих возражениях, ибо он держался спокойно, воспитанно и, к тому же, кое-что понимал в банковском деле и капиталовложениях. Так или иначе, он целый день проводил за своим столом, и все видели, как он корпит, а он решил показать, что, подобно своим респектабельным согражданам, трудится и трудится вовсю. Миссис Мэриуэзер, стремясь расширить свою и так уже процветающую торговлю пирогами, надумала занять две тысячи долларов банки под залог дома. В займе ей отказали, так как под дом было выдано уже две закладных. Дородная дама вне себя от возмущения выкатывалась из банка, когда Ред остановил ее, выяснил, в чем дело, и озабоченно сказал, «Тут произошла какая-то ошибка, миссис Мэриуэзер, ужасная ошибка. Кому-кому, а вам нечего волноваться по поводу обеспечения? Да я одолжил бы вам деньги под одно ваше слово. Даме, которая сумела развернуть такое предприятие, можно без риска поверить. Кому же еще давать банку деньги, как не вам? Так что посидите, пожалуйста, в моем кресле, а я займусь вашим делом». Через некоторое время он вернулся и со спокойной улыбкой сказал, что, как он и думал, произошла ошибка. Две тысячи долларов ждут ее, и она может взять их, когда захочет. А насчет ее дома, не будет ли она так любезно поставить свою подпись вот тут? Миссис Мэриуэзер, все еще не придя в себя от нанесенного ей оскорбления, злясь на то, что приходится принимать услугу от человека, который ей неприятен и которому она не доверяет, не слишком любезно поблагодарила его. Но он сделал вид, будто ничего не заметил. Провожая ее к двери, он сказал, «Миссис Мэриуэзер, я всегда высоко ставил ваш жизненный опыт, можно мне с вами посоветоваться?» Она слегка кивнула, так что перья на ее шляпке чуть колыхнулись. «Что вы делали, когда ваша Мэйбл была маленькая, и сосала палец?» «Что-что?» «У меня Бонни сосет пальчик, я никак не могу ее отучить». «Необходимо отучить», решительно заявила миссис Мэриуэзер, «это испортит форму ее рта». «Знаю-знаю, а у нее такой хорошенький ротик, но я никак не соображу, что делать». «Ну, Скарлетт наверняка знает», отрезала миссис Мэриуэзер, «она ведь уже вырастила двоих детей?» Ред опустил глаза на свои сапоги и вздохнул. «Я пытался смазывать Бонни ноготки мылом», сказал он, пропустив мимо ушей замечание насчет Скарлетт. «Мылом?» «Ба, мыло тут не поможет». Я посыпала Мэйбл пальчик хинином, и должна сказать вам, капитан Батлер, она очень скоро перестала его сосать. «Хинином?» Вот уж никогда бы не подумал. «Я просто не в состоянии выразить вам свою признательность, миссис Мэриуэзер, а то это очень меня тревожило». Он улыбнулся ей такой приятной, такой благодарной улыбкой, что миссис Мэриуэзер секунду стояла опешив. Однако, прощаясь с ним, она уже улыбалась сама. Ей не хотелось признаваться миссис Элсинг в том, что она неверно судила об этом человеке. Но, будучи женщиной честной, сказала, что в мужчине, который так любит своего ребенка, несомненно, есть что-то хорошее. Какая жалость, что Скарлетт совсем не интересуется своей прелестной дочуркой. Когда мужчина растит маленькую девочку, в этом есть что-то патетическое. Рэд прекрасно понимал, сколь душесчипательно создаваемая им картина, а то, что это бросало тень на репутацию Скарлетт, ничуть не волновало его. Как только малышка начала ходить, он то и дело брал ее с собой, и она сидела с ним либо в карете, либо впереди него в седле. Вернувшись домой из банка, он отправлялся с ней на прогулку по Персиковой улице, и, держа ее за руку, старался приноровиться к ее шажкам, и терпеливо отвечал на тысячи ее вопросов. В это время дня, на закате, люди обычно сидели у себя в палисадниках или на крыльце, а поскольку Бонни была очень общительная и хорошенькая девочка, с копной черных кудрей и ярко-голубыми глазками, почти все заговаривали с ней. Ред никогда не встревал в эти разговоры, а стоял поодаль, исполненный отцовской гордости и благодарности за то, что его дочь окружают вниманием. У Атланты была хорошая память, она отличалась подозрительностью и нескоро меняла однажды сложившееся мнение. Времена были тяжелые, и на всех, кто имел хоть что-то общее с Баллоком и его окружением, смотрели косо. Но с помощью Бонни, унаследовавшей обаяние отца и матери, Ред сумел вбить клинышек в стену отчуждения, которое окружило его Атланта. Бонни быстро росла, и с каждым днем становилось все яснее, что она внучка Джералда Ухара. У нее были короткие крепкие ножки, большие, голубые, какие бывают только у ирландцев, глаза, и маленький квадратный подбородочек, говоривший о решимости стоять на своем. У нее был горячий нрав Джералда, проявлявшийся в истериках, которые она закатывала, причем она тотчас успокаивалась, как только ее желания были удовлетворены. А когда отец находился поблизости, желания ее всегда поспешно удовлетворялись. Он баловал ее, невзирая на противодействие мамушке и Скарлетт, ибо ему нравилось в ней все, кроме одного, кроме боязни темноты. До двух лет она быстро засыпала в спаленке, которую делила с Уэйдом и Эллой. А потом, без всякой видимой причины, начала всхлипывать, как только мамушка выходила из комнаты и уносила с собой лампу. Затем она начала просыпаться ночью с криками ужаса, пугая двух других детей и приводя в смятение весь дом. Однажды пришлось даже вызвать доктора Миде, и Ред был весьма резок с ним, когда тот объявил, что это всего лишь от дурных снов. От нее же никто ничего не мог добиться, кроме одного слова — темно. Скарлетт считала это капризом и говорила, что девочку надо отшлепать. Она не желала идти на уступки и оставлять лампу в детской, ибо тогда Уэйд и Элла не смогут уснуть. Обеспокоенный Ред пытался мягко выудить у дочки, в чем дело. Услышав заявление жены, он холодно сказал, что если кого и следует отшлепать, так это Скарлетт, причем он готов сам этим заняться. В итоге Ред перевел Бонни из детской в комнату, где он жил теперь один. Ее кроватку поставили рядом с его большой кроватью, и на столике всю ночь горела затененная лампа. Когда об этом стало известно, весь город загудел. Было что-то неделикатное в том, что девочка спит в комнате отца, даже если этой девочке всего два года. От этих пересудов Скарлетт пострадала двояко. Во-первых, все узнали, что она и ее муж спят в разных комнатах, а это уже само по себе не могло не произвести шокирующего впечатления. А во-вторых, все считали, что если уж девочка боится спать одна, ее место рядом с матерью. Скарлетт же не могла объяснить всем и каждому, что она не в состоянии спать при свете. Да к тому же и Ред не допустил бы, чтобы девочка спала с ней. «Вы в жизни не проснетесь, пока она не закричит. А если проснетесь, то, скорее всего, отшлепаете ее», отрезал он. Скарлетт раздражала то, что Ред придает такое значение ночным страхам Бонни, но она подумала, что со временем исправит дело и переведет девочку назад, в детскую. Все дети боятся темноты, и единственное тут лекарство твердость. Ред упорствует только за тем, чтобы выставить ее в глазах всех плохой матерью и таким путем отплатить ей за то, что она изгнала его из своей спальни. Он ни разу не переступал порога ее комнаты и даже не брался за ручку двери с того вечера, когда она сказала ему, что не хочет больше иметь детей. Ужинал он почти всегда вне дома, до тех пор, пока страхи Бонни не побудили его прекратить все отлучки. А то, бывало, он проводил вне дома всю ночь, и Скарлетт, лежа без сна, за плотно закрытой дверью, прислушивалась к бою часов, возвещавшему наступление утра, и раздумывала, где-то Ред. Ей вспоминались его слова. «На свете есть немало других постелей, прелесть моя». И хотя при этой мысли ее всю передергивала, ничего поделать она не могла. Что бы она ни сказала, мгновенно возникла бы ссора, и тогда он непременно намекнул бы на ее запертую дверь и на то, что это связано с Эшли. Да, это его дурацкая затея, чтобы Бонни спала при свете, причем в его комнате, объясняется, конечно же, всего лишь подлым желанием отплатить ей. Она не понимала, почему Ред придавал такое значение дурацким страхом Бонни, как не понимала и его привязанности к девочке. До одной страшной ночи. Никто в семье потом не мог забыть эту ночь. В тот день Ред встретил на улице человека, с которым они прорывали блокаду, и им, конечно, было о чем друг с другом поговорить. Куда они отправились беседовать и пить, Скарлетт не знала, но подозревала, что, скорее всего, красотки Уотлинг. Ред не приехал домой днем, чтобы погулять с Бонни, не приехал и к ужину. Бонни, просидевшая весь день у окна, с нетерпением дожидая своего папу, чтобы показать ему коллекцию жуков и тараканов, наконец, невзирая на слезы и протестующие крики, была уложена в постель Лу. Возможно, Лу забыла зажечь лампу, а, возможно, лампа сама погасла. Никто толком не знал, что произошло, но, когда Ред явился, наконец, домой сильно на веселе, в доме все было вверх дном, а отчаянные крики Бонни донеслись до него, когда он еще был в конюшне. Девочка проснулась в темноте и позвала папу, а его не было, и все неведомые ужасы, населявшие ее воображение, пробудились. Ни уговоры, ни несколько ламп, принесенных Скарлетт, не помогали, она не успокаивалась, и у Ред, когда он в три прыжка взбежал по лестнице, был вид человека, встретившегося со смертью. Взяв дочку на руки, он, наконец, уловил среди ее всхлипований слово «темно», и в ярости повернулся к Скарлетт и негритянкам. Кто потушил лампу? Кто оставил Бонни в темноте одну? Приси, я с тебя шкуру за это сдеру. Бог мне свидетель, мистер Ред, это не я, это Лу. Ради всего святого, мистер Ред, ведь я... Заткнись, ты знаешь мой приказ, клянусь богом я, убирайся отсюда, и чтоб духу твоего здесь не было. Скарлетт, дайте ей денег, и чтобы я не видел ее, когда я спущусь. А сейчас все уходите, все! Негритянки выскочили, незадачливая Лу с рыданиями, закрывшись передником, но Скарлетт осталась. Ей было тяжело видеть, как любимое дитя тотчас успокоилась на руках у Ред, тогда как у нее на руках девочка кричала не умолкая. Тяжело было видеть и то, как маленькие ручонки обвелись вокруг его шеи, слышать, как девочка задыхаясь, прерывисто рассказывала ему, что ее так напугало. А она, Скарлетт, ничего членораздельного не могла из дочки вытянуть. «Значит, он сидел у тебя на грудке?» тихо проговорил Ред, и он был большой? «Да, да, такой страшенный, большущий, и когти!» «Ах, значит, и когти у него были!» «Ну, ладно, я всю ночь просижу тут и пристрелю его, если он снова явится!» Ред сказал это убежденно, мягко, и Бонни постепенно перестала всхлипывать. Уже почти успокоившись, на языке понятном одному только Реду, она принялась описывать чудовище, которое явилось к ней. Скарлетт, слушая, как Ред беседует с девочкой, точно речь идет о чем-то реальном, почувствовала, что в ней закипает раздражение. «Ради Бога, Ред!» Но он жестом велел ей молчать. Когда Бонни наконец уснула, он уложил ее в кроватку и накрыл одеяльцем. «Я с этой негритянки живьем шкуру спущу», тихим голосом сказал он. «Да и вы виноваты. Почему вы не зашли посмотреть, горит ли свет?» «Не валейте, дурака, Ред!» шепотом ответила Скарлетт. «Бонни так себя ведет, потому что вы ей потакаете. Многие дети боятся у них это проходит». Уэйд тоже боялся, но я не потворствовала ему. «Пусть покричит ночь другую». «Пусть покричит?» На секунду Скарлетт показала, что он сейчас ударит ее. «Либо вы дура, либо самая бессердечная женщина на свете». «Я не хочу, чтобы она выросла нервной и трусливой». «Трусливой!» «Черта с два!» «Да в ней трусости ни на грош нет. Просто вы лишены воображения. И, конечно, не можете понять, какие муки испытывает человек, который им наделен, особенно ребенок. Если что-то с когтями и рогами явится и сядет к вам на грудь, вы скажете, чтобы она убиралась к дьяволу, да? Именно так, черт подери». «Припомните, мадам, что я присутствовал при том, как вы просыпались, пища точно выпоротая кошка, только потому, что вам приснилось, будто вы бежали в тумане. И это было не так уж давно». Скарлетт растерялась. Она не любила вспоминать этот сон. К тому же Ред успокаивал ее тогда почти так же, как успокаивал сейчас Бонни. И это вносило смятение в ее мысли. Не желая над этим раздумывать, Скарлетт повела на него наступление с другой стороны. «Просто вы во всем ей потакаете и намерен потакать. Тогда она рано или поздно преодолеет свой страх и забудет о нем». «В таком случае», — язвительно заметила Скарлетт, «раз уж вы решили стать нянькой, не мешало бы вам приходить вечером домой и для разнообразия в трезвом виде. я и буду приходить домой рано, но напиваться, если захочу, буду как сапожник». С тех пор Ред стал рано приходить домой. Он приезжал задолго до того, как надо было укладывать Бонни в постель, садился подле нее и держал ее за руку, пока она, заснув, не расслабляла пальцы. Лишь тогда он на цыпочках спускался вниз, оставив гореть лампу и приоткрыв дверь, чтобы услышать, если девочка проснется и испугается. Он твердо решил, больше он не допустит, чтоб ее мучил страх. Весь дом следил за тем, чтобы в комнате, где спала Бонни, не потух свет. Скарлетт, мамушка, Приси и Порк то и дело на цыпочках поднимались наверх и проверяли, горит ли лампа. И приходил Ред домой трезвым, но не Скарлетт добилась этого, на протяжении последних месяцев он много пил, хотя никогда не был по-настоящему пьян, и вот однажды вечером от него особенно сильно пахло виски. Придя домой, он подхватил с пола Бонни, посадил ее к себе на плечо и спросил, «Ты что же, не желаешь поцеловать своего любимого папку?» Бонни сморщила курносы носишко и заерзала, высвобождаясь из его объятий. «Нет», чистосердечно призналась она, «фу!» «Это я фу?» «Фу!» «Как плохо пахнет!» «А дядя Эшли никогда плохо не пахнет!» «Черт бы меня подрал!» буркнул Ред, опуская ее на пол. «Вот уж никогда не думал, что обнаружу в собственном доме поборницу воздержания». Но с того дня он выпивал лишь по бокалу вина после ужина. Бонни, которая разрешалась допить последние капли, вовсе не находила запах вина таким уж плохим. А у Реды воздержание привело к тому, что одутловатость, отяжелившая черты его лица, постепенно исчезла. Круги под черными глазами стали не такими темными и обозначились не так резко. Бонни любила кататься на лошади, сидя впереди него в седле, поэтому Ред проводил много времени на воздухе, и смуглое лицо его, покрывшись загаром, потемнело еще больше. Вид у него был цветущий, он то и дело смеялся и снова стал похож на того удалого молодого человека, который, на удивление всей Атлантии, столь смело прорывал блокаду в начале войны. Люди, никогда не любившие Реда, теперь улыбались при виде крошечной фигурки, торчавшей перед ним в седле. Матроны, до сих пор считавшие, что ни одна женщина не может чувствовать себя спокойно в его обществе, начали останавливаться и беседовать с ним на улице, любой из Бонни. Даже самые строгие пожилые дамы держались мнение, что мужчина, способный рассуждать о детских болезнях и воспитании ребенка, не может быть совсем уж скверным. Глава 53. Наступил день рождения Эшли, и Мелани решила в тот вечер устроить сюрпризом ему торжество. Все об этом знали, за исключением Эшли. Даже Уэйд и крошка Бо, которых заставили поклясться, что они будут хранить тайну, и малыши ходили страшно гордые. Все благопристойные обитатели Атланты были приглашены и дали согласие прийти. Генерал Гордон и его семья любезно приняли приглашение. Александр Стефанс обещал быть, если ему позволит не слишком крепкое здоровье. Ожидали даже Боба Тумбса, буревестника конфедерации. Все утро Скарлетт, Мелани, Индия и тетя Питти бегали по дому, руководя неграми, пока те вешали свежевыглаженные занавеси, чистили серебро, натирали полы, жарили, парили, помешивали и пробовали яство. Скарлетт никогда еще не видела Мелани такой счастливой и возбужденной. Ты понимаешь, дорогая, у Эшли ведь не было дня рождения со времени, со времени, помнишь, того пикника в двенадцати дубах? Еще в тот день мистер Линкольн призвал добровольцев. Ну так вот, у Эшли с тех пор не было дня рождения, а он так много работает и так устает, когда вечером приходит домой, что даже и не вспомнил про свой день рождения. Вот он удивится, когда после ужина столько народу явится к нам. А куда же вы фонарики-то над лужайкой спрячете? Ведь мистер Уилкс наверняка увидит их, когда придет ужинать домой, ворчливо спросил Арчи. Старик просидел все утро, с интересом наблюдая за приготовлениями, хотя и не признавался в этом. Он еще ни разу не видел, как в городе готовятся к большому празднику. И это было ему вновь. Больно уж разбегали женщины, не стесняясь, говорил он, суетятся, будто в доме пожар, а всего-то навсего ждут гостей. Но даже дикие кони не могли бы утащить его с места события. Особенно заинтересовали его цветные бумажные фонарики, которые собственноручно смастерили и покрасили миссис Селсингс-Фенни. Он никогда не видал таких штуковин. Они хранились в его комнатушке в подвале, и он тщательно их обследовал. Бог ты мой, я об этом и не подумала, воскликнула Мелани. Арчи, как хорошо, что ты вспомнил. Ну и ну, что же делать? Ведь их надо повесить на кусты и деревья, воткнуть в них свечечки и зажечь, когда начнут появляться гости. Скарлетт, а ты не могла бы прислать Порка, чтобы он это сделал, пока мы будем ужинать? Мисс Уилкс, вы женщина умная, таких мало встретишь, а уж больно быстро начинаете волноваться, сказал Арчи. Да этому дураку Порку такие штуковины и в руки-то давать нельзя, он их мигом сожжет. А они? Они красивенькие, снисходительно заметил он. Я уж сам их повешу, пока вы с мистером Уилксом кушать будете. Ах, Арчи, какой же ты добрый! Мелани обратила к нему взгляд, исполненный детской благодарности и доверия. Право, не знаю, что бы я без тебя делала. Может быть, тебе сейчас вставить в них свечи, чтобы хоть это было уже сделано? Что ж, можно, сказал не очень-то любезно Арчи и заковылял к лестнице, которая вела в погреб. Оказывается, есть много способов убить кошку. Не обязательно закармливать ее маслом. Весело заметила Мелани, когда старик, громко стуча деревяшкой, уже спустился вниз. Я ведь все время хотела, чтобы именно Арчи развесил фонарики. Но ты знаешь, какой он. Ни за что не станет делать то, о чем его просят. Да к тому же мы хоть убрали его на время с дороги. Чернокожие так его боятся, что просто ничего не делают, пока он стоит у них над душой. Я бы, Мелли, ни за что не держала такого отпетого человека у себя в доме, раздраженно заявила Скарлетт. Она ненавидела Арчи, так же пылко, как он ненавидел ее, и они едва разговаривали. Только из одного дома, дома Мелани, он не уходил, когда появлялась Скарлетт. Но даже и здесь он смотрел на нее подозрительно, с холодным презрением. Ты еще с ним не оберешься, хлопот? Помяни мое слово. Он совершенно безвредный. Если его хвалить и делать вид, будто зависишь от него, сказала Мелани. К тому же он так предан нашли его, что он не спокойнее, когда он тут. Ты хочешь сказать, что он предан тебе, Мелли, заметила Индия, и холодное лицо ее потеплело от легкой улыбки, а взгляд с любовью остановился на жене брата. По-моему, ты первая, кого этот старый грубиян полюбил с тех пор, как... словом, после своей жены. Мне кажется, он бы даже хотел, чтобы кто-то оскорбил тебя. Тогда он убил бы этого человека, чтобы доказать, как он тебя высоко ставит. Бог ты мой, что ты говоришь, Индия, воскликнула краснее Мелани. Он считает меня страшной простофилий, и ты это знаешь. Ну, а я просто не понимаю, какое может иметь значение, что думает или считает этот вонючий старик, вставила Скарлетт. Стоило ей вспомнить, как Арчи каторжников. Она тут же выходила из себя. Мне, кстати, пора идти. Еще надо распорядиться насчет ужина, потом съездить в лавку и заплатить приказчикам, а потом на лесной склад и расплатиться с возчиками и с Хью Элсингом. Ах, ты едешь на лесной склад? переспросила Мелани. Эшли собирался зайти на склад во второй половине дня, чтобы повидать Хью. Ты не могла бы задержать его там до пяти часов. Если он явится домой раньше, то, конечно, застигнет нас врасплох. Мы еще наверняка будем возиться с тортом или с каким-нибудь блюдом, и тогда никакого сюрприза не получится. Скарлетт улыбнулась про себя. У нее сразу улучшилось настроение. Я задержу его, сказала она. Еще произнося это, она почувствовала на себе пронизывающий взгляд светлых, почти лишенных ресниц глаз Индии. Она всегда так странно смотрит на меня, когда я говорю об Эшли, подумала Скарлетт. Тогда задержи его, сколько можешь. И после пяти, сказала Мелани, а Индия приедет и заберет его. Только сама приходи сегодня вечером пораньше, Скарлетт. Я хочу, чтобы ты была с самого начала торжества. Она значит хочет, мрачно размышляла по дороге домой Скарлетт. «Чтобы я была с самого начала торжества? Да? Почему же она не предложила мне принимать гостей вместе с нею, Индией и тетей Питти?» Вообще, Скарлетт вовсе не жаждала принимать гостей на жалких торжествах у Мелани. Но это было необычно большое торжество. Да к тому же день рождения Эшли, и Скарлетт очень хотелось бы стоять рядом с Эшли и принимать с ним А если бы не понимала, то ей стало бы все ясно из достаточно откровенного высказывания Ретта на сей счет. Чтобы какая-то подлипала принимала гостей, а там ведь будут все видные конфедераты и демократы. Ваше представление о жизни столь же прелестны, сколь и нелепы. Да вас вообще пригласили туда, только благодаря доброму отношению мисс Мелли. В тот день Скарлетт одевалась для поездки в лавку и на лесной склад тщательнее обычного. Она надела новое тускло-зеленое платье из переливчатой тофты, которое при определенном освещении казалось сиреневой, и новую бледно-зеленую шляпку с темно-зелеными перьями. Если бы только Ретт позволил ей сделать челку и завить ее, насколько лучше выглядела бы на ней эта шляпка? Но он заявил, что обреет ее наголо, если только она посмеет отрезать себе челку. А последнее время он был такой злющий, что и в самом деле мог это сделать. День стоял чудесный, солнечный, но не слишком жаркий, свет был яркий, но не слепящий, и от теплого ветерка, шелестевшего листвой деревьев вдоль Персиковой улицы, танцевали перья на шляпке Скарлетт. Сердце ее тоже танцевало, как, впрочем, всегда перед встречей с Эшли. Быть может, если она расплатится пораньше с возщиками Ихью, они отправятся домой и оставят ее с Эшли наедине в маленькой квадратной конторке посреди лесного склада. Последнее время возможность увидеться с Эшли наедине появлялась все реже и реже. И подумать только, что сама Мелани предложила ей задержать его. Вот смешно-то. Сердце Скарлетт пело, когда она подъехала к лавке, и она расплатилась с Уиллом и другими приказчиками, даже не спросив, как шли сегодня дела. А была суббота, день, когда в лавке идет самая оживленная торговля, так как все фермеры приезжают в город за покупками, но она ни о чем не спросила. По дороге на лесной склад она раз десять останавливалась поговорить с женами саквояжников, разъезжавшими в роскошных экипажах, правда, менее роскошных, чем ее собственный, не без удовольствия подумала Скарлетт, и со многими мужчинами, которые подходили к ее коляске и, стоя в красной пыли со шляпой в руке, сыпали комплиментами. День был прелестный, она была счастлива, она хорошо выглядела и ехала по городу как принцесса. Из-за этих задержек в пути она приехала на склад позже, чем предполагала, и увидела, что Хью и возщики сидят на невысокой поленнице, дожидаясь ее. «Хайшли здесь?» «Да, он в конторе», ответил Хью, и озабоченное выражение исчезло с его лица при виде ее веселых смеющихся глаз. Он пытается, то есть, я хочу сказать, он просматривает книги. «А ему сегодня не следовало бы этим заниматься», заметила она и, понизив голос, добавила. «Мелли послала меня задержать его здесь подольше, пока они там, дома, готовятся к торжеству». Хью улыбнулся. Он был приглашен в гости. Он любил праздники и полагал, что Скарлетт тоже любит, судя по тому, как она сегодня выглядела. Расплатившись с возщиками из Хью, Скарлетт круто повернулась и направилась к конторе, явно давая понять, что он не желает, чтобы ее сопровождали. Эшли встретил ее на пороге. Он стоял, озаренный предзакатным солнцем, отчего волосы его казались светлыми-светлыми. Губы Эшли раздвинулись в улыбке, похожей на усмешку. «Ба, Скарлетт, что вы делаете в городе в такое время дня? Почему вы не у меня дома и не помогаете Мелли готовить мне сюрприз?» «Ба, Эшли Уилкс», возмущенно воскликнула она, «Вы же не должны знать об этом. Мелли будет так разочарована, если вы не удивитесь». «О, я и виду не подам, что знаю. Буду удивлен больше всех в Атланте», сказал Эшли, и глаза его смеялись. «А теперь признайтесь, у кого хватило низости все вам рассказать?» Так поступили почти все мужчины, которых пригласила Мелли. Первым был генерал Гордон. Он сказал, что на своем опыте знает. Если женщины решают устроить сюрпризом торжество, они обычно назначают его на тот самый вечер, когда мужчина решил почистить и смазать все ружья в доме. А потом дедушка Мэри Уэзер решил меня предупредить. Рассказал мне, как миссис Мэри Уэзер надумала устроить ему однажды сюрпризом торжество. А сюрприз-то ждал ее, потому что дедушка, лечивший втихомолку ревматизм с помощью бутылочки виски, оказался слишком пьян, и к началу торжества не мог вылезти из постели. Словом, все, кому домашние устраивали сюрпризом торжество, сказали, что меня ждет. Вот низкие люди, воскликнула Скарлетт, не в силах, однако, сдержать улыбку. Он был совсем прежним Эшли, когда улыбался, таким, каким она знала его в двенадцати дубах, но он теперь редко улыбался. Воздух был такой бархатный, солнце светило так мягко, у Эшли было такое веселое лицо, и он говорил так непринужденно, что сердце Скарлетт подпрыгнуло от радости. В груди ее что-то росло, росло, ей скоро стало больно от счастья, больно, как бывает от непролившихся горячих радостных слез. Она вдруг почувствовала себя снова шестнадцатилетней, и дух у нее перехватило от счастья и волнения. Ей неудержимо захотелось сорвать с головы шляпку, подкинуть в воздух и крикнуть «Ура!» Но она представила себе, как ошарашен будет Эшли, если она такое выкинет, и рассмеялась, рассмеялась безудержно, до слез. Он тоже рассмеялся, откинув голову, наслаждаясь смехом. Он, видимо, считал, что она потешается над дружеским предательством мужчин, выдавших секрет Мелли. «Заходите, Скарлетт, я как раз просматриваю книги». Она вошла в маленькую комнатку, залитую солнцем, и опустилась на стул бюро с убирающейся крышкой. Эшли вошел следом за ней и присел на край грубо отесанного стола, свесив длинные ноги. «Ах, давайте не будем сегодня, Эшли, возиться с бухгалтерией. Не хочу я утруждать себя. Когда я надеваю новую шляпку, у меня все цифры вылетают из головы». «Какие там могут быть цифры, когда такая красивая шляпка на голове?» заметил он. «Скарлетт, вы с каждым днем становитесь все красивее». Он соскользнул со стола и, взяв с улыбкой ее руки, развел их, чтобы рассмотреть платье. «Вы такая красивая и ничуть не меняетесь». А Скарлетт, когда он взял ее за руки, поняла, что все время надеялась, хотя и не отдавала себе в этом отчета, что это произойдет. Весь этот счастливый день она надеялась почувствовать тепло его рук, увидеть нежность в глазах, услышать хоть слово, которое открыло бы ей, что она ему дорога. Сейчас они впервые были одни с того холодного дня, когда стояли во фруктовом саду Тары, и руки их впервые встретились не в обычном формальном пожатии. Она уже столько месяцев жадно ждала такой встречи с ним. Однако на сей раз, как ни странно, но его прикосновение нисколько не взволновало ее. Раньше одна близость Эшли Эшли уже вызывала в ней дрожь, а сейчас она чувствовала лишь дружеское тепло и ублаготворенность. От прикосновения его рук ее не опалило огнем, и сердце билось тихо и ровно. Это удивило Скарлетт, даже несколько разочаровало. Ведь это же ее Эшли, ее яркий сверкающий герой, и она любит его больше жизни. Тогда почему же? Она поспешила выкинуть эту мысль из головы. Достаточно того, что она с ним, и что он держит ее руки и улыбается ей подружески, непринужденно, без напряжения. Это просто какое-то чудо, думала она, ведь между ними столько невысказанного. Его глаза, ясные сияющие, смотрели в ее глаза. Он улыбался, как прежде, а она так любила его улыбку. Улыбался, словно ничто никогда счастья. Между ними сейчас ничего не стояло, ничто их друг от друга не отбрасывало. Она рассмеялась. Ах, Эшли, конечно же, я старею, скоро стану совсем разваленной. Ну, это сразу видно. Нет, Скарлетт, даже когда вам исполнится шестьдесят, вы для меня останетесь прежней. Я всегда буду помнить вас такой, как увидел в тот день на нашем последнем пикнике. Когда вы сидели под дубом в окружении десятка юнцов. Я даже могу сказать вам, как вы были одеты. На вас было белое платье в мелкий зеленый цветочек и белая кружевная косынка на плечах. На ногах у вас были крошечные зеленые туфельки с черной шнуровкой, а на голове огромная шляпа с не спадавшими на спину длинными зелеными лентами. Я этот ваш туалет запомнил во всех подробностях, потому что в тюрьме, когда мне было худо, я извлекал из памяти картины прошлого и перебирал их, припоминая каждую мелочь. Эшли внезапно умолк и возбужденное выражение исчезло с его лица. Он осторожно выпустил ее руки, а она сидела и ждала, ждала, что он скажет дальше. Мы с вами оба проделали с того дня долгий путь, верно, Скарлетт? Мы шли дорогами, которыми никогда не предполагали идти. Вы шли быстро, прямо, а я медленно, нехотя. Он снова присел на стол и посмотрел на Скарлетт. И снова на лице его появилась улыбка, но это была не та улыбка, которая только что наполнила ее сердце счастьем. Улыбка была печальная. Да, вышли быстро и тянули еще меня, привязав к своей колеснице. Знаете, Скарлетт, я иногда смотрю на себя со стороны и думаю, что было бы со мной, если б не вы? Скарлетт тотчас ринулась защищать Эшли от него самого, тем более, что в ее мозгу предательски возникли слова Ретта. Но я же ничего для вас не сделала, Эшли. Вы без меня были бы тем, что вы есть. В один прекрасный день вы стали бы богатым человеком, большим человеком, каким вы и станете. Нет, Скарлетт, семена величия никогда не сидели во мне. Я думаю, если бы не вы, все уже давно бы обо мне забыли. Как о бедной Кэтлин Калверт и о многих других, чьи имена, старинные имена, когда-то гремели. Ах, Эшли, не надо так говорить, в ваших словах столько грусти. Да нет, я не грущу, больше не грущу. Когда-то, когда-то мне было грустно, а сейчас всего лишь. Он умолк, и внезапно она поняла, о чем он думает. Она впервые поняла, о чем думает Эшли, заметив, как его взгляд устремился куда-то вдаль, и глаза стали кристально прозрачными, отсутствующими. Когда любовь бушевала в ее сердце, она не способна была его понять. Сейчас же, в атмосфере установившейся между ними спокойной дружбы, она сумела чуть-чуть проникнуть в его мысль, чуть-чуть его понять. Нет, ему больше не грустно. Ему было грустно после падения юга, грустно, когда она упрашивала его переехать в Атлант. Сейчас же он смирился. Не хочется мне слушать, когда вы говорите такое, Эшли, вспылила она, совсем как Ред. Он вот вечно твердит о таких же вещах, да о выживании сильных, как он это называет. И мне до того надоело слушать, что просто кричать хочется, когда он заводит свою музыку. Эшли усмехнулся. А вы никогда не задумывались, Скарлет, что я и Ред в чем-то главном очень схожи? Ах, нет, вы такой тонкий, такой благородный, а он... И она умолкла смутившись. А ведь мы похожи. Мы произошли от людей одной породы, воспитывались по одинаковому образцу, были приучены одинаково думать, но где-то по дороге повернули в разные стороны. Мы по-прежнему думаем одинаково, а воспринимаем вещи по-разному. К примеру, ни один из нас не верил в войну, но я пошел добровольцем и сражался, а он принял участие в войне лишь к самому концу. Мы оба понимали, что не надо было начинать эту войну, мы оба понимали, что проиграем ее. Я готов был сражаться, зная, что мы проиграем, а он нет. Иной раз я думаю, что он был прав, и тогда опять-таки Ах, Хэшли, когда вы перестанете поворачивать любой вопрос, и так и эдак, воскликнула она. Но в голосе ее уже не звучало, как прежде, нетерпение. Ничего это не дает смотреть на дело с двух сторон. Это верно, но Скарлетт, чего вы все-таки добиваетесь? Я часто удивлялся вам. Понимаете, я, к примеру, никогда ничего не добивался. Единственное, чего мне хотелось, это остаться самим собой. Чего она добивается? Какой глупый вопрос. Денег и уверенности в завтрашнем дне, конечно. И однако же Скарлетт почувствовала, что стала в тупик. Ведь у нее же есть деньги. И она уверена в завтрашнем дне, насколько можно быть в чем-то уверенной в этом ненадежном мире. Но вот сейчас, думая об этом, она почувствовала, что не стала счастливее. Хотя, конечно, жилось ей спокойнее, она меньше боялась завтрашнего дня. Если бы у меня были деньги, уверенность в завтрашнем дне и вы, я считала бы, что добилась всего, подумала она, с любовью глядя на него. Но она не произнесла этих слов, боясь нарушить то, что возникло между ними, боясь, что снова перестанет понимать его. Вам хочется всего лишь остаться самим собой? Немного печально рассмеялась она. Моей большой бедой было то, что я никогда не была самой собой. А чего я хочу добиться, что ж, по-моему, я этого уже добилась. Мне хотелось быть богатой, чувствовать уверенность в завтрашнем дне и... Но Скарлетт, неужели вам никогда не приходило в голову, что мне безразлично, богат я или нет? Нет, ей никогда не приходило в голову, что есть люди, которые не хотят быть богатыми. Тогда чего же вы хотите? Сейчас не знаю. Когда-то знал, но уже почти забыл. Главным образом, чтобы меня оставили в покое, чтобы меня не донимали люди, которых я не люблю, чтобы меня не заставляли делать то, чего мне не хочется. Пожалуй, мне хотелось бы, чтобы вернулись былые дни, а они никогда не вернутся. Меня же все время преследуют воспоминания о них и о том, как вокруг меня рухнул мир. Скарлетт с решительным видом сжала губы. Она прекрасно понимала, о чем он говорит. Само звучание его голоса вызывало к жизни те далекие времена, рождало ноющую боль в сердце. Но с того дня, когда она в отчаянии кинулась на землю в огороде в двенадцати дубах и сказала себе, я не буду оглядываться назад, она запретила себе думать о прошлом. А мне больше нравится сегодняшняя жизнь, сказала Скарлетт. Но произнесла она это, не глядя наэшли. Сейчас столько всего интересного, приемы, разные торжества, все так пышно, а раньше было так уныло. О, эти лениво неспешные дни и тихие теплые сельские сумерки, приглушенный женский смех в службах. Какой золотисто-теплой была тогда жизнь, как грела спокойная уверенность, что и завтра будет так же. Да разве можно все это зачеркнуть? Мне право, больше нравится сегодняшняя жизнь, повторила она, но голос ее при этом дрогнул. Эшли соскользнул со стола и недоверчиво рассмеялся. Взяв Скарлетт за подбородок, он приподнял ее лицо. Ах, Скарлетт, как же вы не умеете лгать. Да, конечно, жизнь стала теперь более пышной в определенном смысле. В том-то вся и беда. В прошлом не было пышности, но дни тогда были окрашены очарованием, они имели свою прелесть, свою медлительную красоту. Раздираемая противоречивыми чувствами, она опустила глаза. Звук его голоса, прикосновения его руки мягко открывали двери, которые она для себя навсегда заперла. За этими дверями лежала красота былых дней, и грусть, и тоска по ним наполнили ее душу. Но Скарлетт знала, что сколько бы красоты не таилось в прошлом, она в прошлом и должна остаться. Человек не может двигаться вперед, если душу его разъедает боль воспоминаний. Эшли выпустил ее подбородок, взял ее руку в свои ладони и нежно сжал. «Помните?» Сказал он. И в ее мозгу тотчас предупреждающе зазвенело «Не оглядывайся назад, не оглядывайся». Но она не обратила на это внимание увлекаемое волной счастья. Наконец-то она понимала его. Наконец-то они одинаково мыслили. Это мгновение было слишком бесценно. Нельзя его потерять. Какую бы оно ни повлекло за собой боль. «Помните?» повторил он. И от звука его голоса, словно по волшебству, рухнули голые стены конторы, и все эти годы куда-то ушли. И они, Скарлетт и Эшли, снова ехали верхом по сельским проселкам той далекой, давно минувшей весной. Он все говорил и крепче сжимал ее руку, и в голосе его звучала грусть и колдовские чары старых полузабытых песен. Скарлетт слышала веселое позвякивание уздечки, когда они ехали под кизиловыми деревьями на пикник Тарлтонам. Слышала свой беззаботный смех, видела, как солнце блестит на золотистых, отливающих серебром волосах Эшли. Любовалась горделивой грацией, с какой он сидит в седле. В голосе его звучала музыка, музыка скрипок и банджо. Под эти звуки они танцевали тогда в Белом доме, которого больше нет. Где-то вдали в темных болотах кричали опоссумы под холодной осенней луной, а на Рождество от чаш увитых астролистом пахло ромовым пуншем, и кругом сияли улыбками лица черных слуг и белых господ, и друзья былых дней, смеясь, вдруг собрались вокруг, словно и не лежали в могилах уже многие годы. Длинноногие рожеволосые Стюарт и Брент с их вечными остротами, Том и Бонд, похожие на молодых необузданных коней, черноглазые пылки Джо Фонтейн, Кейт и Рейфорд Калверты, двигавшиеся с такой ленивой грацией, были тут и Джон Уилкс, и Джералд, раскрасневшийся от коньяка, и шорох юбок и аромат Эллин, и над всем этим царило чувство уверенности, сознание, что завтрашний день может быть лишь таким же счастливым, как сегодняшний. Рашли умолк, и они долго смотрели друг другу в глаза, и между ними лежала навсегда утраченная золотая юность, которую они в свое время так бездумно провели. Теперь я знаю, почему ты не можешь быть счастливым, с грустью подумала она. Раньше я этого не понимала, не понимала я раньше и того, почему сама не могу быть счастлива. Но, впрочем, почему это мы говорим, будто два старика, подумала она с тоской и удивлением. Два старика, которые оглядываются на то, что было пятьдесят лет назад. А мы не такие уж старые. Просто столько всего произошло за это время. Все так изменилось точно, пролетело пятьдесят лет. Но мы же не такие ведь старые. Однако, взглянув на Эшли, она поняла, что он уже не тот молодой блестящий юноша, каким был когда-то. Он стоял, нагнув голову, и отсутствующим взглядом смотрел на ее руку, которую продолжал держать в ладонях. и Скарлетт увидела, что его некогда золотистые волосы стали серыми, серебристо-серыми, как лунный свет на недвижной воде. И все сияние, вся красота апрельского дня вдруг исчезли. Она перестала их ощущать, и грустная сладость воспоминаний опалила горечью. Не надо было мне поддаваться ему. Дать увлечь меня в прошлое, в отчаянии подумала она. Я была права, сказав тогда, что никогда не буду оглядываться. Слишком это больно, слишком терзает сердце, так что потом ты уже ни на что не способен, будешь постоянно оглядываться назад. Вот в чем беда Эшли. Он не может больше смотреть вперед. Он не видит настоящего, он боится будущего, и потому все время оглядывается назад. Я прежде этого не понимала, я не понимала Эшли. Ах, Эшли, дорогой мой, не надо оглядываться назад. Какой от этого прок? Не следовало мне допускать этого разговора о прошлом. Вот что получается, когда оглядываешься назад, на то время, когда ты был счастлив. Одна боль, душевная мука и досада. Она поднялась, не отнимая у него руки. Надо ехать. Не может она больше здесь оставаться, думать о былом и видеть его лицо. Усталое, грустное и такое замкнутое. «Мы прошли длинный путь с той поры, Эшли», сказала она, стараясь, чтобы голос звучал твердо и пытаясь проглотить стоявший в горле комок. «Прекрасны у нас тогда были представления обо всем, верно?» И вдруг у нее вырвалось «Ах, Эшли, все получилось совсем не так, как мы ждали». «Так было и будет», сказал он, «Жизнь не обязана давать нам то, чего мы ждем. Надо брать то, что она дает, и быть благодарным уже за то, что это так, а не хуже». Сердце у Скарлетт вдруг заныло от боли и усталости, когда она подумала о том, какой длинный путь прошла с тех пор. В памяти ее возник образ Скарлетт О'Хар, которая любила ухажеров и красивые платья, и намеревалась когда-нибудь, когда будет время, стать такой же настоящей леди, как Эллин. Слезы вдруг навернулись ей на глаза и медленно покатились по щекам. Она стояла и смотрела на Эшли тупо, как растерявшийся ребенок, которому ни с того ни с сего причинили боль. Эшли не произнес ни слова, только нежно обнял Скарлетт, прижал ее голову к своему плечу и, пригнувшись, коснулся щекою ее щеки. Она вся обмякла и обхватила Эшли руками. В его объятиях было так покойно, что неожиданно набежавшие слезы сразу высохли. «Ах, как хорошо, когда тебя вот так обнимают, без страсти, без напряжения, словно любимого друга?» Только Эшли, которого роднили с ней воспоминания юности, который знал, с чего она начинала и к чему пришла, мог ее понять. «Она услышала на улице шаги, но не придала этому значения, решив, что должно быть возщики расходятся по домам. Она стояла, застыв, и слушала, как медленно бьется сердце Эшли. Внезапно он резко оттолкнул ее, так что она не сразу пришла в себя от неожиданности. Она в изумлении подняла на него глаза, но он смотрел не на нее, он смотрел поверх ее плеча на дверь. Она обернулась. В дверях стояла Индия, смертельно бледная, с горящими, белыми от ярости глазами, а рядом арчи, ехидны, как одноглазый попугай. Позади них стояла миссис Элсинг. Она не помнила, как вышла из конторы, но вышла она стремительно, тотчас же, по приказанию Эшли. Эшли и Арчи остались в конторе, а Индия с миссис Элсинг стояли на улице, повернувшись к Скарлетт спиноке. Скарлетт помчалась домой, подгоняемая стыдом и страхом, и перед ее мысленным взором возник Арчи, Арчи, со своей бородой патриарха, превратившийся в ангела Мстителя из Ветхого Завета. Дом стоял пустой и тихий, в лучах апрельского заката. Все слуги отправились на чьи-то похороны, а дети играли на заднем дворе у Мелани. Мелани, Мелани, поднимаясь к себе в комнату, Скарлетт похолодела при мысли о ней. Мелани обо всем узнает. Индия ведь говорила, что скажет ей. О, Индия с наслаждением ей все расскажет. Не заботясь о том, что может очернить имя Эшли. Не заботясь о том, что может ранить Мелани, лишь бы уязвить Скарлетт. Да и миссис Элсинг не заставишь молчать, хотя на самом деле она ничего не видела, потому что стояла позади Индии Арчи, за порогом конторы. Но болтать языком она будет все равно. К ужину сплетни обижит город, а наутро к завтраку уже все будут об этом знать, даже негры. Сегодня вечером на торжестве женщины будут собираться группками в уголках и со злорадным удовольствием перешептываться. Скарлетт Батлер слетела со своего высокого пьедестала. И сплетни будет расти, расти, ничем ее не остановишь. Не остановишь, даже если рассказать, как все было на самом деле. А ведь Эшли обнял ее только потому, что она заплакала. Еще до наступления ночи люди станут говорить, что ее застигли в чужой постели. А ведь все было так невинно, так хорошо. Вне себя от досады Скарлетт думала, если бы нас застигли в то Рождество, когда он приезжал на побывку из армии, и я целовала его на прощание, если бы нас застигли в саду Тары, когда я умоляла его бежать со мной, ох, если бы нас застигли в любое другое время, когда мы были в самом деле виноваты, это не было бы так обидно. Но сейчас, сейчас, когда он держал меня в объятиях как друг, но ведь никто этому не поверит, никто из друзей не станет на ее сторону, никто не возвысит голос и не скажет, не верю, что она вела себя дурно. Слишком долго она оскорбляла старых друзей, чтобы среди них нашелся теперь человек, который стал бы за нее сражаться, а новые друзья, молча переносившие ее выходки, будут рады случаю пошантажировать ее. Нет, все поверят любой сплетне про нее, хотя, возможно, и будут жалеть, что такой прекрасный человек, как Эшли Уилкс, замешан в столь грязной истории. По обыкновению всю вину свалит на женщину, а по поводу мужчины лишь пожмут плечами. И в данном случае они будут правы, ведь это она кинулась к нему в объятия. О, она все вытерпит, уколы, оскорбления, улыбки из-под тишка, все, что может сказать о ней город, но только не Мелани. Ох, нет, только не Мелани. Она сама не понимала, почему ей так важно, чтобы не узнала Мелани. Слишком она была испугана и подавлена сознанием вины за прошлое, чтобы пытаться это понять. Тем не менее, она залилась слезами при одной мысли о том, какое выражение появится в глазах Мелани, когда Индия скажет ей, что застала Скарлетт в объятиях Эшли. И как поведет себя Мелани, когда узнает? Бросит Эшли? А что ей останется делать, если она не захочет потерять достоинство? И что тогда будем делать мы с Эшли? Мысли бешено крутились в голове Скарлетт, слезы текли по лицу. О, Эшли просто умрет со стыда и возненавидит меня за то, что я навлекла на него такое. Внезапно слезы ее иссякли, смертельный страх сковал сердце. А Ред, как поступит он? Быть может, он никогда об этом не узнает, как это говорится в старой циничной поговорке, муж всегда узнает все последнее. Быть может, никто ему не расскажет. Надо быть большим храбрецом, чтобы рассказать такое Рету, ибо у Рета репутация человека, который сначала стреляет, а потом задает вопрос. Господи, смилуйся, сделай так, чтобы ни у кого не хватило мужества сказать ему. Но тут она вспомнила лицо Арчи в конторе лесного склада. Его холодные, светлые, безжалостные глаза, полные ненависти к ней и ко всем женщинам на свете. Арчи не боится ни Бога, ни человека и ненавидит беспутных женщин. Так люто ненавидит, что одну даже убил. И он ведь говорил, что расскажет все Рету и расскажет, сколько бы ни пытался Эшли его разубедить. Разве что Эшли убьет его. В противном случае Арчи все расскажет Рету, считая это своим долгом христианина. Скарлетт стянула с себя платье и легла в постель. Мысли ее кружились, кружились. Если бы только она могла запереть дверь и просидеть всю жизнь здесь в безопасности и никогда больше никого не видеть. Быть может, Рет сегодня еще ничего и не узнает. Она скажет, что у нее болит голова и что ей не хочется идти на прием. А к утру она, быть может, придумает какое-то объяснение, хоть что-то в свою защиту, подо что не подкопаешься. Сейчас я об этом не буду думать, в отчаянии сказала она себе, зарывая с лицом в подушку. Сейчас я об этом не буду думать, подумаю потом, когда соберусь силами. Она услышала, как с наступлением сумерек вернули слуги, и ей показалось, что они как-то особенно тихо готовят ужин. Или, быть может, так ей казалось из-за нечистой совести. К двери подошла мамушка и постучала, но Скарлетт отослала ее прочь, сказав, что не хочет ужинать. Время шло, и, наконец, на лестнице раздались шаги Ретта. Она вся напряглась, когда он поднялся на верхнюю площадку и, готовясь к встрече с ним, призвала на помощь все свои силы. Но он прошел прямиком к себе в комнату. Скарлетт облегченно вздохнула, значит, он ничего не слышал. Слава Богу, он пока еще считается с ее ледяным требованием никогда не переступать порога ее спальни, ибо если бы он увидел ее сейчас, то сразу бы все понял. Она должна взять себя в руки и сказать ему, что плохо себя чувствует, и не в состоянии пойти на прием. Что ж, у нее есть время успокоиться. Впрочем, если с той страшной минуты время как бы перестало существовать в ее жизни. Она слышала, как Ред долго ходил по своей комнате, слышала, как он обменивался какими-то фразами с порком, но она все не могла найти в себе мужество окликнуть его. Она лежала неподвижно на постели в темноте и дрожала. Прошло много времени. Наконец, он постучал к ней в дверь, и она сказала, стараясь голосом не выдать волнения, «Войдите». «Неужели меня приглашают в святилище?» спросил он, открывая дверь. Было темно, и Скарлетт не могла видеть его лицо. Не могла она ничего понять и по его тону. Он вошел и закрыл за собой дверь. «Вы готовы идти на прием?» «Мне очень жаль, но у меня болит голова». Как странно, что голос у нее звучит вполне естественно. Благодарение Богу в комнате темно. «Не думаю, чтобы я смогла пойти, а вы рад, идите и передайте Мелани мои сожаления». Долго длилось молчание. Наконец, в темноте протяжно прозвучали язвительные слова. «Какая вы молодушная трусливая сучка». «Он знает». Скарлетт лежала и тряслась, не в силах произнести ни слова. Она услышала, как он что-то ищет в темноте, очеркнула спичка, и комната озарилась светом. Ред подошел к кровати и посмотрел на нее. Она увидела, что он во фраке. «Вставайте», сказал он ровным голосом. «Мы идем на прием. Извольте поторопиться». «Ох, Ред, я не могу, вы увидите ли, я все вижу. Вставайте». «Ред, неужели Арчи посмел?» «Арчи посмел. Он очень храбрый человек, этот Арчи. Вам следовало пристрелить его, чтоб он не врал. Такая уж у меня странная привычка. Я не убиваю тех, кто говорит правду. Сейчас не время для препирательств. Вставайте». Она села, стянув на груди халат, внимательно глядя ему в лицо. Смуглое лицо Реда было бесстрастно. «Я не пойду, Ред. Я не могу пока, пока это недоразумение не прояснится. Если вы не покажете сегодня вечером, то вы уже до конца дней своих никогда и нигде не сможете в этом городе показаться. И если я еще готов терпеть то, что у меня жена проститутка, трусихи я не потерплю. Вы пойдете сегодня на прием, даже если все, начиная с Алекса Стефанса и кончая последним гостем, будут оскорблять вас, а миссис Уилкс потребует, чтобы мы покинули ее дом. Ред, позвольте, я все вам объясню. Я не желаю ничего слышать и времени нет, одевайтесь. Они неверно поняли и Индия, и миссис Элсинг, и Арчи, и потом они все меня так ненавидят. Индия до того ненавидит меня, что готова наговорить на собственного брата, лишь бы выставить меня в дурном свете. Если бы вы только позволили мне объяснить. О, мать пресвятая Богородица в очае не подумала она. А что, если он скажет «Пожалуйста, объясните, что я буду говорить, как я это объясню?» Они должно быть всем наговорили кучу лжи. Не могу я идти сегодня. Пойдете, сказал он, вы пойдете, даже если мне придется тащить вас за шею и при каждом шаге сапогом подталкивать под ваш прелестный зад. Глаза его холодно блестели, рывком поставив Скарлетт на ноги он взял корсет и швырнул ей его. Надевайте, я сам вас затяну. О, да, я прекрасно знаю, как затягивают. Нет, я не стану звать на помощь мамушку, а то вы еще запрете дверь и засядете тут, как последняя трусиха. Я не трусиха, воскликнула она, от обида забывая о своем страхе. О, избавьте меня от необходимости слушать вашу сагу о том, как вы пристрелили янки и выстояли перед всей армией шермана. Все равно вы трусиха. Так вот, если не ради себя самой, то ради Бонни вы пойдете сегодня на прием. Да как вы можете так портить ее будущее? Надевайте корсет и быстро! Она поспешно сбросила с себя халат и осталась в одной ночной рубашке. Если бы только он взглянул на нее и увидел, какая она хорошенькая в своей рубашке, быть может это страшное выражение исчезло бы с его лица. Ведь в конце концов он не видел ее в ночной рубашке так давно, бесконечно давно, но он не смотрел на нее. Он стоял лицом к шкафу и быстро перебирал ее платье. Пошарив немного, он вытащил ее новое нефритово-зеленое муаровое платье. Оно было низко вырезано на груди, обтягивающее лежало на турнюре пышными складками и на складках красовался большой букет бархатных роз. «Наденьте вот это», сказал он, бросив платье на постель и направляясь к ней. «Сегодня никаких скромных, приличествующих замужной даме серо-сиреневых тонов. Придется прибить флаг гвоздями к мачте, иначе вы его живо спустите и побольше румян. Уверен, что та женщина, которую фарисеи застигли, когда она изменила мужу, была далеко не такой бледной. «Повернитесь-ка!» Он взялся обеими руками за тесемки ее корсета и так их дернул, что она закричала, испуганная, приниженная, смущенная столь непривычной ситуацией. «Больно, да?» Он отрывисто рассмеялся, но она не видела его лица. «Жаль, что эта тесемка не на вашей шее?» Все комнаты в доме Мелани были ярко освещены, и звуки музыки разносились далеко по улице. Когда коляска, в которой ехали Скарлетт и Ред, остановилась у крыльца, до них долетел многоголосный шум и приятно возбуждающий гомон пирующих людей. В доме было полно гостей. Многие вышли на веранды, другие сидели на скамьях в окутанном сумельками увешанном фонариками саду. «Не могу я туда войти, не могу», подумала Скарлетт, сидя в коляске, конкая в руке носовой платок. «Не могу, не пойду, выскочу сейчас и убегу, куда глаза глядят, назад, домой, в тару. Зачем Ред заставил меня приехать сюда? Как поведут себя люди? Как поведет себя Мелани? Какой у нее будет вид? «Ох, не могу я показаться ей на глаза, я сейчас сбегу». Словно прочитав ее мысли, Ред с такой силой схватил ее за руку, что наверняка потом будет синяк. Схватил грубо, как чужой человек. Никогда еще не встречал трусов среди ирландцев. «Где же ваша знаменитая храбрость?» «Ред, пожалуйста, отпустите меня домой, я все вам объясню». «У вас будет целая вечность для объяснений, но всего одна ночь, чтобы выступить как мученица на арене. Вылезайте, моя дорогая, и я посмотрю, как набросятся на вас львы. Вылезайте же!» Она не помнила, как прошла по аллее, опираясь на руку Реда, крепкую и твердую, как гранит. Рука эта придавала ей храбрости. Честное слово, она может предстать перед ними всеми и предстанет. «Ну, что они такое? Свора мяукающих, царапающихся кошек, завидующих ей. Она им всем покажет. Плевать, что они о ней думают. Вот только Мелани, только Мелани...» Они поднялись на крыльцо, и Ред, держа в руке шляпу, уже раскланивался направо и налево. Голос его звучал мягко, спокойно. Когда они вошли, музыка как раз умолкла, и в сметенном сознании Скарлетт гул толпы вдруг возрос, обрушился на нее, словно грохот прибоя, и отступил, замирая все дальше и дальше. Неужели сейчас все набросятся на нее? Ну, чтоб вам всем пропасть. Попробуйте! Она вздернула подбородок, изобразила улыбку, прищурила глаза. Но не успела она повернуться к тем, кто стоял у двери и сказать хоть слово, как почувствовала, что толпа раздается, пропуская кого-то. Наступила странная тишина, и сердце у Скарлетт остановилось. Она увидела Мелани. Маленькие ножки быстро-быстро шагали по лужайке. Она спешила встретить Скарлетт у двери, первой приветствовать ее. Мелани шагала, распрямив узенькие плечики, чуть выдвинув вперед подбородок и всем своим видом показывая возмущение. Точно для нее существовала одна Скарлетт, а других гостей вовсе не было. Она подошла к Скарлетт и обняла ее за талию. «Какое прелестное платье, дорогая!» сказала она звонким, тоненьким голоском. «Будь ангелом!» «Индия не смогла прийти, чтобы помочь мне. Ты не согласилась бы принимать со мной гостей?» Глава пятьдесят четвертая Снова очутившись в безопасности и уединении своей комнаты, Скарлетт бросилась на постель как была, в муаровом платье, не заботясь о его турнюре и розах. Какое-то время она лежала неподвижно, не в силах думать ни о чем, кроме того, как она стояла между Мелани и Эшли и принимала гостей. Какой ужас! Да она готова скорее встретиться лицом к лицу со всей армией Шермана, чем повторить такое. Наконец она поднялась и нервно зашагала по комнате, сбрасывая с себя на ходу одежду. После напряжения наступила реакция и ее затрясло. Шпильки вываливались у нее из пальцев и со звоном падали на пол, а когда она попыталась по обыкновению расчесать волосы, то больно ударила себя щеткой по виску. Раз десять она подходила на цыпочках к двери, чтобы послушать, что происходит внизу, но в холле, точно в бездонном колодце царила тишина. Когда праздник окончился, Ред отослал ее домой в коляске, и она благодарила Бога за эту передышку. Сам Ред еще не вернулся. Слава Богу, еще нет. Она просто не в силах предстать перед ним сегодня, опозоренная, испуганная, трясущаяся. Но где все-таки он? Скорее всего, у этой твари. Впервые Скарлетт была рада, что на свете существует красотка Уотлинг. Была рада, что кроме этого дома у Реда есть другое прибежище, где он может побыть, пока у него не пройдет этот приступ холодной светскости, граничащий жестокостью. Плохо, конечно, радоваться тому, что твой муж находится у проститутки, но она бы предпочла видеть его мертвым, лишь бы это избавило ее от сегодняшней встречи с ним. Завтра? Ну, завтра это уже другое дело. Завтра она сможет придумать какое-то оправдание, какие-то встречные обвинения, какой-то способ свалить на него всю вину. Завтра воспоминания об этом жутком вечере уже не будут вызывать у нее такой дрожи. Завтра ее уже не будет преследовать лицо Эшли воспоминания об его сломленной гордости и позоре. Позоре, которая навлекла на него она, тогда как он был ни в чем не повинен. Неужели он теперь возненавидит ее? Он, ее дорогой благородный Эшли, за то, что она опозорила его. Конечно, возненавидит, тем более, что спасла их Мелани своими возмущенно распрямленными плечками, любовью и доверием, какие звучали в ее голосе, когда она, скользнув Скарлетт по натертому полу, обняла ее и стала с ней рядом, лицом к любопытной ехидной скрыто враждебной толпе. Как она точно заклеила прорезь, сквозь которую мог прорваться скандал, продержав возле себя Скарлетт весь этот страшный вечер. Люди были холодны с ней, несколько ошарашены, но вежливы. Ах, как это унизительно, спасаться за юбками Мелани от тех, кто так ненавидит ее, кто разорвал бы ее на куски своим перешептыванием. Спасаться с помощью слепой веры Мелани, именно Мелани. При мысли об этом по телу Скарлетт пробежала зноб. Она должна выпить. Выпить как следует, прежде чем сможет лечь и попытаться уснуть. Она накинула поверх капота на плечи шаль и поспешила вниз в темный холл. Ее ночные туфли без пяток громко хлопали в тишине. Она была уже на середине лестницы, когда увидела тоненькую полоску света, пробивавшуюся из-под закрытой двери в столовую. Сердце у нее на секунду перестала биться. Свет уже горел там, когда она вернулась домой. Она была слишком расстроена и не заметила? Или же Ред все-таки дома? Он ведь мог войти потихоньку через кухонную дверь. Если Ред дома, она тотчас же на цыпочках вернется к себе и ляжет в постель без коньяка, хоть ей очень нужно было бы выпить. Тогда ей не придется встречаться с Ред у себя в комнате, она будет в безопасности. Можно ведь запереть дверь? Но только она нагнулась, чтобы снять ночные туфли и тихонько вернуться назад, как дверь в столовую распахнулась и при неверном свете свечи в проеме возник силуэт Ред он казался огромным, необычайно широким, жуткая черная безликая фигура, которая стояла и слегка покачивалась. «Прошу вас, составьте мне компанию, миссис Батлер», сказал он, и голос его звучал чуть хрипло. Он был пьян, и это бросалось в глаза, а она никогда еще не видела, чтобы Ред был так пьян, что это бросалось в глаза. Она в нерешительности медлила, и поскольку не говорила ни да, ни нет, он повелительно взмахнул рукой. «Да идите же сюда, черт бы вас побрал», грубо рявкнул он. «Должно быть, он очень пьян», подумала она, и сердце ее отчаянно заколотилось. Обычно чем больше он пил, тем вежливее становился, чаще язвил, больнее жалил словами, но держался при этом всегда церемонно, подчеркнуто церемонно. «Я не должна показывать ему, что боюсь», подумала она, и, плотнее закутавшись в шаль, пошла вниз по лестнице, высоко подняв голову, громко стуча каблуками. Он отступил в сторону и с поклоном пропустил ее в дверь. В этом поклоне была такая издевка, что она внутренне содрогнулась. Она увидела, что он снял фраг и развязал галстук. Концы его болтались по обеим сторонам распахнутого воротничка. Из-под расстегнутой на груди рубашки торчала густая черная шерсть. Волосы у него были взъерошены, налитые кровью глаза прищурены, на столе горела свеча, маленькая точка света, громоздившая тени в высокой комнате, превращая массивные шкафы и буфет в застывшие притаившиеся чудовища. На столе стоял серебряный поднос, на нем хрустальный графин, слежавший рядом пробкой и рюмки. «Садитесь!» отрывисто приказал Ред, проходя следом за ней в комнату. Новый неведомый дотоли страх овладел Скарлетт. Страх, по сравнению с которым боязнь встретиться с Редом лицом к лицу, казалось ерундой. Он выглядел и говорил и вел себя сейчас как чужой человек. Перед ней был Ред грубиян. Таким она прежде никогда его не видела. Никогда, даже в самые интимные минуты он не был таким. В худшем случае проявлял к ней небрежение. Даже в гневе он был мягок и ехиден, а виски обычно лишь обостряла его ехидство. Сначала Скарлетт злилась и пыталась сломить его небрежение, но вскоре смирилась. Ее это даже устраивало. Долгое время она считала, что ему все безразлично и что ко всему в жизни, включая ее, он относится не всерьез, а как к шутке. Но сейчас, глядя на него через стол, она поняла и у нее засосало под ложечкой, что наконец появилось что-то ему небезразличное, далеко небезразличное. Не вижу оснований. Почему бы вам не выпить на ночь? Даже если я плохо воспитан и сегодня явился ночевать домой, сказал он. Налить? Я вовсе не собиралась пить, сухо ответила она. Просто услышала шум и спустилась. Ничего вы не слышали. И не стали бы вы спускаться, если знали, что я дома. А я сидел здесь и слушал, как вы бегаете у себя по комнате. Вам видно очень нужно выпить. Так выпейте. Я вовсе не... Он взял графин и плеснул в рюмку коньяку, так что перелилось через край. Держите, сказал он, всовывая ей рюмку в руку. Вас все трясет. Да перестаньте прикидываться, я знаю, что вы втихую пьете, и знаю сколько. Я уже давно собирался вам сказать, чтоб вы перестали притворяться ли вам охота. Вы что думаете, меня хоть сколько нибудь занимает то, что вы пристрастились к коньячку? Она взяла мокрую рюмку, частя его про себя на чем свет стоит. Он читает ее мысли, как раскрытую книгу. Он всегда читал ее мысли, а как раз от него-то она и хотела их скрыть. Пейте же, говорю вам. Она подняла рюмку и резким движением руки, не сгибая запястья, опрокинула содержимое себе в рот, совсем как это делал Джеральд, когда пил чистые виски. Опрокинула, не подумав о том, каким привычным и неженским выглядит этот жест. Ред не приминул это отметить, и уголок его рта пополз вниз. Присядьте, и давайте мило по-домашнему поговорим об изысканном приеме, на котором мы только что побывали. Вы пьяны, холодно сказала она, а я хочу лечь. Я очень пьян и намерен надраться еще больше до конца вечера, а вы никуда не пойдете и не ляжете пока. Садитесь же. Голос его звучал все так же подчеркнуто холодно и тягуче, но она почувствовала за этими словами рвущуюся наружу ярость. Ярость безжалостную, как удар хлыста. Она колебалась, не зная, на что решиться, но он уже стоял рядом и крепко схватил ее за руку, причинив ей боль. Он слегка вывернул ей руку и, вскрикнув от боли, Скарлетт поспешила сесть. Вот теперь ей стало страшно, так страшно, как еще никогда в жизни. Когда он нагнулся к ней, она увидела, что лицо у него темно-багровое, а глаза по-прежнему угрожающе сверкают. И было что-то в их глубине, чего она прежде не видела, не могла понять, что-то более сильное, чем гнев, более сильное, чем боль владела им, отчего глаза его сейчас горели красноватым огнем, как два раскаленных угля. Он долго смотрел на нее сверху вниз. Так долго, что не в силах сохранить вызывающий вид, она вынуждена была опустить глаза. Тогда он тяжело рухнул в кресло напротив нее и налил себе еще коньяку. Мозг Скарлетт лихорадочно работал, придумывая систему обороны. Но пока Ред не заговорит, ей трудно что-то сказать, ибо она в точности не знала, в чем он ее обвиняет. Он медленно пил, наблюдая за ней поверх края рюмки, и она вся напряглась, стараясь держать дрожь. Какое-то время лицо его оставалось застывшим, потом он рассмеялся, продолжая на нее смотреть, и при звуке его смеха ее снова затрясло. Забавная была комедия сегодня вечером, верно? Она молчала, лишь поджала пальцы в свободных туфлях, надея, что, быть может, это уймет ее дружь. Прелестная комедия со всеми необходимыми действующими лицами. Селяне, собравшиеся, чтобы закидать камнями падшую женщину. Опозоренный муж, поддерживающий свою жену, как и подобает джентльмену. Опозоренная жена, в порыве христианского милосердия, широко раскинувшая крылья своей безупречной репутации, чтобы все ими прикрыть. И любовник, прошу вас, не просите, во всяком случае сегодня, слишком уж все это занимательно. И любовник, выглядящий абсолютным идиотом и мечтающий уж лучше умереть. Как вы чувствовали себя, моя дорогая, когда женщина, которую вы ненавидите, стояла рядом с вами и прикрывала ваши грехи? «Садитесь же!» Она села. «Вы, я полагаю, едва ли больше ее за это полюбили? Вы сейчас раздумываете, знает ли она все про вас и Эшли, раздумываете, почему она так поступила, если знает, и, быть может, она это сделала только для того, чтобы спасти собственное лицо. И вы считаете, что она дурочка, хотя это спасло вашу шкуру. Тем не менее, я не желаю больше слушать. Нет, вы меня выслушайте, и я скажу вам это, чтобы избавить вас от лишних волнений. Мисс Мэлли действительно дурочка, но не в том смысле, как вы думаете. Ей, конечно же, кто-то все рассказал, но она этому не поверила. Даже если бы она увидела своими глазами, все равно бы не поверила. А слишком много в ней благородства, чтобы она могла поверить в отсутствие благородства у тех, кого любит. Я не знаю, какую ложь сказал ей Эшли Уилкс, но любая самая неуклюжая ложь сойдет, ибо она любит Эшли и любит вас. Честно говоря, не понимаю, почему она вас любит, но факт остается фактом, так что придется вам нести и этот крест. Если бы вы не были так пьяны и не вели себя так оскорбительно, я бы все вам объяснила, сказала Скарлетт, которой в какой-то мере вернулась самообладание. Но сейчас о меня не интересуют ваши объяснения. Я знаю правду лучше, чем вы, клянусь богом, если вы еще хоть раз встанете с этого стула. Однако куда больше, чем сегодняшняя комедия, меня забавляет то, что вы из высокоцеломудренных соображений отказывали мне в радостях супружеского ложа из-за моих многочисленных грехов, а сами вожделели в душе Эшли Уилкса. Вожделели в душе. Хорошее выражение, верно? Сколько хороших выражений в этой книжице, правда? Какой книжице? Какой? Мысли ее метались, глупо, бессмысленно, а глаза испуганно озирали комнату, машинально отмечая тусклый блеск тяжелого серебра в неверном свете свечи, пугающую темноту в углах. Я был изгнан потому, что моя грубая страсть оскорбляла ваши утонченные чувства и потому, что вы не хотели больше иметь детей. Бог ты мой, да чего мне было больно, как меня это ранило. Что ж, я ушел из дома, нашел себе милую техи, а вас предоставил вашим утонченным чувствам. Вы же все это время гонялись за многострадальным мистером Уилксом. Ну, а он-то, черт бы его подрал, чего мучается? В мыслях не может сохранять верность жене и не может физически быть ей неверным? Неужели нельзя на что-то решиться раз и навсегда? Вы бы не возражали рожать ему детей, верно, и выдавать их за моих? Она с криком скочила на ноги, но он мгновенно поднялся с места и с легким смешком, от которого у Скарлетт кровь застыла в жилах, крепко прижал ее плечи к спинке стула своими большими смуглыми руками и заставил и заставил снова сесть. Посмотрите на мои руки, дорогая моя, сказал он, сгибая их перед ней и разгибая, я мог бы запросто разорвать вас на куски и разорвал бы, лишь бы изгнать те шли из ваших мыслей, но это не поможет, значит, придется убрать его из ваших мыслей иначе, вот я сейчас возьму этими руками вашу голову и раздавлю как орех, так что никаких мыслей о нем не останется. Он взял ее голову в руки, пальцы его погрузились в ее распущенные волосы, они ласкали, твердые, сильные, потом приподняли ее лицо, на нее смотрел совсем чужой человек, пьяный незнакомец, гнусаво растягивающий слова. Ей всегда была присуща такая звериная смелость, и сейчас перед лицом опасности она почувствовала, как в ней забурлила кровь, и спина ее выпрямилась, глаза сузились. Вы пьяный идиот, сказала она, уберите прочь руки. К ее великому изумлению он послушался и, присев на край стола, налил себе еще коньяку. Я всегда восхищался силой вашего духа, моя дорогая, а сейчас, когда вы загнаны в угол, особенно. Она плотнее запахнула на себе капот. Ах, если бы только она могла добраться до своей комнаты, повернуть ключ в замке и остаться одна за толстыми дверями. она она как-то должна удержать его на расстоянии, починить себе этого нового Рэда, какого она прежде не видела. Она неспеша поднялась, хотя у нее тряслись колени, крепче стянула полы капота на бедрах и отбросила волосы с лица. «Ни в какой угол вы меня не загнали», колка, сказала она. «Вам никогда не загнать меня в угол, Рэд Батлер и не напугать. Вы всего лишь пьяное животное и так долго общались с дурными женщинами, что все меряете их меркой. Вам не понять, сяшли или меня. Слишком долго вы жили в грязи, чтобы иметь представление о чем-то другом, и вы ревнуете к тому, чего не в состоянии понять. Спокойной ночи». Она повернулась и направилась к двери. Оглушительный хохот остановил ее. Она повернула голову. Ред шел, пошатываясь за ней. О, боже правый, только бы он перестал хохотать. Ну и вообще, что тут смешного? Он почти настиг ее. Она попятилась к двери и почувствовала, что спиной уперлась в стену. Ред тяжело положил руки ей на плечи и прижал к стене. «Перестаньте смеяться. Я смеюсь, потому, что мне жаль вас». «Жаль меня? Жалели бы себя?» «Да, клянусь Богом, мне жаль вас, моя дорогая, моя прелестная маленькая дурочка». «Больно, да? Вы не выносите ни смеха, ни жалости». Он перестал смеяться и всей своей тяжестью навалился на нее так, что ей стало больно. Лицо его изменилось. Он находился так близко, что тяжелый запах коньяка заставил ее отвернуть голову. «Значит, я ревную?» сказал он. «А почему бы и нет?» «О, да, я ревную, Кэшли Уилксу». «Почему бы и нет?» «Только не говорите и не старайтесь что-то мне объяснить». «Я знаю, физически вы были верны мне». «Это вы и пытались сказать?» «О, я все время это знал. Все эти годы». «Каким образом знал?» «Просто потому, что я знаю Эшли Уилкса и людей его сорт. Знаю, что он человек порядочный и благородный. А вот о вас, моя дорогая, я так сказать не могу. Да и о себе тоже. Мы с вами благородством не отличаемся. И у нас нет понятия чести, верно? Вот потому мы цветем, как вечно зеленый лавр. Отпустите меня. Я не желаю стоять здесь и подвергаться оскорблениям. Я вас не оскорбляю. Я превозношу вашу физическую добродетель. Ведь вам ни разу не удалось меня провести. Вы считаете, Скарлет, что мужчины круглые дураки. А никогда не стоит недооценивать силу и ум противника. Так что я не дурак. Думайте, я не знаю, что, лежа в моих объятиях, вы представляли себе, будто я Эшли Уилкс. Она невольно раскрыла рот. Лицо ее выражало страх и неподдельное удивление. Приятная эта штука. Немного, правда, похожа на игру в призраки. Все равно, как если бы в кровати вдруг оказалось трое вместо двоих. Он слегка встряхнул ее за плечи, икнул и насмешливо улыбнулся. О, да, вы были верны мне, потому что Эшли вас не брал. Но, черт подери, я бы не стал на него злиться, овладе он вашим телом. Я знаю, сколь мало значит тело, особенно тело женщины, но я злюсь на него за то, что он овладел вашим сердцем и вашей бесценной, жестокой, бессовестной, упрямой душой. Ему, этому идиоту, не нужна ваша душа. Мне же не нужно ваше тело. Я могу купить любую женщину задешево, а вот вашей душой и вашим сердцем я хочу владеть, но они никогда не будут моими, так же, как и душа Эшли никогда не будет вашей. Вот потому-то мне и жаль вас. Несмотря на обуревавшие ее страх и смятение, Скарлетт больно ранили его издевки. Вам жаль меня? Да, жаль, потому-что вы такое дитя, Скарлетт, дитя, которое плачет от того, что не может получить луну. А что бы стало дитя делать с луной? И что бы вы стали делать с Эшли? Да, мне жаль вас. Жаль, что вы обеими руками отталкиваете от себя счастье и тянетесь к чему-то, что никогда не сделает вас счастливой. Жаль, что вы такая дурочка и не понимаете, что счастье возможно лишь там, где схожие люди любят друг друга. Если б я умер, если б мисс Мелли умерла и вы получили бы своего бесценного благородного возлюбленного, вы думаете, что были бы счастливы с ним? Черт из два. Нет, вы никогда бы так и не узнали его. Никогда бы не узнали, о чем он думает. Никогда бы не поняли его, как не понимаете музыку, поэзию, прозу. Вы же ни в чем не разбираетесь, кроме долларов и центов. А вот мы с вами, дорожайшая моя супруга, могли бы быть идеально счастливы, если бы вы дали мне малейшую возможность сделать вас счастливой, потому что мы с вами одного поля ягоды. Мы оба мерзавцы, Скарлетт, и ни перед чем не остановимся, когда чего-то хотим. Мы могли бы быть счастливы, потому что я любил вас и знаю вас, Скарлетт, до мозга костей, так как Кэшли никогда вас не узнает, а если узнает, то будет презирать. Но нет, вы всю жизнь прогоняетесь за человеком, которого не можете понять, а я, дорогая моя, буду гоняться за шлюхами. И все же смею надеяться, жизнь у нас сложится лучше, чем у многих других пар. Он внезапно отпустил ее и сделал несколько нетвердых шагов графину. Какое-то мгновение Скарлетт стояла неподвижно, точно приросла к месту. Мысли так стремительно проносились у нее в мозгу, что она не могла сосредоточиться Ред сказал, что любил ее. Это действительно так? Или он взболтнул с пьяну? Или это просто одна из его отвратительных шуточек? А Эшли недостижимая, как луна. И она плачет, потому что не может получить луну. Она выскочила в темный холл и помчалась, точно демоны гнались за ней. Ах, если бы только добраться до своей комнаты! Она подвернула ногу и, начиная туфля, соскочила. Она приостановилась, чтобы скинуть туфлю совсем, и тут в темноте ее настиг Ред. Он налетел бесшумно, как индейец. Она почувствовала на лице его горячее дыхание, руки его резко распахнули капот, обхватили ее ногой тело. Меня вы заставили уехать из города, а сами принялись гоняться за этим своей Мэшли. Клянусь Богом, сегодня ночью в моей постели нас будет только двое. Он подхватил ее на руки и понес вверх по лестнице. Голова ее была крепко прижата к его груди. Скарлетт слышала тяжелые удары его сердца. Ей было больно, и она вскрикнула, приглушенно, испуганно. А он шел все вверх и вверх в полнейшей тьме, и Скарлетт не помнила себя от страха. Она на руках у чужого обезумевшего человека, а вокруг неведомая кромешная тьма, темнее смерти. И сам он точно смерть, которая несла ее, до боли сжимая в объятиях. Скарлетт снова глухо вскрикнула. Он вдруг остановился, повернул ей голову и впился в нее таким неистовым поцелуем, что она забыла обо всем. Осталась лишь тьма, в которую она погружалась, да его губы на ее губах. Он покачивался точно под порывами сильного ветра, и губы его, оторвавшись от ее рта, скользнули вниз, туда, где распахнутый капот обнажал нежную кожу. Он шептал какие-то слова, которых она не могла разобрать, губы его рождали чувства, прежде ей неведомые. Тьма владела ею, тьма владела им, и все прочее перестало существовать. Была лишь тьма и его губы на ее теле. Она попыталась что-то сказать, и он тотчас снова закрыл ей рот поцелуем. Вдруг до то ли непознанный дикий вихрь восторга закружил ее. Радость, страх, волнение, безумие, желание раствориться в этих сильных руках, под этими испепеляющими поцелуями, отдаться судьбе, которая стремительно несла ее куда-то. Впервые в жизни она встретила человека, который оказался сильнее ее, человека, которого она не смогла ни запугать, ни сломить, человека, который сумел запугать и сломить ее. И она вдруг почувствовала, что руки ее сами собой обвелись вокруг его шеи, и губы трепещут под его губами, и они снова поднимаются все выше, выше в темноте, темноте мягкой, кружащей голову, обволакивающей. Когда на другое утро она проснулась, Ретта возле нее уже не было, и если бы не смятая подушка рядом, она могла бы подумать, что все происшедшее ночью приснилось ей в диком нелепом сне. Она покраснила при одном воспоминании и, натянув до подбородка одеяла, продолжала лежать в солнечном свете, пытаясь разобраться в своих беспорядочных ощущениях. Два обстоятельства обращали на себя внимание. Она прожила не один год с Реттом, спала с ним, ела с ним, ссорилась, родила ему ребенка, и, однако, же не знала его. Человек, поднявшийся с ней на руках по темным ступеням, был ей незнаком, о существовании его она даже и не подозревала. И сейчас, сколько она не старалась возненавидеть его, возмутиться, она ничего не могла с собой поделать. Он унизил ее, причинил ей боль, делал с ней что хотел на протяжении всей этой дикой безумной ночи, и она лишь упивалась с этим. А ведь должна была бы устыдиться, должна была бы бежать даже воспоминаний о жаркой кружащей голову тьме. Леди, настоящая леди, не могла бы людям в глаза смотреть после такой ночи. Но над чувством стыда торжествовала память о наслаждении, об экстазе, охватившем ее, когда она уступила его ласкам. Впервые она почувствовала, что живет полной жизнью, почувствовала страсть, столь же всеобъемлющую и первобытную, как страх, который владел ею в ту ночь, когда она бежала из Атланты, столь же головокружительно сладкую, как холодная ненависть, с какой она пристрелила того янки. Рэд любит ее. Во всяком случае, он сказал, что любит. И разве может она сомневаться теперь? Как это странно и удивительно. Как невероятно то, что он любит ее. Этот незнакомый дикарь, рядом с которым она прожила столько лет, не чувствуя ничего, кроме холода. Она не была вполне уверена в своем отношении к этому открытию, но тут ей в голову пришла одна мысль, и она громко рассмеялась. Он любит ее, значит, теперь наконец-то она держит его в руках. Она ведь почти забыла о своем желании завлечь его, заставить полюбить себя, чтобы потом держать кнут над этой своевольной черной башкой. И вот сейчас она об этом вспомнила и почувствовала огромное удовлетворение. Одну ночь она была полностью в его власти, зато теперь узнала, где брешь в его броне. Отныне он будет плясать под ее дудку. Слишком долго она терпела его издевки, теперь он у нее попрыгает, как тигр в цирке, а она все выше будет поднимать обруч. При мысле о том, что ей предстоит встретиться с ним при трезвом свете дня, ее охватило легкое смущение, смешанное с волнением и удовольствием. «Я волнуюсь, как невеста», подумала она. «Из-за кого? Из-за Рэта!» И, подумав так, она захихикала, как дурочка. Но к обеду Рэд не появился. Не было его за столом и во время ужина. Прошла ночь, долгая когда Скарлетт лежала без сна до зари, прислушиваясь, не раздастся ли звук, поворачиваемого в замке ключа. Но Рэд не пришел. Когда и на второй день от него не было ни слова, Скарлетт уже не могла себе место найти от огорчения и страха. Она поехала в банк, но его там не оказалось. Она поехала в лавку и устроила всем разнос, но всякий раз, как открывалась дверь, она с бьющимся сердцем поднимала глаза новошедшего, надеясь, что это Рэд. Она отправилась на лесной склад и так распушила Хью, что он спрятался за грудой досок. Но и здесь Рэд не настиг ее. Унизиться до того, чтобы расспрашивать друзей, не видел ли кто Рэда, она не могла. Не могла она расспрашивать и слуг, но она чувствовала. Они знают что-то такое, чего не знает она. Негры всегда все знают. Мамушка эти два дня была как-то особенно молчалива. Она наблюдала за Скарлетт краешком глаза, но не говорила ничего. Когда прошла и вторая ночь, Скарлетт решила отправиться в полицию. Может быть, с Рэдом случилось несчастье? Может быть, его сбросила лошадь, и он лежит где-нибудь в канаве, без помощи? Может быть... О, какая страшная мысль! Может быть, он мертв? На другое утро, когда она, покончив завтраком, надевала у себя в комнате шляпку, на лестнице раздались быстрые шаги. Сразу ослабев, благодаря в душе Бога, она опустилась на кровать, и в эту минуту вошел Рэд. Он явно приехал от парикмахера, был подстрижен, выбрит, ухожен и тресв, но с красными, налитыми кровью глазами и опухшим от вина лицом. Небрежно взмахнув рукой, он сказал, «О, приветствую вас!» Как это можно сказать всего лишь «О, приветствую вас!» После того, как он отсутствовал целых двое суток? Неужели он совсем не помнит той ночи, которую они провели вместе? Нет, не может не помнить, если... если... Страшная мысль мелькнула у Скарлетт. Если проводить так ночи, не самое обычное для него дело. На мгновение она лишилась дара речи, забыв про все свои заготовленные уловки и улыбки. Он даже не подошел к ней, чтобы по установившейся привычке небрежно поцеловать ее. Он стоял с дымящейся сигарой в руке и насмешливо смотрел на Скарлетт. «Где... где же вы были?» «Только не говорите, что не знаете. Я-то считал, что уж, конечно, весь город знает теперь. А может быть, все знают, кроме вас? Вам ведь известна старая поговорка «жена всегда узнает последний». Что вы хотите этим сказать? Я считал, что после того, как полиция появилась позапрошлой ночью в доме красотки Уотлинг... Красотки этой... этой женщины вы были... выболись... Конечно. А где же еще мне быть? Надеюсь, вы за меня не тревожились? Значит, прямо от меня вы направились... О-о-о... Полно-полно, Скарлетт. Нечего разыгрывать обманутую жену. Вы, конечно же, давно знали о существовании красотки Уотлинг. И вы отправились к ней от меня после... после... Ах это... Он небрежно повел рукой. Я забылся. Прошу прощения за то, что так вел себя во время нашей последней встречи. Я был очень пьян, как вы, конечно, не приминули заметить, и совсем потерял голову под влиянием ваших чар. Перечислить каких? Глаза у нее вдруг наполнились слезами. Ей хотелось кинуться на постель и рыдать. Безудержно рыдать. Он не изменился. Ничто не изменилось, а она-то дурочка. Глупая самовлюбленная дурочка подумала, что он любит ее. На самом же деле это было лишь очередной его отвратительной пьяной выходкой. Он взял ее и использовал спьяну, как использовал бы любую женщину в доме красотки Уотлинг. А теперь явился наглый, насмешливый, недосягаемый. Она проглотила слезы и призвала на помощь всю свою волю. Он никогда, никогда не узнает, что она думает. Как бы он хохотал, если бы узнал. Ну так вот, никогда он об этом не узнает. Она метнула на него взгляд и уловила в его глазах уже знакомое, озадаченное, вопрошающее выражение. Взволнованное, настороженное. Точно его жизнь не зависела от ее слов. Точно он хотел, чтобы она сказала. Чего он, собственно, от нее хотел? Чтобы она выставила себя в глупом свете, заголосила, дала ему повод посмеяться? Ну уж нет. Брови с карлиц стремительно сдвинулись, лицо приняло холодное выражение. Я, естественно, подозревала о ваших отношениях с этой тварью. Только подозревали? Почему же вы не спросили меня и не удовлетворили свое любопытство? Я бы вам сказал. Я живу с ней с того дня, как вы и Эшли Уилкс решили, что у нас с вами должны быть отдельные спальни. И вы имеете наглость стоять тут и хвалиться передо мной, вашей женой, что вы... О, избавьте меня от вашего высоконравственного возмущения. Вам всегда было наплевать, что я делаю. Лишь бы я оплачивал ваши счета. Ну, а насчет того, что вы моя жена... Нельзя сказать, что вы были моей женой с тех пор, как появилась Бонни. Верно ведь? Вы оказались, Скарлетт, неприбыльным предприятием. Я только зря вкладывал в вас капитал. А вот в красотку Отлинг капитал вкладывать можно. Капитал? Вы хотите сказать, что дали ей? Правильнее было бы, наверное, выразиться так. Поставил на ноги. Красотка ловкая женщина. Мне захотелось помочь ей, а ей не доставало лишь денег, чтобы открыть собственное заведение. Вы ведь знаете, какие чудеса способны совершить женщина, у которой есть немного денег? Взгляните на себя. Вы сравниваете меня с... Видите ли, вы обе практичные деловые женщины, и обе преуспели. Но у красотки, несомненно, есть перед вами одно преимущество. Она доброе, благожелательное существо. Извольте выйти из моей комнаты! Он неспеша направился к двери, иронически приподняв бровь. Да как он может так меня оскорблять? Думала она с болью и яростью. Он только и делает, что принижает ее и оскорбляет. Ее затрясло, когда она вспомнила, как ждала его домой, а он в это время пьянствовал и задирался с полицией в борделе. Убирайтесь из этой комнаты и не смейте больше входить сюда. Я уже рассказал вам это. А вы не джентльмен и не способны понять. Отныне я буду запирать дверь. Можете не утруждать себя. Буду запирать. После того, как вы омерзительный. Зачем уж так-то, дорогая? Конечно же, я не был вам омерзителен. Убирайтесь вон! Не волнуйтесь, я ухожу. И обещаю, что никогда больше не потревожу вас. Это окончательно и бесповоротно. Кстати, я как раз подумал, что если вам слишком тяжело выносить мое безнравственное поведение, мы можем разойтись. Отдайте мне Бонни, и я не буду возражать против развода. Я никогда в жизни не опозорю свою семью и не стану разводиться. Вы довольно быстро опозорили бы ее, если бы мисс Мелли умерла. У меня даже дух захватывает при мысли о том, как быстро бы вы со мной расстались. Уйдете вы или нет? Да, я ухожу. Я и домой -то вернулся, только чтобы сказать вам это. Я уезжаю в Чарльстон и Новый Орлеан и словом это будет долгая поездка. Я уезжаю сегодня и забираю Бонни с собой. Велите этой дури Приссе уложить ее вещички. Приссе я забираю тоже. Вы не увезете моего ребенка из этого дома? Но это и мой ребенок миссис Батлер. Едва ли вы станете возражать, чтобы я отвез ее в Чарльстон повидаться с бабушкой. Нечего сказать с бабушкой. Да неужели вы думаете я позволю увезти ребенка, чтобы вы там каждый вечер напивались и еще может даже брали ее с собой во всякие дома вроде дома красотки Отлинг? Он с такой силой швырнул сигару, что она вонзилась горящим концом в ковер и в комнате запахло паленым. В мгновение ок он пересек разделявшее их расстояние и остановился рядом со Скарлетт. Лицо его почернело от гнева. Будьте вы мужчиной, я бы свернул вам за это шею. Сейчас же могу лишь сказать вам заткните свой чертов рот. Вы что же считаете, что я не люблю Бонни? Что я стану водить ее к мою та дочь? Боже правый, да вы настоящая идиотка. Вот вы тут изображаете из себя добродетельную маменьку, а ведь кошка и то лучшая мать, чем вы. Но что вы когда-либо сделали для своих детей? Уэйд и Элла боятся вас до смерти. И если бы не Мелани Уилкс, они бы так и не узнали, что такое любовь и нежность. А Бонни? Моя Бонни? Вы что думаете, я хуже буду заботиться о ней, чем вы? Думаете, я позволю вам застращать ее и сломить ей волю, как вы сломили волю Уэйда и Эллы. Черта с два нет. Упакуйте ее вещи, и чтобы она была готова через час. Иначе предупреждаю вас. То, что произошло прошлой ночью, сущий пустяк по сравнению с тем, что я сделаю сейчас. Я всегда считал, что хорошая порка кнутом очень пошла бы вам на пользу. Он повернулся на каблуках, и прежде чем комнаты. Она услышала, как он пересек площадку и открыл дверь в детскую. Раздался веселый и радостный щебет детских голосов, и до Скарлетт донесся голосок Бонни, перекрывший голос Эллы. Папочка, где ты был? Охотился на зайчика, чтобы из его шкурки сделать своей маленькой Бонни шубку. Ну-ка, поцелуй своего любимого папку Бонни, и ты тоже, Элла. Глава 55 Дорогая моя, я не приму от тебя никаких объяснений и не желаю их слышать, решительно заявила Мелани, осторожно положив худенькие пальчики на дрожащие губы Скарлетт и заставляя ее умолкнуть. Ты оскорбляешь самую себя, и Эшли, и меня, даже думая, что между нами необходимы какие-то объяснения. Ведь мы трое, как солдаты сражались вместе на протяжении стольких лет, так что мне даже стыдно за тебя. Но как ты могла подумать, что досужие сплетни могут возвести между нами стену? Да неужели ты считаешь, я поверю, будто ты ему Эшли? Какие глупости! Ведь я же знаю тебя, как никто в целом свете. Ты думаешь, я забыла? Как самозабвенно ты жертвовала собой ради Эшли, бой и меня? Забыла все, что ты сделала, начиная с тем, что не дала нам умереть с голоду? Ты думаешь, я не помню, как ты шла босая, со стертыми в кровь руками и заплугом, в который была впряжена лошадь того Янки, шла, чтобы мне и моему ребенку было что есть. А если я это помню, то как могу поверить всяким гадостям про тебя? Я не желаю больше слышать ни слова от тебя, Скарлетт ухары, ни единого слова. Но Скарлетт запнулась и умолкла. Ред покинул город частому назад с Бонни и Присси и к позору и злости Скарлетт прибавилось отчаяние. А сейчас, когда Мелани стала ее защищать, тогда как сама она, Скарлетт, чувствовала себя глубоко виноватой, этого она и вовсе не в состоянии была вынести. Если бы Мелани поверила Индии и Арчи, оскорбила бы ее на праздники или хотя бы холодно приняла, она могла бы еще высоко держать голову и обороняться всеми видами оружия, какие имелись в ее распоряжении. Но при воспоминании о том, как Мелани, стоя рядом с ней словно тонкий сверкающий клинок, помогла предотвратить ее падение в глазах общества, с каким достоинством, с каким вызовом смотрела она на всех, Скарлетт понимала, что если быть честной, надо во всем признаться. Да, выплеснуть из себя все, начиная с тех далеких дней на освещенном солнцем крыльце Тары. К такому шагу Скарлетт побуждала совесть, которая хоть и долго молчала, но все еще способна была поднять голос. Совесть истинно верующей католички. Покайся в грехах своих и понеси наказание за них в горе и смирении. Эллен сотни раз повторяла ей это, и сейчас, в критическую минуту, религиозное воспитание Эллен дало себя знать. Она покается. Да, покается во всем, в каждом взгляде, в каждом слове, в тех немногих ласках, которые были между ними. И тогда Господь, возможно, облегчит ее муки и даст ей покой, а наказанием ей послужит изменившееся лицо Мелани, на котором вместо любви и доверия появится ужас и отвращение. О, какое это будет тяжкое наказание, с болью подумала Скарлетт, до конца жизни помнить лицо Мелани, знать, что Мелани известна, какая она мелкая, низкая, двуличная и неверная, какая лгунья. Когда-то мысль о том, чтобы швырнуть правду в лицо Мелани и увидеть, как рухнет рай, в котором живет эта дурочка, опьяняла Скарлетт, представлялась ей игрой, которая стоит свеч. Но сейчас за один вечер все изменилось, и ей меньше всего хотелось так поступить. Почему, она и сама не знала. Слишком много противоречивых мыслей теснилось в ее мозгу, и она не могла разобраться в них. Понимала лишь, что страстно хочет, чтобы Мелани сохранила о ней высокое мнение, так же, как когда-то страстно хотела, чтобы мама считала ее скромной, доброй, чистой. Понимала, что ей глубоко безразлично мнение всего света, безразлично, что думают о ней Эшли или Ред, а вот Мелани должна думать о ней так же, как думала всегда. Скарлетт боялась сказать Мелани правду, но сейчас в ней заговорил инстинкт честности, который редко давал о себе знать, инстинкт, не позволявший рядиться в соткану из-за лжи одежду перед женщиной, которая встала на ее защиту, и она помчалась к Мелани, как только Ред с Бонни покинули дом. Но при первых же словах, которые она, заикаясь, произнесла, Мелани я должна все объяснить насчет того дня. Мелани повелительно остановила ее. И Скарлетт, со стыдом глядя в темные, сверкающие любовью и возмущением глаза, почувствовала, как у нее захолонуло сердце, ибо поняла, что никогда не узнает мира и покоя, следующих за признанием. Мелани раз и навсегда отрезала ей этот путь своими словами. Скарлетт же, не слишком часто мыслившая по-взрослому, понимала, что лишь чистый эгоизм побуждает ее излить то, что так мучило ее. Это избавило бы ее от тягостного бремени и переложило бы его на невинное и доверчивое существо. Но она была в долгу перед Мелани за заступничество, и оплатить этот долг могла лишь своим молчанием. А как жестоко расплатилась бы она с Мелани, если бы сломала ей жизнь, сообщив, что муж был ей неверен, и любимая подруга принимала участие в измене. Не могу я ей этого сказать, с огорчением подумала Скарлетт, никогда не смогу, даже если совесть убьет меня. Ей почему-то вспомнили слова пьяного Ретта. Не может она поверить в отсутствие благородства у тех, кого любит. Так что придется вам нести и этот крест. Да, этот крест она будет нести до самой смерти. Будет молча терпеть свою муку, никому не скажет о том, как больно колет ее в лосинице стыда при каждом нежном взгляде и жести Мелани. Будет вечно подавлять в себе желание крикнуть «Не будь такой добрый, не сражайся за меня, а я этого недостойна. Если бы ты не была такой дурочкой, такой милой, доверчивой, простодушной дурочкой, мне было бы легче», в отчаянии думала она. «В своей жизни я несла ни один тяжкий груз, но этот будет самым тяжким и наиболее неприятным из всех, какие когда-либо выпадали мне на долю». Мелани сидела напротив нее в низком кресле, поставив ноги на высокий пуфик, так что колени у нее торчали, как у ребенка. Она бы никогда не приняла такой позы, если бы не забылась во гневе. В руке она держала кружевное плетение и так стремительно двигала блестящей иглой, словно это была рапира, которой она дралась на дуэли. Будь Скарлетт в таком гневе, она бы топала ногами и орала, как некогда Джералд, громко призывая Бога стать свидетелем проклятого двоедушия и подлости человеческой, и клянясь так отомстить, что кровь будет стынуть в жилах. У Мелани же лишь стремительное мелькание иглы, да сдвинутые на переносице тонкие брови указывали на то, что она вся кипит. Голос же ее звучал спокойно. Вот только она от ревести обычного произносила слова. Однако эта энергичная манера выражаться была чужда Мелани, которая вообще редко высказывала мнение вслух, а тем более никогда не злобствовала. Только тут Скарлетт поняла, что Уилкса и Гамильтоны способны распаляться не меньше, а наоборот, даже сильнее, чем у Хара. Мне и так уже надоело слушать, как люди критикуют тебя, дорогая, сказала Мелани. А эта капля переполнила чашу, и я намерена кое-что предпринять. А ведь все потому, что люди завидуют тебе из-за твоего ума и успеха. Ты сумела преуспеть там, где даже многие мужчины потерпели крах. Только не обижайся на меня, дорогая. Я ведь вовсе не хочу сказать, что ты в чем-то перестала быть женщиной или утратила женскую прелесть, хотя многие это утверждают. Ничего подобного. Просто люди не понимают тебя и к тому же не выносят умных женщин. Однако то, что ты умная и так преуспела в делах, не дает людям право говорить, будто вы сэшли силы небесные. Она произнесла это так пылко, что в устах мужчины это звучало бы как богохульство. Скарлетт смотрела на нее во все глаза, напуганная столь неожиданным взрывом. еще являются ко мне со своей грязной ложью и Арчи и Индия и миссис Элсинг. Да как они посмели? Миссис Элсинг, конечно, тут не было. У нее действительно не хватило мужеств. Но она всегда ненавидела тебя, дорогая, потому что ты пользовалась большим успехом, чем Фенни. И потом она так взбесилась, когда ты отстранила Хью от управления лесопилкой. Но ты была абсолютно права. Он совершенно никчемный, неповоротливый, ни на что негодный человек. Так Мелани одной фразой расправилась с товарищем детских игр и ухажером дней юности. А вот за Арчи я виню себя. Не следовало мне давать этому старому негодяю приют. Все мне об этом говорили, но я не слушала. Ему, видите ли, не нравится, дорогая, что ты пользуешься трудом каторжников. Но кто он такой, чтобы критиковать тебя? Убийца? Да к тому же убил-то он женщину. И после всего, что я для него сделала, он является ко мне и говорит, да я бы нисколько не пожалела, если бы Эшли пристрелил его. Ну, словом, я его выпроводила с такой отповедью, что уж можешь не поверить. И он уехал из города. Что же до Индии этого подлого существа? Дорогая моя, я, конечно, сразу заметила, как только увидела вас вместе, что она завидует тебе и ненавидит, потому что ты красивее ее, и у тебя столько поклонников. А особенно она возненавидела тебя из-за стюарту. Словом, неприятно говорить такое о своей заловке, но мне кажется, у нее помутилось в голове, потому что она все время только о стюарте и думает. Другого объяснения ее поступкам я не нахожу. Я сказала ей, чтобы она никогда больше не смела переступать порог этого дома. И если я услышу, что она хотя бы шепотом намекнет на подобную гнусность, я я при всех назову ее лгуньей. Мелани умолкла. Гневное выражение сразу сошло с ее лица, уступив место скорби. Как все уроженцы Джорджии, Мелани была страстно предана своему клану, и мысль о ссоре в семье разрывала ей сердце. Она секунду поколебалась, но Скарлетт была дороже ей, Скарлетт была первой в ее сердце, и, верная своим привязанностям, она продолжала. Индия ревновала меня к тебе, потому что тебя, дорогая, я всегда любила больше, но она теперь никогда не переступит порога этого дома. Моей женоги не будет в том доме, где принимают ее. Эшли полностью согласен со мной. Правда, то, что родная сестра сказала такое, чуть не разбило ему сердце. При упоминании имени Эшли натянутые нервы Скарлетт сдали, и она разразилась слезами. Когда же она перестанет причинять ему боль? Ведь она думала лишь о том, чтобы сделать его счастливым, обезопасить, а всякий раз только ранила. Она разбила ему жизнь, и чувство самоуважения, разрушила внутренний мир, его спокойствие, проистекавшее от цельности натуры. А теперь она еще оторгла его от сестры, которую он так любит. Чтобы спасти ее, Скарлетт репутацию, и не разрушать счастье своей жены, ему пришлось принести в жертву Индию, выставить ее лгуньей, полубезумной ревнивой старой девой, Индию, которая была абсолютно права в своих подозрениях и в своем осуждении. Ведь ни одного лживого слова она не произнесла. Всякий раз, когда Эшли смотрел Индии в глаза, он видел в них правду. Правду, укор и холодное презрение, на какой Уилксы были мастера. Зная, что Эшли ставит честь выше жизни, Скарлетт понимала, что он должно быть кипит от ярости. Он тоже, как и Скарлетт, вынужден теперь прятаться за юбками Мелани. И хотя Скарлетт понимала, что это необходимо, и знала, что вина за ложное положение, в какое она поставила Эшли, лежит прежде всего на ней, тем не менее, тем не менее, как женщина, она больше уважала бы Эшли, если бы он пристрелил Арчи и честно повинился перед Мелани и перед всем светом. Она знала, что несправедливо к нему, но слишком она была сама несчастна, чтобы обращать внимание на такие мелочи. На память ей пришли едкие слова презрения, сказанные Ретом, и она подумала, а в самом деле, так ли уж по-мужски вел себя в этой истории Эшли? И впервые сияние, неизменно окружавшие Эшли с того первого дня, когда она в него влюбилась, начала немного тускнеть. Черное пятно позора и вины, лежавшее на ней, переползло и на него. Она решительно попыталась подавить в себе эту мысль, но лишь громче заплакала. «Не надо так, не надо», воскликнула Мелани, бросая плетение, и, пересев на диван, притянула к своему плечу голову Скарлетт. «Не следовало мне говорить об этом и так тебя расстраивать. Я знаю, каково тебе. Мы больше никогда не будем об этом говорить. Нет-нет, ни друг с другом, ни с кем-либо еще, словно ничего и не было». «Только», добавила она, и в ее тихом голосе почувствовался яд, «Я уж проучу Индию и миссис Селсинг. Пусть не думают, что могут безнаказанно распространять клевету про моего мужа и мою невестку. Я так устрою, что ни одна из них не сможет больше ходить по Атланте с высоко поднятой головой, и всякие, кто будет им верить или будет их принимать, отныне мой враг». Скарлетт, с грустью представив себе долгую череду грядущих лет, поняла, что становится отныне причиной вражды, которая на протяжении жизни многих поколений будет раскалывать город и семью. Слово свое Мелани сдержала. Она никогда больше не упоминала о случившемся при Скарлетт или Эшли. Да и вообще ни с кем этого не обсуждала. Она держалась с холодным безразличием, которое мгновенно превращалось в ледяную официальность, если кто-либо хотя бы намеком смел напомнить при ней о случившемся. На протяжении недель, последовавших за приемом, который она устроила в честь Эшли, когда город лихорадил от сплетен и перешептываний, а Ред продолжал таинственно отсутствовать, и не было человека, который стоял бы от всего этого в стороне, Мелани не щадила клеветников, поносивших Скарлетт, будь то ее давние друзья или родня. Причем она не говорила, а действовала. Она прилепилась к Скарлетт точно моллюск к Раковине. Она заставила Скарлетт по утрам, как всегда, ездить в лавку и на лесной склад и сама отправлялась с ней. Она настояла на том, чтобы Скарлетт днем разъезжала по городу, хотя то и не очень хотелось выставлять себя на обозрение своих любопытствующих сограждан. и всякий раз Мелани сидела в коляске рядом со Скарлетт. Мелани брала ее с собой, когда ездила днем кому-нибудь с визитом и мягко, но настойчиво вводила в гостиные, в которых Скарлетт не бывала уже больше двух лет. Беседуя с потрясенными хозяйками, Мелани всем своим видом решительно давала понять, если любишь меня, люби и моего пса. Она заставляла Скарлетт рано приезжать с визитом и сидеть до тех пор, пока не уйдет последний гость, тем самым лишая дам возможности вслазь, понаслаждаться пересудами и домыслами и вызывая немалое их возмущение. Эти визиты были особенно мучительны для Скарлетт, но она не могла отказать Мелани. Ей ненавистно было сидеть среди женщин, гадавших в душе, в самом ли деле ее уличили в адюльтере. Ей ненавистно было сознание, что эти женщины никогда бы не заговорили с ней, если бы не любили так Мелани и не боялись потерять ее дружбу. Но Скарлетт знала, раз уж они приняли ее, то больше не смогут закрыть перед ней двери своего дома. Любопытно, что лишь немногие, беря под защиту или критикуя Скарлетт, ссылались на ее порядочность. Я считаю ее на все способной. Таково было общее мнение. Слишком много Скарлетт нажила себе врагов, чтобы теперь иметь защитников. Ее слова и действия не выходили у многих из ума, и потому людям было безразлично, причинит эта скандальная история ей боль или нет. Однако не нашлось бы человека, которому было бы безразлично, пострадают ли Мелани и Индия, и страсти бушевали прежде всего вокруг них, а не вокруг Скарлетт. Все хотели знать, солгала ли Индия. Те, кто стоял на стороне Мелани, торжествующе отмечали, что все эти дни постоянно видели Мелани со Скарлетт. Неужели такая женщина, как Мелани, исповедующая столь высокие принципы, станет защищать женщину согрешившую, особенно если та согрешила с ее мужем? Конечно же нет. Индия просто свихнувшаяся старая дева, которая, ненавидя Скарлетт, налгала на нее так, что Арчи и миссис Элсинг поверили. Но, спрашивали сторонники Индии, если Скарлетт ни в чем не повинна, где же тогда капитан Батлер? Почему он не рядом с женой? Почему не поддерживает ее своим присутствием? На этот вопрос ответа не было. И по мере того, как шли недели, а по городу поползли слухи, что Скарлетт в положении, группа, поддерживавшая Индию, закивала с удовлетворением. Ребенок-то это не капитана Батлера, утверждали они. Слишком давно все знают, что супруги живут врозь. Слишком давно уже город потрясла скандальная весть об отдельных спальнях. Сплетни ползли, разъединяя жителей города, разъединяя и тесно спаянный клан Гамильтонов, Уилксов, Бэров, Уитминов и Уинфилдов. Каждый в этой обширной родне вынужден был принять ту или иную сторону. Держаться нейтралитета было невозможно. Об этом муж позаботилась и Мелани с холодным достоинством и Индия с едкой горечью. Но на чьей бы стороне не стояли родственники, всех злило то, что раскол в семье произошел из-за Скарлетт. И каждый считал, что такой огород городить из-за нее не стоило. А кроме того, на чьей бы стороне не стояли родственники, все были искренне возмущены тем, что Индия решила стирать грязное белье семьи у всех на глазах и втянула Эшли в столь отвратительный скандал. Однако стоило ей заговорить и многие поспешили на ее защиту и приняли ее сторону против Скарлетт, тогда как другие, любившие Мелани, встали на сторону Мелани и Скарлетт. Добрая половина Атланты была в родстве или считала себя в родстве с Мелани и Индией. Разветвленная сеть кузенов, троюродных братьев, сестер, племянниц и всяких дальних родственников была столь сложной и запутанной, что никто, кроме уроженца Джорджии, не мог бы в этом разобраться. Они всегда представляли собой единый клан, который стоило при Тибиде смыкал щиты и образовывал непробиваемую фалангу, каковы бы ни были мнения родственников друг о друге и о поведении тех или иных из них. Если не считать партизанской войны тети Питти против дяди Генри, над которой многие годы весело потешались все родственники, между членами клана внешне всегда поддерживались добрые отношения. Как большинство семей в Атланте, это были милые, уравновешенные, сдержанные люди, не склонные даже мягко журить друг друга. Но сейчас клан раскололся надвое, и город мог наслаждаться зрелищем кузенов и кузин в пятом или шестом колене, которые принимали разные стороны в этом скандале потрясшим всю Атланту. Это принесло немало трудностей и осложнений и той половине города, которая не состояла с ними в родстве, ибо требовала от людей предельного такта и долготерпения. Ведь война между Индией и Мелани произвела раскол почти в каждом кружке или собрании, поклонники талии, кружок шитья для вдов и сирот конфедерации, ассоциация по благоустройству могил наших доблестных воинов, субботний музыкальный кружок, дамское вечернее общество Котельона, кружок по устройству библиотек для юношества, все были вовлечены в эту вражду, как и четыре церкви, вместе с дамами-попечительницами и миссионерскими обществами. И все зорко следили за тем, чтобы члены враждующих групп не оказались в одном и том же комитете. В дни приемов у себя дома от четырех до шести Матроны Атланты пребывали в непрерывном трепыхании и страхе, как бы Мелани и Скарлетт не явились и не застали у них в гостиной Индию и преданных ей родственников. Из всей семьи больше всего страдала тетя Питти. Именно Питти, всегда стремившаяся к тому, чтобы уютно жить в окружении любящих родственников и сейчас готовая служить и вашим и нашим. Но ни те, ни другие не допускали этого. Индия жила с тетей Питти. И если тетя Питти встанет на сторону Мелани, как ей бы хотелось, Индия тут же уедет. А если Индия уедет, что станется тогда с бедникой Питти? Она же не сможет жить заколотить дома и переехать к Скарлетт. А тетя Питти смутно догадывалась, что капитану Баттлеру это может не понравиться. Или же ей пришлось бы поселиться у Мелани и спать в крошечной коморке, которая служила детской для Бо. Питти не слишком обожала Индию. Она рабела перед ней. Уж очень Индия была сухая, жесткая, непреклонная в суждениях. Но она позволяла Питти сохранять уютный образ жизни, а для Питти соображения личного комфорта всегда больше значили, чем проблемы морали. Так что Индия продолжала жить у Питти. Однако ее присутствие в доме превратило тетю Питти в центр бури, ибо и Скарлетт, и Мелани считали, что она стала на сторону Индии. Скарлетт решительно отказалась увеличить содержание Питти, пока Индия находится под одной снекрышей. Эшли же каждую неделю посылал Индии деньги, и каждую неделю Индия молча гордо возвращала чек. К великому огорчению и спугу Питти. С деньгами в красном кирпичном доме было бы совсем плохо, если бы не дядя Генри, хотя Питти и унижала то, что приходится брать деньги у него. Питти любила Мелани больше всех на свете, за исключением себя самой. как чужой человек. Хотя она жила, по сути дела, на заднем дворе тети Питти, она ни разу не прошла через изгородь, а в свое время бегала туда-сюда по десять раз в день. Питти заходила к ней и плакала, и изливалась в любви и преданности, но Мелани всегда отказывалась что-либо с ней обсуждать и никогда не отдавала визитов. Питти прекрасно понимала, чем она обязана Скарлетт, по сути дела, жизнью. В те черные дни после войны, когда Питти встала перед выбором либо принять помощь брата Генри, либо голодать, именно Скарлетт взялась вести ее дом, кормить ее, одевать. Именно благодаря ей могла тетя Питти высоко держать голову в атлантском обществе. Да и после того, как Скарлетт вышла замуж и перебралась в собственный дом, она была самощедрость. А Скарлетт Питти не раз обнаруживала у себя на столике новенький кошелек, набитый банкнотами, или в шкатулке для шитья кружевной платочек, завязанный в узелок, а в нем золотые монеты. Рэд всякий раз клялся, что понятия ни о чем не имеют, и обезобиняков заявлял, что это наверняка от тайного поклонника, не иначе, как от шаловливого дедушки Мэри Уэзера. Да, Мэлани дарила Питти свою любовь, Скарлетт дарила обеспеченную жизнь, а что дарила ей Индия? Ничего, кроме своего присутствия, которое избавляло Питти от необходимости нарушить приятное течение жизни и самой принимать решение. Все это было очень грустно и так бесконечно вульгарно, и Питти, которая в жизни не приняла ни одного решения, махнула на все рукой. Пусть идет, как идет, однако занимала времени в безутешных рыданиях. В конце концов, кое-кто искренне поверил в то, что Скарлетт ни в чем не виноват. Поверил не из-за ее личных достоинств, а потому, что этому верила Мэлани. Иные поверили с оговорками, но были любезны со Скарлетт и посещали ее, потому что любили Мэлани и хотели сохранить ее любовь. Сторонники же Индии лишь холодно с ней раскланивались, а некоторые даже открыто грубили. Эти последние ставили Скарлетт в неловкое положение, раздражали, но она понимала, что если бы Мэлани так быстро не пришла ей на помощь, весь город был бы сейчас против нее, она бы стала изгоем. Глава пятьдесят шестая. Ред отсутствовал целых три месяца, и за все это время Скарлетт не получила от него ни слова. Она не знала нигде он, нисколько продлится его отсутствие. Она даже понятия не имела, вернется ли он вообще. Все это время она занималась своими делами, высоко держа голову и глубоко страдая в душе. Она не очень хорошо себя чувствовала, но, побуждаемая Мэлани, каждый день бывала в лавке и старалась хотя бы внешне поддерживать интерес к лесопилкам. Впервые лавка тяготила ее, и, хотя она принесла тройной доход по сравнению с предыдущим годом, деньги так и текли рекой. Скарлетт не могла заставить себя интересоваться этим делом, была риская и груба с приказчиками. Лесопилка Джонни Геллигера тоже процветала, и на лесном складе без труда продавали все подчистую, но, чтобы Джонни не говорил и не делал, все раздражало ее. Джонни, будучи, как и она, ирландцем, наконец, вспылил от ее придирок и, пригрозив, что уйдет, произнес на этот счет длинную тираду, которая кончилась так. На этом я умываю моим руки, и проклятие Кромвеля допадет на ваш дом. Чтобы утихомирить его, Скарлетт пришлось долго и униженно перед ним извиняться. На лесопилке шли она не была ни разу. Не заходила она и в контору на лесном складе, если могла предположить, что он там. Она знала, что он избегает ее, знала, что ее частое присутствие в доме по настоятельной просьбе Мелани было для него мукой. Они никогда не оставались вдвоем, ни разу не говорили, а ей не терпелось задать ему один вопрос. Ей так хотелось знать, не возненавидел ли он ее, а также, что он сказал Мелани. Но Эшли держался от нее на расстоянии и беззвучно молил не заговаривать с ним. Ей было невыносимо видеть его лицо, постаревшее, измученное раскаянием, а то, что его лесопилка каждую неделю приносила лишь убытки, тем более раздражало ее. Но она молчала. Его беспомощность выводила ее из себя. Она не знала, что он мог бы сделать, чтобы улучшить положение, но считала, что он должен что-то сделать. Вот Ред, тот непременно что-то предпринял бы. Ред всегда что-то предпринимал, пусть даже не то, что надо, и она невольно уважала его за это. Теперь, когда злость на Реда и его оскорбление прошла, ей стало недоставать его, и она все больше и больше скучала по нему, по мере того, как шли дни, а вести от него не было. Из сложного клубка чувств, который он оставил в ней, восторга и гнева, душевного надрыва и уязвленной гордости, родилась меланхолия, и точно ворон уселась на ее плече. Она тосковала по Реду. Ей недоставало легкой дерзости его анекдотов, вызывавших у нее взрывы хохоты, его иронической усмешки, которая сразу ставила все на свои места, не давая преувеличивать беды. Недоставало даже его издевок, больно коловших ее, вызывавших злобные реплики в ответ. Больше же всего ей недоставало его присутствие, недоставало человека, которому можно все рассказать. А лучшего слушателя, чем Ред, ей пожелать было трудно. Она могла без зазрения совести, даже с гордостью рассказывать ему, как ободрала кого-нибудь точно липку, и он лишь аплодировал ей. А другим она не могла даже намекнуть на нечто подобное, ибо это лишь шокировало бы их. Ей одиноко было без Реда и без Бонни. Она скучала по малышке больше, чем могла предположить. Вспоминая последние жестокие слова Реда об ее отношении к Уэйду и Келле, она старалась заполнить ими пустые часы. Но все было ни к чему. Слова Реда и поведение детей открыли Скарлетт глаза на страшную, больно соднившую правду. Пока дети были маленькие, она была слишком занята, слишком поглощена заботами о том, где достать денег, слишком была с ними риска и нетерпима, и не сумела завоевать ни их доверие, ни любовь. А теперь было слишком поздно, или, быть может, у нее не хватало терпения или ума проникнуть в тайну их сердечек. Элла. Скарлетт крайне огорчилась, поняв, что Элла не умная девочка. Но это было именно так. Ее умишка ни на чем не задерживался. Мысли порхали, как птички с ветки на ветку. И даже когда Скарлетт принималась ей что-то рассказывать, Элла с детской непосредственностью прерывала ее, задавая вопросы, не имевшие никакого отношения к рассказу. И прежде чем Скарлетт успевала дать пояснение, забывала, о чем спрашивала. Что же до Уэйда? Возможно, Ред прав. Возможно, мальчик боится ее. Это казалось Скарлетт странным и обидным. Но почему сын, единственный сын, должен бояться ее? Когда она пыталась втянуть Уэйда в разговор, на нее смотрели бархатные кари и глаза Чарльза. Мальчик ежился и смущенно переминался с ноги на ногу. А вот с Мелани он болтал безумолку и показывал ей все содержимое своих карманов, начиная с червей для рыбной ловли и кончая обрывками веревок. Мелани умела обращаться с детишками. Тут уж ничего не скажешь. ее Бо был самым воспитанным и самым прелестным ребенком в Атланте. Скарлетт куда лучше ладилась с ним, чем собственным сыном, потому что маленький Бо не стеснялся со взрослыми и, увидев ее тут же, без приглашения залезал к ней на колени. Какой это был прелестный блондинчик, весь в Эшли. Вот если бы Уэйт был как Бо. Конечно, Мелани могла так много дать сыну, потому, что это было ее единственное дитя. Да, к тому же не было у нее таких забот и не работала она, как Скарлетт. Во всяком случае, Скарлетт пыталась таким образом оправдаться перед собой. Однако, элементарная честность вынуждала ее признать, что Мелани любит детей и была бы рада, если бы у нее был их десяток. Недаром она с таким теплом относилась к Уэйду и ко всем соседским малышам. Скарлетт никогда не забудет, как однажды приехав к Мелани, чтобы забрать Уэйда, она шла по дорожке и вдруг услышала клич повстанцев, очень точно воспроизведенный ее сыном, тем самым Уэйдом, который дома был всегда тише мышки. А вслед за криком Уэйда раздался пронзительный тоненький взвизг Бо. Войдя в гостиную, она обнаружила, что эти двое, вооружившись деревянными мечами, атакуют диван. Оба мгновенно гняла с Мелани, смеясь и подбирая рассыпанные шпильки, которыми она пыталась заколоть свои непослушные кудри. «Это Геттисберг», пояснила она. «Я изображаю Янки, и мне, конечно, сильно досталось. А это генерал Ли», указала она на Бо. «А это генерал Пикетт», и она обняла за плечи Уэйда. Да, Мелани умела обращаться с детьми, и тайны этого Скарлетт никогда не понять. По крайней мере, подумала Скарлетт, хоть Бонни любит меня, ей нравится со мной играть. Но честность вынуждала ее признать, что Бонни куда больше предпочитает Ред. Да и к тому же она может вообще больше не увидеть Бонни, ведь Ред, возможно, находится сейчас в Персии или в Египте, и, как знать, возможно, намерен остаться там навсегда. Когда доктор Митт сказал Скарлетт, что она беременна, она была потрясена, ибо ожидала услышать совсем другой диагноз, что у нее различие желчи и нервное перенапряжение. Но тут она вспомнила ту дикую ночь и покраснела. Значит, в те минуты высокого наслаждения был зачат ребенок, хотя память о самом наслаждении и отодвинула на задний план то, что произошло потом. впервые в жизни Скарлетт обрадовалась, что у нее будет ребенок, хоть бы мальчик, хороший мальчик, а не такая мемля, как маленький Уэйт. Как она будет заботиться о нем? Теперь, когда у нее есть для ребенка свободное время и деньги, которые облегчат его путь по жизни, как она будет счастливо заняться им? Она хотела было тотчас написать Рэту на адрес матери в Чарльстон. Силы небесные, теперь-то он уж должен вернуться домой. А что, если он задержится и ребенок родится без него? Она же ничего не сможет объяснить ему потом. Но если написать, он еще подумает, что она хочет, чтобы он вернулся и только станет потешаться над ней. А он не должен знать, что она хочет, чтобы он был рядом или что он нужен ей. Она порадовалась, что подавила в себе желание написать Рэту, когда получила письмо от тети Полин из Чарльстона, где, судя по всему, гостил у своей матери Рэт. С каким облегчением узнала она, что он все еще в Соединенных Штатах, хотя письмо тети Полин само по себе вызвало у нее вспышку злости. Рэт зашел с Бонни навестить ее и тетю Явлалию, и уж как Полин девочку. До чего же она хорошенькая, а когда вырастет, станет просто красавицей. Но ты, разумеется, понимаешь, что любому мужчине, который вздумает за ней ухаживать, придется иметь дело с капитаном Батлером, ибо никогда еще я не видела такого преданного отца. А теперь, дорогая моя, хочу тебе кое в чем признаться. До встречи с капитаном Батлером я считала, что твой брак с ним страшный мезальянс, ибо у нас в Чарстане никто не слышал о нем ничего хорошего, и все очень жалеют его семью. Мы с Явлалией даже не были уверены, следует ли нам его принимать, но ведь в конце концов милая крошка, с которой он собрался к нам прийти, наша внучка. Когда же он появился у нас, мы были приятно удивлены, очень приятно, и поняли, что христиане не должны верить досужим сплетням. Он совершенно очарователен и к тому же, как нам кажется, хорош собой, такой серьезный и вежливый, и так предан тебе и малышке. А теперь, моя дорогая, я должна написать тебе о том, что дошло до наших ушей. Мы съявлали и сначала и верить этому не хотели. Мы, конечно, слышали, что ты порой трудишься в лавке, которую оставил тебе мистер Кеннеди. Эти слухи доходили до нас, но мы их отрицали. Мы понимали, что в те первые страшные дни после конца войны это было, возможно, необходимо. Такие уж были тогда условия жизни. Но сейчас ведь в этом нет никакой необходимости, поскольку, как мне известно, капитан Батлер более чем обеспечен и, кроме того, вполне способен управлять вместо тебя любым делом и любой собственностью. Нам просто необходимо было знать, насколько справедливы эти слухи, и мы вынуждены были задать капитану Батлеру некоторые вопросы, хотя это и было для нас крайне неприятно. Он нехоть сообщил нам, что ты каждое утро проводишь в лавке и никому не позволяешь вести за тебя бухгалтерию. Он признался так же, что у тебя есть лесопилка или лесопилки. Мы не стали уточнять, будучи крайне расстроены этими сведениями, совсем для нас новыми, что побуждает тебя разъезжать одной или в обществе какого-то бродяги, который, по словам капитана Батлера, просто убийца. Мы видели, как это переворачивает ему душу, и решили, что он самый снисходительный, даже слишком снисходительный муж. Скарлетт, это надо прекратить. Твоей матушки уже нет на свете, чтобы сказать тебе это, и вместо нее обязана тебе сказать это я. Подумай только, каково будет твоим детям, когда они вырастут и узнают, что ты занималась торговлей? Как им будет горько, когда они узнают, что тебя могли оскорблять грубые люди, и что своими разъездами по лесопилкам, ты давала повод для неуважительных разговоров и сплетен. Такое неженское поведение! Скарлетт ругнулась и, не дочитав письма, отшвырнула его. Она так и видела тетю Полин и тетю Явлалию, которые сидят в своем ветхом домишке на Беттере и осуждают ее. А ведь сами еле сводят концы с концами, и умерли бы с голоду, если бы она, Скарлетт, не помогала неженское поведение? Да если бы она, черт побери, не занималась неженскими делами, у тети Полин и тети Явлалии не было бы сейчас, наверное, крыши над головой. Черт бы побрал этого Рета! Зачем он рассказал им про лавку, про бухгалтерию и про лесопилки? Рассказал, значит, нехотя, да? Она-то знала, с каким удовольствием он изображал из себя перед старухами и этакого серьезного, заботливого, очаровательного человека, преданного мужа и отца, а самому доставляла несказанное наслаждение расписывать им ее занятия в лавке, на лесопилках и в салуне. Не человек, а дьявол! И почему только он так любит делать людям гадости? Однако злость Скарлетт очень скоро сменилась апатией. За последнее время из ее жизни исчезло многое, предававшее ей остроту. Вот если бы вновь познать былое волнение и радость от присутствия Эшли, вот если бы Ред вернулся домой и смешил бы ее как прежде. Они вернулись домой без предупреждения. Об их возвращении оповестил лишь стук сундуков, сбрасываемых на пол в холле, да голосок Бонни, крикнувший «Мама!» Скарлетт выскочила из своей комнаты наверху и увидела дочурку, пытавшуюся забраться по ступенькам, высоко поднимая свои коротенькие толстенькие ножки. Груди она прижимала полосатого котенка. «Бабушка мне дала!» возбужденно объявила Бонни, поднимая котенка за шкирку. Скарлетт подхватила ее на руки и принялась целовать, благодаря Бога за то, что присутствие девочки избавляет ее от встречи с Рэтом наедине. Глядя по вере головки Бонни, она увидела, как он внизу в холле расплачивался с извозчиком. Он посмотрел вверх, увидел ее и с широким взмахом руки, сняв панаму, склонился в поклоне. Встретившись с ним взглядом, она почувствовала, как у нее подпрыгнуло сердце. Каков бы он ни был, что бы он ни делал, но он дома. И она была рада. «А где мамушка?» спросила Бонни, завертевшись на руках у Скарлетт. И та нехотя опустила ребенка на пол. Да, ей будет куда труднее, чем она предполагала достаточно небрежно поздороваться с Рэтом. А уж как сказать ему о ребенке, которого она ждет? Она смотрела на его лицо, пока он поднимался по ступенькам. Смуглое, беспечное лицо. Такое непроницаемое, такое замкнутое. Нет, сейчас она ничего ему не скажет, не может сказать. И однако же о такого рода событии должен прежде всего знать муж, муж, который обрадуется, услышав. Но она не была уверена, что обрадуется. Она стояла на площадке лестницы, прислонившись к перилам, и думала, поцелует он ее или нет. Он не поцеловал. Он сказал лишь, что-то вы побледнели, миссис Батлер. Что, румян в продаже нет? И ни слова о том, что он скучал по ней. Пусть даже этого на самом деле не было. По крайней мере, мог бы поцеловать ее при мамушке, которая, присев в реверансе, уже уводила Бонни в детскую. Ред стоял рядом со Скарлетт на площадке и небрежно оглядывал ее. «Уж не потому ли вы так плохо выглядите, что тосковали по мне?» спросил он, и, хотя губы его улыбались, в глазах не было улыбки. Так вот, значит, как он намерен себя с ней держать? Столь же отвратительно, как всегда. Внезапно ребенок, которого она носила под сердцем, из счастливого дара судьбы превратился в тошнотворное бремя. А этот человек, стоявший так небрежно, держа широкополую панаму у бедра, в ее злейшего врага, причину всех зол. И потому в глазах ее появилось ожесточение, ожесточение, которого он не мог не заметить, и улыбка сбежала с его лица. «Если я бледная, то по вашей вине, а вовсе не потому, что скучала по вас». «Хоть вы и воображаете, что это так». На самом же деле она собиралась сообщить ему об этом совсем иначе, но слова сами сорвались с языка, и она бросила ему, не задумываясь над тем, что их могут услышать слуги. «Дело дело в том, что у меня будет ребенок». Он судорожно глотнул, и глаза его быстро скользнули по ее фигуре. Он шагнул было к ней, словно хотел дотронуться до ее плеча, но она увернулась, и в глазах ее было столько ненависти, что лицо его стало жестким. «Вот как?» холодно произнес сон. «Кто же счастливый отец? Эшли?» Она вцепилась в балясину перил так крепко, что уши вырезанного на них льва до боли врезались ей в ладонь. Даже она, которая так хорошо знала его, не ожидала такого оскорбления. Конечно, это шутка, но шутка слишком чудовищная, чтобы с нею мириться. Ей хотелось выцарапать ему ногтями глаза, чтобы не видеть в них этого непонятного сияния. «Да будьте вы прокляты!» сказала она голосом, дрожавшим от ярости. «Вы же знаете, что это ваш ребенок, и мне он не нужен, как и вам. Ни одна, ни одна женщина не захочет иметь ребенка от такой скотины. Хоть бы, о, господи, хоть бы это был чей угодно ребенок, только не ваш!» Она увидела, как вдруг изменилось его смуглое лицо, задергалась от гнева или от чего-то еще, словно его ужалили. «Вот!» подумала она сожгучим злорадством, «Вот!» «Наконец-то я причинила ему боль!» Но лицо вас еще будет выкидыш? Все закружилось вокруг нее. Она подумала о том, сколько еще предстоит вынести до родов. Изнурительная тошнота, уныло тянущееся время, разбухающий живот, долгие часы боли. Ни один мужчина обо всем этом понятия не имеет, и он еще смеет шутить. Да она сейчас рассорапает его. Только вид крови на его смуглом лице, способен утешить боль в ее сердце. Она стремительно подскочила к нему точно кошка. Но он, вздрогнув от неожиданности, отступил и поднял руку, чтобы удержать ее. Остановившись на краю верхней, недавно натертой ступеньке, она размахнулась, чтобы ударить его, но, наткнувшись на его вытянутую руку, потеряла равновесие. В отчаянном порыве она попыталась было уцепиться за Балясину, но не сумела и полетела по лестнице вниз головой, чувствуя, как у нее внутри все разрывается от боли. Ослепленная болью, она уже не пыталась за что-то схватиться и прокатилась так на спине до конца лестницы. Впервые в жизни Скарлетт лежала в постели больная, если не считать тех случаев, когда она рожала, но это было не в счет. Тогда она не чувствовала себя одинокой и ей не было страшно. Сейчас же она лежала слабая, растерянная, измученная болью. Она знала, что серьезно больна, куда серьезнее, чем ей говорили, и смутно сознавала, что может умереть. Сломанное ребро отзывалось болью при каждом вздохе, ушибленные лицо и голова болели, и все тело находилось во власти демонов, которые терзали ее горячими щипцами и резали тупыми ножами, и лишь ненадолго оставляли в покое, настолько обессиленную, что она не успевала прийти в себя, как они возвращались. Нет, роды были совсем не похожи на это. Через два часа после рождения Уэйда и Эллы и Бонни она уже уплетала за обе щеки, а сейчас даже мысль о чем-либо кроме холодной воды вызывала у нее тошноту. Как оказывается легко родить ребенка и как мучительно не родить. Удивительно, что даже несмотря на боль, у нее сжалось сердце, когда она узнала, что у нее не будет ребенка. И еще удивительнее то, что это был первый ребенок, которого она действительно хотела иметь. Она попыталась понять, почему ей так хотелось этого ребенка, но мозг ее слишком устал. Она не в состоянии была думать ни о чем, разве что о том, как страшно умирать. А смерть присутствовала в комнате, и у Скарлетт не было сил противостоять ей, бороться с ней. И ей было страшно. Ей так хотелось, чтобы кто-то сильный сидел рядом, держал ее за руку, помогал ей сражаться со смертью, пока силы не вернутся к ней, чтобы она сама могла продолжать борьбу. Боль прогнала злобу, и Скарлетт хотела сейчас, чтобы рядом был Ред, но его не было, а заставить себя попросить, чтобы он пришел, она не могла. В последний раз она видела его, когда он подхватил ее на руки в темном холле у подножия лестницы. Лицо у него было белое, искаженное от страха, и он хриплым голосом звал мамушку. Потом еще она смутно помнила, как ее несли наверх, а дальше все терялось во тьме. А потом боль, снова боль, и комната наполнилась жужжанием голосов, звучали всхлипывания тети Питипет, и резкие приказания доктора Мида, и топот ног, бегущих по лестнице, и тихие шаги на цыпочках в верхнем холле. А потом слепящий свет, сознание надвигающийся смерти и страх, наполнивший ее желанием крикнуть имя, но вместо крика получился лишь шепот. Однако жалобный этот шепот вызвал мгновенный отклик, и откуда-то из темноты, окружавшей постель, раздался нежный напевный голос той, кого она звала. «Я здесь, дорогая, я все время здесь». Смерть и страх начали постепенно отступать, когда Мелани взяла ее руку и осторожно приложила к своей прохладной щеке. Скарлетт попыталась повернуть голову, чтобы увидеть ее лицо, но не смогла. Мелли ждет ребенка, а к дому подступают янки. Город в огне, и надо спешить, спешить. Но ведь Мелли ждет ребенка, и спешить нельзя. Надо остаться с ней, пока не родится ребенок, и не падать духом, потому что Мелли нужна ее сила. Мелли мучила ее. Снова горячие щипцы впились в ее тело, снова ее стали резать тупые ножи, и боль накатывалась волнами. Надо крепко держаться за руку Мелли. Но доктор Мит все-таки пришел, хоть он и очень нужен солдатам в лазарете. Она услышала, как он сказал, «Бредит, где же капитан Батлер? Вокруг была темная ночь, а потом становилось светло, и то у нее должен был родиться ребенок, то у Мелани, которая кричала в муках, но, в общем, Мелли все время была тут, и Скарлетт чувствовала ее прохладные пальцы, и Мелани в волнении не всплескивала зря руками и не всхлипывала, тетя Питси. Стоило Скарлетт открыть глаза и сказать, «Мелли!» и голос Мелани отвечал ей, и, как правило, ей хотелось еще шепнуть, «Ретт, я хочу Ретта!» Но она словно во сне вспоминала, что Ретт не хочет ее, и перед ней вставало лицо Ретта, темное, как у индейца, и его белые зубы, обнаженные в усмешке. Ей хотелось, чтобы он был с ней, но он не хочет. Однажды она сказала, «Мелли!» и голос мамушки ответил, «Тихо, детка!» И она почувствовала прикосновение холодной тряпки к своему лбу и в испуге закричала, «Мелли!» «Мелани!» и кричала снова и снова, но Мелани долго не приходила. В это время Мелани сидела на краю кровати Ретта, а Ретт, пьяный, рыдал, лежа на полу, схлипывал и всхлипывал, уткнувшись ей в колени. Выходя из комнаты Скарлетт, Мелани всякий раз видела, как он сидит на своей кровати. Дверь в комнату он держал открытой и смотрит на дверь через площадку. В комнате у него было не убрано, валялись окурки сигар, стояли тарелки с нетронутой едой, постель была смята, не заправлена, он сидел на ней не бритый, а сунувшийся и без конца курил. Он ни о чем не спрашивал Мелани, когда видел ее, она сама обычно на минуту задерживалась у двери и сообщала «Мне очень жаль, но ей хуже». Или «Нет, она вас еще не звала, она ведь в бреду». Или «Не надо отчаиваться, капитан Батлер, давайте я приготовлю вам горячего кофе или чего-нибудь поесть, вы так заболеете». Ей всегда было бесконечно жаль его, хотя от усталости и недосыпания она едва ли способна была что-то чувствовать. Как могут люди так плохо говорить о нем? Называют его бессердечным, порочным, неверным мужем, когда она видит, как он худеет, видит, как мучается. Несмотря на усталость, она всегда стремилась, сообщая о том, что происходит в комнате больной, сказать это подобрее. А он смотрел на нее как грешник, ожидающий страшного суда, словно ребенок, внезапно оставшийся один во враждебном мире. Правда, Мелани ко всем относилась как к детям. Когда же, наконец, она подошла к его двери, чтобы сообщить радостную вещь, что Скарлетт стала лучше, зрелище, представшее ее взору, было для нее полной неожиданностью. На столике у кровати стояла полупустая бутылка виски и в комнате сильно пахло спиртным. Ред посмотрел на нее горящими остекленелыми глазами и челюсть у него затряслась, хоть и настарался крепко стиснуть зубы. Она умерла? Нет, что вы, ей гораздо лучше. Он произнес «О, Господи!» и уткнулся головой в ладони. Мелани увидела, как задрожали, словно от озноба его широкие плечи. Она с жалостью смотрела на него и вдруг с ужасом поняла, что он плачет. Мелани ни разу еще не видела плачущего мужчину и уж, конечно, не представляла себе плачущим Реда, такого бесстрастного, такого насмешливого, такого вечно уверенного в себе. Эти отчаянные сдавленные рыдания испугали ее. Мелани в страхе подумала, что он совсем пьян, а она больше всего на свете боялась пьяных. Но он поднял голову и, увидев его глаза, она тотчас вошла в комнату, тихо закрыла за собой дверь и подошла к нему. Она ни разу еще не видела плачущего мужчину, но ей пришлось успокаивать стольких плачущих детей. Она мягко положила руку ему на плечо, и он тотчас обхватил ее ноги руками. И не успела она опомниться, как уже сидела у него на кровати, а он уткнулся головой ей в колени и так сильно сжал ее ноги, что ей стало больно. Она нежно поглаживала его черную голову, приговаривая, успокаивая, да будет, вам будет, она скоро поправится. От этих слов Мелани он лишь крепче сжал ее ноги и заговорил. Быстро хрипло, выплескивая все, словно поверяя свои секреты могиле, которая никогда их не выдаст. Впервые в жизни выплескивая правду, безжалостно обнажая себя перед Мелани, которая сначала ничего не понимала и держалась с ним по-матерински. А он все говорил, прерывисто, уткнувшись головой ей в колени, дергая за фалды юбки. Иной раз слова его звучали глухо, словно сквозь вату. Иной раз она слышала их отчетливо, безжалостные, горькие слова признания и унижения. Он говорил такое, чего она ни разу не слышала даже от женщины, посвящал ее в тайную тайн, так что кровь приливала к щекам Мелани. и она благодарила Бога за то, что Ред не смотрит на нее. Она погладила его по голове, точно перед ней был маленький бой, и сказала, замолчите, капитан Батлер, вы не должны говорить мне такое, вы не в себе, замолчите. Но неудержимый поток слов хлестал из него. Он хватался за ее платье, точно за последнюю надежду. Он обвинял себя в каких-то непонятных ей вещах, бормотал имя красотки Отлинг, а потом вдруг, с яростью встряхнув, ее воскликнул. Я убил Скарлетт, я убил ее, вы не понимаете. Она же не хотела этого ребенка, и да замолчите, вы просто не в себе. Она не хотела ребенка, да какая женщина не хочет. Нет, нет, вы хотите детей, она не хочет, не хочет иметь от меня. Перестаньте, вы не понимаете. Она не хотела иметь ребенка, а я ее принудил. Этот ребенок ведь все по моей вине. Мы же не спали вместе. Замолчите, капитан Батлер, не хорошо это. А я был пьян, я был вне себя, мне хотелось сделать ей больно, потому что она причинила мне боль. Мне хотелось, и я принудил ее, но она ведь не хотела меня, она никогда меня не хотела, никогда, а я так старался, так старался и, упрошу вас, я ведь ничего не знал о том, что она ждет ребенка до того дня, когда она упала, она не знала, где я был, и не могла написать мне и сообщить, да она бы и не написала мне, даже если б знала, говорю вам, говорю вам, я бы сразу приехал домой, если бы только узнал, не важно, хотела бы она, чтобы я приехал или нет, о, да, я уверена, что вы бы приехали, бог ты мой, как я дурил эти недели, дурил и пил, а когда она мне сказала там, на что я сказал, я рассмеялся и сказал, не огорчайтесь, может у вас еще будет выкидыш, и тогда она мэла не побелела и расширенными от ужаса глазами посмотрела на черную голову, метавшуюся тычась в ее колени, послеполуденное солнце струилось в раскрытое окно, и она вдруг увидела, словно впервые, какие в него большие смоглые сильные руки, какие густые черные волосы покрывают их, она невольно вся жалась, эти руки казались ей такими хищными, такими безжалостными, и однако же они беспомощно цеплялись сейчас за ее юбки, неужели до него дошла эта нелепая ложь насчет Скарлетт и Эшли, он поверил и приревновал, действительно, он уехал из города сразу же после того, как разразился скандал, но нет, этого быть не может, капитан Батлер и раньше всегда уезжал неожиданно, не мог он поверить сплетни, слишком он разумный человек, если бы дело было в Эшли, он наверняка постарался бы его пристрелить, или, по крайней мере, потребовал бы объяснения, нет, этого быть не может, просто он пьян и слишком измотан, и в голове у него немного помутилось, как бывает, когда у человека бред, и он несет всякую дичь, мужчины не обладают такой выносливостью, как женщины, что-то расстроило его, быть может, он поссорился со Скарлетт, и сейчас в своем воображении раздувает эту ссору, возможно, что-то из того, о чем он тут говорил, и правда, но все правдой быть не может, и уж во всяком случае, это последнее признание, ни один мужчина не сказал бы такого женщине, которую он любит столь страстно, как этот человек любит Скарлетт, Мелани никогда еще не сталкивалась со злом, никогда не сталкивалась с жестокостью, и сейчас, когда они впервые предстали перед ней, она не могла этому поверить, Рэд пьян и болен, а больным детям не надо перечить, да будет вам, будет, приговаривала она, помолчите, я все понимаю, он резко вскинул голову, и, посмотрев на нее налитыми кровью глазами, сбросил с себя ее руки, нет, клянусь богом, вы ничего не поняли, вы не можете понять, вы слишком вы добрые, чтобы понять, вы мне не верите, а все, что я сказал, правда, и я пес, вы знаете, почему я так поступил, я с ума сходил, я обезумел от ревности, я всегда был ей безразличен, и вот я подумал, что сумею сделать так, что не буду ей безразличен, но ничего не вышло, она не любит меня, никогда не любила, она любит горящие пьяные глаза его встретили с ее взглядом, и он умолк с раскрытым ртом, словно впервые осознав, с кем говорит, лицо у Мелани было белое, напряженное, но глаза, в упор смотревшие на него, были ласковые, полные сочувствия, неверия, эти мягкие карие глаза светились безмятежностью, из глубины их смотрела такая наивность, что у Рэта возникло ощущение, будто ему дали пощечину, и его затуманенное алкоголем сознание немного прояснилось, а стремительный поток безумных слов прервался, он что-то бормотал, отводя от мыла невзгляд, и быстро заморгал, словно пытаясь вернуться в нормальное состояние, я скотина, параброматалон, снова устало тыкаясь головой ей в колени, но не такая уж большая скотина, и хотя я все рассказал вам, вы ведь мне не поверили, да, вы слишком хорошая, чтобы поверить, да вас я ни разу не встречал, по-настоящему хорошего человека, вы не поверите мне, правда, нет, не поверю, примирительно сказала Мелани, и снова погладила его по голове, она поправится, будет вам, капитан Батлер, не надо плакать, она поправится, глава пятьдесят седьмая, месяц спустя Ред посадил в поезд, шедши в Джонсборо, бледную, худую женщину, Уэйт и Элла, отправлявшие с ней в путь, молчали и не знали, как себя вести при этой женщине с застывшим белым, как мел, лицом. Они жались к Присси, потому что даже их детскому уму казалось страшным, холодное отчуждение, установившееся между их матерью и отчимом. Скарлетт решила поехать к себе в Тару, хотя еще и была очень слаба. Ей казалось, что она задохнется, если пробудет в Атланте еще один день. Голова ее раскалывалась от мыслей, которые она снова и снова гоняла по протоптанной дорожке, тщетно пытаясь разобраться в создавшемся положении. Она была нездорова и душевно надломлена. Ей казалось, что она, словно потерявшийся ребенок, забрела в некий страшный край, где нет ни одного знакомого столба или знака, который указывал бы дорогу. Однажды она уже бежала из Атланты, спасаясь от наступавшей армии, а теперь бежала снова, отодвинув заботы в глубину сознания с помощью старой уловки. Сейчас я не стану об этом думать, я не вынесу. Я подумаю об этом завтра, в Таре. Завтра будет уже новый день. Ей казалось, что если только она доберется до дома и очутится среди тишины и зеленых хлопковых полей, все ее беды сразу отпадут, и она сможет каким-то чудом собрать раздробленные мысли, построить из обломков что-то такое, чем можно жить. Ред смотрел вслед поезду, пока он не исчез из виду, и на лице его читались о задаченности горечь, отчего оно выглядело не очень приятным. Ред вздохнул, отпустил карету и, вскочив в седло, поехал по Плющевой улице к дому Мелани. Утро было теплое, и Мелани сидела в затененном виноградном крыльце, держа на коленях корзину с шитьем полную носков. Она смутилась и растерялась, увидев, как Ред соскочил с лошади и перекинул по воде через руку чугунного негритенка, соявшего у дорожки. Они не виделись наедине с того страшного дня, когда Скарлетт была так больна, а он был, ну, словом, так ужасно пьян. Мелани неприятно было даже мысленно произносить это слово. Пока Скарлетт поправлялась, они лишь изредка переговаривались, причем Мелани всякий раз обнаруживала, что ей трудно встретиться с ним взглядом. Он же в таких случаях всегда держался со своим неизменно непроницаемым видом и никогда ни взглядом, ни намеком не дал понять, что помнит Туссену между ними. Эшли как-то говорил Мелани, что мужчины часто не помнят, что они делали или говорили с пьяну. И Мелани молилась в душе, чтобы память на этот раз изменила капитану Баттлеру. Ей казалось, что она умрет, если узнает, что он помнит, о чем он тогда ей говорил. Она погибала от чувства неловкости и смущения, и вся залилась краской, пока он шел к ней по дорожке. Но, наверное, он пришел лишь за тем, чтобы спросить, не может ли Бо провести день с Бонни, едва ли он столь плохо воспитан, чтобы явиться к ней с благодарностью за то, что она тогда сделала. Она поднялась навстречу ему, лишний раз не без удивления подметив, как легко он движется для такого высокого крупного мужчины. Скарлетт уехала? Да, Тара пойдет ей на пользу, с улыбкой сказал он. Иной раз я думаю, что Скарлетт вроде этого гиганта Антея, которому придавала силу прикосновения к матери Земле. Скарлетт нельзя надолго расставаться со своей красной глиной, которую она так любит. А вид растущего хлопка куда больше поможет ей, чем все укрепляющие средства доктора Мида. «Не хотите ли присесть?» предложила Мелани, дрожащей от волнения рукой указывая на кресло. Он был такой большой, и в нем так сильно чувствовался мужчина, а это всегда выводило Мелани из равновесия. В присутствии людей, от которых исходила подобная сила и жизнестойкость, она ощущала себя как бы меньше и даже слабее, чем на самом деле. Мистер Батлер был такой смуглый, могучий, под белым полотняном его пиджаком угадывались такие мускулы, что, взглянув на него, она немного испугалась. Сейчас ей казалось невероятным, что она видела эту силу, эту самонадеянность сломленными, и держала эту черноволосую голову на своих коленях. «О, Господи!» подумала она в смятении и еще больше покраснела. «Мисс Мелли», мягко сказал Ред, «Мое присутствие раздражает вас? Может, вы хотите, чтобы я ушел? Прошу вас, будьте со мной откровенны». «О, подумала она, значит, он помнит и понимает, как я растеряна». Она умоляюще подняла на него глаза, и вдруг все ее смущение и смятение исчезли. Он смотрел на нее таким спокойным, таким добрым, таким понимающим взглядом, что она просто понять не могла, как можно быть такой глупой и так волноваться. Лицо у него было усталое, и, не без удивления, подумала Мелани, очень печальное. Да как могло ей прийти в голову, что он столь плохо воспитан и может затеять разговор о том, о чем оба они хотели забыть. Бедняга, он так переволновался из-за Скарлетт, подумала она, и, заставив себя улыбнуться, сказала, садитесь же, пожалуйста, капитан Батлер. Он тяжело опустился в кресло, глядя на нее, а она снова взялась за штопку носков. Мисс Мелли, я пришел просить вас о большом одолжении. Он улыбнулся, и уголки его губ поползли вниз, и о содействии в обмане, хоть я и знаю, что вам это не понутру. В обмане? Да, я, в общем-то, пришел поговорить с вами об одном деле. О, Господи, в таком случае вам надо бы повидать мистера Уилкса. Я такая гусыня во всем, что касается дел. Я ведь не такая шустрая, как Скарлетт. Боюсь, что Скарлетт слишком шустрая во вред себе, сказал он. И как раз об этом я и намерен с вами говорить. Вы знаете, как она была больна. Когда она вернется из Стары, она снова точно бешеная возьмется за свою лавку и за эти свои лесопилки. Признаюсь, я от всей души желаю, чтобы обе они как-нибудь ночью взлетели на воздух. Я боюсь за ее здоровье, мисс Мелли. «Да, она слишком много взвалила на себя. Вы должны заставить ее отойти от дел и заняться собой». Он рассмеялся. «Вы знаете, какая она упрямая. Я не пытаюсь даже спорить с ней. Она как своенравный ребенок. Она не разрешает мне помогать ей. Не только мне, но и вообще никому. Я пытался убедить ее продать свою долю в лесопилках, но она не желает. А теперь, мисс Мелли, я и подхожу к тому делу, по поводу которого пришел к вам. Я знаю, что Скарлетт продала бы свою долю в лесопилках мистеру Уилксу. И только ему. И я хочу, чтобы мистер Уилкс выкупил у нее эти лесопилки». «О, боже ты мой, это было бы, конечно, очень славно, но...» Мелани умолкла, прикусив губу. Не могла же она говорить с посторонним о деньгах. Так уж получалось, что хоть Эшли и зарабатывал кое-что на лесопилке, но им почему-то всегда не хватало. Мелани тревожила то, что они почти ничего не откладывают. Она сама не понимала, куда уходят деньги. Эшли давал ей достаточно, чтобы вести дом, но когда дело доходило до каких-то дополнительных трат, им всегда бывало трудно. Конечно, счета от ее врачей складывались в изрядную сумму, да и книги, и мебель, которую Эшли заказал в Нью-Йорке, тоже немало стоили. И они кормили и одевали всех бесприютных, которые спали у них в подвале. И Эшли ни разу не отказал в деньгах бывшим конфедератам и... Мисс Мелли, я хочу одолжить вам денег, сказал Ред. «Это очень любезно с вашей стороны, но ведь мы возможно не сумеем расплатиться. Я вовсе не хочу, чтобы вы со мной расплачивались. Не сердитесь на меня, мисс Мелли. Пожалуйста, дослушайте до конца. Вы сполна расплатитесь со мной, если я буду знать, что Скарлетт больше не изнуряет себя, ездя на свои лесопилки, которые ведь так далеко от города. Ей вполне хватит и лавки, чтобы не сидеть без дела и чувствовать себя счастливой. Вы со мной согласны? Да, неуверенно сказала Мелани. Вы хотите, чтобы у вашего мальчика был пони, и вы хотите, чтобы он пошел в университет, причем в Гарвардский, и чтобы он поехал в Европу? Ах, конечно, воскликнула Мелани, и лицо ее, как всегда, при упоминании обо просветлело. Я хочу, чтобы у него все было, но все вокруг сейчас такие бедные, что со временем мистер Уилкс сможет нажить кучу денег на лесопилках, сказал Ред. А мне бы хотелось, чтобы бой имел все, чего он заслуживает. Ах, капитан Батлер, какой вы хитрый бесстыдник, с улыбкой воскликнула она. Играйте на моих материнских чувствах. Я ведь считаю ваши мысли как раскрытую книгу. Надеюсь, что нет, сказал Ред, и впервые в глазах его что-то сверкнуло. Ну, так как? Разрешаете вы мне одолжить вам деньги? А при чем же тут обман? Мы с вами будем конспираторами и обманем и Скарлетт, и мистера Уилкса. Господи, я не могу. Если Скарлетт узнает, что я замыслил что-то за ее спиной, даже для ее же блага, ну, вы знаете нрав Скарлетт. Что же до мистера Уилкса, то, боюсь, он откажется принять от меня любой заем. Так что ни один из них не должен знать, откуда деньги. Ах, я уверен, что мистер Уилкс не откажется, если поймет, в чем дело. Он так любит Скарлетт. Да, я в этом не сомневаюсь. Ровным тоном произнес Ретт. И все равно откажется. Вы же знаете, какие гордецы все эти Уилксы. О, господи, воскликнула несчастная Мелани, хотела бы я... Право же, капитан Батлер, я не могу обманывать мужа. Даже чтобы помочь Скарлетт. Вид у Ретта был очень обиженный. А ведь она так любит вас. Слезы задрожали на ресницах Мелани. Вы же знаете, я все на свете готова для нее сделать. Я никогда, никогда не смогу расплатиться с ней за то, что она сделала для меня. Вы же знаете. Да, коротко сказал он, я знаю, что она для вас сделала. А не могли бы вы сказать мистеру Уилксу, что получили деньги по наследству от какого-нибудь родственника? Ах, капитан Батлер, у меня нет родственников, у которых было бы хоть пенни в кармане. Ну, а если я пошлю деньги мистеру Уилксу по почте, так, чтобы он не узнал, от кого они пришли, проследите вы за тем, чтобы он приобрел на них лесопилки, а не, ну, словом, не раздал бы их всяким обнищавшим бывшим конфедератам. Сначала Мелани обиделась на его последние слова, усмотрев в них порицание Эшли, но Рэд так понимающе улыбался, что она улыбнулась в ответ. Конечно, прослежу. Значит, договорились, это будет нашей тайной? Но я никогда не имела тайна от мужа. Уверен в этом, мисс Мелли. Глядя сейчас на него, она подумала, что всегда правильно о нем судила, а вот многие другие судили неправильно. Люди говорили, что он грубиян и насмешник, и плохо воспитан, и даже бесчестен. Правда, многие вполне приличные люди признавали сейчас, что были неправы. Ну, а вот она с самого начала знала, что он отличный человек. Она всегда видела от него только добро, заботу, величайшее уважение и удивительное понимание. А как он любит Скарлетт! Как это мило с его стороны найти такой обходной путь, чтобы снять со Скарлетт одну из ее забот. И в порыве чувств Мелани воскликнула, какая же Скарлетт счастливица, что у нее такой муж, который столь добр к ней. Вы так думаете? Боюсь, она не согласилась бы с вами, если бы услышала. А кроме того, я хочу быть добрым и к вам, мисс Мелли. Вам я даю больше, чем даю Скарлетт. Мне? с удивлением переспросила она. Ах, вы хотите сказать для Бо? Он нагнулся, взял свою шляпу и встал. С минуты он стоял и смотрел вниз на некрасивое личико сердечком с длинным мысиком волос на лбу, на темные серьезные глаза. Какое неземное лицо. Лицо человека, совсем незащищенного от жизни. Нет, не для Бо. Я пытаюсь дать вам нечто большее, чем Бо, если вы можете представить себе такое. Нет, не могу, сказала она снова, растерявшись. На всем свете для меня нет ничего дороже Бо, кроме Эшли, то есть мистер Уилкса. Ред молчал и только смотрел на нее. Смуглое лицо его было непроницаемо. Вы такой милый, что хотите что-то сделать для меня, капитан Батлер. Но право же, я совершенно счастлива. У меня есть все, что может пожелать женщина. Вот и прекрасно, сказал Ред, вдруг помрачнев. И уж я позабочусь о том, чтобы так оно и оставалось. Когда Скарлетт вернулась из Стары, нездоровая бледность исчезла с ее лица, а щеки округлились и были розовые. В зеленых глазах ее снова появилась жизнь, они сверкали как прежде, и впервые за многие недели она громко рассмеялась при виде Реда и Бонни, которые встречали ее у Эйда и Эллу на вокзале. Рассмеялась потому, что уж больно нелепо смешно и смешно они выглядели. У Реда из-за ленточки шляпы торчали два растрепанных индюшачьих пера, а у Бонни, чье воскресное платье было основательно порванное, на обеих щеках виднелись полосы синей краски и в кудрях торчало петушиное перо, свисавшее чуть не до пят. Они явно играли в индейцев, когда подошло время ехать к поезду, и по озадаченно одеваться, даже чтобы встречать маму. Скарлетт заметила «Что за сорванец?» и поцеловала малышку, а Реду подставила щеку для поцелуя. На вокзале было много народу, иначе она не стала бы напрашиваться на эту ласку. Она не могла не заметить, хоть и была смущена видом Бонни, что все улыбаются, глядя на отца и дочку. Улыбаются не с издевкой, а искренне по-доброму. Все знали, что младшее дитя Скарлетт держит отца в кулачке, и Атланта, забавляясь, одобрительно на это взирала. Великая любовь к дочери существенно помогла Реду восстановить свою репутацию в глазах общества. По пути домой Скарлетт делилась новостями сельской жизни. Погода стояла сухая, жаркая, и хлопок рос не по дням, а по часам, но Уилл говорит, что цены на него осенью все равно будут низкими. Сьюлин снова ждет ребенка. Скарлетт так это сообщила, чтобы дети не поняли, а Элла проявила неожиданный норв, взяла и укусила старшую дочку Сьюлин. Правда, заметила Скарлетт, и по делу маленькой Сьюзи, она вся пошла в мать. Но Сьюлин вскипела, и между ними произошла сильная ссора, совсем как в старые времена. Уэйт собственноручно убил водяную змею. Ренда и Камила Тарлтон учительствуют в школе, но не смех, ведь ни один из Тарлтонов никогда не мог написать даже слово корова. Бетси Тарлтон вышла замуж за какого-то однорукого толстяка из Лавджоя, и они с Хэти и Джимом Тарлтоном выращивают хороший хлопок в прекрасных холмах. Миссис Тарлтон завела себе племенную кобылу с жеребенком и счастлива так, будто получила миллион долларов. А в бывшем доме Калвертов живут негры. Целый выводок. Причем дом-то теперь их собственный. Они купили его с торгов. Дом совсем разваливается, смотреть больно. Куда девались Кэтлин и ее никудышный муженек, никто не знает. А Алекс собирается жениться на Салли, вдове собственного брата. Подумать только. После того, как они прожили в одном доме столько лет. Все говорят, что они решили обвенчаться для удобства, потому что пошли сплетни. Ведь они жили там одни с тех пор, как старая хозяйка и молодая хозяйка умерли. Известие об их свадьбе чуть не разбило сердце Димити Монро, но так ей надо. Будь она чуточку порасторопнее, она бы уже давно подцепила себе другого, а не ждала бы, пока Алекс накопит денег, чтобы жениться на ней. Скарлетт весело болтала, выплескивая новости, но было много такого, что она оставила при себе, такого, о чем было больно даже думать. Она ездила по округе с Уиллом, стараясь не вспоминать то время, когда эти тысячи акров плодородной земли стояли в зелени кустов хлопчатник, а теперь плантацию за плантацией пожирал лес, и унылый ракитник, чахлые дубки и низкорослые сосны и из-под вольвы росли вокруг молчаливых развалин, завладели бывшими хлопковыми плантациями. Там, где прежде сотня акров была под плугом, сейчас хорошо, если хоть один обрабатывался, казалось, будто едешь по мертвой земле. В этих краях, если все назад и вернется, так не раньше, чем лет через пятьдесят, заметил Уилл. Тара лучшая ферма в округе, благодаря вам и мне, Скарлетт, но это только ферма. Ферма, которую обрабатывают два мула, а вовсе не плантация. За нами идут фонтейны, а потом тарлтоны. Больших денег они не делают, но перебиваются, и у них есть сноровка, а почти все остальные, остальные фермы нет. Скарлетт не хотелось вспоминать, как выглядит тот пустынный край. Сейчас же, оглядываясь назад из шумной процветающей атланты, она и вовсе загрустила. А какие здесь новости? Поинтересовалась она, когда они наконец прибыли домой и уселись на парадном крыльце. Всю дорогу она безумолку болтала, боясь, что может наступить гнетущее молчание. Она ни разу не разговаривала с Рэтом наедине с того дня, когда упала с лестницы и не слишком стремилась оказаться с ним наедине теперь. Она не знала, как он к ней относится. Он был сама доброта во время ее затянувшегося выздоровления, но это была доброта безликая, доброта чужого человека. Он предупреждал малейшее ее желание, удерживал детей на расстоянии, чтобы они не беспокоили ее и вел дела в лавке и на лесопилках. Но он ни разу не сказал «мне жаль, что так получилось». Что ж, возможно, он ни о чем и не жалел. Возможно, он до сих пор считает, что это неродившееся дитя было не от него. Откуда и знать, какие мысли сокрыты за этой любезной улыбкой на смуглом лице. Но он впервые за их супружескую жизнь старался держаться обходительно и выказывал желание продолжать совместную жизнь, как если бы ничего неприятного не стояло между ними. Как если бы, невесело подумала Скарлетт, как если бы между ними вообще никогда ничего не было. Что ж, если он так хочет, она поведет игру по его правилам. Так все у нас в порядке, повторила она, а вы достали новую дранку для лавки, поменяли мулов. Ради всего святого, Рэд, выньте вы эти перья и шляпы, у вас вид шута, вы можете забыть про них, еще поедете так в город. Нет, заявила Бонни и на всякий случай забрала шляпу отца. Все у нас здесь шло преотлично, сказал Рэд. Мы с Бонни очень мило проводили время, и по-моему, с тех пор, как вы уехали, ни разу не расчесывали ей волосы. Не надо сосать перья, детка, они могут быть грязные. Да, крыша покрыта новой дранкой, и я хорошо продал мулов. В общем-то, особых новостей нет, все довольно уныло, и словно спохватившись добавил, кстати, вчера вечером у нас тут был многоуважаемый Эшли, хотел выяснить, не знаю ли я, не согласитесь ли вы продать ему свою лесопилку и свою долю в той лесопилке, которой управляет он. Скарлетт, покачивавшаяся в качалке, обмахиваясь веером из индюшачьих перьев, резко выпрямилась. Продать? Откуда, черт побери, Эшли, появились деньги? Вы же знаете, у них никогда не было ни цента. Мелани сразу тратит все, что он не заработает. Ред пожал плечами. Я всегда считал ее экономной маленькой особой, но я, конечно, не столь хорошо информирован об интимных подробностях жизни семьи Уилксов, как, видимо, вы. Это уже был почти прежний Ред, и Скарлетт почувствовала нарастающее раздражение. Беги поиграй, детка, сказала она Бонни. Мама хочет поговорить с папой. Нет, решительно заявила Бонни и залезла к Реду на колени. Скарлетт насупилась, и Бонни в ответ состроила ей рожицу, столь напомнившую Скарлетт Джералда, что она чуть не прыснула со смеху. Пусть сидит, примирительно сказал Ред. Что же до денег, то их прислал ему как будто кто-то, кого он помог выходить во время эпидемии оспы в Рок-Айленде. Я начинаю вновь верить в человека, когда узнаю, что благодарность еще существует. Кто же это? Кто-то из знакомых? Письмо не подписано, прибыло оно из Вашингтона. Эшли терялся в догадках, кто бы мог ему эти деньги послать. Но когда человек, отличающийся такой жертвенностью, как Эшли, разъезжая по свету, направо и налево творит добро, разве может он помнить обо всех своих деяниях? Не будь Скарлетт столь удивлена этим неожиданным счастьем, свалившимся на Эшли, она подняла бы перчатку, хотя и решила в Таре, что никогда больше не станет ссориться с Рэтом из-за Эшли. Слишком она была сейчас неуверена в своих отношениях с обоими мужчинами, и до тех пор, пока они не прояснятся, ей не хотелось ни во что ввязываться. Значит, он хочет выкупить у меня лесопилки? Да, но я, конечно, сказал ему, что вы не продадите. Я бы попросила позволить мне самой вести свои дела. Ну, вы же знаете, что не расстанетесь с лесопилками. Я сказал, что ему, как и мне, известно ваше стремление верховодить всеми и вся. А если вы продадите ему лесопилки, то вы же не сможете больше его наставлять. И вы посмели сказать ему про меня такое? А почему бы и нет? Ведь это же правда. По-моему, он искренне со мной согласился. Но он, конечно, слишком джентльмен, чтобы взять и прямо мне об этом сказать. Все это ложь. Я продам ему лесопилки. Возмущенно воскликнула Скарлетт. До этого момента ей в голову не приходило расстаться с лесопилками. У нее было несколько причин сохранять их. Причем наименее существенны были деньги. Последние два-три года она могла бы их продать, когда только ей заблагорассудится, причем за довольно крупную сумму. Но она отклоняла все предложения. Эти лесопилки были реальным доказательством того, чего она сумела достичь сама, вопреки всему. И она гордилась ими и собой. Но главным образом ей не хотелось продавать их, потому что они были единственным связующим звеном между ней и Эшли. Если лесопилки уйдут из ее рук, она будет редко видеться с Эшли, а наедине по всей вероятности и вовсе никогда. А она должна увидеться с ним наедине. Не может она дольше так жить, не зная, что он теперь к ней испытывает, не зная, сгорела ли его любовь от стыда после того страшного вечера, когда Мелани устроила прием. Во время деловых свиданий она могла найти немало поводов для разговора, так что никто бы не догадался, что она специально ищет с ним встречи. А со временем Скарлетт знала, она бы полностью вернула себе то место, которое прежде занимало в его сердце. Но если она продаст лесопилки? Нет, она не собиралась их продавать, но мысль о том, что Ред выставил ее перед Эшли в столь правдивом и столь неблаговидном свете, мгновенно заставила ее передумать. Надо отдать эти лесопилки Эшли и по такой низкой цене, что ее великодушие сразу бросится ему в глаза. Я продам их ему, разозлившись, воскликнула она. Ну, что вы теперь скажете? Глаза Ред еле заметно торжествующе сверкнули, и он наклонился, чтобы завязать Бонни шнурок. Я скажу, что вы об этом будете жалеть, заметил он. И она уже жалела, что произнесла эти поспешно вылетевшие слова. Скажи она их кому угодно, кроме Ред она бы без всякого стеснения взяла их назад. И зачем ей понадобилось так спешить? Она насупилась от злости и посмотрела на Ред. А он смотрел на нее с этим своим обычным настороженным выражением. Так кот наблюдает за мышиной норой. Увидев, что она нахмурилась, он вдруг рассмеялся, обнажив белые зубы. И у Скарлет возникло смутное чувство, что он ловко ее провел. «Вы что, имеете к этому какое-то отношение?» резко спросила она. «Я?» Брови его поднялись в насмешливом удивлении. «Вам бы следовало лучше меня знать. Я не разъезжаю по свету, направо и налево творя добро, без крайней необходимости». В тот вечер она продала Эшли обе лесопилки. Она ничего на этом не прогадала, ибо Эшли не принял ее предложение и купил их по самой высокой цене, какую ей когда-либо предлагали. Когда бумаги были подписаны, и лесопилки навсегда ушли из ее рук, а Мелани подавала Эшли и Рету рюмки с вином, чтобы отпраздновать это событие, Скарлет почувствовала себя обездоленной, словно продала одного из детей. Лесопилки были ее любимым детищем, ее гордостью, плодом труда ее маленьких цепких рук. Она начала с небольшой лесопилки в те черные дни, когда Атланта только поднималась из пепла и развалин, и не было спасения от нужды. Скарлет сражалась, интриговала, оберегая свои лесопилки в те мрачные времена, когда Янки грозили все конфисковать, когда денег было мало, а ловких людей расстреливали. И вот у Атланты стали зарубцовываться раны, повсюду росли дома, и в город каждый день стекались пришельцы. А у Скарлет было две отличные лесопилки, два лесных склада, несколько десятков мулов и команды каторжников, работавшие за сущую ерунду. Теперь, прощаясь со всем этим, она как бы навеки запирала дверь, за которой оставалась та часть ее жизни, когда было много горечи и забот, но она вспоминала эти годы с тоской и удовлетворением. Она ведь создала целое дело, а теперь продала его, и ее угнетала уверенность в том, что, если ее не будет укормила, Эшли все потеряет, все, что ей стоило таких трудов создать. Эшли всем верит, и до сих пор не может отличить доски два на четыре от доски шесть на восемь, а теперь она уже не сможет помочь ему своими советами, и только потому, что Ред изволил сказать Эшли, как Анаде любит верховодить. О, черт бы подрал этого Реда, подумала она, и, наблюдая за ним, все больше убеждалась, что вся эта затея исходит от него. Как это произошло и почему, она не знала. Он в эту минуту беседовал с Эшли, и одно его замечание заставило ее насторожиться. «Я полагаю, вы тот час откажетесь от каторжников», говорил он. «Откажется от каторжников? Почему, собственно, надо от них отказываться? Ред прекрасно знал, что лесопилки приносили такие большие доходы только потому, что она пользовалась дешевым трудом каторжников. И почему это Ред уверен, что Эшли будет поступать именно так, а не иначе? Что он знает о нем? «Да, я тот час отправлю их назад», ответил Эшли, стараясь не смотреть на потрясенную Скарлетт. «Вы что, потеряли рассудок?» воскликнула она. «Вам же не вернут денег, которые заплачены за них по договору. Да и кого вы сумеете потом нанять?» «Вольных негров», сказал Эшли. «Вольных негров! Чепуха!» «Вы же знаете, сколько вам придется им платить. А кроме того, вы посадите себе на шею янки, которые будут ежеминутно проверять, кормите ли вы их курицей три раза в день и спят ли они подстеганным одеялом. Если же какому-нибудь лентяю вы дадите кнута, чтобы его подогнать, янки так разорутся, что их будет слышно в Далтоне, а вы очуритесь в тюрьме. Да ведь каторжники единственные!» Мелани сидела, уставив взгляд в сплетенные на коленях руки. Вид у Эшли был несчастный, но решительный. Какое-то время он молчал, потом глаза его встретились с глазами Ретта, и он увидел в них понимание и поощрение. Скарлетт это заметила. «Я не буду пользоваться трудом каторжников, Скарлетт», спокойно сказал Эшли. «Ну, скажу я вам, сэр, Скарлетт даже задохнулась. А почему нет? Или вы что, боитесь, что люди станут говорить о вас так же, как говорят обо мне?» Эшли поднял голову. «Я не боюсь того, что скажут люди, если я поступаю как надо, а я всегда считал, что пользоваться трудом каторжников не надо». «Но почему?» «Я не могу наживать деньги на принудительном труде и несчастье других». «Но у вас же были рабы!» «Они жили вполне пристойно. А кроме того, после смерти отца я бы всех их освободил. Но война освободила их раньше». «А каторжники?» «Это совсем другое дело, Скарлетт. Сама система их найма дает немало возможностей для надругательства над ними. Вы, возможно, этого не знаете, а я знаю. Я прекрасно знаю, что Джонни Геллигер по крайней мере одного человека в лагере убил. А может быть и больше. Кто станет волноваться по поводу того, что одним каторжником стало меньше? Джонни говорит, что тот человек был убит при попытке к бегству. Но я слышал другое. И я знаю, что он заставляет работать больных людей. Можете называть это суеверием, но я не убежден, что деньги, нажитые на страданиях, могут принести счастье. Чтоб вам пропасть, вы что же хотите сказать? Господи, Эшли, неужели вы купились на эти разглагольствования преподобного Уоллеса насчет грязных денег? Мне не надо было покупаться. Я был убежден в этом задолго до того, как Уоллес начал произносить свои проповеди. Тогда, значит, вы считаете, что все мои деньги грязные? Воскликнула Скарлетт, начиная злиться. Потому что на меня работали каторжники и у меня есть салуны? Она вдруг умолкла. Вид у обоих Уилксов был смущенный, а Ред широко улыбался. Черт бы его подрал в пылу гнева, подумала Скарлетт. Он как Эшли считает, что я опять суюсь не в свои дела. Так бы взяла и стукнула их головами, чтобы лбы затрещали. Она постаралась проглотить свой гнев и принять вид оскорбленного достоинства, но это ей не слишком удалось. Ну, в общем-то, меня ведь это не касается, промолвила она. Скарлетт, только не считайте, что я осуждаю вас. Ничего подобного, просто мы по-разному смотрим может быть, совсем нехорошо для меня. Ей вдруг захотелось остаться с ним наедине. Отчаянно захотелось, чтобы Ред и Мелани были на другом конце света, и тогда она могла бы крикнуть ему, но я хочу смотреть на все так же, как ты. Скажи мне только как, чтобы я поняла и стала такой же. Но в присутствии Мелани, которую от огорчения била дрожь и Реда, стоявшего прислонясь к стене и с усмешкой смотревшего на нее, она могла лишь сказать как можно более холодно оскорбленным тоном. Конечно, это ваше дело, Эшли, и я не помышляю учить вас, как и что делать, но я все же должна сказать, что не понимаю вашей позиции и ваших суждений. Ах, если бы они были одни, и она не была вынуждена говорить с ним так холодно, произносить эти слова, которые огорчали его. Я обидел вас, Карлет, хотя вовсе этого не хотел. Поверьте и простите меня. В том, что я сказал нет, ничего непонятного, просто я действительно верю, что деньги, нажитые определенным путем, редко приносят счастье. Но вы не правы, воскликнула она не в силах больше сдерживаться. посмотрите на меня. Вы же знаете, откуда у меня деньги. И вы знаете, как обстояло дело до того, как они у меня появились. Вы же помните ту зиму в таре, когда в доме стоял такой холод, и мы резали ковры, чтобы сделать подметки для туфель, и нечего было есть, и мы ломали голову, не зная, где будем брать деньги на обучение Боя и Уэйда. Пом! Я все помню. Устало, сказала Эшли, но я предпочел бы это забыть. Ну, вы едва ли можете сказать, что кто-либо из нас был тогда счастлив, верно? А посмотрите на нас сейчас. У вас милый дом, хорошее будущее. А если у кого-нибудь более красивый дом, чем у меня, или более нарядные платья, или лучшие лошади, ни у кого нет такого стола, как у меня. Никто не устраивает лучших приемов, и у моих детей есть все, что они хотят. Но откуда я взяла деньги, чтобы все это стало возможным? Сорвалось дерево? Нет, сэр, каторжники. И арендная плата салуна, и... Не забудьте про того убитого Янки, вставил Ред. Ведь это с него все началось. Скарлетт стремительно повернулась к нему. Резкие слова уже готовы были сорваться, у нее с языка. И эти деньги сделали вас очень-очень счастливой. Верно, дорогая? Спросил он таким сладким, ядовитым тоном. Скарлетт поперхнулась, открыла была рот, быстро оглядела всех троих. Мелани чуть не плакала от неловкости. Эшли вдруг помрачнел и замкнулся, а Ред наблюдал за ней поверх своей сигары и явно забавлялся. Она хотела было крикнуть «Ну, конечно же, они сделали меня счастливой!» Но почему-то не смогла этого произнести. Глава пятьдесят восьмая. Скарлетт заметила, что после ее болезни Ред изменился, но не была уверена, нравится ли ей то, что с ним произошло. Он стал воздержан в выпивке, спокоен и всегда чем-то озабочен. Он чаще ужинал теперь дома, добрее относился к слугам, больше уделял внимания Уэйду и Элли. Он никогда не вспоминал прошлое, даже если это было что-то приятное, и, казалось, молча запрещал и Скарлетт касаться этого в разговоре. Скарлетт вела себя мирно, от добра добра не ищут, и жизнь текла довольно гладко, с внешней стороны. Рэд держался безразлично вежливого тона, который принял в отношении нее, когда она начала выздоравливать, не говорил ей колкостей, мягко растягивая слова, и не ранил своим сарказмом. Она поняла теперь, что, распаляя ее раньше своими ехидными замечаниями и вызывая на горячие споры, он поступал так потому, что его трогало все, что она делает и говорит. Сейчас же она не знала, трогает ли его хоть что-то. Он был вежлив и безразличен, и ей не хватало его заинтересованности, пусть даже ехидной, не хватало былых пререканий и перепалок. Он держался с ней мило, но так точно она ему совсем чужая, и глаза его раньше неотрывно следившие за ней, вот так же следили теперь за Бонни. Такое было впечатление, точно бурный поток его жизни направили в узкий канал. Порой Скарлетт казалось, что если бы Ред уделял ей половину того внимания и нежности, которыми он окружал Бонни, жизнь стала бы иной. Порой ей было даже трудно улыбнуться, когда люди говорили, да чего же капитан Батлер обожествляет свою девочку. Но если она не улыбнется, людям это может показаться странным. А Скарлетт не хотелось признаваться даже себе в том, что она ревнует к маленькой девочке. Тем более, что эта девочка ее любимое дитя. Скарлетт всегда хотелось занимать главное место в сердцах окружающих, а сейчас ей стало ясно, что Ред и Бонни всегда будут занимать главное место в сердце друг друга. Ред часто возвращался домой поздно ночью, но всегда был трезв. Скарлетт нередко слышала, как он тихонько насвистывает, проходя по площадке мимо ее закрытой двери. Иногда вместе с ним в дом приходили какие-то люди и сидели в столовой, разговаривая за коньяком. Это были не те люди, с которыми он пил в первый год после их свадьбы. Богатые саквояжники, подлипалы, республиканцы не появлялись больше в доме по его приглашению. Скарлетт, подкравшись на цыпочках к перилам лестничной площадки, прислушивалась и, к своему изумлению, часто слышала голоса Рене Пикар, Хью Элсинга, братьев Симонсов и Энди Боннелла. И всегда там были дедушка Мэриуэзер и дядя Генри. Однажды, к своему удивлению, она услышала голос доктора Амида. А ведь все эти люди когда-то считали, что Ретта мало повесить. Эта группа была неразрывно связана в ее сознании со смертью Фрэнка, а поздние возвращения Ретта еще больше приводили ей на память времена, предшествовавшие налету куклу с клана, когда Фрэнк расстался с жизнью. Она с ужасом вспоминала слова Ретта о том, что он даже готов вступить в этот их чертов клан, лишь бы стать уважаемым гражданином, хотя он надеялся, что Господь Бог не наложит на него столь тяжкого испытания. Что если Ретт как Фрэнк? Однажды ночью, когда он отсутствовал дольше обычного, Скарлетт почувствовала, что больше не в состоянии выносить напряжение. Услышав звук ключа, поворачиваемого в замке, она накинула капот и, выйдя на освещенную газом площадку лестницы, встретила его у верхней ступеньки. При виде ее, задумчивое и отрешенное выражение на его лице тотчас сменилось удивлением. Ретт, я должна знать, я должна знать, вы случайно не состоите ли вы в клане и потому задерживаетесь так долго. Вы в самом деле вступили? При свете ярко горевшего газа он равнодушно посмотрел на нее, потом улыбнулся. Вы безнадежно отстали, сказал он. В Атланте нет куклу с клана. В Джорджии вообще его скорее всего нет. Вы просто наслушались всяких россказней про клан, которые распространяют ваши друзья, подлипалы и саквояжники. Нет куклу с клана? Вы говорите неправду, чтобы успокоить меня? Дорогая моя, когда же я пытался вас успокаивать? Нет, куклу с клана не существует. Мы решили, что от него больше вреда, пользы, потому что он только раздувал ненависть Янки и лил воду на мельницу его превосходительства губернатора Баллок, давая повод для расправ. К тому же Баллок знает, что сумеет продержаться у власти лишь пока федеральное правительство и газеты Янки будут убеждены в том, что Джорджия полна бунтовщиков и за каждым кустом сидит куклу с клановиц. И вот, чтобы не расставаться с креслом, он отчаянно изобретал всякие возмутительные истории про куклу с клан, рассказывая направо и налево о том, как верных республиканцев подвешивают за большие пальцы, а честных негров линчуют за изнасилование. Он стреляет по несуществующим мишеням, и он это знает. Благодарю вас за то, что вы за меня волнуетесь, но куклу с клан перестал существовать вскоре после того, как я отошел от подлипал и превратился в скромного демократа. Почти все, что он говорил насчет губернатора Баллока, вошло у Скарлетт в одно ухо и вышло в другое, ибо мозг ее заполняла радостная мысль, что клана больше нет. Ретта не убьют, как убили Фрэнка, она не потеряет свои лавки и своих денег. Но одно слово, сказанное Реттем, всплыло в ее сознании. Он сказал мы, как нечто само собой разумеющееся, связывая себя с теми, кого называл прежде Старой Гвардией. Ретт, неожиданно спросила она, а вы имели какое-то отношение к распуску клана? Он посмотрел на нее долгим взглядом, и в глазах его затанцевали искорки, да, любовь моя? Эшли Уилкс и я главным образом за это в ответе. Эшли? И вы? Да, хотя это и звучит пошло, но политика укладывает очень разных людей в одну постель. А ни я, ни Эшли не жаждем очутиться в одной постели. Однако, Эшли никогда не верил в куклу с клан, потому что он вообще против насилия. А я никогда не верил, потому что все это просто идиотизм, и таким путем ничего не добьешься. Это единственный способ заставить Янки сидеть у нас на шее до второго пришествия. И вот мы с Эшли убедили горячие головы, что сумеем добиться куда большего, наблюдая, выжидая и кое-что делая, чем если наденем ночные рубашки и будем размахивать огненными крестами. Не хотите же вы сказать, что мужчины приняли ваш совет, при том, что вы... что я спекулянт? Подлипала? Человек, действовавший заодно с Янки? Вы забываете, миссис Батлер, что я теперь добропорядочный демократ, преданный до последней капли крови, благородной цели вытащить наш любимый штат из рук насильников. Я дал им хороший совет, и они его послушаются. Не менее хорошие советы даю я и по другим вопросам, связанным с политикой. У нас в законодательном собрании теперь демократическое большинство, верно? И очень скоро, любовь моя, мы засадим кое-кого из наших добрых друзей республиканцев за решетку. Слишком они стали алчными, слишком в открытую повели игру. И вы поможете засадить их в тюрьму? Но ведь это же были ваши друзья. Они взяли вас в свою компанию, когда выпускали железнодорожные акции, на которых вы заработали тысячи. Ред вдруг усмехнулся, как бывало, с легкой издевкой. О, я им за это не помню зла, но я перешел на другую сторону. И если в моих силах помочь засадить их туда, где им место, я это сделаю. И вы еще увидите, какую пользу мне это принесет. я достаточно осведомлен о подоплеке некоторых дел, и мои знания могут очень пригодиться, когда законодательное собрание начнет копаться в этих делах, а судя по всему, это не за горами. Займется собрание и губернатором, и если сумеет, засадит и его в тюрьму. Предупредите-ка лучше ваших добрых друзей Геллертов и Ханденов, чтобы они готовились покинуть город, потому что если сапают губернатора, им тоже не миновать. Но Скарлетт слишком долго наблюдала, как республиканцы, опираясь на армию Янки, правили Джорджии, чтобы поверить небрежно брошенным словам Ретта. Слишком прочно сидел в своем кресле губернатор, чтобы какое-либо законодательное собрание могло сладить с ним, а тем более посадить его в тюрьму. Какую вы несете чушь? Заметила она. Если его и не посадят в тюрьму, то уж во всяком случае не переизберут. В следующий раз губернатором у нас будет демократ для разнообразия. Я полагаю, это тоже будет делом ваших рук, иронически спросила она. Конечно, моя кошечка, именно этим я сейчас и занимаюсь, потому так поздно и домой прихожу. Я работаю больше, чем работал лопатой во времена золотой лихорадки. Пытаюсь помочь провести выборы. И я знаю, это причинит вам боль, миссис Батлер, но я дал немало денег на их организацию. Помните, много лет тому назад вы сказали мне в лавке Фрэнка, что я поступаю бесчестно, держа у себя золото конфедерации. Вот теперь наконец я согласился с вами, и золото конфедерации идет на то, чтобы вернуть конфедератом власть. Да вы швыряете деньги в крысиную нору. Что? Это вы демократическую партию называете крысиной норой? Он с насмешкой посмотрел на нее, и глаза его снова стали спокойными, ничего не выражающими. Мне безразлично, кто победит на выборах. Но мне не безразлично то, что все теперь знают, сколько я положил на это сил, и сколько потратил денег. Об этом будут помнить не один год, и это принесет свою пользу Бонни. Услышав ваши благочестивые речи, я даже испугалась, решив, что вы изменили свои взгляды. Но вижу сейчас, что вы также неискренни по отношению к демократам, как и ко всем остальным. Взглядов своих я не менял, переменил только шкуру. Наверное, можно закрасить пятна у леопарда, он все равно леопардом останется. Бонни, проснувшаяся от звука голосов на лестнице, сонным голосом но повелительно позвала «Папочка!» И Ред шагнул было к ее двери мимо Скарлетт. «Ред, обождите. Я еще хочу сказать вам кое-что. Перестаньте брать с собой Бонни на политические митинги. Это производит нехорошее впечатление. Что за причудо брать маленькую девочку в такие места? Да вы и сами выглядите глупо. Мне в голову не приходило, что вы таскаете ее туда, пока дядя Генри не упомянул об этом. Видимо, считая, что я знаю, и... Ред круто повернулся к ней. Лицо его стало жестким. А что плохого в том, что девочка сидит у отца на коленях, пока он разговаривает с друзьями? Вам, возможно, кажется, что это выглядит глупо, но это вовсе не так. Люди надолго запомнят, что Бонни сидел у меня на коленях, когда я помогал выкуривать республиканцев из этого штата. Люди надолго запомнят. Лицо его утратило жесткость, в глазах загорелся лукавый огонек. А вы знаете, когда Бонни спрашивают, кого она больше всех любит? Она говорит папочку и демикатов. А когда спрашивают, кого она больше всех не любит, она говорит подъепал. Люди, слава богу, помнят такое. И вы, очевидно, говорите ей, что я подлипала. Не в силах сдержать ярость, громко воскликнула Скарлетт. Папочка! Развенел детский голосок, на этот раз с возмущением, и, смеясь, вошел в комнату дочери. В октябре того года губернатор Баллок покинул свой пост и бежал из Джорджии. Разграбление общественных фондов, непомерные траты и коррупция достигли при его правлении таких размеров, что здание рухнуло под собственной тяжестью. Даже в партии Баллока произошел раскол. Столь велико было негодование публики. Демократы имели теперь большинство мест в законодательном собрании, и это означало лишь одно. Баллок, узнав, что собрание намеревается расследовать его деятельность и опасаясь, что ему предъявят импичмент, то есть отрешат от должности и посадят в тюрьму, не стал ждать. Он тайком поспешно удрал, позаботившись о том, чтобы его прошение об отставке было обнародовано лишь после того, как сам он благополучно достигнет Севера. Когда весть об этом облетела город, через неделю после бегства Баллока, Атланта себя не помнила от возбуждения и радости. Улицы заполнились народом, мужчины смеялись и, поздравляя друг друга, обменивались рукопожатиями, женщины целовались и плакали, все праздновали и устраивали приемы, и пожарные были заняты по горло, воюя с пламенем, загоравшимся от шутих, которые пускали на радостях мальчишки. Опасность уже позади. Реконструкция почти закончилась. На всякий случай в губернаторах оставили республиканца, но в декабре предстояли новые выборы, и никто не сомневался в том, каковы будут их результаты. А когда выборы наступили, несмотря на отчаянные усилия республиканцев, в Джорджии губернатором снова стал демократ. И люди тоже радовались, тоже волновались, но иначе, чем тогда, когда удрал баллок. Радость была менее буйная, более прочувствованная. Люди от всей души благодарили Бога, и все церкви были полны, и священники возносили хвалу Господу за избавление штата. К восторгу и радости примешивалась гордость. Гордость за то, что в Джорджии, несмотря на все усилия Вашингтона, удалось восстановить прежнее правление, несмотря на присутствие армии, несмотря на наличие саквояжников, подлипал и местных республиканцев. Семь раз Конгресс принимал акты, направленные на то, чтобы раздавить штат, оставить его на положении завоеванной провинции. Трижды армия отменяла гражданские законы. В законодательное собрание проникли негры, алчные чужеземцы правили штатом, частные лица обогащались за счет общественных фондов. Джорджия лежала раздавленная, беспомощная, измученная, оплеванная. А теперь, невзирая ни на что, она снова стала сама собой. И все это благодаря усилиям своих граждан. Столь неожиданный поворот в судьбе республиканцев не всеми был воспринят как великое счастье. Уныние воцарилось в рядах подлипал, саквояжников и самих республиканцев. Геллерты и Хандены, явно узнав об отставке Баллока еще до того, как это стало широко известно, неожиданно покинули город и растворились в небытии, откуда они и появились. Оставшиеся в Атланте саквояжники и подлипалы чувствовали себя неуверенно. Напуганные случившимся, они жались друг другу в поисках взаимной поддержки, гадая, какие из их темных делишек выплывут на свет в связи с начавшимся расследованием. Они уже не держались с высокомерным пренебрежением, они были потрясены, растерянны, испуганы. И дамы, посещавшие Скарлетт, повторяли снова и снова. Но кто бы мог подумать, что так все повернется? Мы ведь считали губернатора всемогущим, мы считали, что он здесь навеки. Мы считали? Скарлетт была не меньше их потрясена поворотом событий, хотя Ред и предупреждал ее о том, в каком направлении они будут развиваться. И она вовсе не жалела, что баллока не стала, а демократы вернулись к власти. Хотя никто бы этому не поверил, но и она восприняла с мрачной радостью, известия о том, что господству Янки наступил конец. Слишком живо она помнила, как ей пришлось изворачиваться в первые дни реконструкции, как она страшилась, что солдаты и саквояжники отберут у нее деньги и собственность. Она помнила, как была беспомощна, какой панический страх обуревал ее от того, что она не в силах была ничего предпринять, какую питала ненависть к Янке, навязавшим Югу свое жестокое правление. И эта ненависть к Янке никогда у нее не иссякала. Но, пытаясь наиболее достойно выйти из положения, пытаясь добиться полной безопасности и уверенности в завтрашнем дне, она шагала в ногу с победителями. При всей своей нелюбви к ним она окружила себя ими, порвала узы, связывавшие ее со старыми друзьями и прежним образом жизни. А теперь власть победителя испарилась. Скарлетт поставила на то, что правлению балок не будет конца и проиграла. Озираясь вокруг в то Рождество 1871 года, самое счастливое Рождество для штата за последние десять лет, Скарлетт испытывала чувство глубокого беспокойства. Она не могла не видеть, что Ред, которого раньше все ненавидели в Атланте, стал теперь одним из самых популярных жителей города, ибо он смиренно отрекся от республиканской ереси и отдавал все свое время, деньги, труд и разум Джорджии, помогая ей вернуться к былому благополучию. Когда он ехал по улицам, улыбаясь, приподнимая шляпу в знак приветствия, с маленьким голубым комочком Бонни, торчавшим впереди него в седле, все тоже улыбались ему, охотно с ним заговаривали и дружелюбно поглядывали на девочку. А она Скарлетт. Глава 59. Всем было известно, что Бонни Батлер ни в чем не знает удержу и что ей нужна твердая рука, но все так любили девочку, что ни у кого не хватало духу проявить необходимую твердость. Впервые она вышла из повиновения во время поездки с отцом. Когда она была с Реттом в Новом Орлеане и Чарльстоне, ей позволяли допоздна сидеть со взрослыми, и она часто засыпала у отца на руках в театрах, ресторанах и за карточным столом. С тех пор только силой можно было заставить ее лечь в постель одновременно с послушной Эллой. Пока Бонни была с Реттом, он позволял ей носить любые платья, и с той поры она поднимала скандал, всякий раз, как мамушка пыталась надеть на нее бумажное платье и передничек вместо голубого тофтового платья с кружевным воротничком. Вернуть то, что было упущено, пока девочка жила вне дома и позже, когда Скарлетт заболела и находилась в таре, не представлялось уже возможным. Бонни росла, и Скарлетт пыталась приструнивать ее, пыталась смягчить ее нрав и не слишком баловать, но все эти усилия почти ничего не давали. Ретт всегда брал сторону ребенка, какими бы нелепыми ни были желания Бонни и как бы возмутительно она себя не вела. Он поощрял ее, когда она говорила, подражая взрослым, и относился к ней как взрослый, выслушивая серьезным видом ее суждения и прикидываясь, будто следует им. В результате Бонни могла оборвать кого угодно из старших, перечила отцу и осаживала его. Он же только смеялся и не разрешал Скарлетт даже хлопнуть девочку по руке в наказание. Если бы она не была такой милой и ласковой девчушкой, она была бы просто невыносима, мрачно размышляла Скарлетт, неожиданно осознав, что дочка может помериться с ней силой воли. Она обожает Ретта, и он мог бы заставить ее лучше себя вести, если бы хотел. Однако Ретт не выказывал ни малейшего желания заставлять Бонни вести себя как следует. Что бы она ни делала, все признавалось правильным, и, попрося на Луну, она получила бы ее, сумея отец ее достать. Он бесконечно гордился хорошенькой мордочкой своей дочки, ее кудряшками, ямочками, изящными движениями. Ретту нравилось ее зубоскальство, ее задор, милая манера выказывать ему свою любовь и привязанность. Хотя избалованная и капризная Бонни вызывала такую всеобщую любовь, что у Ретты не хватало духу даже пытаться ее обуздать. Он был для нее богом, средоточием ее маленького мирка и слишком ценил это, боясь наставлениями все разрушить. Она льнула к нему как тень, она будила его, не дав ему выспаться, сидела рядом с ним за столом и ела то с его тарелки, то со своей, ездила с ним в одном седле на лошади и никому, кроме Ретта, не позволяла себя раздевать и укладывать в кроватку, стоявшую рядом с его большой кроватью. Скарлетт забавляла и трогала то, как ее маленькая дочка деспотично правит отцом. Кто бы мог подумать, что именно Ретт так серьезно воспримет отцовство. Но порой жало ревности пронзала Скарлетт, так как Бонни в четыре года лучше понимала Ретта, чем когда-либо понимала его сама Скарлетт, и лучше, чем Скарлетт справлялась с ним. Когда Бонни исполнилось четыре года, мамушка принялась ворчать по поводу того, что нехорошо, мол, детяти, к тому же девочки, ездить верхом в седле впереди своего папочки, да еще задравши платье. Ретт с вниманием отнесся к этому замечанию, как относился вообще ко всем замечаниям мамушки по поводу воспитания девочек. В итоге появился маленький бело-бурый шотландский пони с длинной шелковистой гривой и длинным хвостом, а в придачу крошечное седло, инкрустированное серебром. Пони, разумеется, предназначался для всех троих детей, и Ретт купил также седло для Уэйда, но Уэйд предпочитал общество Синбернар, а Элла вообще боялась животных. Итак, пони стал собственностью всеобщей любимицы, и нарекли его мистер Батлер. Радость Бонни омрачалась лишь тем, что она не могла ездить верхом, как отец, но когда он объяснил ей, насколько труднее сидеть в дамском седле, она успокоилась и быстро научилась кататься. Ретт несказанно гордился ее хорошей посадкой и крепкой рукой. Подождите, что еще будет, когда она вырастет и станет охотиться? похвалялся он. Никто не сможет сравниться с ней. Я увезу ее тогда в Виргинию, вот где настоящая охота, и в Кентукки, где ценят хороших наездников. Когда дело дошло до костюма для верховой езды, девчушке было предоставлено право выбрать цвет материи, и, как всегда, она выбрала голубой. Но, деточка, не этот же голубой бархат. Голубой бархат это мне для вечернего платья, рассмеялась Скарлетт, а маленькие девочки носят добротное черное сукно. И, увидев, как сошлись крохотные черные бровки, мать добавила, ради всего святого, Ретт, да скажите вы ей, что это не годится, ведь платье мигом станет грязным. Ну, пусть у нее будет костюм из голубого бархата, если он испачкается, сошем ей новый, как ни в чем не бывало, сказал Ретт. Итак, Бонни получила голубой бархатный костюм для верховой езды с длинной юбкой, не спадавшей на бок пони, и черную шапочку с красным пером, потому что рассказы тети Мелли про перо, которое носил Джефф Стюарт, воспламенили воображение девочки. В ясные погожие дни отец с дочерью катались по персиковой улице, и Ретт придерживал своего большого вороного коня, чтобы тот шел в ногу с толстоногим пони. Иной раз Ретт и Бонни скакали по тихим дорогам вокруг города, спугивая кур, собак и детей. Бонни хлистала мистера Баттлера кнутом, спутанные локоны ее развивались по ветру, а Ретт твердой рукой придерживал своего коня, чтобы девочка считала, что мистер Баттлер выигрывает состязание. Удостоверившись в хорошей посадке, крепкой руке и полном бесстрашии Бонни, Ретт учить ее брать на лошади препятствия, совсем невысокие, в пределах возможности коротконогого мистера Баттлера. Для этого Ретт построил на заднем дворе низкий барьер и платил Ошу, одному из малолетних племянников дядюшки Питера, 25 центов в день, чтобы тот учил мистера Баттлера прыгать. Начали они с прыжков через перекладину, закрепленную на высоте двух дюймов от земли, и постепенно добрались до одного фута. Эта затея была встречена всеми тремя заинтересованными сторонами в штыки, а именно Уошем, мистером Баттлером и Бонни. Уош боялся лошадей, и только поистине королевское вознаграждение могло побудить его заставлять упрямого пони по двадцать раз в день скакать через барьер. Мистер Баттлер, кладнокровно сносивший выходки маленькой хозяйки, когда она дергала его за хвост, или позволявший без конца осматривать себе копыта, считал, что творец создал его вовсе не за тем, чтобы переносить свою толстую тушу через перекладину. Бонни, не терпевшая, чтобы кто-то еще ездил на ее пони, приплясывала от нетерпения, пока мистера Баттлера учили уму-разуму. Когда Рэд наконец решил, что пони достаточно хорошо обучен новому делу и ему можно доверить дочку, волнение у малышки не было конца. Она победоносно совершила первый прыжок и теперь уже езда рядом с отцом потеряла для нее все свое очарование. Скарлетт лишь посмеивалась над восторгами и бахвальством отца и дочки. Она, однако, считала, что, как только новизна этой затеи притупится, Бонни увлечется чем-то другим и все обретут мир и покой. Но этот вид спорта Бонни не приедался. От беседки в дальнем конце заднего двора до барьера тянулась утоптанная дорожка и все утро во дворе раздавались возбужденные вопли. Дедушка Мэри Уэзер, объехавший в 1849 году всю страну, говорил, что именно так кричат апачи, удачно сняв с кого-нибудь скальп. Пошла неделя и Бонни попросила, чтобы ей подняли перекладину на полтора фута над землей. Когда тебе исполнится шесть лет, сказал отец, тогда ты сможешь прыгать выше и я куплю тебе лошадку побольше. У мистера Батлера коротковатые ноги. Ничего подобного, я перепрыгивала через розовые кусты тети Мелли, а они во какие большие. Нет, надо подождать, сказал отец, впервые настаивая на своем. Но твердость его постепенно таяла под воздействием бесконечных настойчивых требований и истерик дочки. Ну, ладно, рассмеявшись, сказал он как-то утром и передвинул повыше узкую белую планку. «Если упадешь, не плачь и не вини меня». «Мама!» закричала Бонни, запрокинув голову к верху к окну спальни Скарлетт. «Мама, смотри, папа сказал, что я могу прыгнуть выше». Скарлетт, расчесывавшая в это время волосы, подошла к окну и улыбнулась возбужденному маленькому существу, такому нелепому в своей перепачканной голубой амазонке. Право же, надо будет шить ей другой костюм, подумала она. «Только одному Богу известно, как я заставлю ее снять всю эту грязь». «Мама, смотри!» «Смотрю, милочка», сказал, улыбаясь Скарлетт. Ред поднял малышку и посадил на пони. И Скарлетт, при виде ее прямой спинки и горделивой посадки головы, вдруг ощутила прилив гордости за дочи крикнула. «Какая же ты у меня красавица, моя бесценная!» «Ты тоже!» великодушно откликнулась пони, и, ударив мистера батлера ногой под ребра, галопом понеслась вдаль не конец двора к беседке. «Мама, смотри, как я сейчас прыгну!» крикнула она и ударила хлыстом пони. «Смотри, как я сейчас прыгну!» Словно прозвонил колокол, будя воспоминание. Что-то зловещее было в этих словах. Что именно? Почему она не может сразу вспомнить? Скарлетт смотрела вниз на свою маленькую дочурку, изящно сидевшую на скачущем пони, и лоб ее прорезала глубокая морщина, а в груди вдруг разлился холод. Бонни мчалась во весь опор, черные кудри, ее подскакивали, голубые глаза блестели. Глаза у нее совсем как у моего папы, подумала Скарлетт, голубые глаза ирландки, и вообще она во всем похожа на него. И, подумав о Джералде, она сразу вспомнила то, что так старалась выискать в памяти, вспомнила отчетливо, словно при свете молнии, вдруг озарившем все вокруг, и сердце у нее остановилось. Она вдруг услышала ирландскую песню, услышала стремительный топот копыт вверх по выгону в таре, услышала беспечный голос, такой похожий на голос ее девочки. «Эллен, смотри, как я сейчас прыгну!» «Нет!» закричала она. «Нет! Стой, Бонни! Стой!» Она еще не успела высунуться из окна, как услышала страшный треск дерева, хриплый крик Рэта, увидела взлетевший голубой бархат и копыта пони, взрыхлившие землю. Затем мистер Батлер поднялся на ноги и затрусил прочь с пустым седлом. На третий вечер после смерти Бонни мамушка медленно проковыляла вверх по ступенькам, ведущим на кухню в доме Мелани. Она была вся в черном, от больших мужских ботинок, разрезанных, чтобы свободнее было пальцем, до черной косынки на голове. Ее мутные старые глаза были воспалены, веки покраснели, и от всей монументальной фигуры веяло горем. На лице ее застыло выражение грустного удивления, словно губы были решительно сжаты. Она тихо сказала несколько слов Дилси, и та покорно кивнула, словно в их старой вражде наступило перемирие. Дилси поставила тарелки, которые она держала в руках, и прошла через чуланчик в столовую. Минуту спустя Мелани уже появилась на кухне с салфеткой в руке и взволнованно спросила «С мисс Карлетт что-нибудь?» «Мисс Карлетт держится как всегда», медленно произнесла мамушка. «Я не хочу мешать вам ужинать, мисс Мелли. Я могу и подождать. Еще успею ведь сказать вам, что у меня на уме». «Ужин может подождать», сказала Мелани. «Дилси, подавай, что осталось. Пойдем со мной, мамушка». Мамушка в перевалку последовала за ней. Через кухню, мимо столовой, где во главе стола сидел Эшли, рядом с ним Бо, а напротив двое детей с Карлетт, отчаянно стучавших суповыми ложками. Счастливые голоса у Эйда и Эллы наполняли комнату. Им ведь столь долгое пребывание у тети Мелли казалось чем-то вроде пикника. Тетя Мелли была всегда такая добрая, а сейчас особенно. Смерть младшей сестренки почти не произвела на них впечатления. Бонни упала со своей лошадки, и мама долго плакала. А тогда тетя Мелли взяла их к себе поиграть с Бо, и им давали кекс и сладкий пирог. Стоило только попросить. Мелани провела мамушку в малую гостиную, уставленную книжными шкафами, прикрыла дверь и предложила ей присесть на софу. «Я как раз собиралась прийти к вам после ужина», сказала она. «Теперь, раз матушка капитана Батлера приехала, похороны, очевидно, будут завтра утром». «Похороны? Вот с этим-то я к вам и пришла», сказала мамушка. «Мисс Мелли, мы все в большой беде, я пришла к вам за помощью. Одни страдания, моя ласточка, одни страдания». «Мисс Карлетт что, слегла, озабоченно спросила Мелани, я ведь почти не видела ее с тех пор, как Бонни. Она заперлась у себя в комнате, а капитана Батлера не было дома и... Вдруг слезы потекли по черному лицу мамушки. Мелани села рядом с ней, принялась гладить ее по плечу, и через какое-то время мамушка приподняла свою черную юбку и вытерла глаза. «Вы должны пойти помочь нам, мисс Мелли, я-то делаю все, что могу, да толку чуть». «Мисс Карлетт?» Мамушка выпрямилась. «Мисс Мелли, вы-то не хуже меня знаете, мисс Карлетт. Сколько страдала эта бедная дитя, дай ей только бог силы все вынести». «А уж это последнее горе и вовсе разбило ей сердце». «Но она выстоит». «А пришла-то я к вам из-за мистера Ретта. Мне так хотелось повидать его, но всякий раз, как я к вам заходила, он был либо в городе, либо сидел запершись у тебя в комнате. А Скарлетт ходила словно привидение и молчала. «Да говори же скорее, мамушка, ты ведь знаешь, что я помогу, если только это в моих силах». Мамушка вытерла нос тыльной стороной ладони. «Я говорю вам, мисс Скарлетт все может выдержать, что Господь пошлет, потому как ей уже много испытаний было послано. А вот мистер Ретт, мисс Мелли, он ведь никогда ничего не терпел, ежели ему не по нраву, никогда, ничегошеньки. Вот из-за него-то я к вам и пришла. Но мисс Мелли, вам надо пойти сегодня к нам, сейчас, вечером». В голосе мамушки звучала настоятельная мольба. «Может, мистер Ретт послушает вас? Он он всегда так высоко вас ставил?» «Ах, мамушка, да что же это? О чем ты говоришь?» Мамушка распрямила плечи. «Мисс Мелли, мистер Ретт, он совсем ума решился. Не хочет, чтобы мы увозили маленькую мисс». «Ума решился? Ну что ты, мамушка, нет! Я не вру, чистая правда. Он не даст нам похоронить дитятка. Он так мне сам и сказал только час назад. Но не может же он, ведь он же... Вот потому я и говорю, что он ума решился. Но почему? Мисс Мелли, я вам не все сказала. Не должна я говорить, да только вы ведь все равно нам как родная. И только вам я и могу сказать. Я вам все говорю. Вы же знаете, как он любил свою дитятку. Никогда еще я не видела, чтоб мужчина, черный или белый, так любил свою дитятку. Он сразу как с ума сошел, когда доктор Митт сказал, у нее шейка сломалась. Он тогда схватил ружье, побежал и пристрелил этого бедного пони, а я, клянусь богом, думала, он пристрелит и себя. Я совсем было растерялась. Мисс Карлет лежит в обмороке, все соседи по дому бегают туда-сюда, а мистер Ред держит свою дочку и не дает мне даже вымыть ей личико, а оно все в земле было измазано. А когда мисс Карлет пришла в себя, я подумала, слава тебе, господи, теперь они хоть утешат друг дружку. Слезы снова полились, но на этот раз мамушка даже не пыталась их утирать. Да только как она пришла в себя, кинулась в комнату, где он сидел с мисс Бонни на руках и говорит, отдайте мне моего ребенка, вы убили ее. Ах нет, не могла она так сказать. Да, мэм, так и сказала, слово в слово, вы убили ее. А мне так стало жалко мистера Ретта, и я как заплачу, потому вид у него был точно у побитой собаки. Я ей сказала, отдайте дитятка няне, не позволю я, чтобы такое говорили над бедной моей маленькой мисс. И забрала я у него доченьку, я отнесла к ним в комнату и вымыла ей личико. Но я все слышала, что они говорили, и у меня прямо кровь стыла. Чего они только не наговорили друг другу? Мисс Карлет обозвала его убивцем. Зачем он позволил деточке прыгать так высоко? А он сказал, что мисс Карлет плевать было на Бонни и на всех своих детей ей наплевать. Замолчи, мамушка, не рассказывай мне больше. Нехорошо, чтобы ты мне такое рассказывала, воскликнула Мелани, стараясь отогнать от себя страшную картину, возникшую перед ее глазами, пока она слушала мамушку. Я знаю, не мое это дело вам говорить, но уж больно у меня на душе накипело, так что я сама не знаю, что и говорю. Значит, потом взял он ее и сам отнес гробовщику, а когда принес назад, положил на кроватку у себя в комнате. Тут мисс Карлетт говорит, надо ей лежать в гостиной в гробике. Так я думала, мистер Ред ударит ее, но он только холодно ей сказал, ей место в моей комнате, а потом повернулся ко мне и говорит, мамушка, последи, чтобы она лежала тут, пока я вернусь, а сам вскочил на лошадь и ускакал, и до самого заката не возвращался, а как вернулся домой, вижу, он выпивший, крепко выпивший, но только как всегда держится. Влетел он в дом, и не с мисс Карлетт, не с мисс Питти, ни с кем из леди, которые пришли навестить нас, ни слова. Взлетел по лестнице, распахнул дверь в свою комнату, да как закричит мне, а когда я прибежала, быстро бежала, как только могла, стоит он у кроватки, а в комнате темнотища, я его едва видела, потому, как ставни-то ведь были закрыты. Он и говорит мне это грубо, открой ставни, темно, я их открываю, а он смотрит на меня, и ей-богу, мисс Мелли, у меня прям коленки подогнулись, такой он страшный был, а потом и говорит, принеси свечей, да побольше, и пусть все горят, и не смей закрывать ставни и опускать шторы, разве ты не знаешь, что мисс Бонни боится темноты? Расширенные от ужаса глаза Мелани встретились с глазами мамушки, и та многозначительно кивнула, так и сказал, мисс Бонни боится темноты, мамушку передернула, принесла я ему с десяток свечей, а он говорит, уходи, а потом запер дверь и сидел там с маленькой мисс, и не открыл дверь даже мисс Карлет, даже когда она принялась стучать и кричать, и так оно уже два дня, и про похороны он ничего не говорит, утром открывает дверь, потом снова запирает, садится на лошади в город, а потом на закате приезжает пьяный, снова запирается и ничего не ест и ни чуточки не спит, а тут приехала его матушка, старая мисс Батлер, приехала из Чарльстона на похороны, и мисс Юлин, и мистер Уилл, и старый приехали, да только мистер Ред ни с кем не желает говорить, ох, мисс Мелли, это ужас, что, а будет и хуже, и люди начнут говорить, скандал, да и только, ну, а сегодня вечером, помолчав немного, продолжала мамушка и снова вытерла нос тыльной стороной ладони, сегодня вечером мисс Карлетт подстерегла его наверху, когда он воротился, и вошла с ним в комнату, и говорит, похороны будут завтра утром, а он говорит, только устройте похороны, и я вас завтра же убью, ах, он, должно быть, помешался, да, мэм, а потом они заговорили так тихо, и я ничего не слышала, слышала только, как он снова сказал, что мисс Бонни боится темноты, а в могиле очень темно, а немного погодя, мисс Карлетт сказала, чего вы так убиваетесь, сами же убили ее, чтобы потешить свою гордость, а он ей говорит, неужели у вас нет жалости, а она говорит, нет, и ребенка у меня тоже нет, я устала от того, как вы себя ведете с тех пор, как погибла Бонни, это же скандал, а вас весь город говорит, вы все время пьяный, и если думаете, я такая глупая, что не знаю, где вы время проводите, то вы просто дурак, я же знаю, что вы все дни у этой твари, красотки Отлинг, ах, мамушка, нет, да, мэм, так она и сказала, и мисс Мелли, это правда, негры, они узнают очень многое куда быстрее белых людей, и я знала, где он был, да только никому слова не сказала, а он и не отпирался, говорит, да, мэм, именно там я и был, и нечего вам прикидываться, вам ведь все равно, веселый дом это рай для несчастного, по сравнению с этим мадом, в котором я живу, а у красотки самое доброе сердце на свете, она не говорила мне, что я убил моего ребенка, воскликнула Мэла, не пораженная в самое сердце, ее собственная жизнь текла так мирно, она была так защищена, так ограждена всеми любившими ее людьми, так полна добра, что картина, возникавшая с рассказом мамушки, была выше ее понимания, она не могла этому поверить, и, однако, в мозгу ее шевельнулось воспоминание, которое она поспешила отодвинуть вглубь памяти, как попыталась бы забыть чью-то случайно увиденную наготу. В тот день, когда Рэд плакал, уткнувшись головой ей в колени, он упоминал имя красотки Уотлинг, но любил-то он Скарлетт, она не могла ошибиться, и, конечно же, Скарлетт любит его, что же встало между ними, как могут муж и жена так больно ранить друг друга, вооружившись каждой самым острым ножом, а мамушка тем временем с трудом продолжала свой рассказ, потом мисс Скарлетт вышла из комнаты белая, как простыня, но губы сжатая да крепко, упрямо, увидала меня, что я стою там и говорит «Похороны завтра, мамушка!» и прошла мимо, как привидение. Тут сердце у меня перевернулось, потому как ежели мисс Скарлетт что скажет, так она и сделает, и мистер Рэд тоже, как скажет, так и сделает. А ведь он сказал, что убьет ее, ежели она это сделает. Тут уж я совсем растерялась мисс Мелли, потому как есть у меня на совести одно дело, и очень оно меня давит. Мисс Мелли, это я ведь напугала маленькую мисс с темнотой-то. Ух, мамушка, ну какое это имеет значение сейчас? Да нет, мэм, имеет. Из-за этого-то вся и беда. И вот надумала я, скажу-ка я все мистеру Рэду, пусть он убьет меня. Да только не могу я молчать, потому как это лежит у меня на совесть. Я в дверь шасть, покуда он не запер ее, и говорю, мистер Рэд, я пришла вам исповедаться. А он повернулся ко мне точно сумасшедший и говорит, уходи. И, клянусь богом, никогда еще я так не пугалась. А все равно говорю ему, пожалуйста, мистер Рэд, уж вы дайте мне сказать не то, я просто помру. Ведь это я напугала маленькую мисс темнотой то. И тут мисс Мелли опустила я голову и стала ждать, когда он меня ударит. А он молчит. И тогда я говорю, я да только мистер Рэд, дитятка ведь была уж больно неосторожная. Ничего она не боялась. Как все лягут спать, она вылезет из кроватки и ну по всему дому бегать босая. А я забеспокоилась, потому как боялась, вдруг она себя зашибет. Вот я и сказала ей, что там в темноте живут привидения и оборотни. И знаете, мисс Мелли, что он сделал? Лицо у него стало такое доброе. Подошел он ко мне и положил мне руку на плечо. А это в первый раз так и говорит. Она была очень храбрая, верно? Только темноты боялась, а больше не боялась ничего. Я тут как расплачусь, а он и говорит, ну, ну, мамушка, и погладил меня. Ну, мамушка, не надо так убиваться, я рад, что ты мне сказала. Я знаю, ты любишь мисс Бонни, и раз ты ее любишь, значит, все это пустяки. Важно то, что у человека на сердце. Ну, я тут немножечко приободрилась, собралась духом и говорю, мистер Ред, а как же насчет похорон-то будет? Тут он повернулся ко мне точно бешеный, глаза сверкают и говорит, господи, боже мой, я-то думал, хоть ты понимаешь, раз никто больше не понимает, да неужто ты думаешь, я позволю, чтоб мое дитя положили в темноту, когда она так боится темноты, так и слышу, как она кричала, когда просыпалась в темноте, а я не хочу ее пугать. Тут мисс Мелли, я и поняла, что он ума решился, пьяный он, и не спит, и не ест, но это что? Главное, он совсем рехнулся, вытолкал меня за дверь и говорит, убирайся к черту отсюда, а я иду вниз по лестнице и думаю себе, он говорит, что никаких похорон не будет, а мисс Карлетт говорит завтра утром, и он говорит, что пристрелит ее, а в доме полно родственников, и все соседи уже чешут языки и кудахтуют, точно куры на насестье, вот я и подумала про вас, мисс Мелли, вы должны пойти помочь нам, ох, мамушка, не могу я в такое вмешиваться, если вы не можете, кто же может-то, ну, что я могу сделать, мамушка, не знаю я, мисс Мелли, но что-то вы можете сделать, поговорите с мистером Рэтм, глядишь, он вас и послушает, он ведь очень высоко восставит, мисс Мелли, может, вы этого и не знаете, а только это так, сколько раз я слыхала, как он говорил, что только вы и есть настоящая леди, но, Мелани поднялась в смятении, сердце у нее мучительно заколотилось при одной мысли о встрече с Рэтм, она вся похолодела, понимая, что придется спорить с человеком, судя по описанию мамушки, потерявшим разум от горя. У нее заныло сердце, стоило ей подумать, что придется войти в ярко освещенную комнату, где лежит маленькая девочка, которую она так любила. Что делать? Что сказать Рэту, чтобы утешить его горе и вернуть ему разум? С минут у Мелани стояла, не зная, на что решиться, и вдруг сквозь закрытую дверь, до нее донесся звонкий смех ее мальчика. И словно ножом по сердцу резанула мысль, что было бы, если бы он умер, что, если бы ее боли лежал сейчас наверху, застывший и холодный, а его веселый смех навсегда угас. Ох, испуганно воскликнула она, и мысленно прижалась сына к сердцу. Она поняла, каково сейчас Рэту. Если бы Бо умер, разве она позволила бы его увезти, чтоб его положили где-то под дождем и ветром в темноте? Ох, бедный, бедный капитан Батлер, воскликнула она. Я сейчас же пойду к нему, немедленно. Она поспешила в столовую, тихо сказала несколько слов Эшли, и, к удивлению своего мальчика, крепко прижала его к себе и пылко поцеловала светлые кудряшки. Она выбежала из дома без шляпы, все еще сжимая в руки обеденную салфетку, и шла так быстро, что старые ноги мамушки еле поспевали за ней. Войдя в парадный холл дома Скарлетт, она наспех кивнула сидевшим в библиотеке, испуганной мисс Питтипетт, величественной старухи миссис Батлер, Уиллу и Сьюлин, затем быстро поднялась по лестнице. За ней, задыхая, следовала мамушка. На секунду Мелани задержалась, проходя мимо закрытой двери Скарлетт, но мамушка прошептала, что мэм, не надо этого делать. Площадку Мелани пересекла уже гораздо медленнее и, подойдя к комнате Ретта, остановилась. С минуту она постояла в нерешительности, словно хотела повернуться и бежать. Затем, призвав на помощь все свое мужество, как маленький солдатик, перед тем, как идти в атаку, постучала в дверь и тихо сказала, «Пустите меня, пожалуйста, капитан Батлер, это миссис Уилкс, я хочу увидеть Бонни». Дверь быстро отворилась, и мамушка, отступившая в глубину лестничной площадки, где было темно, увидела огромный черный силуэт Рэта на фоне ярко горящих свечей. Он пошатывался, и до мамушки долетел запах виски. Секунду он смотрел на Мелли, затем взял ее за плечо, втолкнул в комнату и закрыл дверь. Мамушка тихонько прокралась к двери и устало опустилась на стоявший возле нее стул, слишком маленький для ее могучего тела. Она сидела совсем тихо, беззвучно плакала и молилась. Время от времени она поднимала подул платья и вытирала глаза. Сколько не напрягала она слух, но не могла разобрать ни слова. из-за двери доносился лишь тихий прерывистый гул голосов. После бесконечно долгого ожидания дверь приотворилась и выглянула Мелани. Лицо у нее было белое, напряженное. Принеси мне кофейник с кофе, да побыстрее, и несколько сандвичей. Когда дьявол вселялся в мамушку, она начинала двигаться со стремительностью стройной шестнадцатилетней негритяночки. А сейчас ей так хотелось попасть в комнату Ретта, и ее разбирало такое любопытство, что она двигалась еще быстрее. Но надежды ее не оправдались, ибо Мелани лишь приоткрыла дверь и взяла у нее поднос. Долгое время мамушка прислушивалась, напрягая свой острый слух, но не могла различить ничего, кроме позвякивания серебра фарфор до приглушенного мягкого голоса Мелани. Потом она услышала, как заскрипела кровать под тяжелым телом, и вскоре стук сапог, сбрасываемых на пол. Через некоторое время в двери появилась Мелани, но, как мамушка не старалась, ничего разглядеть в комнате она не смогла. Вид у Мелани был усталый, и на ресницах блестели слезы, но лицо было снова спокойное. — Пойди скажи мисс Карлетт, что капитан Баттлер согласен, чтобы похороны состоялись завтра утром, прошептала она. — Слава тебе, Господи! — воскликнула мамушка. — Да как же это? — Не кричи так, он сейчас заснет. И еще, мамушка, скажи мисс Карлетт, что я буду здесь всю ночь, и принеси мне кофе. Принеси сюда. — В эту самую комнату? — Да, я обещала капитану Баттлеру, что если он заснет, я просижу с Бонни всю ночь. А теперь иди, скажи все мисс Карлетт, чтобы она больше не волновалась. Мамушка прошла через площадку. Под ее тяжестью ходуном заходили половицы, и сердце ее успокоивши спело «Аллилуйя! Аллилуйя!» Удиверив в комнату Скарлетт, она приостановилась и задумалась. Благодарность к Мелани боролась в ней с любопытством. И как это мисс Мелани удалось, ума не приложу. Видно, ей помогают ангелы. Про то, что завтра похороны я, мисс Скарлетт, скажу, а вот про то, что мисс Мелли будет всю ночь сидеть с маленькой мисс, лучше утаю. Не понравится это, мисс Скарлетт. Глава шестидесятая. Что-то в мире было не так. В воздухе чувствовалось что-то мрачное, зловещее, окутывавшее все непроницаемым туманом, который кольцом окружал Скарлетт. И это ощущение, что в мире что-то не так, было связано не только со смертью Бонни, потому что боль от невыносимого горя постепенно сменилась смирением перед понесенной утратой. И однако же призрачное ощущение беды не проходило. Точно кто-то черный, зловещий стоял у плеча Скарлетт. Точно земля под ее ногами в любой момент могла превратиться в зыбучие пески. Никогда прежде не знала Скарлетт такого страха. Всю свою жизнь она строила на надежной основе здравого смысла и боялась лишь зримого и ощутимого увечья, голода, бедности, утраты любви Эшли. Никогда прежде не занимаясь анализом, она пыталась сейчас анализировать свое состояние, но безуспешно. Она потеряла любимое дитя, но в общем-то могла это вынести, как вынесла другие сокрушительные потери. Она была здорова, денег у нее было сколько душе угодно, и у нее по-прежнему был Эшли, хотя последнее время она все реже и реже видела его. Даже то отчуждение, которое возникло между ними после незадавшегося праздника, устроенного Мелани, не тревожило ее больше, ибо она знала, что это пройдет. Нет, она боялась ни боли и ни голода и ни утраты любви. Эти страхи никогда не угнетали ее в такой мере, как угнетало сейчас ощущение, что в мире что-то не так. Это был страх, затмевавший все остальные чувства, очень похожий на то, что она испытывала раньше, во время кошмаров, когда бежала сквозь густой клубящийся туман так, что, казалось, сердце лопнет, потерявшееся дитя в поисках приюта. Она вспоминала, как Ред умел утешить ее и смехом разгонял ее страхи. Вспоминала, как успокаивалась на его сильных руках, прижавшись к смуглой груди. И всем своим существом, потянувшись к нему, она впервые за многие недели по-настоящему его увидела. Он так переменился, что она пришла в ужас. Этот человек уже никогда не будет смеяться, никогда не будет ее утешать. Какое-то время после смерти Бонни она была слишком на него зла, слишком поглощена собственным горем и лишь вежливо разговаривала с ним при слугах. Слишком ушла она в себя, вспоминая быстрый топ от ножек Бонни, ее заливчатый смех, и потому даже не подумала, что и он, наверное, вспоминает все это. Только ему вспоминать еще больнее, чем ей. На протяжении всех этих недель они встречались и разговаривали вежливо, как чужие люди, которые встречаются в безликих стенах гостиницы, живут под одной крышей, сидят за одним столом, но не обмениваются друг с другом сокровенными мыслями. Теперь, когда ей стало страшно и одиноко, она сломала бы этот барьер, если бы могла, но она обнаружила, что Ред удерживает ее на расстоянии, словно не желает говорить с ней ни о чем, кроме самого необходимого. Теперь, когда злость ее стала проходить, ей хотелось сказать ему, что она не винит его в смерти Бонни. Ей хотелось поплакать в его объятиях и признаться, что она ведь тоже невероятно гордилась тем, что девочка так хорошо скачет на своем пони. Тоже была невероятно снисходительна к капризам дочурки. Сейчас Скарлетт готова была унизиться перед Редом и признать, что напрасно обвинила его в смерти дочери. Слишком она была несчастна и надеялась, причинив ему боль, облегчить себе душу. Но ей все не удавалось найти подходящий момент для разговора. Ред смотрел на нее своими черными непроницаемыми глазами и слова не шли у нее с языка. А когда слишком долго откладываешь признание, его все труднее и труднее сделать. И, наконец, наступает такой момент, когда оно становится просто невозможным. Скарлетт не могла понять, почему так получается. Ведь Реджи ее муж, и они неразрывно связаны тем, что делили одну постель, были близки и изучали любимое дитя, и слишком скоро увидели, как их дитя поглотила темная яма. Только в объятиях отца этого ребенка, делясь с ним воспоминаниями и горюя, могла бы она обрести утешение. Сначала было бы больно, а потом именно боль и помогла бы залечить рану. Но при нынешнем положении дел она готова была бы скорее упасть в объятия постороннего человека. Ред редко бывал дома, а когда они вместе садились ужинать, он, как правило, был пьян. Вино действовало на него теперь иначе, чем прежде, когда он постепенно становился все более любезным и язвительным, говорил в забавной колкости, и в конце концов она, помимо воли, начинала смеяться. Теперь, выпив, он был молчалив и мрачен, а под конец вечера сидел совсем отупевший. Иной раз на заре она слышала, как он въезжал на задний двор и колотил в дверь домика для слуг, чтобы порк помог ему подняться по лестнице и уложил в постель. Его укладывать в постель. Это Ред это, который всегда был трезв, когда другие уже валялись под столом, и сам укладывал всех спать. Он перестал следить за собой, тогда, как раньше всегда был тщательно выбрит и причесан, и порку приходилось долго возмущаться и упрашивать, чтобы он хотя бы сменил рубашку перед ужином. Пристрастие к виске начало сказываться на внешности Реда, и его еще недавно четко очерченное лицо расплылось. Щеки нездорово опухли, а под вечно налитыми кровью глазами образовались мешки. Его большое мускулистое тело обмякло, и талия стала исчезать. Он часто вообще не приезжал домой ночевать, и даже не сообщал, что не приедет. Вполне возможно, что он храпел пьяный в комнате над каким-нибудь салоном. Но Скарлетт всегда казалось, что в таких случаях он у красотки Отлинг. Однажды она увидела красотку в магазине. Теперь это была вульгарная располневшая женщина, от красоты которой почти ничего не осталось. Накрашенная и одетая во все яркое, она тем не менее выглядела дебелой Матроной. Вместо того, чтобы опустить глаза или с вызовом посмотреть на Скарлетт, как это делали встречаясь с дамами другие особо легкого поведения, красотка ответила ей внимательным взглядом, в котором была чуть ли не жалость. Так что Скарлетт даже вспыхнула. Но она уже не могла обвинять Ретта, не могла устраивать ему бурные сцены, требовать верности или стыдить его. Как не могла заставить себя просить у него прощения за то, что обвинила его в смерти Бонни. Ее сковывала какая-то непостижимая апатия. Она сама не понимала, почему она несчастна. Такой несчастной она еще никогда себя не чувствовала. И она была одинок. Бесконечно одинок. Возможно, до сих пор у нее просто не было времени почувствовать себя одинокой, а сейчас одиночество и страх навалились на нее, и ей некому было обратиться, разве что к Мелани, ибо даже мамушка, ее извечная опора отбыла в Тару. Уехала навсегда. Мамушка не объяснила причины своего отъезда. Она с грустью посмотрела на Скарлетт усталыми старыми глазами и попросила дать ей денег на дорогу домой. В ответ на слезы Скарлетт и уговоры остаться мамушка сказала лишь «Похоже, мисс Эллен зовет меня». «Мамушка, возвращайся домой». «Поработала и хватит». «Вот я и еду домой». Ред, услышав этот разговор, дал мамушке денег и похлопал по плечу «Ты права, мамушка, и мисс Эллен права. Ты здесь действительно поработала и хватит. Поезжай домой и дай мне знать, если тебе когда-нибудь что-то понадобится». И когда Скарлетт попыталась было возмутиться и начать командовать, он прикрикнул на нее «Замолчите, вы идиотка! Отпустите ее! Кому охота оставаться в этом доме теперь?» При этих словах в глазах его загорелся такой дикий огонь, что Скарлетт в испуге отступила. «Доктор Митт, вам не кажется, что, пожалуй, что он, возможно, потерял рассудок?» спросила она, решив через некоторое время поехать к доктору посоветоваться, ибо чувствовала себя совершенно беспомощной. «Нет», сказал доктор, «но он пьет как лошадь и убьет себя, если не остановится. Он ведь очень любил девочку, и мне кажется, Скарлетт пьет, чтобы забыться. Мой совет вам, мисс, подарите ему ребенка, да побыстрее». «Ха!» с горечью подумала Скарлетт, выходя из его кабинета. «Легко сказать, она бы с радостью родила ему еще ребенка, и ни одного, если бы это помогло прогнать отчужденность из глаз Ретта, затянуть раны его сердца. Мальчика, который был бы такой же смуглый и красивый, как Ретт, и маленькую девочку. Ах, еще одну девочку, хорошенькую, веселую, своенравную, смешливую. Никак, это пустоголовая Элла. Почему? Ну, почему не мог Господь перебрать Эллу, если уж надо было отнимать у нее ребенка? Элла не утешала ее, она не могла заменить матери Бонни, но Ретт, казалось, не хотел больше иметь детей. Во всяком случае, он никогда не заходил к ней в спальню, хотя дверь теперь не запиралась, а была наоборот, зазывно приотворена. Ему казалось, это было глубоко безразлично, видно, ему все было безразлично, кроме виски и этой толстой рыжей бабы. Теперь он злился, тогда как раньше Мила подшучивал над ней и грубил, тогда как раньше его уколы смягчали с юмором. После смерти Бонни многие из добропорядочных дам, которые жили по соседству и которых он сумел завоевать своим чудесным отношением к дочке, старались проявить к нему доброту. Они останавливали его на улице, выражали сочувствие, заговаривали с ним поверх изгороди и выказывали свое понимание. Но теперь, когда Бонни не стало, для него исчезла необходимость держаться благовоспитанно, а вместе с и он грубо обрывал искренние соболезнования дам. Но, как ни странно, дамы не оскорблялись. Они понимали или считали, что понимают. Когда он ехал домой в сумерки, пьяный, еле держась в седле, хмуро глядя на тех, кто с ним заговаривал, дамы говорили, бедняга, и удваивали усилия, стараясь проявить мягкость и доброту. Они очень его жалели, этого человека с разбитым сердцем, который возвращался домой к такому утешителю, как Скарлетт. А все знали, до чего она холодная и бессердечная. Все были потрясены тем, как, казалось, легко и быстро она оправилась после смерти Бонни. И никто так и не понял, да и не пытался понять, скольких усилий ей это стоило. Всеобщее искреннее сочувствие было на стороне Ретта, а он не знал этого и не ценил. Скарлетт же все в городе просто не выносили, в то время, как именно сейчас она так нуждалась в сочувствии старых друзей. Теперь никто из старых друзей не появлялся у нее в доме, за исключением тети Питти, Мелани и Эшли. Только новые друзья приезжали в блестящих лакированных колясках, стремясь выразить ей свое сочувствие, стараясь отвлечь ее сплетнями о каких-то других друзьях, которые нисколько ее не интересовали. Все это пришлые, чужаки, все до одного. Они не знают ее и никогда не узнают. Они понятия не имеют, как складывалась ее жизнь, пока она не обрела нынешнее прочное положение и не поселилась в этом дворце на Персиковой улице. Да и они не стремились говорить о том, какова была их жизнь до того, как у них появились эти шуршащие шелка и экипажи, запряженные отличными лошадьми. Они не знали, какую она вынесла борьбу, какие лишения, сколько было в ее жизни такого, что позволяло ей по-настоящему ценить и этот большой дом, и красивые наряды, и серебро, и приемы. Они всего этого не знали, да и не стремились узнать, что им до нее, этим людям, приехавшим неизвестно откуда, как бы скользившим по поверхности, не связанным общими воспоминаниями о войне и голоде и борьбе с захватчиками, не имеющим общих корней, которые уходят вглубь, все в ту же красную землю. Теперь, оставшись одна, Скарлетт предпочла бы коротать дни с Мейбл или с Фенни или миссис Элсинг или миссис Уайтин или с миссис Боннелл или даже с этой грозной воинственной старухой миссис Мэриуэзер или или с кем угодно из старых друзей и соседей, потому что они знали, они знали войну и ужасы и пожары, видели, как преждевременно погибли их близкие, они голодали и ходили в старье и нужда стояла у их порога, и из ничего снова создали себе состояние. Каким утешением было бы посидеть с Мейбл, помня о том, что Мейбл похоронила ребенка, погибшего во время отчаянного бегства перед наступавшей армией Шермана. Какое утешение нашла бы она в обществе Фенни, помня, что обе они потеряли мужей в те черные дни, когда их край был объявлен на военном положении. Как горько посмеялись бы они с миссис Элстинг, вспоминая, как пожилая дама, нахлестывая лошадь, мчалась в день падения Атланты мимо пяти углов, и захваченные на военном складе припасы вылетали у нее из повозки. Как было бы приятно излить душу миссис Мэриуэзер, теперь такой преуспевающей благодаря своей булочной, и сказать ей, а помните, как туго было после поражения, помните, как мы не знали, откуда взять новую пару обуви, а посмотрите на нас теперь. Да, это было бы приятно. Теперь Скарлетт понимала, почему бывшие конфедераты при встрече с таким упоением, с такой гордостью, с такой ностальгией принимались говорить о войне. То были дни серьезных испытаний, но они прошли через них и стали ветеранами. Она ведь тоже ветеран, но только нет у нее товарищей, с которыми она могла бы возродить в памяти былые битвы. Ах, как бы ей хотелось снова быть с людьми своего круга, с теми, кто пережил то же, что и она, и знает, как это было больно, и, однако же, стала неотъемлемой частью тебя самого. Но каким-то образом все эти люди отошли от нее. Скарлетт понимала, что никто, кроме нее, тут не виноват. Она никогда не нуждалась в них до сегодняшнего дня, дня, когда Бонни уже нет на свете. А она так одиноко и испугана и сидит за сверкающим обеденным столом напротив пьяного, отупевшего, совсем чужого человека, превратившегося в животное у нее на глазах. Глава шестьдесят первая. Скарлетт была в Мариэти, когда пришла срочная телеграмма от Рэта. Поезд в Атланту отходил через десять минут, и она села в него, взяв с собой лишь Ридикюль и оставив Уэйда и Эллу в гостинице на попечении Приси. Атланты находилась всего в двадцати милях, но поезд полз бесконечно долго по мокрой осенней, освещенной тусклым дневным светом равнине и останавливался у каждого переезда. До крайности, взволнованная вестью от Рэта, Скарлетт сгорала от нетерпения и при каждой остановке буквально готова была кричать. А поезд шел не спеша сквозь леса, чуть тронутые усталым золотом, мимо красных холмов, все еще изрезанных серпантинами окопов, мимо бывших артиллерийских редутов и заросших сорняком воронок, вдоль дороги, по которой с боями отступали солдаты Джонстона. Каждая остановка, каждый перекресток, объявляемый кондуктором, носили имя сражения, были местом битвы. В свое время это вызвало бы у Скарлетт страшные воспоминания, но сейчас ей было не до них. Телеграмма Рэта гласила, миссис Уилкс заболела, немедленно возвращайтесь. Сумерки уже спустились, когда поезд подошел к Атланте, пелена мелкого дождя затянула город. На улицах тускло горели газовые фонари, желтые круги в тумане. Рэд ждал ее на вокзале с каретой. Лицо его испугало Скарлетт еще больше, чем телеграмма. Она никогда прежде не видела у него такого бесстрастного лица. Она не вырвалась у Скарлетт? Нет, она еще жива. Рэд помог Скарлетт сесть в карету. К дому миссис Уилкс и гони быстрее, приказал он кучеру. А что с ней? Я и не знала, что она больна. Ведь еще на прошлой неделе она выглядела как всегда. С ней произошел несчастный случай. Ах, Рэд, и, конечно же, это не так серьезно, как вы. Она умирает, сказал Рэд, и голос его был так же бесстрастен, как и лицо. Она хочет вас видеть. Нет, только не Мелли. Ах, нет, что же с ней такое? У нее был выкидыш. Вы, вы, но, Рэд, она же... И Скарлетт умолкла. Эта весть совсем лишила ее дара речи. А вы что, разве не знали, что она ждет ребенка? У Скарлетт не было сил даже покачать головой. Ах, ну, конечно, наверное, не знали. Я думаю, она никому не говорила. Ей хотелось устроить всем сюрприз. Но я знал. Вы знали? Но не она же вам сказала. Ей не надо было мне говорить. Я знал. Она была такая, такая счастливая последние два месяца, что я понял, ничего другого быть не могло. Но Рэд, доктор, ведь говорил, что она умрет, если вздумает еще раз рожать. Вот она и умирает, сказал Рэд. Я обращаюсь к кучеру. Ради всего святого ты что, не можешь ехать быстрее? Но Рэд, она конечно же не умирает. Я ведь не я же не она не такая сильная, как вы. Она вообще никогда не отличалась особой силой. Одно только и было у нее это сердце. Карета, покачиваясь, остановилась перед приземистым домом, и Рэд помог Скарлетт выйти. Дрожащая, испуганная, вдруг бесконечно одинокая, она крепко ухватилась за его локоть. А вы разве не зайдете со мной, Рэд? Нет, сказал он и снова сел в карету. Скарлетт взлетела вверх по ступеням, пересекла крыльцо и распахнула дверь. Внутри при желтом свете лампы она увидела Эшли, тетю Питти и Индию. Скарлетт подумала, а что здесь делает Индия? Мелани ведь сказала, чтобы она не смела переступать порог этого дома. Все трое поднялись при виде ее. Тетя Питти кусала дрожащие губы. Сраженная горем Индия без всякой ненависти смотрела на нее. У Эшли был вид Самнамбулы, и когда он подошел к Скарлетт и положил руку ей на плечо, он и заговорил как Самнамбула. Она звала вас, сказал он. Она вас звала. Могу я ее видеть? Скарлетт повернулась к закрытой двери комнаты Мелани. Нет, там сейчас доктор Мит. Я рад, что вы приехали, Скарлетт. Я тут же выехала. Скарлетт сбросила шляпку и накидку. Поезд. Но она же не... Скажите мне, что и лучше, правда, Эшли? Да говорите же! Не смотрите так, она же не... Она все звала вас, сказал Эшли и посмотрел Скарлетт в глаза. И она увидела в его глазах ответ на все свои вопросы. На секунду сердце у нее остановилось, а потом какой-то странный страх, более сильный, чем тревога, более сильный, чем горе, забился в ее груди. Этого не может быть, думала она, стараясь отогнать тревогу. Врачи ошибаются. Я не могу поверить, что это правда. Не могу позволить себе так думать. Если я так подумаю, то закричу. Буду думать о чем-то другом. Я этому не верю, воскликнула она, с вызовом глядя на этих троих сосунувшимися лицами и словно призывая их опровергнуть ее слова. Но почему Мелани ничего не сказала мне? Я бы никогда не поехала в Мариэтту, если б знала. Глаза уэшли ожили, в них появилась мук. Она никому ничего не говорила, Скарлетт, тем более вам. Она боялась, что вы станете ругать ее, если узнаете. ей хотелось дождаться трех, словом, пока она не будет уверена, что все в порядке, а тогда удивить вас всех и посмеяться и сказать, как неправы были врачи. И она была так счастлива. Вы же знаете, как она относится к детям, как ей хотелось иметь девочку. И все шло хорошо пока, а потом без всяких причин дверь из комнаты Мелани тихо отворилась, и в холле появился доктор Митт. Он прикрыл за собой створку и постоял с минуту, уткнувшись седой бородой в грудь, глядя на внезапно застывших четырех человек. Последний он увидел Скарлетт. Когда он подошел к ней, она прочла в его глазах скорбь, а также неприязнь и презрение, и сердце у нее испуганно заныло от чувства вины. «Значит, прибыли наконец?» сказал он. «Она еще не успела ничего сказать, а Эшли уже шагнул к закрытой двери». «Нет, вам пока нельзя», сказал доктор. «Она хочет говорить со Скарлетт?» «Доктор», сказала Индия, положив руку ему на рукав. Голос у нее звучал безжизненно, но так умоляющий, что брал за душу сильнее слов. «Разрешите мне увидеть ее хоть на минуту? Я ведь здесь с самого утра и все жду, но она...» «Разрешите мне увидеть ее хоть на минуту? Я хочу сказать ей... Я должна ей сказать, что была неправа. Неправа кое в чем». Произнося эти слова, она не смотрела ни на Эшли, ни на Скарлетт, но доктор Мит остановил ледяной взгляд на Скарлетт. «Я постараюсь, мисс Индия», отрывисто сказал он, «но только при условии, если вы пообещаете мне не отнимать у нее силы, слушая ваше признание в том, что вы были неправы. Она знает, что вы были неправы, и вы только излишне взволнуете ее, если начнете извиняться». «Прошу вас, доктор Мит», робко начала была Питти, «мисс Питти, вы же знаете, что только закричите и тут же упадете в обморок». Питти возмущенно выпрямилась во весь свой невысокий рост и посмотрела на доктора в упор. Глаза ее были сухи, и вся фигурка исполнена достоинства. «Ну, хорошо, душа моя, немного позже», сказал доктор, чуть подобрев. «Пойдемте, Скарлетт». Они подошли на цыпочках закрытой двери, и доктор вдруг резко схватил Скарлетт за плечо. «Вот что, мисс», быстро зашептал он, «никаких истерик и никаких признаний уложи умирающей, иначе, клянусь богом, я сверну вам шею, и не смотрите на меня с этим вашим невинным что я имею в виду. Мисс Мэлли умрет легко, а вы не облегчите своей совести, если скажете ей проэшли. Я никогда еще не обидел ни одной женщины, но если вы сейчас хоть в чем-то признаетесь, вы мне за это ответите». И прежде чем она успела что-либо сказать, он распахнул дверь, втолкнул ее в комнату и закрыл за ней дверь. Маленькая комнатка, обставленная дешевой мебелью из черного ореха, была погружена в полумрак, лампа прикрыта газетой. Все здесь было маленькое и аккуратное, как в комнате школьницы. Узкая кровать с низкой спинкой, простые тюлевые занавески, подхваченные с боков, чистые выцветшие лоскутные коврики. Все было не похоже на роскошную спальню Скарлетт с тяжелой резной мебелью, драпировками из розовой парчи и ковром, вытканным розами. Мелани лежала в постели. Тело ее под одеялом казалось совсем худеньким и плоским, как у девочки. Две черных косы обрамляли лицо, закрытые глаза были обведены багровыми кругами. При виде ее Скарлетт замерла и остановилась, прислонясь к двери. Несмотря на полумрак в комнате, она увидела, что лицо Мелани желто-выскового цвета. Жизнь ушла из него, и нос заострился. До этой минуты Скарлетт надеялась, что доктор Митт ошибается, но сейчас она все поняла. В госпиталях во время войны она видела слишком много таких лиц с заострившимися чертами и знала, о чем это говорит. Мелани умирает, но мозг Скарлетт какое-то время отказывался это воспринять. Мелани не может умереть. Это невозможно. Бог не допустит, чтобы она умерла, ведь она так нужна ей, Скарлетт. Никогда прежде Скарлетт и в голову не приходило, что Мелани так ей нужна. Но сейчас эта мысль пронзила ее до глубины души. Она полагалась на Мелани, как полагалась на саму себя, но до сих пор этого не сознавала. А теперь Мелани умирает, и Скарлетт почувствовала, что не сможет жить без нее. Идя на цыпочках через комнату к тихо лежавшей фигуре, чувствуя, как от панического страха сжимается сердце, Скарлетт поняла, что Мелани была ее мечом и щитом, ее силой и ее утешением. Я должна удержать ее. Я не могу допустить, чтобы она... Вот так ушла, думала она, и, шурша юбками, села у постели. Она поспешно схватила лежавшую на покрывале влажную руку и снова испугалась. Такой холодной была эта рука. «Это я, Мелли?» прошептала она. Мелани чуть приоткрыла глаза и, словно удостоверившись, что это в самом деле Скарлетт, опять закрыла их. Потом она перевела дух и шепотом произнесла «Обещай!» «Ох, все, что угодно!» «Бо, присмотри за ним!» Скарлетт могла лишь кивнуть. Так у нее сдавило горло, и она тихонько пожала руку, которую держала в своей руке, давая понять, что все выполнит. «Я поручаю его тебе!» Легкое подобие улыбки мелькнула на лице Мелани. «Я ведь уже поручала его твоим заботам, помнишь, до того, как он родился?» Помнит ли она? Да разве может она забыть то время? Так же отчетливо, как если бы тот страшный день снова наступил, она почувствовала удушающую жару сентябрьского полдня, вспомнила свой ужас перед Янки, услышала топот ног отступающих солдат, и в ушах ее снова зазвенел голос Мелани, которая просила, чтобы Скарлетт взяла к себе ребенка, если она умрет. Вспомнила и то, как она ненавидела Мелани в тот день, как надеялась, что та умрет. Я убила ее, подумала она в суверном ужасе. Я так часто желала ей смерти, и вот Господь услышал меня и теперь наказывает. Ах, Мелли, не надо так говорить, ты же знаешь, что выздоровеешь. Нет, обещай. Скарлетт глотнула воздух. Ты же знаешь, что я буду относиться к нему как к родному сыну. Колледж? Спросил слабый, еле слышный голос Мелани. О, да, и Гарвард, и Европа, и все, чего он захочет, и... и пони, и уроки музыки. Ах, Мелли, ну, пожалуйста, попытайся, сделай над собой усилие. Снова наступила тишина, и по лицу Мелани видно было, что она старается собраться с силами, чтобы еще что-то сказать. Эшли, сказала она, ты и Эшли? Голос ее задрожал и умолк. При упоминании имени Эшли сердце у Скарлетта становилось и захолодело, стало как камень. Значит, все это время Мелани знала. Скарлетт уткнулась головой в одеяло и в горле ее застряло невырвавшееся рыдание. Мелани знает. Сейчас Скарлетт уже не было стыдно. Она ничего не чувствовала, кроме диких угрызений совести, за то, что столько лет причиняла боль этой мягкой ласковой женщине. Мелани все знала, и однако же оставалась ее верным другом. Ах, если бы можно было прожить заново эти годы, она никогда бы не позволила себе даже встретиться взглядом с Эшли. Господи, Господи, молилась она про себя, пожалуйста, сохрани ей жизнь, я воздам ей стариться, я к ней буду хорошо относиться, пока буду жива, я никогда больше словом не перемолвлю с Эшли, если только ты дашь ей поправиться. Эшли, слабым голосом произнесла Мелани и дотронулась пальцами до склоненной головы Скарлетт. Ее большие указательные пальцы потянули волосы Скарлетт не сильнее, чем это сделал бы грудной младенец. Скарлетт сразу поняла, что это значило, поняла, что Мелани хочет, чтобы она взглянула на нее, но она не могла, не могла встретиться взглядом с Мелани и прочесть в ее глазах, что та все знает. Эшли снова прошептала Мелани, и Скарлетт постаралась взять себя в руки, ведь когда она в день страшного суда посмотрит в лицо Господа Бога и прочтет в его глазах свой приговор, ей будет не страшнее, чем сейчас. И хотя все внутри у нее сжалось, она подняла голову. Она увидела все те же темные любящие глаза, сейчас запавшие уже затуманенной смертью, все тот же нежный рот, устало боровшийся за каждый вздох. В лице Мелани не было ни упрека, ни обвинения, ни страха, лишь тревога, что она не сумеет найти в себе силы, чтобы произнести нужные слова. Скарлетт была настолько потрясена увиденным, что даже не почувствовала облегчения. Потом, взяв в ладони руку Мелани, она ощутила, как теплая волна благодарности затопляет ее, и впервые со времени детства смиренно, не думая о себе, произнесла молитву. Благодарю Тебя, Господи. Я знаю, что недостойна, но все же благодарю Тебя за то, что ты позволил ей не знать. Так что же насчет Тэшли, Мелли? Ты присмотришь за ним? О, да, он простужается так легко. Пауза. Присмотри за его делами, понимаешь? О, да, понимаю, я присмотрю. Сделав над собой огромное усилие, Мелани добавила, Эшли, он такой непрактичный. Только смерть могла подвигнуть Мелани на такую нелояльность. Присмотри за ним, Скарлетт, но только, чтобы он не знал. Я присмотрю за ним и за его делами, и так, что он никогда об этом не узнает. Просто буду иногда давать ему советы. На лице Мелани появилась слабая, но удовлетворенная улыбка, когда она встретилась глазами со Скарлетт. Этот обмен взглядами как бы скреплял сделку между ними, и забота о том, чтобы оградить Эшли Уилкса от слишком жестокого мира, причем оградить так, чтобы его мужская гордость при этом не пострадала, перешла от одной женщины на другой. Теперь усталое лицо уже не было таким напряженным, точное обещание, которое дала Скарлетт, принесло покой Мелани. «Ты такая ловкая, такая мужественная, ты всегда была так добра ко мне». При этих словах рыдания подступили к горлу Скарлетт, и она зажала рукой рот. Она сейчас заревет, как ребенок, закричит, «Я была сущим дьяволом, я столько причинила тебе зла, ничего я для тебя никогда не делала, я все делала только для Эшли». Она резко поднялась, прикусив палец, чтобы сдержаться, и на память ей снова пришли слова Ретта, «Она любит вас, так что придется вам нести и этот крест». И этот крест стал сейчас еще тяжелее. Худо было уже то, что она с помощью всевозможных хитрости пыталась отобрать Эшли у Мелани, а теперь все становилось оттого, что Мелани, слепо доверявшая ей всю жизнь, уносила с собой в могилу ту же любовь и то же доверие. Нет, сейчас она не в состоянии ничего больше сказать, она не может даже повторить, попытаясь сделать над собой усилие. Она должна дать Мелани спокойно уйти, без борьбы, без слез, без горя. дверь слегка приотворилась и на пороге появился доктор Мит, повелительным жестом требуя, чтобы Скарлетт ушла. Она склонилась над постелью, давясь слезами и, взяв руку Мелани, приложила ее к своей щеке. Спи спокойно, сказала она голосом более твердым, чем даже сама ожидала. Обещай мне, послышался шепот, теперь уже совсем-совсем тихий. Все что угодно, дорогая. Капитан Батлер, будь добрее к нему. Он так тебя любит. Ред, недоумевая, подумала Скарлетт, слова Мелани показались ей пустым звуком. Да, конечно, машинально сказала она и, легонько поцеловав руку Мелани, опустила ее на кровать. Скажите дамам, чтобы они шли сейчас же, шепнул доктор, когда она проходила мимо него. Затуманенными от слез глазами Скарлетт увидела, как Инди и Питти проследовали за доктором в комнату, придерживая юбки, чтобы не шуршать. Дверь за ними закрылась, и в доме наступила тишина. Эшли нигде не было видно. Скарлетт приткнулась головой к стене, словно капризный ребенок, которого поставили в угол, и потерла сдавленное рыданиями горло. За дверью уходила из жизни Мелани, и вместе с ней уходила сила, на которую сама, того не понимая, столько лет опиралась Скарлетт. Почему? Но почему она до сих пор не сознавала, как она любит Мелани, и как та ей нужна? Но кому могло бы прийти в голову, что в этой маленькой некрасивой Мелани заключена такая сила? В Мелани, которая до слез стеснялась чужих людей, боялась вслух выразить свое мнение, страшилась неодобрения пожилых дам? В Мелани, у которой не хватило бы храбрости прогнать гуся, и однако же... Мысленно Скарлетт вернулась на многие годы назад, к тому жаркому дню в Таре, когда серый дым слался над распростертым телом в синем мундире, а наверху лестницы саблей Чарльза в руке стояла Мелани. Скарлетт вспомнила, как подумала тогда, какая глупость, ведь Мелани этой саблей даже взмахнуть не могла бы. Но сейчас она знала, что случись такая необходимость, Мелани ринулась бы вниз по лестнице и убила бы того Янки, или была бы убита сама. Да, Мелани в тот день стояла, сжимая клинок в маленькой руке, готовая сразиться за нее Скарлетт. И сейчас, с грустью оглядываясь назад, Скарлетт поняла, что Мелани всегда стояла рядом с клинком в руке. Стояла неназойливо, словно тень, любя ее, сражаясь за нее со слепой страстной преданностью, сражаясь с Янки, с пожаром, с голодом, с нищетой, с общественным мнением и даже со своими любимыми родственниками. Скарлетт почувствовала, как мужество и уверенность в своих силах покидают ее, ибо она поняла, что этот клинок, сверкавший между нею и миром сейчас навеки вкладывается в ножны. Мелани единственная подруга, которая у меня была, с грустью думала она, единственная женщина, кроме мамы, которая по-настоящему меня любила. Да, она для меня и была как мама, и все, кто знал ее, всегда цеплялись за ее юбки. Внезапно у нее возникло такое чувство, будто это Эллен лежит за закрытой дверью и вторично покидает мир. И Скарлетт вдруг снова очутилась в таре, а вокруг нее шумел враждебный мир, и она была в отчаянии от сознания, что не сможет смотреть жизни в лицо, не чувствуя за своим плечом необычайную силу этой слабой, мягкой, нежной женщины. Скарлетт стояла в холле, испуганная, не зная, на что решиться. Яркий огонь в камине гостиной отбрасывал на стены высокие призрачные тени. В доме царила полнейшая тишина, и эта тишина проникала в нее, словно мелкий, все пропитывающий дождь. Эшли, где же Эшли? Она зашла в гостиную в поисках его. Так продрогшая собака ищет огня, но Эшли там не было. Надо его найти. Она открыла силу Мелани и свою зависимость от этой силы в ту минуту, когда теряла Мелани навсегда. Но ведь остался же Эшли. Остался Эшли, сильный, мудрый, способный оказать поддержку. В Эшли и его любви она будет черпать силу, чтобы побороть свою слабость, черпать мужество, чтобы прогнать свои страхи, черпать успокоение, чтобы облегчить горе. Должно быть он у себя в комнате, подумала она и, пройдя на цыпочках через холл, тихонько постучала к нему в дверь. Ответа не последовало и она открыла дверь. Эшли стояла у комоды, глядя на заштопанные перчатки Мелани. Сначала он взял одну перчатку и посмотрел на нее точно никогда прежде не видел. Потом осторожно положил, словно она была стеклянная и взял другую. Скарлетт дрожащим голосом произнесла Эшли. Он медленно повернулся и посмотрел на нее. Его серые глаза уже не были затуманенными и отчужденными, а широко раскрытые смотрели на нее. И она увидела в них страх, схожий с ее страхом. Беспомощность еще большую. чем та, которую испытывала она. Растерянность более глубокую, чем она когда-либо знала. Чувство страха, обуявшее ее в холле, стало еще острее, когда она увидела лицо Эшли. Она подошла к нему. «Я боюсь», сказала она. «Ах, Эшли, обними меня. Я так боюсь». Он не шевельнулся, а лишь смотрел на нее, обеими руками сжимая перчатку. Скарли дотронулась до его плеча и прошептала «Что с тобой?» Его глаза пристально смотрели на нее, ища, отчаянно ища чего-то и не находя. Наконец он заговорил, и голос его был какой-то чужой. «Мне недоставало тебя», сказал он. «Я хотел побежать, чтобы найти тебя, как ребенок, который ищет утешение. А нашел я сейчас такого же ребенка, только еще более испуганного, который прибежал ко мне. «Но ты же, ты же не боишься», воскликнула она, «ты никогда ничего не боялся, а вот я, ты всегда был такой сильный». «Если я был когда-либо сильный, то лишь потому, что она стояла за моей спиной». Сказал он, голос его сломался, он посмотрел на перчатку и разгладил на ней пальцы. И вся сила, какая у меня была, уходит вместе с ней. В его тихом голосе было такое безысходное отчаяние, что Скарлетт убрала руку с его плеча и отступила. В тяжелом молчании, воцарившемся между ними, она почувствовала, что сейчас действительно впервые в жизни поняла его. «Как же так?» медленно произнесла она. «Как же так, Эшли? Ты, значит, любил ее?» «Она была моей единственной сбывшейся мечтой», с трудом произнес он. Она жила и дышала и не развеивалась от соприкосновения с реальностью. «Мечта?» подумала Скарлетт, чувствуя, как в ней зашевелилось былое раздражение. «Вечно у него эти мечты и никакого здравого смысла!» И с тяжелым сердцем она не без горечи сказала. «Какой же ты был глупый, Эшли! Неужели ты не видел, что она стоила миллиона таких, как я? Прошу тебя, Скарлетт, если бы ты только знала, сколько я выстрадал с тех пор, как... Сколько ты выстрадал? Ты думаешь, что я... Ах, Эшли! Тебе следовало бы знать уже много лет назад, что ты любил ее, а не меня. Почему же ты этого не понял? Все могло бы быть иначе, а теперь... Ах, тебе бы следовало понять и не держать меня на привязи, рассуждая о чести и жертвах. Если бы ты сказал мне про это много лет назад, я бы... Это нанесло бы мне смертельный удар, но я как-нибудь бы выстояла. А ты выяснил это только сегодня, когда Мелли умирает, и сейчас уже слишком поздно что-либо изменить. Ах, Эшли, мужчинам положено знать такое, не женщинам. Тебе бы следовало понять, что все это время ты любил ее, а меня лишь хотел, как Ред хочет эту красотку Отлинг. Он съежился от этих слов, но продолжал смотреть на нее, взглядом моля замолчать, утешить. Каждая черточка в его лице подтверждала правоту ее слов. И даже то, как он стоял, опустив плечи, говорила, что он казнит себя куда сильнее, чем могла бы казнить она. Он стоял перед ней молча, сжимая перчатку, словно это была рука все понимающего друга. И в наступившей тишине Скарлетт почувствовала, как ее возмущение тает, сменяя жалостью, смешанной с презрением. Совесть заговорила в ней. Она же пинает ногами поверженного беззащитного человека, а она обещала Мелани заботиться о нем. Не успела я дать ей обещание, как наговорила ему кучу обидных колючих слов, хотя не было никакой необходимости говорить их ему, ни мне, никому либо другому. Он знает правду, и она убивает его в отчаянии, думала Скарлетт. Он ведь так и не стал взрослым, как и я, он ребенок, и в ужасе от того, что теряет Мелани. И Мелани знала, что так будет. Мелани знала его куда лучше, чем я. Вот почему она просила в одних и тех же выражениях, чтобы я присмотрела за ним и за Бо. Сумеет ли Эши все это вынести? Я сумею. Я что угодно вынесу. Мне пришлось уже столько вынести, а он не сможет, ничего не сможет вынести без нее. Извини меня, дорогой, мягко сказала она, раскрывая ему объятие. Я знаю, каково тебе. И помни, она ничего не знает, она никогда даже не подозревала. Бог был милостив к нам. Он стремительно шагнул к ней и зажмурясь обнял. Она приподнялась на цыпочки, прижалась к нему своей теплой щекой и, стремясь успокоить его, погладила по затылку. Не плачь, хороший. Ей хочется, чтобы ты был мужествен. Она, конечно, захочет тебя увидеть, и ты должен держаться мужественно. Она не должна заметить, что ты плакал. Это расстроит ее. Он сжал ее так сильно, что ей стало больно дышать и прерывающимся голосом зашептал на ухо, что я буду делать. Я не смогу, не смогу жить без нее. Я тоже, подумала она и внутренне содрогнулась, представив себе долгие годы жизни без Мелани. Но она тут же крепко взяла себя в руки. Эшли полагается на нее, Мелани полагается на нее. И она подумала, как когда-то думала в таре, лежа пьяная, измученная в лунном свете. Ноша создана для плеч достаточно сильных, чтобы ее нести. Что ж, у нее сильные плечи, а у Эшли нет. Она распрямила свои плечи, готовясь принять на них эту ношу. И спокойно, хотя на душе у нее было далеко не спокойно, поцеловала его мокрую щеку. Без страсти, без томления, без лихорадки, легко и нежно. Ничего, как-нибудь справимся, сказала она. Дверь, ведущая в холл, со стуком распахнулась, и доктор Мит резко повелительно крикнул, Эшли, скорей! Боже мой, ее не стало, подумала Скарлетт, Эшли даже не успел с ней попрощаться, но, может быть, еще, скорей! Воскликнула она, подталкивая его к двери, ибо он стоял словно громом пораженный. Скорей! она открыла дверь и вытолкнула его в холл. Подгоняемый ее словами, он побежал, продолжая сжимать в руке перчатку. Скарлетт услышала его быстрые шаги, когда он пересекал холл и звук захлопываемой двери. Она сказала, Боже мой, и, добредя до кровати, села, уронив голову на руки. Она вдруг почувствовала такую усталость, какую еще не испытывала в жизни. Когда раздался звук захлопнувшейся двери, у Скарлетт словно что-то надорвалось, словно лопнула державшая ее пружина. Она почувствовала, что измучена, опустошена. Горе, угрызение совести, страх, удивление все исчезло. Она устала, и мозг ее работал тупо, механически, как часы на камине. Из этого унылого тумана, обволакивавшего ее, выплыла одна мысль. Эшли не любит ее, и никогда по-настоящему не любил, но и это не причинило ей боли. А ведь должно было бы. Она должна была бы впасть в отчаяние, горевать, проклинать судьбу. Она ведь так долго жила его любовью. Эта любовь поддерживала ее во многие мрачные минуты жизни, и тем не менее, такова была истина. Он не любит ее, а ей все равно. Ей все равно, потому что и она не любит его. Она не любит его, и потому, что бы он ни сделал, что бы ни сказал, это не способно больше причинить ей боль. Она легла на кровать и устало опустила голову на подушку. Ни к чему пытаться прогнать эту мысль, ни к чему говорить себе, но я-то люблю его, я любила его многие годы, а любовь не может в одну минуту превратиться в безразличие. Но, оказывается, может превратиться и превратилась. А ведь на самом деле он таким никогда и не был, только в моем воображении, отрешенно думала она. Я любила образ, который сама себе создала, и этот образ умер, как умерла Мелли. Я смастерила красивый костюм и влюбилась в него. А когда появился Эшли, такой красивый, такой ни на кого не похожий, я надела на него этот костюм и заставила носить, не заботясь о том, годится он ему или нет. Я не желала видеть, что он такое на самом деле. Я продолжала любить красивый костюм, а вовсе не его самого. Теперь, оглядываясь на много лет назад, она увидела себя в зеленом с цветочками платье из канифаса. Она стояла на солнце в таре и смотрела, как зачарованная на молодого всадника, чьи светлые волосы блестели на солнце, как серебряный шлем. Сейчас она отчетливо понимала, что все это была лишь детская причуда, столь же ничего не значащая, как и ее капризное желание иметь аквамариновые сережки, которые она и выклинчила у Джералда. Как только она получила эти сережки, они утратили для нее всякую ценность, как утрачивала ценность все, что она получала, кроме денег. Вот так же и Эшли. Он тоже не был бы ей дорог, если бы в те далекие дни первого знакомства она могла удовлетворить свое тщеславие и отказаться выйти за него замуж. Окажись он в ее власти. Стань он пылким, страстным, ревнивым, надутым, молящим, как другие юноши. Эта безумная влюбленность, которая владела ею, давным-давно прошла бы, рассеялась, как легкий туман под лучами солнца. Лишь только она встретила бы другого мужчину. Какая же я была идиотка, с горечью думала она. А теперь вот за все это расплачиваюсь. то, чего я так часто желала, случилось. Я желала, чтобы Мелли умерла и чтобы Эшли стал моим. И вот теперь она умерла и он мой. И он мне не нужен. Его проклятое понятие о чести заставит его спросить меня, не соглашусь ли я развестись с Рэтом и выйти за него замуж. Выйти за него замуж? Да он не нужен мне. Даже преподнесите мне его на серебряном блюде. Все равно он будет висеть на моей шее до конца моих дней. И пока я буду жива, мне придется заботиться о нем, следить, чтобы он не умер с голоду и чтобы никто не задел его чувств. Просто у меня появится еще одно дитя, которое будет цепляться за мои юбки. Я потеряла возлюбленного и приобрела еще одного младенца. И не пообещая Мелли, я... Мне было бы все равно, даже если бы я никогда больше его не увидела. Глава 62. Она услышала перешептывание и, подойдя к двери, увидела негров, испуганно толпившихся в холле у двери на задний двор. Дилси стояла, с трудом держа на руках отяжелевшего спящего бо. Дядюшка Питер плакал, а кухарка вытирала передником широкое мокрое лицо. Все трое посмотрели на Скарлетт, как бы молча спрашивая, что же делать теперь? Она посмотрела в направлении гостиной и увидела Индию и тетю Питти. Они стояли молча, держась за руки, и вид у Индии впервые не был высокомерным. Как и негры, они умоляюще взглянули на Скарлетт, словно ожидая от нее указаний. Скарлетт прошла в гостиную, и обе женщины тотчас приблизились к ней. Ах, Скарлетт, что же? Начала была тетя Питти, ее по-детски пухлые губы тряслись. «Не говорите со мной, или я закричу», сказала Скарлетт. От чрезмерного напряжения голос ее прозвучал резко. Она крепко прижала к бокам стиснутые кулаки. При мысли о том, что сейчас надо будет говорить о Мелани, давать необходимые распоряжения сопутствующей смерти, она почувствовала, как в горле у нее снова встал кому. «Я не желаю слышать от вас ни слова». Этот властный тон заставил их отступить. На лицах у обеих появилось беспомощное обиженное выражение. «Я не должна плакать при них», подумала Скарлетт. «Мне надо держаться, или они тоже расплачутся, а за ними начнут реветь черные, и тогда мы все с ума сойдем. Надо взять себя в руки. Мне предстоит столько всего сделать, повидать за тем, чтобы в доме было чисто, и разговаривать с людьми, которые будут рыдать у меня на груди. Эшли всем этим заняться не может, Питти и Индия тоже не могут, значит, придется мне». Ох, как же это тяжело. Это всегда было тяжело, но всегда этим занимался кто-то другой. Она посмотрела на удивленные обиженные лица Индии и Питти, искреннее раскаяние овладела что она так резка с теми, кого та любила. «Извините, что я нагрубила вам», с трудом выговорила она. «Это просто от того... Словом извините, тетя, что я вам нагрубила. Я на минуту выйду на крыльцо, мне надо побыть одной, а потом вернусь и тогда мы». Она потрепала тетю Питти по плечу и быстро прошла мимо нее к двери на крыльцо, чувствуя, что если то уже не сумеет совладать с собой. Ей надо побыть одной, надо выплакаться, иначе сердце у нее лопнет. Она вышла на темное крыльцо и закрыла за собой дверь. Влажный ночной воздух повеял прохладой ей в лицо. Дождь перестал, и вокруг стояла тишина, только время от времени капала с карниза крыш. Мир был окутан густым туманом, холодным туманом, который нес с собой запах умирающего года. Все дома на другой стороне улицы стояли темные, за исключением одного, и свет от лампы в окне этого дома, падая на улицу, боролся с туманом, окрашивая золотом, клубившиеся в его лучах клочья. Казалось, будто весь мир накрыло одеялом серого дыма, и весь мир застыл. Она прижалась головой к одному из столбов на крыльце и хотела заплакать, но слез не было. Слишком большая случилась беда, тут слезами не поможешь. Ее все трясло. В мозгу снова и снова возникал образ двух неприступных крепостей, которые вдруг с грохотом рухнули у нее на глазах. Она стояла, пытаясь обрести опору в старом заклятии. Я подумаю об этом потом, завтра, когда станет легче. Но заклятие потеряло свою силу. Она не могла не думать о двух людях, о Мелани, которую она, оказывается, так любила и которая, оказывается, так ей нужна, и обышли из своей безграничной слепоте, не позволявшей ей видеть его таким, каким он был. Скарлетт понимала, что думать об этом ей будет так же больно завтра, как и послезавтра, и все дни потом. Не могу я сейчас вернуться туда и говорить с ними, думала она. Не могу я сегодня вечером видеть Эшли и утешать его. Не сегодня. Завтра утром я приду пораньше и все сделаю, что надо, и скажу все утешительные слова, какие должна сказать. «Но не сегодня, я не могу, я пойду домой». Дом был всего в пяти кварталах. Она не станет ждать, пока рыдающий Питер заложит кабриолет, не станет ждать, пока доктор Мит отвезет ее домой. Не в состоянии она вынести слезы одного и молчаливое суждение другого. Она быстро, без шляпки и накидки, спустилась по темным ступеням крыльца и зашагала в туманные ночи. Завернув за угол, она пошла вверх к Персиковой улице, ступая в этом застывшем мокром мире беззвучно, точно во сне. Пока она шла вверх по холму, неся в себе груз непролитых слез, у нее возникло призрачное чувство, будто она уже раньше была в этом сумрачном холодном месте и при таких же обстоятельствах, причем была не раз и не два, а много раз. Глупости какие, подумала она, но ей стало не по себе, и она ускорила шаг, нервы разыгрались, но возникшее ощущение не проходило, исподволь завладевая ее сознанием. Она боязливо озиралась вокруг, а ощущение все росло, нереальное, но такое знакомое, и она вдруг вскинула голову точно животное, почуявшее опасность. Я просто устала, пыталась она успокоить себя, и ночь такая странная, такой туман. Я никогда прежде не видела такого густого тумана, разве что, разве что. И тут она поняла, и от страха у нее сжало сердце. Теперь она знала. Сотни раз она видела этот кошмар, когда бежала сквозь такой же туман по призрачным местам, где не было ни указательных столбов, ни стрелок, пробираясь сквозь холодную липкую мглу, населенную цепкими тенями и привидениями. Во сне это с ней или просто сон стал явью. На какое-то время ощущение реальности покинуло ее, и она окончательно растерялась. Чувство, испытанное во время кошмара, овладело ею с особой силой. Сердце учащенно забилось. Она снова стояла среди смерти и гробовой тишины, как стояла когда-то в таре. Все существенное, важное исчезло из жизни. Жизнь лежала в обломках и паника, словно холодный ветер, завывала в ее сердце. Ужас, который возникал из тумана и который был самим туманом, наложил на нее свою лапу и она побежала. Она бежала сейчас, как бежала сотни раз во сне. Бежала вслепую, неизвестно куда, подгоняемая безымянными страхами, ища в сером тумане безопасное прибежище, которое должно же где-то быть. Она мчалась по сумеречной улице, пригнув голову с бешено колотящимся сердцем. Ночной сырой воздух прилипал к ее губам, деревья над головой угрожали ей чем-то. Но где-то, где-то в этом диком краю сырой тишины должен же быть приют. Она спешила, задыхаясь вверх по холму, мокрые юбки холодом били по лодыжкам, легкие казалось, вот-вот разорвутся, тугой корсет впивался в ребра, давил на сердце. Внезапно перед глазами ее возник огонек. Целый ряд огоньков, неясных, мерцающих, но настоящих огоньков. В ее кошмарах никогда не было огоньков, только серый туман. Сознание Скарлетт зацепилось за эти огоньки. Огоньки — это безопасность, это люди, это реальность. И она резко остановилась, сжимая руки, стараясь побороть панику, напряженно вглядываясь в ряд газовых фонарей, подсказывавших ее сметенному уму, что она в Атланте, на Персиковой улице, а не в сером мире призраков и сна. Тяжело дыша, она опустилась на каменную тумбу, в которой подъезжают кареты, стараясь совладать с нервами, словно это были веревки, выскальзывавшие из рук. Я бежала, бежала, как сумасшедшая, думала она, и хотя ее все еще трясло, но страх уже проходил, сердце же все еще колотилось до тошноты, но куда я бежала? Ей стало легче дышать, она сидела, прижав руки к груди и смотрела вдоль Персиковой улицы. Там, на самой вершине холма, стоит ее дом, отсюда казалось, что во всех окнах свет, свет, бросавший вызов туману. Дом, вот это реальность, она смотрела на еще далекий, смутно очерченный силуэт дома с благодарностью, с жадностью, и что-то похожее на умиротворение снизошло на нее. Домой, вот куда она бежала, домой, к Рету. Стоило Скарлетт осознать это, как с нее словно свалились путы, а вместе с ними страх, преследовавший ее с той ночи, как она добралась до Тары и обнаружила, что ее мир рухнул. Тогда, вернувшись в Тару, она обнаружила, что никакой уверенности в завтрашнем дне нет и в помине, и не осталось ни силы, ни мудрости, ни любви и нежности, ни понимания, ничего, что привносила в жизнь Эллен, и что служила ей Скарлетт опорой в юности. И хотя с той ночи Скарлетт сумела материально обезопасить себя, в своих снах она по-прежнему была испуганным ребенком, тщетно искавшим утраченную уверенность в завтрашнем дне свой утраченный мир. Сейчас она поняла, какое прибежище искала во сне, кто был источником тепла и безопасности, которых она никак не могла обрести среди тумана. Это был не Эшли, о, вовсе не Эшли, в нем нет тепла, как нет его в блуждающих огнях, с ним ты не чувствуешь себя в безопасности, как не чувствуешь себя в безопасности среди зыбучих песков. Это был Ред. Ред, который своими сильными руками может обнять ее, на чью широкую грудь она может положить свою усталую голову, чьи потрунивания и смех помогают видеть вещи в их истинном свете. Ред, который полностью понимает ее, потому что он, подобно ей, видит правду, как она есть, а не затуманенную всякими так называемыми высокими представлениями о чести, самопожертвовании или вере в человеческую натуру. И он любит ее. Почему она до сих пор никак не могла понять, что он любит ее, несмотря на свои колкости, свидетельства, бывшие вроде бы об обратном? Мелани вот поняла и уже на краю могилы сказала, будь добрее к нему. О, подумала она, Эшли не единственный до глупости слепой человек, мне бы следовало давно это понять. На протяжении многих лет она спиной чувствовала каменную стену любви Ретта и считала ее чем-то само собой разумеющимся, как и любовь Мелани, теша себя мыслью, будто черпает силу только в себе. И так же, как она поняла сегодня, что Мелани всегда была рядом с ней в ее жестоких сражениях с жизнью, поняла она сейчас и то, что в глубине за ней всегда молча стоял Ретт, любивший ее, понимавший, готовый помочь. Ретт, который на благотворительном базаре, увидев нетерпение в ее глазах, пригласил ее на танец. Ретт, который помог ей сбросить с себя путы трауры, Ретт, увезший ее сквозь пожары и взрывы в ту ночь, когда пала Атланта, Ретт, утешавший ее, когда она с криком просыпалась, испуганная кошмарами, да ни один мужчина не станет такого делать, если он не любит женщину, до самозабвения. С деревьев на нее капало, но она этого даже не замечала. Вокруг клубился туман, но она не обращала на это внимания. Думая о Ретте, вспоминая его смуглое лицо, сверкающие белые зубы, черные живые глаза, она почувствовала, как дружь пробежала у нее по телу. А ведь я люблю его, подумала она, и как всегда восприняла эту истину без удивления, словно ребенок, принимающий подарок. Я не знаю, как давно я его люблю, но это правда. И если бы не Эшли, я бы уже давно это поняла. Мне никогда не удавалось увидеть мир в подлинном свете, потому что между мной и миром всегда стоял Эшли. Она любила его, негодяя, мерзавца, человека без чести и совести, во всяком случае, в том смысле, в каком Эшли понимал честь. Да ну его к черту этого Эшли, с его честью подумала она. Из-за своего понятия о чести Эшли всегда предавал меня. Да, с самого начала, когда он ходил к нам, хотя знал, что его семья хочет, чтобы он женился на Мелани. А вот Ред никогда меня не предавал. Даже в ту страшную ночь, когда у Мелани был прием, и он должен был бы свернуть мне шею. Даже в ту ночь, когда пала Атланты, и он оставил меня на дороге, он знал, что я в безопасности, он знал, что я как-нибудь выкручусь. Даже тогда, в тюрьме Янки, когда он повел себя так, будто мне придется расплатиться с ним за те деньги, которые он мне даст. Он никогда бы насильно не овладел мной. Он просто испытывал меня. Он меня все время любил. А я как низко себя с ним вела. Сколько раз я его обижала, а он был слишком горд, чтобы дать мне это понять. А когда умерла Бонни, ах, как я могла. Она поднялась во весь рост и посмотрела на дом на холме. Всего полчаса тому назад она считала, что потеряла все, кроме денег. Все, что делала жизнь, желанной. Эллен, Джеральда, Бонни, мамушку, Мелани и Эшли. Оказывается, ей надо было потерять их всех, чтобы понять, как она любит Ретта. Любит, потому что он сильный и беспринципный, страстный и земной, как она. Я все ему скажу, думала она, и он поймет. Он всегда понимал. Я скажу ему, какая я была дура, и как я люблю его, и как постараюсь все загладить. Она вдруг почувствовала себя сильной и такой счастливой. Она уже не боялась больше темноты и тумана, и сердце у нее запело от сознания, что никогда уже она не будет их бояться. Какие бы туманы ни клубились вокруг нее в будущем, она теперь знает, где найти от них спасение. Она быстро пошла по улице к своему дому, и каждый квартал казался ей бесконечно длинным, слишком, слишком длинным. Она подобрала юбки и побежала. Но она бежала не от страха. Она бежала, потому что в конце улиц, ее ждали объятия Ретта. Глава шестьдесят третья. Парадная дверь была приоткрыта, и Скарлетт, задыхаясь, вбежала в холл, и на мгновение остановилась в радужном сиянии люстр. Хотя дом был ярко освещен, в нем царила глубокая тишина. Не мирная тишина сна, а тишина настороженная, усталая и слегка зловещая. Скарлетт сразу увидела, что Ретта нет ни в зале, ни в библиотеке, и сердце у нее упало. А что, если он не здесь, а где-нибудь с красоткой? Или там, где он проводит вечера, когда не появляется к ужину? Этого она как-то не учла. Она стала была подниматься по лестнице, надеясь все-таки обнаружить его, когда увидела, что дверь в столовую закрыта. Сердце у нее чуть жалость от стыда при виде этой закрытой двери. Она вспомнила многие вечера прошедшего лета, когда Ретт сидел там один и пил до одурения, а потом порк являлся и укладывал его в постель. Она виновата в том, что так было, но она все это изменит. Теперь все будет иначе. только бы великий Божий он не был сегодня слишком пьян, ведь если он сегодня будет слишком пьян, он мне не поверит и начнет смеяться, и это разобьет мне сердце. Она тихонько раздвинула створки двери и заглянула в столовую. Он сидел за столом согнувшись, перед ним стоял графин полный вина, но не откупоренный и в рюмке ничего не было. Слава Богу, он трезв, она потянула в стороны створки, стараясь удержаться, чтобы не броситься к нему, но когда он посмотрел на нее, то что-то в его взгляде остановило ее, и слова замерли у нее на губах. Он смотрел на нее в упор своими черными глазами из-под набрякших от усталости век, и в глазах его не загорелись огоньки, хотя волосы у нее в беспорядке рассыпались по плечам, грудь тяжело вздымалась, а юбки были до колен забрызганы грязью. На лице его не отразилось удивление или вопроса, а губы не скривились в легкой усмешке. Он грузно развалился в кресле. Сюртук, обтягивавший и пополневшее некогда такое стройное и красивое тело, был смят. Волевое лицо огрубело, пьянство и разврат сотворили свое дело. Его некогда четко очерченный профиль уже не напоминал профиля молодого языческого вождя на новой золотой монете. Это был профиль усталого опустившегося Цезаря, выбитый на медяшке, стертый от долгого хождения. Он смотрел на Скарлетт, а она стояла у порога, прижав руку к сердцу. Смотрел долго, спокойно, чуть ли не ласково, и это испугало ее. «Проходите, садитесь», сказал он. «Она умерла?» Скарлетт кивнула и нерешительно пошла к нему, не зная, как действовать и что говорить, при виде этого нового выражения на его лице. Он не встал, лишь ногой пододвинул ей кресло, и она опустилась в него. Жаль, что он заговорил сразу о Мелани. Ей не хотелось говорить сейчас о Мелани, не хотелось снова переживать боль минувшего часа. Еще будет время поговорить о Мелани. Ей так хотелось крикнуть «Я люблю тебя!» И ей казалось, что именно теперь, в эту ночь настал час, у нее на душе. Но что-то в его лице удержало ее, и внезапно ей стало стыдно говорить о любви в такую минуту. Ведь Мелани еще не успела остыть. «Упокой, Господи, ее душу!» с трудом произнес он. «Она была единственным по-настоящему добрым человеком, какого я знал». «Ох, Ред!» жалобно воскликнула она, ибо его слова оживили в памяти все то доброе, что сделала для нее Мелани. «Почему вы не пошли со мной? Это было так ужасно, и вы были мне так нужны. Я бы не мог этого вынести», просто сказал он и на мгновение умолк. Потом с усилием очень мягко произнес «Это была настоящая леди». взгляд его темных глаз был устремлен куда-то мимо нее, и она увидела в них то же выражение, как тогда, при свете пожаров, полыхавших в Атланте, когда он сказал ей, что пойдет вместе с отступающей армией. Удивление человека, который, прекрасно зная себя, вдруг обнаруживает в своей душе верность чему-то неожиданному и неожиданные чувства, и немного стесняется собственного открытия. Он смотрел своим тяжелым взглядом поверх ее плеча, точно видел Мелани, тихо шедшую через комнату к двери. Он как бы прощался с ней, но в лице его не было ни горя, ни страдания, лишь удивление на самого себя, лишь болезненное пробуждение чувств, не заявлявших о себе с юности. И он повторил, это была настоящая леди. По телу Скарлетт прошла дрожь, и затеплившийся в ней был свет радости исчез. Исчезло теплое упоение, которое побуждали ее мчаться, как на крыльях домой. Она начала понимать, что происходило в душе Рэта, когда он говорил прости единственному человеку на свете, которого он уважал. И Скарлетт снова почувствовала отчаяние от невозместимости утраты, которую понесла не только она. Она, конечно, еще до конца не осознала и не могла разобраться в том, что чувствовал Рэд. Но на секунду ей показалось, будто и ее коснули шуршащие юбки мягкой лаской последнего прости. Она смотрела глазами Рэта на то, как уходила из жизни не женщина, а легенда. Кроткая, незаметная, но несгибаемая женщина, которой Юг завещал хранить свой очаг во время войны, и в чьи гордые, но любящие объятия он вернулся после поражения. Взгляд Рэта снова обратился к Скарлетт. «Значит, она умерла». Он произнес это уже другим небрежным и холодным тоном. «Видите, как хорошо все для вас устраивается». «Ах, как вы можете говорить такое?» воскликнула она, глубоко извленная, чувствуя прихлынувшие глазам слезы. «Вы же знаете, как я ее любила». «Нет, не могу сказать, чтобы знал. Это для меня полнейшая неожиданность. И то, что при вашей любви к белому сброду вы сумели наконец оценить Мелани, делает вам честь». «Да как вы можете так говорить? Конечно, я всегда ее ценила, а вы нет. Вы не знали ее так, как я. Вы просто не способны понять ее. Не способны понять, какая она была хорошая. Вот как? Возможно. Она ведь обо всех заботилась. Обо всех, кроме себя. Кстати, последние слова ее были о вас». Он повернулся к ней. В глазах его вспыхнул живой интерес. Что же она сказала? «Ах, только не сейчас, Ред. Скажите мне». Он произнес это спокойно, но так сжал ей руку, что причинил боль. Ей не хотелось говорить. Не так она собиралась сказать ему о своей любви, но его пожатие требовало ответа. Она сказала, она сказала, «Будь подобрее капитану выражение». Внезапно он встал, подошел к окну и, одернув портьеры, долго смотрел на улицу. Точно видел там что-то еще, кроме все заволакивавшего тумана. «А еще что она сказала?» спросил он, не поворачивая головы. «Она просила меня заботиться о маленьком Бо, и я сказала, что буду заботиться о нем, как о родном сыне?» «А еще что?» «Она сказала, прошли, просила меня позаботиться и обошли». Он с минуту помолчал, потом тихо рассмеялся. «Это так удобно, когда есть разрешение первой жены, верно?» «Что вы хотите этим сказать?» Он повернулся, и, хотя Скарлетт была в смятении и соображала не очень четко, тем не менее она удивилась, увидев, что он смотрит на нее без насмешки и безучастно, как человек, который досматривает последний акт не слишком забавной комедии. Мне кажется, я выразился достаточно ясно. Мисс Мэлли умерла, вы же располагаете всеми необходимыми данными, чтобы развестись со мной, а репутация у вас такая, что развод едва ли может вам повредить, от вашей религиозности тоже ведь ничего не осталось, так что мнение церкви для вас не имеет значения, а тогда Эшли и осуществление мечты с благословениями с Мэлли. Развод? Воскликнула она. Нет, нет, она хотела было что-то сказать, запуталась, скачала на ноги и, подбежав к Рету, вцепилась ему в локоть. Ох, до чего же вы неправы, ужасно неправы, я не хочу развода, я... И она умолкла, не находя слов. Он взял ее за подбородок и, осторожно приподняв лицо к Свету, внимательно посмотрел ей в глаза. А она смотрела на него, вкладывая в свой взгляд всю душу. И губы у нее задрожали, когда она попыталась что-то произнести. Но слова не шли с языка. Она все пыталась найти в его лице ответные чувства, вспыхнувшую надежду, радость. Ведь теперь-то он уж, конечно, все понял. Но она видела перед собой лишь смуглое замкнутое лицо, которое так часто озадачивало ее. Он отпустил ее подбородок, повернулся, подошел к столу и сел, вытянув ноги, устало свесив голову на грудь. Глаза его задумчиво безразлично смотрели на нее из-под черных бровей. Она подошла к нему и, ломая пальцы, остановился. Вы не правы. Начала была она, обретя наконец дар речи. Рэд, сегодня, когда я поняла, я всю дорогу бежала, до самого дома, чтобы вам сказать. Любимый мой, я... Вы устали, сказал он, продолжая наблюдать за ней. Вам следовало бы лечь, но я должна сказать вам... Скарлетт, медленно произнес сон. Я не желаю ничего слушать. Ничего. Но вы же не знаете, что я собираю сказать. Кошечка моя, это все написано на вашем лице. Что-то или кто-то наконец заставил вас понять, что злополучный мистер Уилкс дохлая устрица, которую даже вам не разживать. И это что-то неожиданно высветило для вас мои чары, которые предстали перед вами в новом соблазнительном свете. Он слегка пожал плечами. Не стоит об этом говорить. Она чуть не задохнулась от удивления. Конечно, он всегда читал в ней, как в раскрытой книге. До сих пор ее возмущала эта его способность. Но сейчас, когда первое удивление от того, что глубины так легко просматриваются прошло, она почувствовала огромную радость и облегчение. Он знает, он понимает. Теперь ее задача казалась такой легкой. Ему ни о чем не надо говорить. Конечно, ему горько от того, что она так долго им пренебрегала. Конечно, он еще не верит этой внезапной перемене. Ей предстоит завоевать его, проявив доброту, убедить его, осыпав знаками любви. И как приятно будет ей все это. Любимый, я все вам расскажу, сказала она, опираясь руками в подлокотники его кресла и пригибаясь к нему. Я была так неправа. Я была такая идиотка. Скарлетт, прекратите, не унижайтесь передо мной. Мне это невыносимо. Проявите немного достоинства, немного сдержанности, чтобы хоть это осталось, когда мы будем вспоминать о нашем браке. Избавьте нас от этого последнего объяснения. Она резко выпрямилась. Избавьте нас от этого последнего объяснения? Что он имел в виду, говоря, этого последнего? Последнего? Да ведь это же их первое объяснение, это только начало. Но я все равно вам скажу. Быстро заговорила она, словно боясь, что он зажмет ей рот рукой. Ах, Ред, я так люблю вас, мой дорогой. И, должно быть, я люблю вас уже многие годы. И такая идиотка не понимала этого. Ред, вы должны мне поверить. Он с минуту смотрел на нее. Это был долгий взгляд, проникший в самую глубину ее сознания. Она видела по его глазам, что он верит. Но его это мало интересовало. Ах, неужели он станет сводить с несчет именно сейчас? Будет мучить ее, платя ей той же монетой? О, я вам верю, сказал он наконец. А как же будет с Эшли Уилксом? Эшли произнесла она и нетерпеливо повела плечом. Я, по-моему, он уже многие годы мне безразличен. Просто словом, это было что-то вроде привычки, за которую я цеплялась, потому что приобрела ее еще девочкой. Рэд, никогда в жизни я бы не считала, что он мне дорог, если бы понимала, что он представляет собой. А ведь он такое беспомощное жалкое существо, несмотря на всю свою болтовню о правде и о честь и о... Нет, сказал Рэд, если вы хотите видеть его таким, каков он есть, то он не такой. Он всего лишь благородный джентльмен, оказавшийся в мире, где он чужой, и пытающийся худо-бедно жить в нем по законам мира, который отошел в прошлое. Ах, Рэд, не будем о нем говорить, но какое нам сейчас до него дело? Неужели вы не рады, узнав? Я хочу сказать, теперь, когда я... Встретившись с ним взглядом, а глаза у него были такие усталые, она смущенно умолкла, застеснявшись, словно девица, впервые оставшаяся наедине со своим ухажером. Хоть бы он немного ей помог, хоть бы протянул ей руки, и она с благодарностью кинулась бы ему в объятие, свернулась бы калачиком у него на коленях и положила голову ему на грудь. Ее губы, прильнувшие к его губам, могли бы сказать ему все куда лучше, чем эти спотыкающиеся слова. Но, глядя на него, она поняла, что он удерживает ее на расстоянии низмстительности. Вид у него был опустошенный, такой, будто все, о чем она ему поведала, не имело никакого значения. Рад, сказал он, было время, когда я отблагодарил бы Бога постом, если бы услышал от вас то, что вы сейчас сказали. А сейчас это не имеет значения. Не имеет значения? О чем вы говорите? Конечно, имеет. Рэта, я же дорога вам, верно? Должна быть дорога. и Мелли так сказала. Да, и она была права, ибо это то, что она знала. Но, Скарлетт, вам никогда не приходило в голову, что даже самая бессмертная любовь может износиться? Она смотрела на него, потеряв дар речи. Рот ее округлился буквой О. Вот моя и износилась, продолжал он. износилась в борьбе с Эшли Уилксом и вашим безумным упрямством, которое побуждает вас вцепиться как бульдог в то, что по вашим представлениям вам желанно. Вот она и износилась. Но любовь не может износиться. Ваша любовь к Эшли тоже ведь износилась. Но я никогда по-настоящему не любила Эшли. В таком случае вы отлично имитировали любовь до сегодняшнего вечера. Скарлетт, я не корю вас, не обвиняю, не упрекаю. Это время прошло. Так что избавьте меня от ваших оправдательных речей и объяснений. Если вы в состоянии послушать меня несколько минут, не прерывая, я готов объяснить вам, что я имею в виду. Хотя Бог свидетель, не вижу необходимости в объяснениях. Правда, слишком уж очевидно. Скарлетт села. Резкий газовый свет падал на ее белое растерянное лицо. Она смотрела в глаза Ретта, которая знала так хорошо и одновременно так плохо. Слушала его тихий голос, произносивший слова, которые сначала казались ей совсем непонятными. Впервые он говорил с ней так, по-человечески, как говорят обычные люди, без дерзостей, без насмешек, без загадок. Приходило ли вам когда-нибудь в голову, что я любил вас так, как только может мужчина любить женщину? Любил многие годы, прежде чем добился вас. Во время войны я уезжал, пытаясь забыть вас, но не мог и снова возвращался. После войны, зная, что рискую попасть под арест, я все же вернулся, чтобы отыскать вас. Вы мне были так дороги, что мне казалось, я готов был убить Фрэнка Кеннеди и убил бы, если бы он не умер. Я любил вас, но не мог дать вам это понять. Вы так жестоки к тем, кто любит вас, Скарлетт. Вы принимаете любовь и держите ее, как хлыст над головой человек. Из всего сказанного им Скарлетт поняла лишь, что он ее любит. Уловив слабо отголосок страсти в его голосе, она почувствовала, как радость и волнение потихоньку наполняют ее. Она сидела еле дыша, слушала и ждала. Я знал, что вы меня не любите, когда мы поженились. Понимаете, я знал про Эшли, но был настолько глуп, что считал, будто мне удастся стать для вас дороже. Смейте сколько хотите, но мне хотелось заботиться о вас, баловать вас, делать все, чтобы вы не пожелали. Я хотел жениться на вас, быть вам защитой, дать вам возможность делать все, что пожелаете, лишь бы вы были счастливы. Так ведь было и с Бонни. Вам пришлось только вытерпеть, Скарлетт. Никто лучше меня не понимал, через что вы прошли, и мне хотелось сделать так, чтобы вы перестали бороться, а чтобы я боролся вместо вас. Мне хотелось, чтобы вы играли как дитя, потому что вы и есть дитя, храброе, испуганное, упрямое дитя. По-моему, вы так и остались ребенком, ведь только ребенок может быть таким упорным и таким бесчувственным. Голос его звучал спокойно, но устало, и было в нем что-то, что пробудило далекий отзвук в памяти Скарлетт. Она уже слышала такой голос в другом месте, в один из решающих моментов своей жизни. Где же это было? Голос человека, смотрящего на себя и на свой мир без всяких чувств, без страха, без надежды? Это же... Это же... Так говорил Эшли во фруктовом саду Тары, где гулял ветер. Говорил о жизни и театре теней с усталым спокойствием, свидетельствовавшим о неотвратимости конца в гораздо большей мере, чем если бы в словах его звучала горечь или отчаяние. И как тогда от интонации в голосе Эшли она вся похолодела в ужасе перед тем, чего не могла понять, так и сейчас оттона Ретта сердце ее упало. Его голос, его манера держаться даже больше, чем слова взволновали ее, заставив почувствовать, что радостное волнение, испытанное ею несколько минут тому назад, было преждевременным. Что-то не так, совсем не так. Она не знала, что именно, и в отчаянии ловила каждое слово Ретта, не спуская глаз его смуглого лица, надеясь услышать слова, которые рассеют ее страхи. Все говорило о том, что мы предназначены друг для друга. Все потому, что я, единственный из ваших знакомых, способен был любить вас, даже узнав, что вы такое на самом деле. Жесткая, алчная, беспринципная, как и я. Но я любил вас и решил рискнуть. Я надеялся, что Эшли исчезнет из ваших мыслей, однако, он пожал плечами, я все перепробовал и ничто не помогло. А я ведь так любил вас, Карлетт. Если бы вы только мне позволили, я бы любил вас так нежно, так бережно, как ни один мужчина никогда еще не любил. Но я не мог дать вам это почувствовать, ибо я знал, что вы сочтете меня слабым и тотчас попытаетесь использовать мою любовь против меня же. И всегда, всегда рядом был Эшли. Это доводило меня до безумия. Я не мог сидеть каждый вечер напротив вас за столом, зная, что вы хотели бы, чтобы на моем месте сидел Эшли. Я не мог держать вас в объятиях ночью, зная, что... Ну, в общем, это не имеет сейчас значения. Сейчас я даже удивляюсь, почему мне было так больно. Это то и привело меня к красотке. Есть какое-то свинское удовлетворение в том, чтобы быть женщиной, пусть даже она безграмотная шлюха, которая безгранично любит тебя и уважает, потому что ты в ее глазах безупречный джентльмен. Это было как бальзам для моего тщеславия. А вы ведь никогда не пытались быть для меня бальзамом, дорогая. Ах, Рэд, начала была она, чувствуя себя глубоко несчастной от одного упоминания имени красотки. Но он жестом заставил ее умолкнуть и продолжал. А потом была та ночь, когда я унес вас наверх. я думал, я надеялся, я так надеялся, что боялся встретиться с вами наутро и увидеть, что я ошибся и что вы не любите меня. Я так боялся, что вы будете надо мной смеяться, что ушел из дома и напился. А когда вернулся, то весь трясся от страха. Если бы вы сделали хотя бы шаг мне навстречу, подали хоть какой-то знак. Мне кажется, я стал бы целовать след ваших ног, но вы этого не сделали. Ах, Рэд, но мне же тогда так хотелось быть с вами, а вы были таким омерзительным, в самом деле хотелось. По-моему, да, именно тогда я впервые поняла, что вы мне дороги. Эшли, после того дня Эшли меня больше не радовал, а вы были такой омерзительной, что я... Ах, да ладно, сказал он. Похоже, мы оба тогда не поняли друг друга, верно? Но сейчас это уже не имеет значения. Я все это говорю лишь за тем, чтобы вы потом не ломали себе голову. Когда с вами было плохо, причем по моей вине, я стоял у вашей двери в надежде, что вы позовете меня, но вы не позвали. И тогда я понял, что я просто дурак, и между нами все кончено. Он умолк, глядя сквозь нее на что-то за ней, как это часто делал Эшли, видя что-то, чего не могла видеть она. Аскарлетт лишь молча смотрела на его сумрачное лицо. Но у нас была Бонни, и я почувствовал, что не все еще кончено. Мне нравилось думать, что Бонни это вы, снова ставшая маленькой девочкой, какой вы были до того, как война и бедность изменили вас. Она была так похожа на вас, такая же своенравная, храбрая, веселая, задорная. И я мог холить и баловать ее, как мне хотелось холить и баловать вас. Только она была не такая, как вы. Она меня любила, и я был счастлив отдать ей всю свою любовь, которая вам была не нужна. Когда ее не стало, с ней вместе ушло все. Внезапно ей стало жалко его. Так жалко, что она почти забыла и о собственном горе и о страхе, рожденном его словами. Впервые в жизни ей было жалко кого-то, кому она не чувствовала презрения, потому что впервые в жизни она приблизилась к подлинному пониманию другого человека. она могла понять его упорное стремление оградить себя, столь похожее на ее собственное, его несгибаемую гордость, не позволявшую признаться в любви и с боязни быть отвергнутым. «Ах, любимый», сказала она и шагнула к нему в надежде, что он сейчас раскроет ей объятия и привлечет к себе на колени. «Любимый мой, мне очень жаль, что так получилось, но я постараюсь все возместить вам старицей. Теперь мы можем быть так счастливы, когда знаем правду». «И, Ред, посмотрите на меня, Ред, ведь у нас могут быть другие дети, но, может, не такие, как Бонни, но...» «Нет уж, благодарю вас», сказал Ред, словно отказываясь от протянутого ему куска хлеба. «Я в третий раз своим сердцем рисковать не хочу». «Ред, не надо так говорить. Ну, что мне вам сказать, чтобы вы поняли? Я ведь уже говорила, что мне очень жаль, и что я...» «Дорогая моя, вы такое дитя. Вам кажется, что если вы сказали «мне очень жаль», все ошибки и вся боль прошедших лет могут быть перечеркнуты, стерты из памяти, что из старых ран уйдет весь яд». «Возьмите мой платок, Скарлетт. Сколько я вас знаю, никогда в тяжелые минуты жизни у вас не бывает носового платка». Она взяла у него платок, высморкалась и села. Было совершенно ясно, что он не раскроет ей объятий, и становилось ясно, что все эти его разговоры о любви ни к чему не ведут. Это был рассказ о временах давно прошедших, и смотрел он на все это как бы со стороны. Вот что было страшно. Он посмотрел на нее задумчиво, чуть ли не добрыми глазами. «Сколько лет вам, дорогая моя? Вы никогда мне этого не говорили?» «Двадцать душу, верно?» «Не смотрите на меня так испуганно. Я не имею в виду, что вы будете гореть в адском пламени за этот ваш роман с Эшли, образно говоря. С тех пор, как я вас знаю, вы ставили перед собой две цели, Эшли и деньги, чтобы иметь возможность послать к черту всех и вся. Ну что ж, вы теперь достаточно богаты и можете со всеми разговаривать достаточно резко. И вы получили Эшли, если он вам нужен. Но вам этого видно мало. А Скарлетт было страшно, но не при мысли об адском пламени. Она думала, ведь Ред, все для меня, а я его теряю. Если я потеряю его, ничто уже не будет иметь для меня значения. Нет, ни друзья, ни деньги, ничто. «Если бы он остался со мной, я бы даже готова была снова стать бедной, я готова была бы снова мерзнуть и голодать. Не может же он». «Ах, конечно, не может». Она вытерла глаза и сказала в отчаянии, «Ред, если вы когда-то меня так любили, должно же что-то остаться от этого чувства». «От всего этого осталось только два чувства, но вам они особенно ненавистны. Это жалость и какая-то странная доброта». «Жалость, доброта, о, Боже!» Теряя последнюю надежду, подумала она, «Все что угодно, только ни жалость и ни доброта». Когда она испытывала кому-нибудь подобные чувства, это всегда сопровождалось презрением. Неужели он ее тоже презирает? Все что угодно, только нет. Даже циничная холодность дней войны, даже пьяное безумие, когда он в ту ночь нес ее наверх, так сжимая в объятиях, что ей было больно. Даже эта его манера нарочно растягивает слова, говоря колкости, которыми, как она сейчас поняла, он прикрывал горькую свою любовь. Что угодно, лишь бы не эта безликая доброта, которая так отчетливо читалась на его лице. Значит, значит, я все уничтожила, и вы не любите меня больше? Совершенно верно. Но упрямо продолжала она, словно ребенок, считающий, что достаточно высказать желание, чтобы оно осуществилось. Но я же люблю вас. Это ваша беда. Она быстро вскинула на него глаза, проверяя, нет ли в этих словах издевки. Но издевки не было. Он просто констатировал факт. Но она все равно этому не верила, не могла поверить. Она смотрела на него чуть прищурясь. В глазах ее горело упорство отчаяния. Подбородок, совсем как у Джералда, вдруг резко выдвинулся, ломая мягкую линию щеки. Не глупите, Ред, ведь я же могу. Он с наигранным ужасом поднял руку, и его черные брови поползли вверх, придавая лицу знакомое насмешливое выражение. Не принимайте такого решительного вида, Скарлетт, вы меня пугаете. Я вижу, вы намерены перенести на меня ваши бурные чувства Кэшли. Я страшусь за свою свободу и душевный покой. Нет, Скарлетт, я не позволю вам преследовать меня, как вы преследовали злосчастного Эшли. А кроме того, я уезжаю. Губы ее задрожали, прежде чем она успела сжать зубы и остановить дрожь. Уезжает? Нет, что угодно, только не это. Да как она сможет жить без него? Ведь все ее покинули. Все, кто что-то значил в ее жизни, кроме Реда. Он не может уехать. Но как ей остановить его? Она бессильна, когда он что-то вот так холодно решил и говорит так бесстрастно. Я уезжаю. Я собирался сказать вам об этом после вашего возвращения из Мариетты. Вы бросаете меня? Не делайте из себя трагическую фигуру брошенной жены Скарлетт. Эта роль вам не к лицу. Насколько я понимаю, вы не хотите разводиться и даже жить отдельно. Ну, в таком случае, я буду часто приезжать, чтобы не давать повода для сплетен. К черту сплетни! Пылка воскликнула она. Вы мне нужны! Возьмите меня с собой. Нет, сказал он тоном, не терпящим возражений. Ей казалось, что она сейчас разрыдается, безудержно как ребенок. Она готова была броситься на пол, сыпать проклятиями, кричать, бить ногами. Но какие-то остатки гордости и здравого смысла удержали ее. Она подумала, если я так поведу себя, он только посмеется или будет стоять и смотреть на меня. Я не должна рыдать. Я не должна просить. Я не должна делать ничего такого, что может вызвать его презрение. Он должен меня уважать, даже если больше не любит меня. Она подняла голову и постаралась спокойно спросить, куда же вы едете? В глазах его промелькнуло восхищение, и он ответил, возможно, в Англию или в Париж, а возможно, в Чарльстон, чтобы наконец помириться с родными. Но вы же ненавидите их. Я часто слышала, как вы смеялись над ними, и... Он пожал плечами. Я по-прежнему смеюсь. Но хватит мне бродить по миру, Скарлетт. Мне сорок пять лет. И в этом возрасте человек начинает ценить то, что он так легко отбрасывал в юности. Свой клан, свою семью, свою честь и безопасность, корни, уходящие глубоко. Ах, нет, я вовсе не каюсь и не жалею о том, что делал. Я чертовски хорошо проводил время. Так хорошо, что это начало приедаться. И сейчас мне захотелось чего-то другого. Нет, я не намерен ничего в себе менять, кроме своих пятен, но мне хочется хотя бы внешне стать похожим на людей, которых я знал, обрести эту унылую респектабельность. Респектабельность, какой обладают другие люди, моя кошечка, а не я. Спокойное достоинство, каким отмечена жизнь людей благородных, исконное изящество былых времен. Те времена я просто жил, не понимая их медлительного очарования. И снова Скарлетт очутилась в пронизанном ветром фруктовом саду Тары. В глазах Рэта было то же выражение, как в тот день в глазах Эшли. Слова Эшли отчетливо звучали в ее ушах, словно только что говорил он, а не Рэд. Что-то из этих слов всплыло в памяти, и она, как попугай, повторила их. И прелести. Этого их совершенства, этой гармонии, как в греческом искусстве. Почему вы так сказали? Резко прервал ее Рэд. Ведь именно эти слова и я хотел произнести. Так однажды выразился Эшли, говоря об элом. Рэд передернул плечами. Взгляд его потух. Вечно Эшли, сказал он и умолк. Скарлетт, когда вам будет сорок пять, возможно, вы поймете, о чем я говорю. И возможно, вам, как и мне, надоедят эти лжи аристократы, их дешевое жеманство и мелкие страстишки. Но я сомневаюсь. Я думаю, что у вас всегда будет больше привлекать дешевый блеск, чем настоящее золото. Во всяком случае, ждать, пока это случится, я не могу. И у меня нет желания. Меня это просто не интересует. Я поеду в старые города и древние края, где все еще сохранились черты былого. Вот такой я стал сентиментальный. Атланта для меня слишком неотесанна, слишком молода. Прекратите, внезапно сказала Скарлетт. Она едва ли слышала, о чем он говорил. Во всяком случае, в сознании у нее это не отложилось. Она знала лишь, что не в состоянии выносить дольше звук его голоса, в котором не было любви. Он умолк и вопросительно взглянул на нее. Ну, вы поняли, что я хотел сказать, да? Спросил он, поднимаясь. Она протянула к нему руки ладонями кверху, в стародавнем жести мольбы, и все, что было у нее на сердце отразилось на ее лице. Нет! Выкрикнула она. Я знаю только, что вы меня разлюбили, уезжаете. Ах, мой дорогой, если вы уедете, что же я буду делать? Он помедлил, словно решая про себя, не будет ли в конечном счете великодушнее по-доброму солгать, чем сказать правду. Затем пожал плечами. Скарлетт, я никогда не принадлежал к числу тех, кто терпеливо собирает обломки, склеивает их, а потом говорит себе, что починенная вещь, ничуть не хуже новой. Что разбито, то разбито. И уж лучше я буду вспоминать о том, как это выглядело, когда было целым, чем склею, а потом до конца жизни буду лицезреть трещины. «Возможно, если бы я был моложе, он вздохнул. Но мне не так мало лет, чтобы верить сентиментальному суждению, будто жизнь как аспидная доска. С нее можно все стереть и начать сначала. Мне не так мало лет, чтобы я мог взвалить на себя бремя вечного обмана, который сопровождает жизнь без иллюзий. Я не мог бы жить с вами и лгать вам, и уж, конечно, не мог бы лгать самому себе. Я даже вам теперь не могу лгать. Мне хотелось бы волноваться по поводу того, что вы делаете и куда едете, но я не могу. Он перевел дух и сказал небрежно, но мягко. Дорогая моя, мне теперь на это наплевать. Скарлетт молча смотрела ему вслед, пока он поднимался по лестнице, и ей казалось, что она сейчас задохнется от боли, сжавшей грудь. Вот сейчас звук его шагов замрет наверху, и вместе с ним умрет все, что в ее жизни имело смысл. Теперь она знала, что нечего взывать к его чувствам или к разуму. Ничто уже не способно заставить этот холодный мозг отказаться от вынесенного им приговора. Теперь она знала, что он действительно так думает, вплоть до последних сказанных им слов. Она знала это, потому что чувствовала в нем силу, несгибаемую и неумолимую, то, чего искала в Эшли, и так и не нашла. Она не сумела понять ни одного из двух мужчин, которых любила, и вот теперь потеряла обоих. В сознании ее где-то таилась мысль, что если бы она поняла Эшли, она бы никогда его не полюбила, а вот если бы она поняла Рета, то никогда не потеряла бы его. И она с тоской подумала, что, видимо, никогда никого в жизни по-настоящему не понимала. Благодарение Богу на нее нашло отупение, отупение, которое, как она знала по опыту, скоро уступит место острой боли. Так разрезанные ткани под ножом хирурга на мгновение утрачивают чувствительность, а потом начинается боль. Сейчас я не стану об этом думать, мрачно решила она, призывая на помощь старое заклятие. Я с ума сойду, если буду сейчас думать о том, что и его потеряла. Подумаю завтра. Но, закричало сердце, отметая прочь испытанное заклятие и тут же заныв, я не могу дать ему уйти. Должен же быть какой-то выход. Сейчас я не стану об этом думать, повторила она уже вслух, стремясь отодвинуть свою беду подальше, вглубь сознания, стремясь найти какую-то опору, ухватиться за что-то, чтобы не захлестнула нарастающая боль. Я да, завтра же уеду домой, в тару. И ей стало чуточку легче. Однажды она уже возвращалась в тару, гонимая страхом, познав поражение, и вышла из приютивших ее стен сильной, вооруженной для победы. Однажды так было. Господи, хоть бы так случилось еще раз. Как этого добиться, она не знала, и не хотела думать об этом сейчас. Ей хотелось лишь передышки, чтобы утихла боль. Хотелось покоя, чтобы залезать свои раны, прибежище, где она могла бы продумать свою компанию. Она думала о таре, и словно прохладная рука ложилась ей на сердце, успокаивая его очищенное биение. Она видела белый дом, приветливо просвечивающий сквозь красноватую осеннюю листву. Ощущала тишину сельских сумерек, нисходившую на нее благодатью. Самой кожей чувствовала, как увлажняет роса, протянувшиеся на многие акры кусты хлопка с их коробочками, мерцающими среди зелени, как звезды. Видела эту пронзительно красную землю и мрачную темную красоту сосен на холмах. От этой картины ей стало немного легче, она даже почувствовала прилив сил, и боли, неистовое сожаление отодвинулись вглубь сознания. Она с минуту стояла, припоминая отдельные детали. Аллею темных кедров, ведущую к таре, раскидистые кусты жасмина, ярко-зеленые на фоне белых стен, колеблющиеся от ветра белые занавески. И мамушка тоже там. И вдруг ей отчаянно захотелось увидеть мамушку, так захотелось, словно она была еще девочкой, захотелось положить голову на широкую грудь, и чтобы узловатые пальцы гладили ее по голове. Мамушка, последнее звено, связывавшее ее с прошлым. и сильное духом своего народа неприемлющего поражения, даже когда оно очевидно, Скарлетт подняла голову. Она вернет Ретта. Она знает, что вернет. Нет такого человека, которого она не могла бы завоевать, если бы хотела. Я подумаю обо всем этом завтра. В Таре. Тогда я смогу. Завтра я найду способ вернуть Ретта. Ведь завтра уже будет другой день. . . . . . . . Продолжение следует...